Скотт Линч. Хитрости Локаламоры. Читается Раф. Пролог. Мальчик, который слишком много крал. В середине долгого сырого лета 1977 года Сен-Девани к безлазому священнику храма Переландра, нежданно-негаданно явился коморский воровской наставник в отчаянной надежде сбагрить с рук несносного мальчишку Ламору. — Ох, и выгодную же сделку я тебе предложу! — с порога начал гость, взяв не самый верный тон. — Пади, такую же выгодную, как скала и галда! — проворчал безглазый священник. — Я по сей день бьюсь, чтобы отучить этих вечно хихикающих болванов от дурных привычек, перенятых у тебя, а взамен привыть дурные привычки, угодные мне. — Ну, знаешь, цепи! — пожал плечами воровской наставник. — Я ведь сразу предупредил, что они ни дать ни взять, мартышки пакосливые, но тогда тебя это немало не смутило. — Или, может, такую же выгодную, как с обетой? — священник возвысил голос, густой и звучный, — и слова замерли на языке у ворского наставника. — Сам прекрасно помнишь, какую цену за нее заломил, ободрал меня, как липку, забрал все подчистую. — Кроме разве костей моей покойной матушки, надо было заплатить тебя одними медиками и посмотреть, как ты надрываешь пуп. — Но собета, согласись, не рядовой товар. И мальчишка этот, он тоже особенный. Ровно такой, какого ты просил подыскать после того, как купил кало с галда. В нем есть решительно все, что тебе любо дорого в собете. Каморец, но не чистых кровей, а еще теринских и водранских в равных долях. И он просто прирожденный вор. — Это так же верно, как то, что в море полно рыбьей мочи. Вдобавок я согласен уступить малого. Ну, со скидкой. Безглазый священник с минуту поразмыслил, а затем сказал. — Ты уж прости, но когда иссохшая сморщенная репка, которую ты называешь сердцем, вдруг ни с того ни с сего возгорается желание меня облагодетельствовать, мне хочется взять в руки оружие и встать спиной к стене. Воровской наставник постарался придать своему лицу искреннее выражение, без особого, впрочем, успеха, и чересчур небрежно пожал плечами. — Ну да, положим с мальчишкой сложности, но это только пока он находится под моей опекой. — Уверен, если ты возьмешь его на свое попечение, все сложности исчезнут сами собой. — О, так твой малец обладает волшебным даром? Что ж ты сразу не сказал? — священник поскрепал под белой шелковой повязкой, закрывавшей глаза. — Превосходно! Я посажу его в чертову землю и выращу лозу до заоблачной зачарованной страны. — Ага! — вот и знакомые стрелы сарказма полетели. Воровской наставник отвесил шутливый поклон, несколько скованный по причине старческой подагры. — Обычно они свидетельствуют о твоей готовности поторговаться. Почему бы просто не признать, что предложение тебя заинтересовало? Теперь пожал плечами безглазый священник. — Ладно, допустим, Калла, Галда и Сабети не помешают обзавестись новым товарищем по играм или хотя бы новой грушей для битья. — Допустим, я согласен отдать за твоего кота в мешке три медика да горшок мочи. Но ты должен убедить меня, что я не прогадаю, отдав при даче к указанной сумме еще и целый горшок мочи. Так в чем беда с твоей мальчишкой, а? — Беда с ним в том, — медленно проговорил воровской наставник, — — что, если ты его не купишь, мне придется перерезать паршисту глотку, а тело бросить в залив. Причем нынче же ночью. Той памятной ночью, когда воровской наставник взял под свое крыло маленького ламору, на старом кладбище на сумеречном холме выстроилось вереницей множество детей. Тихо и смирно стояли они в ожидании, когда новые братья и сестры проследуют в усыпальнице. Все до единого подопечные воровского наставника держали свечи, холодный голубой свет которых пробивался сквозь серебристую пелену речного тумана, подобно тому, как пробиваяся сквозь закопченное окно тусклый свет уличных фонарей. Цепочка призрачных огоньков, повторяя извивы кладбищенских дорожек, спускалась с вершины холма к широкому стеклянному мосту через дымный канал, едва видный под покровом душного теплого тумана, что летними ночами сочится из оцерелых костей каморра. «Шагайте живее, милые мои, золотые мои, новообретенные мои чада!» — шептал наставник, подталкивая спину последнего из тридцати детей-сирот, взошедших на дымный мост. «Пусть огни впереди не пугают вас, там ждут ваши новые друзья, чтобы показать вам путь на вершину моего холма. Прибавьте шагу, мои сокровища!» Ночью бывает, а разговор нам предстоит долгий. В редкие минуты засужего раздумья воровской наставник воображал себя художником. Если точнее, скульптором, для которого малолетние сироты служат глиной, а старое кладбище на сумеречном холме — мастерской. Огромный девяностотысячный город непрерывно и равномерно производил человеческие отбросы, количество которых денно и ношно пополнялось. Кроме прочего, за счет постоянного притока осиротелых, потерянных и брошенных детей. Многих из них отлавливали работорговцы, чтобы переправить в Тал-Верар или на Джеремские острова. По закону рабство в Каморре было запрещено, разумеется. Но на сами акты порабощения и горожане, и власти смотрели сквозь пальцы, если за жертву было некому заступиться. В общем, одни беспризорники попадали в рабство, другие погибали по собственной глупости. Смерть от голода и сопутствующих болезней тоже была обычным делом среди тех, у кого не хватало смелости или сноровки, чтобы покормиться на городских улицах воровством или иным незаконным способом. Смелые же, но недостаточно сноровистые часто заканчивали жизнь в петле на Черном мосту, напротив Дворца Терпения. Магистраты герцога вешали юных воришек на той же веревке, что и преступников постарше. Только детям еще и привязывали к ногам груз, чтобы уж наверняка и быстро. А сирот, чудом избежавших перечисленных злочастных жребьев, собирали по всему городу подопечные воровского наставника и приводили в свое братство. По одному, по двое или испуганными стайками. Там новички очень скоро узнавали, какая жизнь ожидает их под старым кладбищем, в самом сердце владений воровского наставника, где без малого полторы сотни сирых детей преклоняли колено перед одиноким сагбенным стариком. Давайте, шевелите ножками, мои родненькие, мои новые сыночки и доченьки. Следуйте по цепочке огней, поднимайтесь на вершину холма. Мы уже почти дома, где вас накормят, намоют и спать уложат, где вы найдете спасение от дождя, тумана и душной жары. Лучшее время для пополнения рядов братства наступало сразу после моровых поветрий. Эти 30 сирот из горелища ускользнули из губительных объятий так называемого черного шепота, повальной хвори, которую воровской наставник ценил выше всех прочих. Болень пришла в квартал не весь откуда, и только в своевременно принятые карантинные меры, любого, кто пытался переправиться через канал или уплыть на лодке, настигала смерть от ярдовой стрелы. Спасли остальной город от всех сопряженных с эпидемией неприятностей, кроме разве что тревоги и параноидального страха. Черный шепот означал мучительную смерть для всякого старше 11-12 лет, насколько могли судить лекари, хотя болень собирала жатву без особой оглядки на правила. Дети же младше 11-ти обычно отделывались всего лишь отеком глаз и лихорадочным румянцем, которые проходили через пару-другую дней. На пятый день карантина пронзительные крикки стихли и попытки переправиться через канал прекратились. Поэтому квартал избежал прискорбной участи, не раз постигавший его в прошлом, в чумные годы и послуживший причиной для нынешнего его названия. На 11-й день, когда карантин сняли, герцовские упыри вошли в горелище, чтобы оценить последствия эпидемии. Из четырех сотен детей, насчитывавшихся там ранее, в живых остался лишь каждый восьмой. В борьбе за выживание они уже сбились в шайки и освоили азы жестокости, необходимые в жизни без взрослых. Воровской наставник дождался, когда всех детей соберут и выведут из квартала, объятого зловещей тишиной. Он щедро заплатил серебром за 30 лучших из них, и еще больше заплатил за молчание упырям и стражникам, сопровождавшим детей. А потом повел своих новых подопечных, отощалых, вонючих, растерянных, в темный парной туман коморской ночи, к старому кладбищу на сумеречном холме. Ламора был самым младшим и самым мелким из всех. Мальчонка лет 5-6, живой скелетик, обтянутый грязной кожей. Наставник и брать-то его не собирался, малыш просто ввязался за ними, словно так и надо. Старик, конечно, сразу заметил приблудыша, но в своей жизни он неоднократно убеждался, что любой незачумленный сиротка, даже самый мозглявый, это подарок судьбы, от которого грех отказываться. Дело было летом 77-го года гондола, отца удачи, бога торговли и звонкой монеты. Воровской наставник шел сквозь туманную ночь, ласково подгоняя детей, бредущих неровной вереницей. Через каких-нибудь 2 года он будет чуть ли не на коленях умолять отца Цеппи, безглазого священника, забрать у него маленького Ламору и точить нож на случай, если священник откажется. Безглазый священник поскреб щетинистый кадык. Не шутишь? Нисколько. Воровской наставник залез в внутренний карман Камзова, который пару лет назад можно было назвать просто потрепанным, и извлек кожаный кошелек, затянутый тонким кожаным шнурком. Кошелек был ржаво-красного цвета запекшейся крови. Уже сходил к самому и получил разрешение. Перережу мальчишке глотку от уха до уха и скормлю рыбам. О, боги, какая душесчипательная история. Священник с поразительным для слепца меткостью и проворством кнул воровского наставника точно в угрудину. Нет уж, найди другого дурака, который согласится снять бремя с твоей совести и взвалить на себя. Да к черту совесть Цеппи! Я корысти толкую, твоей и моей. Оставить мальчишку у себя я не могу. Вот и предлагаю тебе редкую возможность, выгодную сделку. Если мальчишка шибко строптивый, почему бы не вбить в него немного ума-разума и не подождать, когда он дозреет до надлежащего продажного возраста? Исключено, Цеппи. У меня руки связаны. Я не могу просто взять и отколошматить гаденыша. Нельзя допустить, чтобы остальные паршивцы узнали, что он отмочил. Если у кого-нибудь из них возникнет хоть малейшее желание сотворить то же самое, о боги, я навсегда утрачу влияние на них. Мне остается либо убить мальчишку сегодня же, либо продать сейчас же. Шиш с маслом или ничтожная прибыль. Угадай, что я выбираю? Мальчишка выкинул что-то такое, о чем ты даже обмолвиться не можешь при своих подопечных? Цеппи потер лоб над повязкой и вздохнул. Черт! Мне даже стало любопытно. Старинная коморская пословица гласит, ничто на свете не постоянно, кроме непостоянства человеческого. Все и вся, кроме него, рано или поздно выходит из моды. Даже такая полезная и нужная вещь, как холм, нашпигованный мертвецами. Сумеречный холм был первым в истории Каморра кладбищем для знати, где бренные останки горожан, сытно питавшихся при жизни, покоились в недосягаемости соленых вод Железного моря. Однако со временем соотношение сил между соперничающими семьями камнерезов, гробовщиков и профессиональных гробоносцев изменилось, и постепенно на Сумеречном холме стали хоронить все меньше и меньше знатных господ, поскольку на расположенном неподалеку Шепотном холме предлагали больше места для более внушительных и помпезных памятников, пусть и за большее комиссионное вознаграждение. Войны, моровые поветрия и политические козни делали свое дело, и с течением десятилетий количество семей, ухаживавших за могилами на Сумеречном холме, неоклонно сокращалось. В конце концов, единственными посетителями кладбища остались служители Аззы Гии, ночевавшие в гробницах в период своего ученичества, да бездомные сироты, поселившиеся в заброшенных, темных и пыльных склепах. Воровской наставник, хотя тогда он, разумеется, таковым еще не был, волей у случая оказался в одном из таких склепов в самые черные дни своей жизни, когда он представлял собой жалкое недоразумение, ибо как еще назовешь вора-карманника с девятью перебитыми пальцами? Сперва он держался с сиротами полуугрожающе полупросительно. Какая-то остаточная потребность во взрослом вожаке помешала детям убить пришельца во сне. Он же, со своей стороны, неохотно начал объяснять им секреты своего ремесла. По мере того, как пальцы медленно заживали, правда семьи из них срослись плохо и навсегда остались кривыми, как надломленные сучки, он передавал все больше и больше своих порочных знаний маленьким оборванцам, прятавшихся вместе с ним от дождя и городской стражи. Число учеников постепенно увеличивалось, как и совокупный доход сообщества, и дети все шире расселялись по сырым каменным склепам старого кладбища. В скором времени кривопалый карманник стал знаменитым воровским наставником, а сумеречный холм – царством, где он безраздельно властвовал. Маленький Ламора со своими товарищами из горелища впервые вступил в это царство спустя два десятка лет после его основания. Кладбище представляло собой обширное скопление неглубоких старых склепов, соединенных между собой сетью подземных тоннелей и галерей, чьи плотно утрамбованные стены были укреплены частыми опорами, похожими на ребра давно исслевших драконов. Исконных обитателей кладбища уже давно повытаскивали из гробниц и побросали в залив под покровом ночи. Ныне сумеречный холм превратился в гигантский муравейник, населенный сиротами воришками. Вновь прибывшие дети вошли в темные недра самого верхнего мавзолея и двинулись по тоннелю серебристыми стенами, освещенными серебряными огнями прохладных алхимических шаров. Маслянистые щупальца тумана обвивались вокруг щиколоток. Из всех углов и закоуков выглядывали сторожилы сумеречного холма, с холодным любопытством рассматривая новичков. В спертом воздухе висел запах сырой земли и давно немытых тел. Каковой смрадный дух, маленькие оборванцы из горелища ощутимо усилили своим присутствием. «Проходите, проходите!» — восклицал наставник, потирая руки. «Отныне мой дом, ваш дом. Добро пожаловать! Всех нас здесь объединяет одно, все мы круглые сироты. Печально, что и говорить, но теперь у вас будет, братьев и сестер, сколько пожелаете, и сухая земля над головой. Дом, семья». Дети-старожилы вереницей стремились по тоннелю вслед за наставником, на ходу задувая свои призрачные голубые свечи. И вскоре путь освещало лишь серебристое сияние на стенах алхимических шаров. В самом сердце владений воровского наставника находилось огромное теплое помещение с утоптанным земляным полом, высотой в полтора человеческих роста и размером 30 на 30 ярдов. У дальней стены стояло единственное кресло из полированного черного дерева, массивное такое, с высокой спинкой, и старик с довольным вздохом в него опустился. Десятки ветхих покрывал, расстеленных на полу, были уставлены едой, котелками с костлявыми цыплятами, маринованными в дешевом миндальном вине, мисками с мягкими хвостами морских лисиц, завернутыми в бекон и щедро сдобренными уксусом, тарелками с соленым горохом и чечевицей, подносом с грубым хлебом, политым колбасным жиром и грудами перезрелых помидоров и груш. Пища непритязательная на самом деле, но представленная в таком количестве и разнообразии, какое сиротам из бедного квартала даже и не снилось. Они жадно накинулись на еду, не дожидаясь приглашения, и уродской наставник снисходительно улыбнулся. «Я не настолько глуп, чтобы встать между вами и вкусной едой, дорогие мои. Ешьте досыта, ешьте сколько влезет. Наверстывайте упущенное. Поговорим позже». Пока голодалые сироты набивали живот, в подземном логое собрали все обитатели сумеречного холма. Они обступили новеньких тесной толпой и молча наблюдали. Воздух, переполненный на помещении, с каждой минутой становился все более спертым. Пиршество продолжалось, пока на столе не осталось ни крошки. Наконец дети, выжившие после нашествия черного шепота, дочисто облезали перепачканные жиром пальцы и только тогда обратили настороженные взгляды на ворского наставника и его подопечных. Старик, словно по сигналу, скинул три скрюченных пальца. «Теперь о деле!» – воскликнул он. «На повестке дня три пункта. Во-первых, вы здесь потому, что я вас выкупил, причем заплатил сверхположенного, чтобы вас отдали именно мне, а не кому-нибудь другому. Поверьте, всех до единого ваших товарищей, которых не взял я, уже отдали работорговцам. Куда еще девать сирот? Держать вас негде, заботиться о вас некому. Стражники продают таких, как вы, по цене кувшина вина, голубчики мои. «Сержанты не считают нужным упоминать о вас в своих рапортах, а капитаны не считают нужным обращать на это внимание. Сейчас!» – продолжал наставник. «Когда с вашего квартала снят карантин, все коморские работорговцы и все желающие таковыми заделаться, уже рыщут по городу в поисках добычи. Вы вольны покинуть наш холм, когда пожелаете, хоть сейчас. Только имейте в виду, что в самом скором времени вы будете сосать грязные елдыки или ворочать веслами на галерах. Что подводит меня ко второму пункту. Все мои друзья, которых вы здесь видите», он широким жестом обвел детей, теснившихся вдоль стен, «могут уходить с холма, когда захочется, и разгуливать там, где вздумается, поскольку они находятся под моей защитой». «Я знаю», – продолжал он с видом внушительным и серьезным, «что сам по себе я не произвожу грозного впечатления, однако пусть это не вводит в вас заблуждение. У меня есть могущественные друзья, способные обеспечить безопасность моим подопечным. Если кто-нибудь, например, работорговец, осмелится поднять руку на одного из моих питомцев, наказание последует незамедлительно и будет достаточно жестким». Когда никто из новичков не выказал должного воодушевления, наставник значительно кашлянул и пояснил, «Этого гнусного скота просто убьют, ясно?» Яснее было некуда. «Что прямо подводит нас к третьему пункту, а именно ко всем вам, мои милые. Наша маленькая семья всегда нуждается в новых братьях и сестрах, и вы можете считать, что вам предлагают, можно даже сказать, вас просят, осчастливить нас своей искренней и крепкой дружбой. Изберите сумешенный холм своим домом, меня своим хозяином, а этих славных мальчиков и девочек своими братьями и сестрами. Вы будете жить в тепле и сытости, под надежной защитой. Либо вы можете уйти сейчас же и закончить в одном из джеремских публичных домов. Там свежим ягодкам всегда рады». «Ну что, есть такие желающие?» Никто из новичков не издал ни звука. «Я знал, что могу положиться на вас, бесценные мои сокровища». Воровской наставник распростер руки и широко улыбнулся, показав полумесяц зубов цвета болотной воды. «Ну разумеется, за все хорошее надо платить. Взаимные услуги, равный обмен, еда не произрастает у меня из задницы. Ночные горшки не опоражниваются сами собой. Улавливаете? О чем я?» Десять-двенадцать изнов прибывших детей неуверенно кивнули. «Правила очень простые. Со временем вы их все усвоите. Пока же запомните главное. Кто ест, тот работает, а кто работает, тот ест, что подводит нас к четвертому. Ох, батюшки! Уважьте забывшего старика, милые детки. Вообразите, будто он поднял не три, а четыре пальца. Итак, вот четвертый важный пункт повестки дня. У каждого из нас есть работа здесь, на холме, но у каждого из нас есть работа и в другом месте. Работа деликатная и необычная, интересная и увлекательная. Делается она в городе, иногда днем, иногда ночью. И требует смелости, ловкости и... Ммм... осторожности. Мы будем очень рады, если вы станете помогать нам в этих... Ммм... особенных делах». Воровской наставник ткнул кривым пальцем в мальчишку, доставшегося ему бесплатно, в маленького приблудыша, который пристально смотрел на него опухшими, не мигающими глазами, приоткрыв измазанный помидорным соком рот. «Вот ты, малыш, ты дополнительный привесок к тридцати избранным. Что скажешь? Будет ли от тебя польза? Готов ли ты помогать своим братьям и сестрам в их интересной работе?» Мальчонка на секунду задумался, потом пропищал тоненьким голоском. «Вы хотите, чтобы мы крали разные вещи?» Старик уставился на него и долго молчал. Несколько сиро-сторожилов прыснули в ладошку. «Ну да», наконец промолвил воровской наставник, медленно кивнув. «Можно и так сказать. Хотя, надо заметить, ты слишком прямолинейно судишь об известных проявлениях личной инициативы, говоря о которых мы предпочитаем употреблять более изысканные и неопределенные выражения. Не то, чтобы я рассчитывал, что ты поймешь, о чем речь. Как тебя зовут, малыш?» «Ламора!» «Верно. Твои родители были скрягами, раздали тебе одну лишь фамилию. А как еще они тебя звали?» С минуты мальчонка напряженно обдумывал вопрос. «Меня зовут Лок», наконец сказал он. «В честь отца!» «Славное имя!» Легко с языка слетает. «А ну-ка, Лок в честь отца Ламора, подойди ко мне на пару слов. Все остальные ступайте прочь. Ваши братья и сестры покажут, где вам лечь спать. А сперва покажут, куда отнести посуду, куда сложить покрывало и все такое прочее. Первая ваша работа по хозяйству, так сказать. Сегодня вы просто уберете все здесь за собой. Но в дальнейшем у каждого из вас появятся иные обязанности, всю важность которых вы поймете ко времени, когда узнаете, как меня называют за пределами нашего холма». Лок подошел к воровскому наставнику, восседавшему на деревянном троне. Новички поднялись с пола и беспорядочно топтались зад-вперед, пока старшие сирот от сумеречного холма не начали их строить, отдавая нехитрые распоряжения. Через считанные минуты маленький Лок и воровской наставник остались наедине. «Видишь ли, дружок мой», заговорил старик, «всех новых своих чад, прибывающих на сумеречный холм, мне приходится отучать от некоторых предрассудков. Ты знаешь, что такое предрассудок?» Ламора помотал головой, его круглое речико облепляли сальные, тусклокаштановые волосы. Разводы помидорного сока вокруг рта подсохли и стали походить на грязные потеки. Старик подался вперед и осторожно вытер ребенку губы и щеки рукавом своего потрепанного синего камзола. Мальчик не отшатнулся. «Это значит, что всем детям с измолу внушали, что красть нехорошо, а потому в разговорах с ними мне приходится прибыкать к разным недомолвкам и околичностям, покуда они не свыкнутся с мыслью о допустимости воровства». «Ясно?» «Однако ты, похоже, не с кого подобными предрассудками, поэтому мы с тобой можем говорить прямо. «Ты уже крал раньше, верно?» «Малыш кивнул?» «И до чумы тоже?» Снова кивок. «Я так и подумал». «А скажи-ка, голубчик, ты ведь лишился родителей еще до нашествия черного шепота, да?» Мальчик опустил голову и опять кивнул, едва заметно. «То есть ты уже научился?» «Угу, сам о себе заботиться». «Ну, тебе нечего стыдиться. Возможно, даже, благодаря своему опыту, ты сумеешь нескать известное уважение в нашем братстве. Вот только надо бы испытать тебя на деле». Вместо ответа Ламора достал что-то из поддраной рубашонки и протянул воровскому наставнику. На раскрытую ладонь старика легли два маленьких дешевых кошелька, замызганные мешочки из жесткой кожи, затянутые потертыми шнурками. «А это у тебя еще откуда?» «Стражники», прошептал Лок. «Они брали нас на руки и несли». Наставник отпрянул, будто ужаленный гадюкой, и недоверчиво ставился на кошельки. «Ты стянул кошельки у городских стражников? У желтокурточников?» Малыш кивнул, на сей раз сведенным воодушевлением. «Ага, они брали нас на руки и несли». «Боги мои!» выдохнул воровской наставник. «О, боги! Да ты нас всех без ножа режешь, лог в честь отца Ламора! Просто режешь без ножа!» Он нарушил тайный уговор, в первую же ночь, как вступил в братство. Нахальный маленький паршивец! Воровской наставник удобно сидел в саду на крыше храма, держа в руках просмоленную кожаную кружку с вином. Вино было дрянное, страшно кислое, перебродившее почти в уксус. Но оно служило обнадеживающим признаком, что сделка еще может состояться. Такого никогда не случалось, ни до, ни после. Кто-то научил мальчишку обчищать карманы, но не предупредил, что желтокурточники неприкосновенны. Отец Цеппи поджал губы. Любопытно, очень любопытно. Наш дорогой капо Барсави был бы рад свести знаком со своим подопечным. Я так и не выяснил, кто натаскал мальца. Он заявил, что сам всему научился. Но это чушь собачья. Пятилетние дети играют с дохлыми рыбешками да конскими говешками. Цеппи. Они не изобретают тонких приемов карманного воровства по своей прихоти. А как ты поступил с кошельками? Да помчался обратно на сторожевую заставу горелища и лизал там башмаки из задницы, пока язык не почернел. Объяснил капитану, что один из новичков просто не знал о заведенных в коморре порядках и вернул украденное с изрядной доплатой. Моляю о великодушном прощении и милостивом снисхождении. И они приняли извинения? Деньги всегда веселят душу, ты же знаешь. Я набил оба кошелька серебром до отказа. Вдобавок дал каждому из тамошних стражников на выпивку, чтоб на всю неделю хватило. И мы условились, что они выпьют пару-другой стаканов за здоровье капель Барсави, которого совсем не обязательно беспокоят такими мелочами, как тот факт, что преданный ему воровской наставник сел в лужу, позволив пятилетнему карапузу нарушить чертов уговор. Итак, промолвил безглазый священник, то были первые часы твоего знакомства со своим таинственным мальчишкой, нежданным подарком судьбы, так сказать. Я премного рад, что ты уже называешь маленького ганденыша своим, цепи, поскольку у меня на него ну никакого терпения не хватает. Даже не знаю, как сказать. Одним моим детям нравится воровать, другие вообще не задумываются, хорошо это или плохо, а есть и такие, которые воруют противно своей воле, ибо понимают, что у них просто нет другого выбора. Но на моей памяти еще никто, никто, повторяю, не был настолько охоч до воровства. Если Ламора будет валяться с располосанным горлом, и лекарь попытается разошить ему рану, этот маленький поганец украдет у него иголку с ниткой и сдохнет, радостно хихикая. Он слишком многих крадет. Слишком много крадет, задумчиво повторил безглазый священник. Уж чего-чего о такой жалобе я никак не ожидал услышать от человека, который живет обучением детей воровству. Можешь смеяться, вздохнул воровской наставник. Но в этом-то все соль. Текли месяцы, миновали Парфис, Фисталь и Аурим, и на смену туманным летним грозам пришли проливные зимние дожди. За 77-м годом Гондола наступил 77-й год Марганте, отца города, бога петли и лопаты. Число сирот из горелища заметно сократилось. Восемь бедолаг, не обнаруживших способностей к деликатной и интересной работе, предложенной воровским наставником, загончили свои дни в петле на черном мосту перед дворцом терпения. Но жизнь продолжалась, и все остальные были слишком поглощены своей собственной деликатной и интересной работой, чтобы особо переживать по поводу товарищей. Братство сумеречного холма, как скоро узнал Лок, жестко делилось на два клана, уличники и домушники. Последние меньшие числом и более искусные воровском деле промышляли только после заката. Забирались на крыши, спускались по дымоходам, отмыкали замки, проникали за решетки, крали все подряд. От монеты драгоценностей до шматов свиного сала, оставленных без присмотра вкладовых. Дети же из уличников рыскали по площадям, улицам и мостам Каморра в дневное время, причем всегда работали группами. Старшие и более опытные хватуны ловко обчищали карманы и прилавки, а младшие и менее умелые заманухи отвлекали внимание, надрывно звали своих несуществующих матерей, разыгрывали всяческие припадки или метались зад-вперед с криком «Держи вора!» пока хватуны убегали со своей добычей. Каждого сироту, вернувшегося на кладбище после вылазки в город, обыскивал старший и более сильный ребенок. Все украденное или добыто иным способом передавалось вверх по иерархии влиятельных членов братства, кулакастых и напористых, и в конечном счете оказывалось у воровского наставника, который по получении дневного дохода всякий раз отмечал плюсами или минусами именно в своем точном мысленном списке. Дети, принесшие прибыль, получали свой ужин. Всем прочим, приходилось потрудиться позже вечером с двойным усердием. Ночь за ночью воровской наставник, обремененный кошельками, ожерельем, шелковыми платками, железными пуговицами и прочими ценными предметами, проходил по извилистым тоннелям сумеречного холма. Подопечные тихо подкрадывались из темных закоулков или пытались отвлечь внимание разыгранными спектаклями, чтобы стянуть у него хоть что-нибудь. Всякого, кого он хватал за руку, ждало немедленное наказание. Воровской наставник предпочитал не лупцевать проигравших подобных учебных играх, хотя мог и отстегать хлыстом под настроение, а заставлять их пить чисто имбирное масло из фляжки под насмешливание улюлюканье остальных детей. Коморское имбирное масло гадость редкостная, на вкус ничуть не лучше, по мнению наставника, чем тлеющая зола ядовитого сумаха. Упрямцев, отказавшихся открывать рот, переворачивали вверх ногами и вливали масло через нос. Одного такого урока, как правило, хватало навсегда. Со временем даже сироты с обожженными имбирем, языками и глотками осваивали азы карманного воровства и незаметного отъема товаров у зазевавшихся купцов. Воровской наставник воодушевленно объяснял детям устройства конзолов, дублетов, сюртюков и поясных кошельков, сообразуясь со всеми последними веяниями моды и обстоятельно растолковывал, что можно срезать, что оторвать, а что вытащить проворными пальцами. Не следует тереться об ногу жертвы, как трахучий пес, или хвататься за руку, как потерявшееся дитя. Даже полсекунды телесного соприкосновения зачастую оказывается перебором. Наставник плавным жестом изобразил петлю на шее и высунул язык. Чтобы выжить, вы должны неукоснительно соблюдать три священных правила. Во-первых, всегда убеждайтесь, что внимание вашей жертвы надежно отличено, либо заманухами, либо какой-нибудь посторонней херотенью, вроде драки или пожара. Для нашей работы нет ничего лучше пожаров, дорожите такими подарками судьбы. Во-вторых, сокращайте, до последнего возможного предела сокращайте. Время непосредственно соприкосновения с жертвой, даже когда ее внимание отличено. Он скинул с шеи воображаемую петлю и хитро улыбнулся. И в-третьих, сразу же, как сделали свое дело, смывайтесь прочь, даже если жертва молчит как пень. Чему я вас учил? Стянул, беги куда попало, хором говорили ученики. Замешкаешь, пиши пропало. Новенькие сироты пребывали по одному и парами. Каждые несколько недель кто-нибудь из детей постарше бесследно исчезал с холма. Лог догадывался, что подобные исчезновения свидетельствуют о неких дисциплинарных мерах почище имбирного масла, но никаких не задавал, поскольку занимал слишком низкое положение в иерархии братства, чтобы любопытничать или получать достоверные объяснения. Что же до его обучения, то на следующий день после прибытия на холм Логка зачислили в клан уличников, одним из заманув. В качестве наказания подозревал он. Учае через два месяца он благодаря своим незаврядным способностям перешел в разряд хватунов. Это считалось большим шагом вверх по иерархической лестнице, но Ламора, похоже, единственный на всем холме, предпочитал работать с заманухой еще долго после того, как получил право оставить это занятие. В пределах холма Ламора держался угромо и замкнуто, но на городских улицах в роли заманухи просто оживал. Он придумал пользоваться пережеванной апельсиновой коркой, изображая рвоту. Если другие заманухи просто хватались за живот и стонали, то Лок расцвечивал свои выступления тем, что изрыгал желто-белое месиво под ноги намеченным жертвам, а когда пребывал в особенно капризном настроении, так и прямо на сапоги или подолы. Другим его замечательным изобретением стал прием с длинной сухой веткой, спрятанной под штанины и крепко привязанной к щиколотке. Резко падая на колени, он переломал ветку с громким хрустом, после чего испускал душераздирающий вопль, неизменно привлекающий сочувственное внимание всех окружающих, тем паче, если дело происходило в непосредственной близости от колес какой-нибудь телеги. Выполнив намеченное, Лок избавлялся от внимания толпы при помощи своих товарищей, которые подбегали и кричали, что отнесут его домой к матушке, а уж матушка вызовет гняги-лекаря. Разумеется, способность ходить возвращалась к нему за ближайшим углом. Маленький Ламора столь быстро освоил и совершенствовал репертуар замнух, что воровской наставник счел нужным еще раз побеседовать с ним с глазу на глаз, после того, как Лок изловчился незаметно перерезать карманным ножичком пояс у одной молодой дамы, вследствие чего с нее на потеху честному народу свалилась юбка. «Послушай, Лок в честь отца Ламора», сказал старик. «На сей раз обойдемся без имбирного масла. Не бойся, но мне бы очень хотелось, чтобы в своих уловках ты отказался от излишней театральности в пользу простой практичности». Мальчишка молча смотрел на него, переминаясь с ноги на ногу. «Ладно, скажу прямо, в последнее время заманухи выходят в город не работать, а глазеть на твои представления. Так вот, содержать собственную театральную труппу никак не входит в мои планы. Прекрати строить из себя великого актера. Не заморачивай голову моим подопечным, пускай они возвращаются к своей обыденной работе». После этого разговора какое-то время все шло тихо-гладко. Потом, спустя без малого полгода после своего прибытия на холм, Ламора стал невольным виновником пожара в таверне «Стеклянная лоза» и непосредственной причиной страшного карантинного переполоха, едва не стеревшего скопище с карты Каморра. Скопищем назывался беднейший квартал на северной окраине города. Обширное скопление лачух и хибар, расположенное в широкой природной впадине. Своего рода амфитеатре глубиной около сорока футов. По стенкам этой громадной бурлящей чаши теснились ряды бараков и безоконных ловчонок. Развалюха на развалюхе измеились туманные улочки, где двум мужчинам не пройти плечом к плечу. Стеклянная лоза стояла у булыжной дороги, что тянулась на запад через каменный мост в зеленые сады острова Мара Камаратса. Это было ветхое деревянное строение в три этажа, осевшее и скособоченное, с шаткими внутренними и наружными лестницами, на которых калечился по меньшей мере один посетитель в неделю. На самом деле там вовсю делали ставки, кто следующий из-за всех датаев оступится и размажит башку на хлипких ступеньках. В таверне собирались курильщики трубок и наркоманы гляделы, которые прилюдно закапывали в глаза свое драгоценное зелье и часами лежали во власти видений, мелко вздрагивая и дергаясь, пока другие гости заведения шаривали у них по карманам, а то и использовали бесчувственные тела в качестве столов. В один из первых дней 77-го года Марганте маленький лог ламора приковылял в общий зал стеклянной лозы, шумно всхлипая и шмыгая носом. Кровоточащие губы, лихорадочный румянец и синяки вокруг глаз изоблачали в нем зараженную черным шепотом. «Прошу вас, господин хороший!» прошептал он объятому ужасом вышибали. Костыри, карточники, подавальщики, воры и шлюхи застыли на месте, уставившись на мальчишку. «Умоляю вас, родители захворали, не знаю, что с ними. Лежмя лежат, я один еще на ногах стою. Вы должны!» он громко шмыгнул носом. «Помочь мне! Прошу вас, сударь!» Во всяком случае, такие слова услышали бы все присутствующие, если бы вышибала, не завопила все горло. «Черный шепот! Черный шепот!» что послужило сигналом к стремительному массовому исходу из стеклянной лозы. В последующей панической давке маленький ламора уцелел потому лишь, что признаки страшной болезни у него на лице ограждали надежнее щита. Игральные кости со стуком попадали на столы, карты разлетелись по полу. Точно осенние листья под порывом ветра, жестяные стаканы и просмоленные кожаные кружки поопрокидывались, выплескивая дешевое пойло. Люди в бегстве своем переворачивали столы и лавки, выхватывали ножи и дубинки, чтобы подгонять недостаточно проворных. Топча недвижные тела глядел, рава человеческого требья хлынула ко всем дверям, кроме той, у которой стоял лог, тщетно взывая о помощи. Когда в таверне кроме нескольких стонущих или вообще не подающих признаков жизни, глядел, внутрь прошмыгнули товарищи лока, дюжина самых быстрых и ловких уличников, отобранных ламурой для этой вылазки. Они мигом рассыпались по всему залу, торопливо собирая все ценное, что валялось между опрокинутых столов и завешалось стойкой. Здесь горсть монет, там добротный нож, тут игральные кости из китовой кости с метками из гранатовых кристалликов. В кладовой корзина черствого, но вполне съедомного хлеба, брусок соленого масла, завернутый в ощеную бумагу и дюжина бутылок вина. На все про все лок дал товарищам полминуты и сразу стал отчитывать в уме секунды, стирая с лица грим. Досчитав до 30, он знаком велел своим сообщникам покинуть таверну. Уже били тревожные барабаны, призывая стражу, и сквозь мерный их грохот доносились леденящие души завывания дудок, свидетельствующие о приближении герцогских упырей карантинной службы. Участники грабительского налета пробрались через столпы сметенных, испуганных обитателей скопища и помчались домой окольными путями, кто через марокомаратца, кто через дымный квартал. На памяти старожилов никто еще ни разу не возвращался из вылазки с такой богатой добычей. Целая груда вещей и продуктов, а вдобавок несколько пригоршней медных полубаронов. Гораздо больше, чем лог рассчитывал добыть. Он не знал, что ироги в кости или карты всегда выкладывают деньги на стол, поскольку на сумеречном кхолме играть в азартные игры дозволялось только старшим и самовлиятельным детям, а лог к числу таковых не относился. Поначалу воровской наставник был просто смущен и озадачен. Но позже ночью пьяные мужики, охваченные паникой, запалили стеклянную лозу и сотни жителей попытались сбежать из квартала, когда городским стражникам не удалось установить местонахождение малолетнего виновника Переполоха. Тревожные барабаны гремели до рассвета, на мостах стояли заградительные кордоны и лучники герцога Никованте, запасшись стрелами на всю ночь, несли дозор в утро застало воровского наставника за очередным разговором с самым младшим и самым несносным из всех подопечных сирот. Беда с тобой в том, лок, чертов ламора, что ты непредусмотрителен. Знаешь, что значит дальновидный? Лок помотал головой. Попробуй объяснить. У таверны был хозяин. Он работал, как работаю я, на очень важного человека, капу Барсави. Хозяин таверны платил капе, как плачу я, за спокойную жизнь, без неприятностей. По твоей милости, у него случились жуткие неприятности, хотя он исправно платил деньги и ждать не ждал ничего подобного. Так вот, возбуждение паники среди горожан и подстрекательство пьяных скотов к поджогу таверны, прямая противоположность действиям, дальновидным. Ну как, догадываешься теперь, что означает это слово? Лок почел за лучшее живо кивнуть. Если в прошлый раз, когда ты попытался вогнать меня в могилу прежде времени, я сумел откупиться, то сейчас, когда откупиться никаких денег не хватило бы, мне, хвала богам, и откупаться не придется. Такой страшный переполох творится в городе. Ночью желтокурточники избили дубинками добрых две сотни человек, прежде чем сообразили, что среди них нет больных. Герцог подступил к скопищу со своим чертовым регулярным войском. Еще немного испалил бы квартал дотла. Ты, лок ламора, сейчас стоишь передо мной, а не плаваешь с изумленной физиономией в акульем брюхе по одной лишь единственной причине. Потому что от стеклянной лозы осталось только пепелище, и никто не знает, что до пожара таверна была ограблена. Никто, кроме нас. Значит, мы все делаем вид, будто никто из нас ослучившийся ведать не ведает, а ты все-таки научишься осторожности, о которой я вам толдычу с утра до вечера. Договорились? Мальчик кивнул. Мне нужны от тебя ловкие мелкие кражи и ничего больше. Кошелек здесь, кольцо колбасы там. Я хочу, чтобы ты проглотил свое честолюбие, высрал его, как переваренную жертву, и на следующую тысячу лет стал обычным юным заманухой. Можешь сделать мне такое одолжение? Не воруй желтокурточников, не поджигай таверны, не устраивай переполоха в городе, притворись заварядным карманным воришкой, каковыми являются твои братья и сестры. Все ясно. Лук снова кивнул, постаравших принять подобающий случаю горестный вид. Хорошо, а теперь наставник излил из кармана почти полную флягу имбирного масла. Мне хотелось бы подкрепить свои наставления делом. И опять какое-то время, после того, как Лук восстановил способность нормально дышать и говорить, все шло тихо гладко. Но за 77-м годом Марганта наступил 77-й год Сэндовани, и хотя Лук довольно долго удавалось скрывать свои похождения от воровского наставника, в конце концов, он в одном совсем уже вопиющем случае снова забыл об осмотрительности. Когда воровской наставник понял, что сотворил поширец на сей раз, он отправился к Капе Каморру и оформил у него разрешение на одну маленькую смерть. Однако по зрелом размышлении старик решил все-таки сперва наведаться к безлазовому священнику. Движимый отнюдь не милосердием, но слабой надеждой выгадать хоть самую малость. Небо уже окрасилось тусклым багрянцем и в обошедшем дне напоминала лишь тающая золотая полоска над западным горизонтом. Лог Кламорру плелся в длинной тени воровского наставника, направлявшегося к храму Переландра, чтобы продать своего подопечного. Наконец-то мальчик понял, куда исчезали старшие дети. Мощная арка стеклянного моста соединяла северо-западная подножность сумечного холма с восточной оконечностью огромного вытянутого храмового квартала. На самом верху моста наставник остановился и устремил взгляд на север. Заокутанный мраком тихий квартал и подернутые туманной пеленой воды стремительной анжевины на темные роскошные особняки и белокаменные бульвары четырех островов Ассегранте, над которыми вздымались невероятной высоты пять башен. Пять башен были самыми приметными сооружениями из древнего стекла в городе, полным загадочных архитектурных изысков. Меньшая самая скромная из них заревая имела 80 футов ширину и 400 в высоту. Истинный цвет каждой из пяти гладкостенных башен сейчас терялся в багровых отблесках заката и паутина канатов с грузовыми клетями протянутая между верхушками величественных строений едва различалась на фоне рдяного неба. Давай постоим здесь немного, дружок, промолвил воровской наставник непривычно печальным голосом. Здесь, на моем мосту, столь мало людей ходит по нему на сумеречный холм, что я привык считать его своим. Ветер герцога, весь день дувший из железного моря, уже переменился. В коморской ночи всегда властвовал береговой ветер палача, сырой теплый, насыщенный запахами возделанных полей и гнеющих болот. Я с тобой расстаюсь, после долгой паузы добавил старик. Прощай навсегда, очень жаль, что тебе не хватает, здравого смысла, что ли. Лок молчал, неподвижно глядя на могучие стеклянные башни. Небо за ними быстро тускнело, бледно-голубые звезды становились все ярче, и скоро последние лучи солнца погасли на западе. Точно огромный глаз замкнулся. Однако, едва над камором стала сгущаться ночная тьма, в ней зародился новый свет, поначалу слабый и зыбкий. Он исходил из недр пяти башен и полупрозрачного моста, на котором стояли старик с мальчиком, и с каждым мгновением набирал силу, разливался все шире, растекался над городом, подобный призрачному дымчатому сиянию пасмурного дня. Наступил час лжесвета, и мощные стены пяти башен, и громадные стеклянные волнорезы обсидиановой гладкости, и рукотворные рифы под свинцовыми водами моря, каждая грань, каждая поверхность, каждый осколок древнего стекла в каморре, каждая крупица неземного строительного материала, в незапамятное время оставленного здесь основателями города, источали таинственный лжесвет. Каждый вечер после захода солнца стеклянные мосты обращались размытыми полосами дрожащего света. Стеклянные башни, стеклянные мостовые, причудливые сады стеклянных скульптур бледно мерцали лиловым, лазурным, жемчужно-белым, а звезды и луны тускнели в поднебесье. То был час, когда последние дневные работники расходились по домам, ночная стража заступала в дозор и городские ворота закладывались засовами. Час потустороннего сияния, которое скоро сменится непроглядным ночным мраком. Ну ладно, пойдем. Наконец произнес наставник, и они двое зашагали к храмовому кварталу, ступая по мягкому неземному свету. Двери коморских храмов закрывались по истечении часа лжесвета и сейчас безглазый священник старался с толком потратить все оставшееся время, чтобы наполнить медную чашу для пожертвований, стоявшую перед ним на ступенях обветшалого храма Переландра. «Сироты!» восклицал он зычным голосом, более уместным на бранном поле. «Не все ли мы осиротеваем рано или поздно?» Увы, увы всем оторванным от материнской груди еще в пору младенчества. Там же на ступенях с одной и с другой стороны от медной чаши сидели два худых мальчика в белых балахонах с капюшоном. Вероятно, сироты. Они пристально следили за мужчинами и женщинами, спешащими по своим делам через квартал богов, и от близки призрачного лжесвета горели в черных провалах их глаз. «Увы, увы всем брошенным жестоко судьбой в мир, где они никому не нужны», продолжал священник. «Рабами, вот кем они становятся, рабами, а то и хуже, игрушками для утоления низменных страстей нечестивцев и безбожников, обрекающих несчастных на постыдное, жалкое существование, в сравнении с коим даже рабская участь кажется великим благом». Лок, никогда прежде не видевший театральных представлений и не слышавший опытных ораторов, так и замер сразинутым ртом. Речи священника дышали жгучим презрением, которое заставило бы камень обратиться в кипящую воду, дышали страстным укором, от которого глаза мальчика поступали горячие слезы стыда, хотя он сам был сиротой. Он бы слушал и слушал, как этот громогласный человек кричит на него. Слава отца Цеппи, безглазого священника, была столь велика, что даже маленький лок Ламора уже слышал о нем раньше. Об этом вот крепком пожилом мужчине с грудью шириной, спящую конторку и грубым морщинистым лицом, с бородой, похожей на жесткую волосяную мочалку. Плотная белая повязка, закрывающая глаза и лоб. Белая полотняная ряса, не спадающая до голых лодыжек, черные железные кандалы на запястьях. Толстые цепи тянулись от кандалов вверх по ступеням в глубину храма. Когда отец Цеппи вздымал руки, цепи натягивались почти до предела, а значит, сейчас он находился в самой границе пространства своей свободы. По слухам, вот уже 13 лет отец Цеппи ни разу не ступал дальше крыльца своего храма. В знак всецелой преданности Переландру, Богу милосердия, покровителю сирых и обездоленных, он приковал себя к стене храмово осветилища железными цепями, без замков и заплатил лекарю за то, чтобы тот прилюдно его ослепил. Покровитель сирых и обездоленных неусыпно смотрит за детьми, потерявшими отца и мать, поверьте мне, и всякий, кто не по долгу родства, но по зову сердца оказывает помощь и поддержку несчастным сиротам, благословен в иголочах. Хотя священник был в наглазной повязке, да и вообще слепым, если верить молве, лок мог поклясться, что он повернул голову к ним с наставником, когда они двинулись через площадь к храму. От чистой благости души своей они кормят и защищают детей каморро, не из расчетливой корысти, но из бескорыстной доброты. Воистину благословенны покровители бедных, несчастных сирот каморро. Патетическим шепотом закончил отец цепи. Воровской наставник стал подниматься по храмовым ступеням, стараясь топать посильнее, дабы возвестить о своем прибытии. «Кто-то приближается», стрепенулся безглазый священник. «Двое, если мне не изменяют слух». «Я привел мальчика, о котором мы говорили, отец», сообщил наставник достаточно громко, чтобы слышали случайные прохожие. «Я как мог подготовил его к испытаниям ученичества и посвящения». Священник шагнул к локу, волоча за собой гремящие цепи. Мальчики в капюшонах, сражащие чашу для пожертвований, едва удостоили лока беглым взглядом и не произнесли ни слова. «Привел, значит». Рука отца цепи с бугающей точностью взметулась вперед и заскорузлые пальцы попаучий проворно пробежали по лбу, носу, щекам и подбородку локка. «Мальчик маленький, похоже, совсем еще ребенок, хотя и не без характера, насколько можно судить по исходалым чертам этого несчастного сиротки». «Е зовут Лок Ломорро», сказал воровской наставник. «Надеюсь, в ордене Переландра он найдет полезное применение своей деятельнейшей предприимчивости». «Хорошо бы он был еще честным, прямодушным, совестливым и дисциплинированным», пророкотал священник. «Впрочем, я не сомневаюсь, что за время, проведенное под вашей опекой, малыш перенял от вас все эти замечательные качества». Он трижды хлопнул в ладоши. «Дети мои, на сегодня с работой покончено. Возьмите сосуд с пожертвованиями добрых горожан Каморро и давайте отведем в храм будущего члена нашего ордена». Воровской наставник потрепал лока по плечу и энергично подтолкнул к безлазовому священнику. Когда мальчики в балахонах проносили мимо позвякивающую медную чашу, старик бросил в нее маленький кожаный кошель, после чего театрально раскинул руки и поклонился со змеиной грацией. Обернувшись напоследок, лок увидел, как наставник быстро удаляется прочь, широко размахивая кривопалыми руками и вольно покачивая плечами, походкой человека, избавившегося наконец от тяжелой обузы. Святилище храма Переландра оказалось затхлым каменным помещением, с лужами на полу и ветхими гобеленами на стенах, проеденными плесеным грибком до дыр. Освещалось оно лишь бледным лжесветом да слабым мерцанием матового алхимического шара, ненадежно установленного в скобе прямо над вделанной в стену железной пластины, которой крепились цепи безглазого священника. В дальнем углу Локх разглядел за навешанный дверной проем. «Калла, Галда!» сказал отец цепи. «Будьте добреньки, позаботьтесь о дверях, а?» Мальчики поставили медную чашу на пол и подошли к одному из гобеленов. Совместными усилиями они отодвинули его в сторону и потянули за ржавые рычаги, скрывавшиеся за ним. В стенах святилища заскрижестал какой-то огромный механизм и двойные двери храма, распахнутые наружу, начали медленно закрываться, скребя по каменным плитам. Когда створки наконец замкнулись, алхимический шар внезапно вспыхнул ярким светом. «А теперь, промолвил священник, опускаясь на колени между грудами своих цепей, подойди ко мне, лок ламора, проверим, есть ли у тебя способности, необходимые для служения в этом храме». Стоя на коленях, он был почти одного роста с локом. По призывному знаку священника мальчик приблизился и выжидательно остановился. Отец цепи наморщил нос. «Чую, твой бывший хозяин по-прежнему небрезглив к сверному запаху своих подопечных. Впрочем, неважно, телесные запахи дело поправимое. А сейчас дай-ка мне руки, вот так, цепи мягким, но решительным движением поднес ладошки локка к своему лицу и положил на белую шелковую повязку. «Так, теперь закрой глаза и сосредоточься. Хорошенько сосредоточься. Пусть все твои добродетельные мысли всплывут из глубин ума, пусть тепло твоей благородной души истечет из твоих невинных рук. Да, да, вот так». Со смешанным чувством и спугой любопытства как по морщинственному лицу отца цепи расплывается выражение восторга и рот приоткрывается в счастливом предвкушении. «Да, да», хриплым от волнения голосом прошептал священник. «У тебя и впрямь есть способности, особый дар, и я чувствую его. Мне кажется, сейчас, ах, сейчас свершится чудо». В следующий миг цепи резко запрокинул голову и лок испуганно отпрыгнул назад. Гремя цепями, священник скинул руки к лицу и картинным жестом сорвал повязку. Мальчик отшатнулся, ожидая увидеть страшные пустые глазницы, однако, несказанному своему удивлению, увидел самые обычные глаза. Цепь пестрадальчески зажмурился от света алхимического шара и потер веки костяшками пальцев. «Охо-хо-хо-хо-хо!» прогремел он затем, простирая руки к локку. «Я исцелен! Я снова вижу!» Уже второй раз за вечер маленький ламора застыл на месте с разинутым ртом, не зная, что и сказать. Мальчишки в балахонах сдавленно захихикали у него за спиной и лок подозрительно сдвинул брови. «Так вы не слепой вовсе?» медленно проговорил он. «А ты, малый смекалистый!» вскричал священник, вскакивая на ноги с такой резвостью, что в коленях у него что-то влажно хрустнуло. Он взмахнул закованными в кандалы руками, точно птица, собирающаяся взлететь. «Кала, Галда, снимите с меня эти чертовы железяки и давайте скорее перечтем благословенные дары дня минувшего». Мальчишки подбежали к нему и что-то сделали скандалами. Что именно Лок не понял, после чего оковы разомкнулись и с резким лязгом упали на пол. Цеппи осторожно потер запястье, мертвенно белое, как мясо свежей рыбы. «Да вы не священник вовсе!» поразился Лок. «О нет!» возразил Цеппи, продолжая растирать постепенно розовеющие запястья. «Я именно что священник, просто служу Непериландро!» «И послушники мои служат Непериландро!» «И ты будешь служить Непериландро!» «Поприветствуй Кала и Гал до Санца, Лок Ламорро!» Мальчики откинули капюшоны, и Лок увидел, что они близнецы, годом двумя старше его и гораздо здоровее на вид. С муглолицей и черноволосая, как чистокровные коморцы, но с длинными, чуть крючковатыми вкусов нехарактерными. Насмешливо улыбаясь, братья взялись за руки и одновременно поклонились Локку в пояс. «Привет», неуверенно произнес Лок. «И кто из вас кто?» «Сегодня я Галда», ответил один из них. «А завтра я буду Галда», сказал другой. «Или может мы оба захотим быть Кало», добавил первый. «Со временем — вмешался в разговор отец Цеппи. — Ты научишься различать этих негодников по количеству вмятин, оставленных моим башмаком на их задницах. Один из них всегда умудряется опережать другого. Он встал за спиной Лока и положил ему на плечи тяжелые широкие ладони. — Знакомьтесь, балбесы, это Лок Ламора. Как вы поняли, я только что купил его у вашего прежнего благодетеля, хозяина Сумеречного холма. — Мы тебя помним. — сообщил предполагаемый Галда. — Ты из горелища, — подхватил предполагаемый Калла. — Отец Цеппи купил нас в скорости после того, как ты вступил в братство. Ухмыляясь, сказали они хором. — Хватит валять дурака, — царственным тоном перебил священник. — Вы двое только что вызвались приготовить ужин. Груша и жареная колбаса. — Вашему новому брату двойная порция. — Живо за дело. — А мы с Локом займемся пожертвованиями. Хихикая, размахивая руками, близнецы бросились к занавешанному дырному проему и скрылись в нем. Лок услышал, как они топочут, спускаясь по какой-то лестнице. Потом Отец Цеппи знаком велел мальчику сесть подле чаши с деньгами. — Сядь, дружок. Давай поговорим о наших делах. Священник уселся, скрестив ноги, на сырой пол и задумчиво воззрился на Локко. — Твой бывший хозяин сказал, что ты неплохо знаешь счет. Это правда? — Да, хозяин. — Не называй меня хозяин. Терпеть не могу, аж зубы сводит и яйца скукоживаются. Называй просто Отец Цеппи. А теперь давай посмотрим, как ты переворачиваешь чашу и пересчитываешь все монеты. Локк попытался опрокинуть медный сосуд на бок и сразу понял, почему Калла и Галда пришлось тащить его вдвоем. Подавшись вперед, Цеппи потолкнул чашу снизу, и ее содержимое высыпалось на пол рядом с Локком. — Чем чаша тяжелее, тем и умыкнуть труднее, — усмехнулся мужчина. — Как вы можете, как вы можете притворяться священником? — спросил Локк, раскладывая целые и ломанные медики по разным кучкам. — Неужто совсем не боитесь богов? — Гнева Переландра? — Боюсь, конечно. Цеппи прочесал пальцами лопатистую косматую бороду. — Очень даже боюсь. Но я и в самом деле священник, только служу не Переландра. Я посвященный служитель безымянного тринадцатого бога, хранителя воров, многохитрого стража, великого благодетеля, отца уловок и плутней. — Но ведь богов всего двенадцать. Просто диву даешься, сколько широко распространено сие прискорбное заблуждение. Представь, что у двенадцати богов есть младший брат, паршивая овца в семье, так сказать. Этакий негодник, покровительствующий ворам, как ты да я. Хотя двенадцать старших не позволяют упоминать слух имя тринадцатого, все они сыздавно относятся снисходительно к забавной разновидности беззакония, которое он ведает. Вот почему старых притворщиков вроде меня, незаконно занявшего храм почтенного бога Переландра, не поражает молния и не разрывает на части толпа. — И вы священник этого, тринадцатого? — Именно так. Священник воров и сам вор. Такими же священниками однажды станут Калл Асгалда. Да и ты, возможно, если стоишь хотя бы тех нескольких жалких медяков, что я за тебя заплатил. — Но если... Лок вытащил из груды монет кошелек воровского наставника, ржаво-красный кожаный мешочек, и протянул священнику. — Если вы заплатили за меня, почему мой бывший хозяин оставил вам такое щедрое пожертвование? — О, будь уверен, я заплатил за тебя, хотя и сущую мелочь. А это не пожертвование. Цеппи развязал мешочек и вытряхнул на ладонь содержимое, акулий зуб длиной с большой палец локко. — Видал такой когда-нибудь? — Нет. А что это? — Метка смерти. Зуб волчей акулы. Личный знак капы Барсавии, повелителя твоего бывшего хозяина. И нашего с тобой, повелителя, коли на то пошло. Означай же это, метка смерти, что ты настолько туполобы, бестолковый и упрямый мальчишка, что твой бывший хозяин пошел к капе и получил у него разрешение тебя убить. Цеппи ухмыльнулся с таким видом, будто рассказал всего лишь непристойный анекдот и ничего больше. Лок невольно содрогнулся. — Не повод ли это остановиться и подумать, дружок? — Посмотри внимательно на этот зуб. Посмотри хорошенько. Он означает, что за право тебя убить уже заплачено. В придачу к тебе я купил у твоего бывшего хозяина и твою метку смерти. А стало быть, даже если сам герцог Никованте завтра усыновит тебя и объявит своим наследником, я все равно смогу размозжить тебе башку, а самого приколотить к столбу. И никто во всем городе даже пальцем не шевельнет, чтобы мне помешать. Цеппи проворно сунул акулий зуб обратно в красный мешочек, а мешочек повесил Локку на шею. — Будешь носить его, пока я не разрешу снять или не воспользуюсь правом, которое он мне дает. — Вот так! — он черкнул в воздухе двумя пальцами, наставленными на горло Локка. — Носи его на теле под рубахой, как напоминание о том, что сегодня ты, считай, чудом избежал смерти. Будь твой бывший хозяин чуть менее жаден и чуть более мстителен, ты бы уже плавал в заливе с перерезанной глоткой. — Ну чего он на меня взъелся-то? Цеппи придал своим глазам такое выражение, что Локк мгновенно устыдился своего возмущенного тона и неловко поерзал на месте, крутя в пальцах мешочек с меткой смерти. — Послушай, дружок, давай не будем недооценивать умственных способностей друг друга. Лишь трех человек на всем белом свете тебе никогда не удастся обмануть. Расставщика, шлюху и родную мать. Ты у нас сирота, и теперь я тебе за место матери. А значит, меня на кривой не объедешь. Голос Цеппи зазвучал очень серьезно. — Ты прекрасно знаешь, почему твой бывший хозяин был тобой недоволен. — Он сказал, что я, ну, недальновидный. — Недальновидный, — повторил священник. — Хорошее слово. И да, ты действительно недальновидный. Он мне все рассказал. Локк поднял на него широко раскрытые глаза, полные слез. — Все? — Решительно все. Несколько долгих мгновений Цеппи буравил мальчика взглядом, потом вздохнул. — Ну ладно. Так сколько же добрые горожане пожертвовали на благое дело Переландра сегодня? — Двадцать семь медных баронов. — Хм, то есть чуть больше четырех серебряных салонов. Не густо. Но все равно больше, чем можно наворовать за день любым другим способом. — Вы крадете жертвенные деньги у Переландра? — Само собой. — Говорю же, я вор. Только вор не такого рода, с какими ты знался прежде, а гораздо лучше. В коморе полно болванов, которые заканчивают на весельце, потому лишь, что считают, будто воровать можно только руками. — Э, а чем же воруете вы, отец Цеппи? Бородатый священник легонько постучал себя по виску двумя пальцами и широко ухмыльнулся. — Острым умом и бойким языком, дружок. Острым умом и бойким языком. Я пристроил свою задницу здесь тринадцать лет назад, и с тех пор благочестивые простаки Каморра исправно снабжают меня деньгами. К тому же слава обо мне идет повсюду, от Эмберлина до Талверара, что очень приятно, хотя звонкую монету я люблю куда больше славы. — Но разве вам не тягосно жить здесь? — Лок обвел взглядом убогое каменное помещение. — Никогда не выходить дальше крыльца? Цеппи усмехнулся. — Этот жалкий загуток, сравнительно с остальным храмом, все равно, что твое прежнее подземное жилище, сравнительно со всем кладбищем. Так вот, Ламора, мы воры иной масти. В своем деле мы полагаемся на умение обмануть, вести в заблуждение, заморочить голову. Мы не видим необходимости трудиться в поте лица, когда притворством и складной брехней можно заработать гораздо больше. Получается, вы на заманух похожи? — Пожалуй, в том смысле, в каком бочках горючего масла похоже на щепать красного перца. — Вот почему я купил тебя, дружок, даром, что здравомыслие в тебе не больше, чем в морковном корешке. Ты врешь, как дышишь. Ты изворотлив, как акробат. Думаю, я смогу сделать из тебя мастера воровского дела, если ты заслужишь мое доверие. Священник устремил на локопытливый взгляд, и мальчик понял, что нужно что-то сказать. — Мне бы очень этого хотелось, — прошептал он. — А что я должен делать? — Для начала расскажи о том, что ты творил на сумеречном холме, обо всех своих безобразиях, которыми довел своего бывшего хозяина до белого коленя. — Но вы же и так все знаете. — Знаю, но хочу выслушать тебя. Давай все как на духу, внятно и четко, без умолчаний и лишних отступлений. — Если попытаешься скрыть что-то важное, мне не останется ничего другого, как счесть тебя недостойным доверия и осуществить свое право, подтверждение которого висит у тебя на шее. — А с чего мне начать? — спросил лок чуть дрогнувшим голосом. — С последних своих проступков. — На сумеречном холме есть один закон, подлежащий неукоснительному соблюдению. Однако твой бывший хозяин сказал, что ты нарушил его дважды, самонадеянно полагая, что тебе удастся выйти сухим из воды. Лок густо покраснел и уставился на свои руки. — Ну, рассказывай. По словам воровского наставника, ты подстроил убийство двух своих собратьев, и он догадался о твоей причастности к делу только после второго убийства. Цепи сложил ладони домиком и невозунтимо воззрился на мальчика с меткой смерти на шее. — Я хочу знать, почему ты их убил. Я хочу знать, как ты их убил. И хочу услышать это из твоих уст прямо сейчас. Часть первая. План. Что ж, я могу с улыбкой убивать. Кричать я рад, когда на сердце скорбь. И улажнять слезой притворной щеки. И принимать любое выражение. Генрих VI. Акт III. Глава первая. Облапошить Дона Сальвару. Лок Ламора твердо держался следующего практического правила. Перед всяким крупным мошенничеством необходимо потратить три месяца на планирование, три недели на непосредственную подготовку и три секунды на то, чтобы навсегда завоевать или потерять доверие жертвы. На сей раз он собирался провести решающие три секунды, картинно задыхаясь в наброшенной на шее удавке. Лок стоял на коленях, с трижды обвитой вокруг шеи пеньковой веревкой, концы которой держал кало, стоявший у него за спиной. Грубая веревка выглядела устрашающе, и после нее на горле останутся весьма убедительные красные полосы. Разумеется, любой настоящий коморфский убийца, вышедший из сопливого возраста, воспользовался бы для своей цели проволокой или тонким шелковым шнуром, чтобы сильнее передавить дыхательные пути. Однако, если Дон Лоренцо Сальвара с расстояния 30 шагов сумеет отличить поддельное удушение от настоящего, значит они здорово недооценили человека, которого намеревались обокрасть, и вся затея с треском провалится. «Ну что, не видать его еще? И Клоп не подает сигнала?» Чуть слышно прошипел Лок, после чего издал несколько выразительных булькающих звуков. «Ни Клопа, ни Дона Сальвары. Дышать-то можешь?» «Все в порядке», – прохрипел Лок. «Только тряси меня покрепче, для пущей достоверности». Они находились в тупиковом проулке за старым храмом благоприятных вод. Из-за высокой оштукатуренной стены доносился шум священных храмовых водопадов. Лок снова схватился обеими руками за обмотанную вокруг шеи веревку и покосился на усмиренную лошадь, навьюченную внушительными товарными тюками. Бедная бессловесная животина стояла чуть поодаль, уставившись на него немигающими молочно-белыми глазами, в которых не отражалось ни любопытства, ни страха. Даже если бы Локко душили по-настоящему, она бы и ухом не повела. Текли драгоценные секунды. Солнце стояло высоко в безоблачном опаленном жаром небе, и вязкая грязь липла к штанинам Локко, точно сырой строительный раствор. Рядом, в той же густой грязной жиже, лежал Жан Танен, а Галда делал вид, будто крушит ему ребра ногами. Вот уже добрую минуту один близнец приплясывал возле Жана, а другой душил Локко. Дон Сальвара вот-вот должен был показаться из-за угла, и если все пойдет по плану, бросится в проулок, чтобы спасти Локко и Жана от грабителей, а заодно уже и от скуки. «Да где же Сальвара? Будь он неладен!» Прошипел Кало на ухо Локко, грозно хмурясь, чтобы со стороны казалось, будто он чего-то требует. «И куда Клоп запропастился? Мы не можем торчать здесь весь день, мимо чертова проулка и другие люди ходят». «Души меня, не отвлекайся!» Прошептал Локко. «Думай о двадцати тысячах крон и души меня! Я готов хоть до ночи хрипеть и задыхаться, коли понадобится». Утром того дня все шло замечательно, даже несмотря на нервическую раздражительность юного воришки, впервые допущенного к участию в крупном деле. «Да помню я, где должен находиться, когда все начнется!» Клоп страдальчески закатил глаза. «Я ж на той крыше проторчал больше времени, чем в мамкиной утробе!» Жан Танел свесил правую руку в теплую воду канала и откусил от кислого болотного яблока, зажатого в левой руке. Он расслабленно полу лежал в носу плоскодонной барки в розовом свете раннего утра, удобно разместив между бортами свое 220-фунтовое тело, живот бочонка, мощные плечи, кривые ноги и все прочее. Кроме него в пустой барке находился один только Клоп – долговязый лохматый паренек лет двенадцати, орудовавший шестом на корме. «Мамки твои, понятно, не терпелось поскорее от тебя избавиться!» Голос Жана, мягкий и ровный, никак не вязался с его грозной наружностью и подобал бы скорее учителю музыки или переписчику свитков. «А у нас такой цели нет! Посему сделай милость! Позволь мне еще раз удостовериться, что ты выяснил все до последней мелочи!» «Черт!» – ругнулся Клоп, налегая на шест и с усилием толкая барку против медленного течения. «Ты, Лок, Кала и Галда ждете в проулке между храмом благоприятных вод и садами храма Нары, так?» «Я сижу на крыше храма через дорогу!» «Продолжай!» – невнято проговорил Жан, жуя яблоко. «Где находится Дон Сальвара?» Мимо них, рассекая мутные от глины воды канала, проплывали другие барки, тяжело нагруженные самым разным товаром – от бочек с пивом до мычащих коров. Клоп толкал плоскодонку на север по Виа Каморадца, главному водному пути Каморра, ведущему к плавучему рынку, а огромный город вокруг них постепенно пробуждался. Кривобокие каменные бараки с мокрыми от ночной сырости стенами извергали своих обитателей на свет солнца, с каждой минутой пригрывавшего все сильнее. Стоял летний месяц Порфис, а значит, влажный туман, испарение и висящий над улицами, скоро бесследно рассеется, оставив город во власти сухой раскаленной жары. Около полудня он выйдет из храма благоприятных вод, как делает в каждый покаянный день. Если нам повезет, с ним будет слуга и две лошади. Странный обычай, сказал Жан. Зачем он туда таскается? Выполняет последнюю волю своей матери. Клоп уперся шестом в дно, поднатужился и толкнул барку еще немного вперед. Она сохранила водранскую веру, когда вышла замуж за старого Дона Сальвара. Поэтому теперь раз в неделю Дон Лоренцо оставляет в водранском храме жертвоприношение и спешит поскорее вернуться домой, чтоб не привлекать к себе лишнего внимания. Черт возьми, Жан, да знаю я всю эту дребедень. Чего я здесь делаю, спрашивается, если ты мне не доверяешь? И вообще, почему именно я должен толкать эту паршивую барку всю дорогу до рынка? О, можешь бросить шест хоть сейчас, если одолеешь меня в кулачном бою, в трех сватках из пяти. Жан оскалил в ухмылке кривые скалотые зубы от явленного дрочуна, которые были вполне под стать лицу, выглютившему так, будто в свое время какой-то неумелый кузнец бил по нему молотом, пытаясь придать чертам более правильную форму. Кроме того, ты еще только учишься почетному воровскому ремеслу под наставничеством самых искусных и самых требовательных мастеров, каких только можно сыскать. Любая черная работа чрезвычайно полезна для твоего нравственного воспитания. Что-то я не припомню, чтобы вы особо занимались моим нравственным воспитанием. Правда твоя. Это потому, наверное, что мы с Локком до недавних пор и о своей-то нравственности не слишком заботились. Что же до того, почему мы с тобой еще раз повторяем весь план, то позволь напомнить тебе. Одна единственная оплошность и участь в оон тех бедолах покажется нам завидной по сравнению с нашей скорбной участью. Жан показал пальцем на телегу с огромным помойным баком, стоящий на набережной канала в ожидании, когда из верхнего окна кабака хлынет темная струя нечистот. Такие телеги-дерьмовозы обслуживались мелкими преступниками, провинившимися перед законом не настолько тяжело, чтобы содержаться в строгом заточении во дворце терпения. В защитных кожаных накидках допят, прикованные цепями к своим телегам, они по утрам выходили из ворот темницы, чтобы наслаждаться солнечным светом каждую свободную минуту, когда они не проклинали на все лады сомнительную меткость тысяч коморцев, опорожнявших свои ночные горшки. «Я не оплошаю, Жан!» Клоп пошарил в уме, точно в пустом кармане, отчаянно пытаясь найти достаточно внушительные слова, чтобы выглядеть таким же спокойным и уверенным, как Жан и все остальные благородные каналии. Но у большинства двенадцатилетних мальчишек язык далеко опережает мысли. «Просто не оплошаю, и все, поверь!» «Молодец!» – кивнул Жан. «Рад это слышать. Но в чем именно ты не оплошаешь?» Клоп вздохнул. «Я подаю знак, когда Сальвара выходит из храма благоприятных вод. Я во все глаза слежу, не идет ли кто, особливо стражник, в сторону вашего проволока. А если вдруг кто появится, я живо спрыгну с крыши и мечом поотрубаю им бошки». «Что-что ты сделаешь?» «Любым способом отвлеку их внимание». «Ты оглох, что ли, Жан?» Слева от них проплывала череда счетных домов с мраморными фасадами, полированными резными дверями, шелковыми навесами и прочими приметами роскоши. Деньги и власть прочно обосновались в трех-четырехэтажных зданиях квартала Златохватов. Этот старейший и богатейший финансовый квартал на континенте славился могуществом и замысловатыми ритуалами не меньше, чем стеклянные громады пяти башен, где обособленно от своего города жили правители, герцог и великие семейства. Сворачивая к берегу под мостами, Жан неопределенно махнул обгрызенным яблоком. Там нас поджидает его милость. Ровно в середине набережной Златохватов, через Виа Камарадца, были перекинуты две стеклянные арки, одна повыше, другая пониже, узкий пешеходный мост и широкий мост для повозок. Сверкающие сооружения из цельного неземного стекла были подобны расплавленным алмазам, которые чьи-то гигантские руки растянули, плавно изогнули и оставили затвердевать над каналом. Справа лежал берег Фаурии, густонаселенного острова, тесно застроенного многоярусными каменными домами с исячими садами. У самой набережной, сбивая белую пену, крутились деревянные лопастые колеса. Они подавали воду наверх, сеть желобов и виадуков, пролегавших над улицами Фаурии на всех уровнях. Клоп подвел барку к хлипкому причалу под пешеходным мостом, и из бледной полупрозрачной тени стекленной арки выступил мужчина, одетый, как и Жан с Клопом, в поношенные кожаные штаны и грубую полотняную рубаху. Он спрыгнул на причал, а оттуда легко соскочил в барку, едва колыхнувшуюся под ним. «Приветствую вас, господин Жан Танен, и от души поздравляю с тем, что вам в кое-то веке удалось прибыть без опоздания. «Приветствую вас, господин Ламора, и выражаю глубочайшее восхищение ловкостью и изжастельством, с какими вы сошли на борт нашего скромного судна». После этих слов Жан отправил в роту огрызок яблока вместе с черенком и принялся жевать с влажным хрустом. «Фу, гадость!» Лок Ламора скорчил гримасу от орщения. «Ну зачем сжать такую дрянь, а? Ты же знаешь, что из семечек этих поганых яблок черные алхимики изготовляют яд для рыбы». «Мое счастье, что я не рыба», – хмыльнулся Жан, проглотив пережеванную кашицу. Лок имел внешность среднюю во всех отношениях. Средний рост, среднее телосложение, средней длины волосы, средне-темного цвета, лицо не особо привлекательное и совсем не запоминающееся. Единственной приметой его чертной были ясные серые глаза. Сейчас он выглядит обычным теринцем, хотя не таким смуглым и румяным, как Жан и Клоп. Но при другом освещении вполне мог сойти за сильно загорелого водранца. Когда бы боги задумали создать человека, которого никто не замечает и не запоминает, они бы дали ему такую вот наружность. Лок присел на левый борт и закинул ногу на ногу. «И тебе привет, Клоп!» Я знал, что ты сжалишься над своими старшими товарищами и позволишь им греться на солнышке, пока сам работаешь в шестом. «Жан, наглый старый лентяй, вот он кто!» Проворчал Клоп. «А если я откажусь толкать барку, он мне все зубы повышибает!» «Жан, добрейшая душа во всем Каморре, и твои обвинения глубоко его ранят. Теперь он проплачет всю ночь, глаз не сомкнет». «Я в любом случае по ночам не смыкаю глаз», — добавил Жан. «Плачу от ревматических болей, да свечу жгу, чтобы прогнать вредоносную сырость». «Не сказать, правда, что днем наши бедные кости не скрипят», — вздохнул Лок, растирая колени. «Мы ведь двое тебя старше. Весьма почтенный возраст для представителей нашего ремесла. На этой неделе служители Азы Гии шесть раз пытались совершить надо мной заупокойный обряд». Пожаловался Жан. «Тебе повезло, что мы с Локком еще достаточно бодры, чтобы взять тебя с собой на дело». Старый недоблюдатель принял бы Локка, Жана и Клопа за команду наемной барки, направляющейся за грузом к рынку, расположенного в слиянии Виа Каморраца и Анжевины. Чем дальше они продвигались вперед, тем больше становилось вокруг грузовых барок, длинных черных челнов и утлых суденышек разного рода, из которых иные еле держались на плаву. «Кстати, о деле», — сказал Лок. «Хорошо ли наш прилежный юный ученик выяснил свою роль в общем ходе событий?» «Да я сто раз уже повторил весь план Жану», — пробурчал Клоп. «И каков результат?» Запомнил все в полной точности. Клоп со всей силой налег на шест, направляя барку в узкий просвет между двумя высокобортными плавучими садами, «Когда они вплыли под свисающие ветви, на них волной накатил аромат жасмина и апельсиновых деревьев. Бдительный охранник одного из плавучих садов перегнулся через борт, держа на готове шест, чтобы оттолкнуть барку при необходимости. Очевидно, большие суда везли саженцы для сада какого-то аристократа». «Да мельчайшие мелочи запомнил, и я вас не подведу, обещаю. Где сидеть, куда смотреть, когда знак подавать, все знаю. Я не подведу». Калла тряс Лока с подлинным рвением, и Лок изображал жертву просто мастерски. Но томительно текли секунды, а Дон Сальвара все не показывался. В своей бесконечной, однообразной пантомиме они четверо являли собой подобие живой картины, представляющей страдания грешников в одном из изощренных адов, описанных в Теринской теологии. Два грабителя, обреченные до скончания веков душить и избивать своих жертв, которые никогда не испустят дух и никогда не отдадут деньги. «Мне все тревожнее становится, а тебе?» – тихо проговорил Калла. «Не отвлекайся от дела!» – прошипел Лок. «Нельзя одновременно молиться и душить человека». Внезапно откуда-то справа раздался пронзительный мальчишеский вопль, отразившийся эхом от булыжных мостовых и каменных стен храмового квартала. Потом послышались громкие крики и тешело поскрипивающие шаги мужчин в боевом облачении, но шум удалялся от проулка. «Похоже, Клоп орал!» – выдохнул Лок. «Надеюсь, он просто отвлекает внимание», – прошептал Калла, на секунду ослабив удавку. В следующий миг над ними на фоне узкой полоски неба, между высокими стенами проулка промелькнула неясная темная тень. «Черт, а это еще что такое?» – спросил Калла. Справа опять донесся вопль. Барка с Клопом, Локом и Жаном достигла плавучего рынка точно в навеченное время, когда стеклянные ветряные колокольцы на западной дозорной башне, освобожденные от креплений, закачались на легком морском ветру и прозвонили 11 часов. Плавучим рынком называлось сравнительно спокойное озеро в самом центре Каморра, имевшее около 300 ярдов в поперечнике. Оно было защищено от стремительного течения анжевины и окружающих каналов рядами каменных волнорезов, и воду в нем возмущали лишь сотни торговых судов и суденышек, которые медленно двигались по кругу против Солонь, стараясь найти выгодные места у широких плоских волнорезов, где толпились покупатели и зеваки. Городские стражники в горчично-желтых плащах плавали зад-вперед на черных остроносых челнах, закованных с цепи грибцами, узниками из дворца терпения, и с помощью длинных шестов и площадной брани расчищали проходы в хаотичной круговерти рынка. По проложенным водным коридорам медленной вереницей шли прогулочные барки знати, тяжело груженные барки купцов и порожние барки вроде той, в которой трое благородных каналей плыли сейчас через шумное море человеческой алчности и надежды. Они миновали нескольких мелочных торговцев в утлых грязно-серых латчонках, потом продавца пряностей, разложившего свой товар на стойке посередине неуклюжей круглой плоскодонки вертолы, потом канальное дерево, покачивавшееся на громадном плоту из надутых кожаных мешков. Погруженные в воду длинные корни пили мочу и прочие зловонные выделения большого города. Развесистая изумрудно-зеленая крона роняла узорчатую тень и струила цитрусовый аромат. За деревом присматривали средних лет женщина и трое ребятишек, которые Юрк основали среди ветвей и по требованию кидали в проходящие мимо барки лаймы или лимоны, ибо на этом гибридном дереве, выведенном алхимиками, произрастали плоды обоего вида. Над торговыми судами всех мастей реяли флаги, вымпелы и шелковые знамена, соперничающие друг с другом в умении привлечь внимание покупателей яркостью красок. На флагах помещались грубые изображения рыб и птиц, пивных кружек и винных кувшинах, хлебных коврик и фруктов, башмаков и штанов, портновских иголок с ниткой, плотницких инструментов, предметов кухонной утвари и разных других товаров. Там и сям, в скопищах лодок под флагами с цыплятами или плотов под флагами с башмаками разгорались нешуточные битвы за покупателей. Каждый торгойец громко нахваливал свой товар или последними словами чистил соседа. Мол, и жена его шлюха, и дети у шлепки. Челны же стражников тем временем держались на разумном расстоянии от них, готовые вмешаться в дело, если вдруг кто-нибудь начнет тонуть или пойдет на абордаж. «Да чего же порой обидно притворяться бедняками!» вздохнул лок, мечтательно озираясь кругом. Клоп тоже с удовольствием поглазил бы по сторонам, не будь он сейчас поглощен попытками избежать столкновения. Впереди им на перерез медленно шла барка, груженная деревянными клетками, с воющими кошками. Над ней развивался голубой вымпел с мастерски выполненным изображением мертвой мыши, из чего разорванного горла струилась алая кровь. «Есть в этом месте что-то необъяснимое», – задумчиво продолжал лок. «Я почти готов убедить себя, что мне по зарезу нужны два фунта рыбы, пара другая тетив, старые башмаки и новая лопата. К счастью для нас, мы уже приближаемся к следующей важной вехе на нашем пути к огромной куче денег». Жан указал рукой за северо-восточный волнорез рынка, на ряд богатых гостиниц и таверн, отделяющие рынок от храмового квартала. «Ты, как всегда, прав. Алчность превыше праздных мечтаний. Не позволяй нам отвлекаться от дела». Лок воодушевленно, хотя и без всякой надобности, показал пальцем туда же, куда указывал Жан. «Клоп, выходи в реку и поворачивай направо. Один из близнецов поджидает нас у гостиницы фрегат, третий по счету на южном берегу». Клоп стал толкать барку на север, с трудом доставая шестом до дна, ибо рыночное озеро было раза в полтора глубже, чем все окружающие каналы. Пока они медленно лавировали между чрезмерно усердными продавцами грейпфрутов, пирожков с мясом и алхимических осветительных палочек, Лок с Жаном развлекались со своей любимой игрой, высматривали юных карманников в толпах на волнорезах. Вот уже почти 20 лет минуло с тех пор, как они навсегда покинули сырые подземелья сумеречного холма. А ротозейство коморцев по-прежнему кормило дряхлавого воровского наставника. Как только барка покинула спокойные воды рынка и вышла в реку, Клоп и Жан Беслов поменялись местами. Чтобы тягаться на равных с быстрым течением Анджелины, требовалась недюжинная сила Жана, а Клопу следовало хорошенько отдохнуть перед делом. Когда Клоп устало уселся на субарке, Лок не весь откуда достал коричневый лимон и кинул мальчишке. Тот в несколько укусов съел плод вместе с сухой кожурой и косточками, нарочито комично пережевывая красновато-желтую мякоть кривоватыми белыми зубами, а потом широко охмыльнулся. «Из них ведь не делают яда для рыбы, верно?» «Верно», — кивнул Лок, — «яд изготавливают только из той дряни, который жрет мой друг. От рыбого яда в малых дозах волосы на груди растут», — проворчал Жан. «Если ты не рыба, конечно». Он вел барку вдоль самого берега, где шест свободно доставал до дна, и, когда они проплывали под мостами, жемчужно-белые потоки, преломленного стеклом света, слепили и обжигали. От быстротечной реки, имевшей в ширину 200 ярдов, поднимались влажные испарения вместе с запахами ила и рыбы. К северу от них држали и струились в Нойном Мареве склоны островов Альсегранте, где обитали самые состоятельные простолюдыны Каморро и низшая знать. То было царство роскошных садов, скульптурных фонтанов и белокаменных особняков, которым людей, одетых как Лок, Жан и Клоп, и близко не подпускали. Сейчас, когда солнце приближалось к зениту, огромные тени пяти башен отползли в верхний город и лежали на северных берегах Альсегранте, подобием тускло-розовых бликов от витражного стекла. «Славный все-таки город наш Каморр!» – негромко произнес Лок, барабаня пальцами по бедрам. Порой мне думается, что он возник единственно потому, что преступления любезны сердцу богов. «Карманники крадут у простых людей, торговцы обирают всякого, кого сумеют одурачить. Капа Барсави грабит и грабителей, и простой народ. Мелкая знать грабит почти всех. А герцог Никаванте время от времени выступает со своим войском и беспощадно грабит Талверар и Джерем, не говоря уже о том, что он творит с собственными подданными всех званий. «Выходит, мы грабим грабителей, которые работают на грабителя, грабящего всех остальных грабителей», – сказал Клоп. «Да, мы впрямь несколько портим эту благостную картину». Лок ненадолго задумался, тихо прищелкивая языком. «Считай, что мы просто тайно взимаем налоги сознатных господ, у которых денег с избытком, а благоразумия не хватает. Ага, вот мы и прибыли». Под гостиницей фрегат находился длинный ухоженный причал с дюжиной швартовых тумб, в настоящее время пустующий. Гладкая серая стенка набережной поднималась над уровнем воды футов на 10. Наверх вели широкие каменные ступени и мощеный пандус для лошадей и грузов. На краю причала ждал Кало Санса, одетый лишь немногим лучше, чем его товарищи, а позади него спокойно стояла усмиренная лошадь. «Эй, как у вас дела?» – крикнул Лок, помахав рукой. Жан ловко и уверенно толкал шестом барку. До причала оставалось 20 ярдов, потом 10, и вот они уже плавно скользили вдоль него, легко скребя бортом по краю настила. Галда уже притащил все в комнату. «Это бушпритный номер на втором этаже», – приглушенным голосом сообщил Кало, наклоняясь за причальным канатом барки. У него была густо смуглая кожа, волосы чернее ночи и темные глаза с морщинками, от смеха в уголках, хотя любой, кто знал близнецов Санса, сказал бы, что не от смеха, а от вечных дурацких ухмылок. Его невероятно острый крючковатый нос воинственно выдавался вперед, точно взятый на изготовку кинжал. Привязав барку к швартовой тумбе, Кало бросил локку в весистый железный ключ на плетеном шнуре из красных и черных шелковых нитей. В приличных гостиницах вроде фрегата каждый номер запирался на хитроумный съемный замок, вставленный в специальное гнездо в двери, извлечь его оттуда мог лишь хозяин заведения одному ему известным способом. Всякий раз, когда в комнату заселялся новый постоялец, дверь оснащалась другим, случайно выбранным замком, к которому прилагался соответствующий ключ. Поскольку заполированной стойкой в приемном зале хранились сотни таких одинаковых с виду замков, представлялось совершенно очевидным, что изготавливать дубликаты ключей с целью последующего ограбления номера только время зря тратить. Эта замечательная предохранительная мера позволит также локку с Жаном надежно укрыться от посторонних глаз, чтобы быстро переменить обличье. Прекрасно! Лок выпрыгнул на причал с той же ловкостью, с какой немногим ранее соскочил в барку. Жан отдал шест к лопу и прыгнул следом за товарищем, сотрясший судно мощным толчком ногой. «Пойдем же пригласим на выход наших эмбриэнских гостей!» Лок и Жан зашагали вверх по ступеням, а Калла знаком велел к лопу помочь ему с лошадью. Белоглазое животное было напрочь лишено и страха, и деятельной воли, но именно в силу полного отсутствия инстинкта самосохранения представляло опасность как для барки, так и для себя самого. После нескольких минут совместных усилий, толкающих и тянущих, Калла с Клопом наконец завели кобылу в барку и поставили ровно посередине, где она и осталась неподвижно стоять. Точно каменное извояние, по странному случаю наделенное легкими. «Прелестное создание», — сказал Калла. «Я бы назвал ее препоной. Ее можно использовать в качестве стола или арочного устоя». «У меня от усмиренных мурашки по спине», — поежился Клоп. «А у меня здоровенные мураши, с кулак размером. Но неопытные новички и безголовые дурни предпочитают иметь дело с усмиренными лошадьми, а наш славный эмберленский торгойец как раз и не умен, и не искушен». Прошло несколько минут. Калла и Клоп стояли в дружелюбном молчании под нещадно палящим солнцем. Со стороны они выглядели обычными перевозчиками, ждущими у своей барки важного пассажира, который вот-вот должен появиться из недр гостиницы. В скором времени означенный пассажир спустился по ступеням на причал и дважды кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание. Это был лог, разумеется, но разительно изменившийся внешне. Волосы зализаны назад с помощью розового масла, скулы словно бы заострились, а щеки запали глубже. Глаза наполовину скрываются за круглыми очками в оправе из черного перламутра, отсверкивающими серебром на солнце. Теперь на нем был наглухо застегнутый черный камзол эмберленского фасона, плотно облегающий тело верхней части и расширяющийся от пояса к низу. Талию охватывали два черных кожаных ремня с блестящими серебряными пряжками. Из-за воротника ниспадала черная шелковая жабо, легко трепыхавшаяся на горячем ветерке. На ногах были расшитые серые челки и башмаки из акулии кожи, на толстом каблуке с длинными узкими язычками, которые нелепо загибались вперед и поникло висели над ступнями. На лбу у Локка уже выступили бисеринки пота, ибо знойное каморское лето ни в коей мере не потворствовало проникновению в город чужеземной моды, рассчитанной на более прохладный климат. «Меня зовут Лукас Фервайт», произнес Лок Ламора отрывистым четким голосом, лещенным привычных модуляций. К своему родному каморскому говору, сейчас слегка искаженному, он добавил толику жестковатого вадранского акцента. Так работник с запятейной стойкой смешивает в стакане разные напитки. «На мне одежда, которая через считанные минуты насквозь промокнет от пота. Я достаточно глуп, чтобы разгуливать по улицам Камора безо всякого оружия. И к тому же, добавил он с нескрываемым сожалением, я полностью вымышленный персонаж». «От всей души сочувствую, господин Фервайт», промолвил Кало. «Но в утешении спешу доложить, что и барка, и лошадь готовы к вашему важному путешествию». Лок медленно двинулся к краю причала, чуть покачиваясь всем телом, как человек совсем недавно сжечься из корабля и еще не привыкший ступать по поверхностям, которые не колеблются под ногами. Неестественно прямая спина, скованная чопорно с движений. Он облегся в манерные повадки Лукаса Фервайта, словно в незримый костюм. «Мой спутник вот-вот присоединится к нам», сообщил Лок. Фервайт, осторожно слезая в барку, один в двух лицах. Его зовут Грауман, и он тоже обнаруживает признаки вымышленности. «Боги милосердные», сказал Кало. «Должно быть это заразно». И вот наконец по мощеному скату грузной поступью сошел Жан, обремененный поскрипывающей конской сбруей и битком набитыми кожаными тюками общим весом 120 фунтов. Он был в черном конзоле нараспашку, белой шелковой рубахе, туго натянутой на животе и местами уже прозрачной от пота, и в белом же шейном платке. Расчесанные на прямой пробор и густо смазанные маслом волосы Жана, и всегда-то они, ах ты какие живописные, сейчас напоминали две пухлые подушки, пристроенные на голову подобием двускатной крыши. «Мы опаздываем, Грауман!» Лок раздраженно заложил руки за спину. «Извольте поторопиться и предоставьте бедной лошади выполнять ее работу!» Жан взвалил ношу на спину усмиренной кобылы, не обратившей на сей факт ни малейшего внимания, и крепко затянул подпругу. Клоп передал шест Кало, отвязал причальный канат от тумбы, и они вновь тронулись в путь. «Вот будет забавно, если сегодня Дон Сальвара вдруг решит отступить от заведенного обычая», сказал Кало. «Не волнуйся!» Сейчас Лок говорил обычным своим голосом, хотя и сохранял горделивую осанку Лукаса Фервайта. Он свято чтит память своей матери. Зачастую совесть надежнее водяных часов, когда речь идет о выполнении последней воли. «Твои бы слова, да богам в уши!» отозвался Кало, легко и весело орудая шестом. «А если все-таки ошибаешься, меня-то не убудет. Это ж тебе приходится пожаре париться в черном шерстяном камзоле весом добрых десять фунтов!» Поднявшись вверх по Анжевине до западной границы храмового квартала, они проплыли под широким стеклянным мостом, на котором стоял худой, темноволосый мужчина, как две капли воды, похожие на Кало. Когда барка заходила под мост, Галда Санса как бы случайно выронил недоеденное красное яблоко, и оно с тихим всплеском упало в воду, всего в паре ярдов по зиде и кормы. «Сальвара в храме!» воскликнул Клоп. «Превосходно!» Локус с усмешкой развел руки в стороны. «Я же говорил, что он страдает обостренным чувством сына у него долга». «Как хорошо, что своими жертвами ты выбираешь только носителей высоких нравственных устоев», сказал Кало. «Любые другие служили бы дурным примером для Клопа». Буквально через минуту они достигли длинного общественного причала, расположенного на северо-западном берегу храмового квартала, прямо под огромным новым храмом Иона, отца Штормов, повелителя алчных вод. Там Жан с похвальной быстротой пришартал барку и вывел из нее препону, которая по всем статьям выглядела как навьюченная товаром лошадь богатого купца. За ним последовал Лок, полностью в образе надменного и раздражительного Фервайта. Вся шутливая веселость в нем разом угасла, точно задутая ветром свеча. Клоп стрелой промчался через людную набережную, спеша поскорее занять свою наблюдательную позицию над входом в тупиковый проулок, где в скором времени тщеславия Донос Альвары подвергнется жестокому искушению. Кало нашел взглядом своего брата, сходящего с моста, и неторопливо двинулся к нему. Оба близнеца безотчетно потрагивали оружие, спрятанное под мешковатыми рубахами. Ко времени, когда братья-санца встретились и в ногу зашагали к условленному месту встречи у храма благоприятных вод, Лок и Жан уже приближались к нему с противоположной стороны. Дело завертелось. В четвертый раз за последние четыре года благородные канальи, в нарушении самого незыблемого закона Каморского преступного мира, взяли на прицел одного из влиятельнейших людей в городе. Они направлялись навстречу, в результате которой Дон Лоренцо Сальваро мог лишиться почти половины своего состояния. Теперь все зависело от пунктуальности намеченной жертвы. С крыши храма Клоп должен был первым увидеть пеший патруль. Это предусматривалось планом. Появление пешего патруля планом тоже предусматривалось и означало, что план провалился. «Ты будешь нашими глазами, Клоп», — объяснил Лок. «Мы поджидаем Сальваро на самой пустынной улице храмового квартала. Любой наземный наблюдатель там будет виден за милю. Другое дело — мальчишка, затаившийся на высоте двух этажей. А кого мне высматривать-то?» «Да любого и всякого, не имеет значения. Герцога Никованта и ночных дозорщиков, повелителя семи сущностей, старушку с навозной тачкой. Одним словом, как только заметишь кого-нибудь на улице, мигом подаешь сигнал. Простых горожан, возможно, ты сумеешь так или иначе отлечь. Если же появятся стражники, ну, тогда нам придется либо изображать невинность, либо улепетывать со всех ног». И вот сейчас шестеро мужчин в горчично-желтых плащах и в полном боевом снаряжении с дубинками и зловеще бряцающими клинками на двойных поясных ремнях неторопливо шагали по улице с юга и уже находились в нескольких десятках ярдов от храма благоприятных вод. Они неминуемо пройдут прямо у выхода из проулка, где разыгрывается сцена ограбления. Даже если Клоп в сию же секунду условным криком предупредит товарища об опасности и Кала, положим, успеет спрятать веревку-удавку, Лок и Жан все равно будут перепачканы в грязи, а близнецы все равно будут наряжены, как театральные разбойники, да еще и с платками на лицах в довершении ко всему. Изобразить невинность уже всяко не получится. Если сейчас Клоп подаст сигнал, им останется только улепетывать со всех ног. Еще ни разу в жизни Клопу не приходилось соображать столь быстро. Сердце очистило так, что казалось, будто кто-то перелистывает веером книжные страницы у него в груди. Он должен сохранять спокойствие и сосредоточенность, должен найти выход из положения. Как там любит повторять Лок? Рассматривая все возможности, он должен выбрать один из возможных вариантов действий. Но выбирать-то не еще. 12-летний мальчишка, скорчившийся под кустом в водичалом саду на крыше заброшенного храма. У него ни дальнобойного оружия какого-нибудь, ни вообще ничего, чем можно отвлечь внимание. Дон Сальвара все еще свидетельствует почтение богам своей матери в храме благоприятных вод, и единственные люди в поле видимости Клоппа, четверо благородных каналей, да обливающиеся потом патрульные стражники, которые вот-вот испортят все дело. Хотя... В двадцати футах под ним и шестью футами правее у самой стены ветхого здания, на крыше которого он прятался, лежала куча мусора, полусгнившие джутовые мешки в перемешку с какой-то бурой дрянью. Конечно, самое благоразумное сейчас предупредить товарищей об опасности, чтобы те успели дать деру. В конце концов, Калла и Галда не впервой играть в догонялки с желтокурточниками. Можно и ведь и отложить все на неделю. Но с другой стороны, вдруг сегодняшняя неудачная попытка встревожит городские власти и в ближайшие недели здесь будет вдвое больше патрулей. Вдруг поползут слухи, что в храмовом квартале стало неспокойно. Вдруг Капа Барсави, несмотря на крайнюю свою занятость, обратит внимание на недозволенное нарушение порядка и усилит охрану квартала собственными солдатами. Тогда благородным каналием не видать денег Донна Сальвары, как своих ушей. Нет, сейчас не до благоразумия. Клоп просто обязан спасти дело. И мусорная куча внизу давала возможность для великого и славного подвига, граничащего с помешательством. Ни о чем больше не думая, Клоп бросился с крыши. Он падал спиной вниз, раскинув руки и уставившись в знойное полуденное небо. Падал с непоколебимой уверенностью двенадцатилетнего мальчишки, что смерть и увечья могут грозить любому на свете, кроме него самого. В падении он завопил с диким восторгом, для того лишь, чтобы уж точно привязать внимание стражников. В последнюю долю секунды Клоп боковым зрением увидел под собой темную землю и одновременно заметил какую-то тень, стремительно пронесшуюся прямо над храмом благоприятных вод. Изящные вытянутые очертания, зримая телесность. Птица что ли? Крупная чайка? Других птиц такого размера в коморе не водилось, не говоря уже о птицах, летающих со скоростью арбалетной стрелы. И... Когда Клоп рухнул в мусорную кучу, несколько смягчившую падение, воздух с влажным хрипом вырвался у него из легких и голова резко дернулась вперед. Острый подбородок отскочил от тощей груди, зубы лязгнули, прокусывая язык, и рот наполнился теплым солоноватым привкусом. Он снова заорал, уже непроизвольно, и отплюнул кровь. Небо над ним накренилось, сначала в одну сторону, потом в другую, словно мир предлагал рассмотреть себя под новыми странными углами. Топ от тяжелых башмаков по булыжнику скрип форменных ремней и лязг оружия. Между Клопом и небом сунулось немолодое красное лицо со вислыми усами, мокрыми от пота. Лопни переландровые яйца, парень! Стражник выглядел равно изумленным и встревоженным. Какого хрена ты здесь лазишь по крышам? То есть счастье, что ты приземлился туда, где лежишь. Остальные желтокурточники, столпившиеся позади него, нестройным хором выразили согласие с последними словами своего товарища. Клоп слышал исходивший от них запах пота и промасленных ремрей, слышал и мерзкую вонь гнилья, в которое упал. Что ж, когда прыгаешь в кучу какой-то бурой дряни на улице Каморра, не приходится ожидать, что она будет блаухать розами. Клоп потряс головой, прогоняя плешище перед глазами белые искры и осторожно подергал ногами, проверяя, слушается ли. Слава богам, кости вроде бы целы. Когда все закончится, он пересмотрит свои взгляды на собственное бессмертие. «Господин сержант!» – прохрепел Клоп, пуская кровавые слюни. Черт, прокушенный язык горел огнем. «Господин!» «Что, малый, что?» Глаза мужчины округлились еще больше. «Руками-ногами пошевелить можешь? Болит где-нибудь?» Клоп поднял руки, дрожащие не вполне притворной дрожью, и вцепился в поясные ремни сержанта, словно желая привстать. «Господин сержант!» – проговорил он через несколько секунд. «Что-то ваш кошелек не шибко увесистый. Небось хорошо с девками погуляли прошлой ночью, а?» Он потряс маленьким кожаным кошельком прямо под темными усами сержанта, и, вороская часть его души, прямо скажем, большая, возликовала при виде ошеломления, проступившего на лице мужчины. На долю секунды Клоп забыл даже о боли от не самого мягкого приземления в мусорную кучу. Мгновение спустя, другая его рука, как по волшебству, взметнулась вверх, и сиротский фунтик врезался стражнику прямо промеж глаз. Сиротским фунтиком или красным кистеньком назывался длинный утяжеленный мешочек, похожий на миниатюрную дубинку, которую уличные мальчишки носили под одеждой, но ни в коем случае не на голом теле. Обычно его набивали перемолотыми стручками жгучего красного перца и разными едкими отходами из алхимических лавок. Штуковина совершенно бесполезная против настоящей угрозы, но самое то против других уличных мальчишек или взрослых похотливцев с блудивыми руками или незащищенной физиономии на расстоянии плевка. Клоп стремительно откатился влево, и облако рыжего порошка, вырвавшееся из фунтика, его не задело. Сержанту повезло меньше, удар был сильным, и дьявольски жгучая молотая смесь попала бедняге и в нос, и в рот, и в глаза. Он испустил сдавленный хриплый вопль и отпрянул назад, судорожно царапая щеки. Клоп уже вскочил на ноги и мчался прочь с легким проворством, свойственным юному возрасту. Даже дикая боль в прокушенном языке временно отступила перед необходимостью удирать во все лопатки. Теперь Клоп безраздельно завладел вниманием стражников. Он несся вовсю прыть, дробно стуча пятками по булыжной мостовой, глубокими обжигающими глотками хватая влажный воздух, и слышал позади громкие крики и топот. Он сделал все от него зависящее, чтобы дело не сорвалось. Товарищи могут продолжать без него, пока он занимается с герцогскими констеблями бегом на дальние расстояния. Какой-то особо сообразительный стражник наконец-то сунул в рот свисток и засвистел. Три короткие резкие трели, пауза, потом еще три. Нападение на патрульного. Ох, черт! Сейчас сюда примчатся желтокурточники из всех окрестных кварталов с оружием на изготовку, в том числе с арбалетами. А значит, Клоп должен во что бы то ни стало улизнуть от своих преследователей, пока другие патрули не начали посылать на крыши выглядчиков. Происходящее перестало казаться веселой забавой. У него оставалось минуты полторы, наверное, чтобы добраться до одного из своих обычных укрытий и схорониться там. Прокушенный язык нестерпимо задергало болью. Дон Лоренцо Сальвара вышел из-под портика храма на ослепительное солнце душного коморского полудня. Ни сном, ни духом не ведая, какой жизненный урок получает сейчас на этой самой улице один шибкоумный юный воришка. Издалека слабо доносились свистки патрульных. Сальвара прищурился и не без любопытства смотрелся в одинокого стражника поодаль, который брел по булыжной мостовой, сильно пошатываясь, спотыкаясь и налетая на стены. Обеими руками мужчина держался за голову, как если бы боялся, что она вот-вот сорвется с плеч и взмоет в небеса. «Ну, мыслимо ли дело, сударь?» Конта уже вывел лошадей из неприметного грота, служившего храмовой конюшней, и ждал хозяина у портика. Еще за полдень не перевалило, а он уже пьян, как младенец пивной бочки. Сборище никчемных придурков эти новые желтушники. Конта был средних лет мужчиной с иссушеным солнцем морщинистым лицом, талией профессионального танцора и руками профессионального грибца. В каком качестве он состоял при молодом Доне, любой понимал с первого взгляда, даже прежде чем замечал пару длинных стилетов у него на поясе. А ваше время подобного не допускалось? Да? Дон Лоренцо же был привлекательным молодым человеком чистых коморских кровей, черноволосым, с темно-медовой кожей. Лесо у него было тяжеловатое, с мягкими чертами, но фигура стройная и подтянутая. В целом он выглядел как примерный, благовоспитанный студент, переодетый аристократом, и лишь глаза за модными очками без оправы, цепкие глаза лучника, нетерпеливо высматривающего мишень, нарушали это впечатление. Конте фыркнул. В наше время мы, по крайней мере, знали, что напиваться в дымину следует за закрытыми дверями. Он передал хозяину по воде холеной мышастой кобылы, немногим крупнее пони, хорошо обученной, но явно не усмиренной. Ровно то, что надо для коротких прогулок по городу, где владельцы судов или акробаты, как часто жаловалась Донья София, по сей день чувствовали себя вольготнее, чем лошади. Шатающийся стражник скрылся за углом, в направлении, откуда доносились настойчивые свистки. Поскольку шум не приближался, Сальвара внутренне пожал плечами и вывел кобылу на середину улицы. В следующее мгновение взором Дона Лоренца и Конте внезапно явилось во всей красе второе за день диковинное зрелище. Когда они свернули направо, глазам их открылся тупиковый проулок с высокими стенами, расположенный сразу за храмом благоприятных вод. И в проулке этом два разбойника вытрясали душу из двух богато одетых господ. Сальвара застыл на месте от изумления. Головорезы в масках здесь, в храмовом квартале? Один из них душил удавкой мужчину, одетого во все черное, похоже, в тесный и плотный водранский камзол, совершенно неуместный в такую жару. Боги милостливые! Чуть в стороне стояла усмиренная лошадь с поклажей, безразлично наблюдая за происходящим. После секундного замешательства, вызванного единственным удивлением, Дон Сальвара бросил по воде своей кобылы и бегом устремился в проулок. Он даже не оглянулся, зная, наверное, что Конте следует за ним по пятам, с обнаженными кинжалами. «Эй, вы!» крикнул молодой человек уверенным, хотя извиняющим от возбуждения голосом. «А ну, отпустите этих людей, стойте смирно!» Разбойник, что поближе, резко повернул голову на окрик, и его темные глаза над платком-маской расширились при виде Дона Сальвара и Конте. Он рывком поднял на ноги свою побагровевшую отудущую жертву, прикрываясь ею от незваных гостей. «Вам нет нужды беспокоиться, сударь!» произнес разбойник. «Просто повздорили малость. Сугубо личное дело». «Своими личными делами вам следовало заняться в менее публичном месте». «А что, герцог отдал вам собственность этот проулок?» злобно осведомился головорез. «Сделайте еще хоть шаг, сверну малому шею». «Ну, так немедля!» Дон Сальвара выразительно положил руку на эфес своей рапиры с корзинчатой гардой. «Мы с моим слугом перекрываем единственный выход отсюда». «Уверен, ты ничуть не пожалеешь, что убил этого человека, когда тебе в горло вонзятся три фута стали». Первый разбойник не выпустил из рук веревки, затянутой на шее едва живого господина в черном, но медленно попятился в глубину тупика, неуклюже таща за собой жертву. Второй налетчик немного отступил от простертого на земле мужчины, которого недавно избивал ногами и обменялся со своим сообщником быстрым значительным взглядом. «Не делайте глупостей, друзья мои». Сальвара наполовину вытащил рапиру из ножен, и солнце ослепительно сверкнуло на превосходнейшей коморжской стали. Конто чуть согнул ноги в коленях и подался вперед, принимая хищную стойку бывалого поножовщика. Без дальнейших слов первый головорец силой толкнул свою жертву прямо на Конто и Сальвару. Бедняга в черном, судорожно хватая ртом в воздух, вцепился в своих спасителей, а двое налетчиков опромыть бросились к глухой стене в конце проулка. Отодвинув в сторону задыхающегося дрожащего водранца, Конто ринулся за ними следом, однако разбойники оказались не только проворны, но и хитры. Со стены сисала тонкая еле заметная веревка с навязанными через равные промежутки узлами. Налетчики молниеносно вскарабкались по ней один за другим и исчезли за стеной. Конто со своими клинками опоздал буквально на пару секунд. Утяжеленный грузом дальний конец веревки перелетел через ограду и шлепнулся в схваченную коркой грязь у его ног. «Никчемные лодыри, твою мать!» Слуга Дона Сальвары стремительным, отточенным за годы практики движением засунул стилеты за пояс и наклонился над телом, по-прежнему неподвижно лежащим на земле. Жутковатый белый взгляд усмиренной лошади, казалось, пристально следил за ним, когда он приложил пальцы к толстой шее мужчины, проверяя сердцебиение. «Чертовы стражники напиваются до пьянья с утра пораньше и смотрите, что творится в храмовом квартале, пока они шляются без дела». «О, благодарение сущности!» Сдавленно прохрепел господин в черном, наконец снимаясь шеей и бросая на землю удавку. Теперь Дон Сальвара разглядел, что платье на нем не по сезону теплое, конечно, и сейчас заляпанное грязью, просто отменного качества, великолепно скроенное, точно подогнанное по фигуре и отделанное неброско, но по-настоящему дорого. Благодарение соли и благодарение сладости, благодарение подводным дланям, что негодяи напали на нас рядом с этим храмом, предоточием священной силы, чьи могучие токи принесли вас на помощь к нам». Водранец говорил потерински грамотно, хотя и сильным акцентом, голос его по понятной причине звучал хрипло. Подслеповато щурясь и потирая горло, он принялся шарить в грязи свободной рукой. «Полагаю, я еще раз могу помочь вам», произнес дон Сальвара на лучшем своем водранском, столь же грамотном и столь же искаженным акцентом, как Теринский, на котором говорил незнакомец. Он подобрал с земли очки, на удивление легкие, но прочные, такие немалых денег стоят, и подал водранцу, предварительно протерев стекла рукавом своего просторного ярко-красного камзол. «О, так вы говорите по-водрански?» Восторженно вскричал мужчина, переходя на водранский с рисковатым эмберлендским выговором. Он надел очки и, часто моргая, уставился на своего спасителя. «Еще мужчина, уже перевернутый на спину усилиями Конте, лежал по-прежнему неподвижно, но его измазанная в грязи могучая грудь мерно вздымалась. Живой он, живой, не волнуйтесь!» Конте прощупал ребра и живот бедняги. «Вроде ничего не словно, не разорвано, хотя в ближайшие недели ваш приятель будет ходить весь в синяках. Сперва зеленых, как ряска на пруду, потом черных, как ночь. Это так же верно, как то, что я в состоянии отличить говешку от заварной булочки». Водранец в черном испустил протяжный вздох облегчения. «От заварной булочки, ну да, конечно. Святые сущности в высшей степени милосердны. Грауман, мой постоянный спутник, мой секретарь, мой усердный и незаменимый помощник. Увы, он совершенно не владеет оружием, но, с другой стороны, сам я тоже вопиюще слаб по этой части». Незнакомец, опять говоривший на Теринском, пристально всмотрелся в Дона Сальвару и изумленно округлил глаза. «И сейчас я не учтив рано вопиюще, ибо вы не иначе один из благородных Донов Каморра». Он низко поклонился, гораздо ниже, чем предписывал этикет иноземцу, приветствующему представителя родовой знати мирного герцога Каморр. Казалось, еще немного, и он гнется лбом в землю, потеряв равновесие. Позвольте представиться, Лукас Феррвайт, служащий торгового дома Бель Аустеров из кантона Эмберлен, что в королевстве семи сущностей. Я полностью к вашим услугам и невыразимо благодарен вам за помощь. Я Лоренцо Дон Сальвара, а это мой слуга Конте. И это мы всецело к вашим услугам и пощем за счастье быть вам полезными. Каморрский аристократ поклонился ровно так, как полагалось по этикетам, и подал руку для пожатия. Я в известном смысле несу ответственность за гостеприимство Каморра, а вам здесь оказали прием далеко не гостеприимный. Прийти к вам на помощь было для меня делом чести. Феррвайт сжал протянутую руку чуть выше запястья и потряс. Хватка у него была по-детски слабая, но Дон Лоренцо снисходительно отнес это насчет того, что бедняга еще не вполне оправился после встречи с грабителями. Потом Феррвайт склонил голову и легко прикоснулся лбом к тыльной стороне ладони своего спасителя, тем самым завершив обмен формальными знаками любезности. Позвольте с вами не согласиться, сударь. Вас дон Сальвара небрежно отмахнулся от слов Водранца, точно от мухи. Просто жаль, что негодяям удалось скрыться, господин Феррвайт. А значит, справедливость не восторжествовала в полной мере. За что опять-таки приношу вам извинения от имени всего Каморра. Феррайт опустился на колени рядом с Грауманом и убрал с его лба мокрые от пота темные волосы. Но как же не восторжествовала? Мне несказанно повезло остаться в живых. Все милостливые боги хранили меня в долгом путешествии, а потом в отчаянную минуту послали вас ко мне на помощь. Я жизнь здоров и могу спокойно заняться делом, приведшим меня в ваш город. На мой взгляд, это и есть самое настоящее торжество справедливости. Водранец скинул голову и снова внимательно всмотрелся Сальвару. Прошу прощения, но не тот ли вы самый Дон Сальвара, что владеет накацанскими виноградниками? И не приводится ли вам супругой некая Донья София, знаменитый алхимик-ботаник? Я действительно имею такую честь и имею такое счастье, ответствовал Дон Сальвара. А вы, насколько я понял, служите в торговом доме бель-аустеров? Вероятно, имеете дело с... О, да, именно так. Я служу тем самым бель-аустером и занимаюсь поставкой и продажей того самого напитка, о котором вы подумали. Поразительно, просто поразительно. Святые сущности играют мной, подводные дла не желают, должно быть, чтобы я умер на месте от удивления. Подумать только, вы спасаете мне жизнь, вы говорите по-водрански, у нас с вами оказывается общий деловой интерес. Просто невероятно. Да уж, поистине удивительное совпадение, и при том чрезвычайно приятное. Дон Сальвара ввел проулок задумчивым взглядом. Моя мать была водранского происхождения. Вот почему я говорю на вашем языке с премногим удовольствием, хотя и недостаточно хорошо. А вы не заметили слежки за собой? Оставленная на стене веревка свидетельствует о заранее подготовленном нападении. Да и храмовый квартал, знаете ли, обычно здесь так же безопасно, как в личной читальне великого герцога. «Мы прибыли в город сегодня утром», сказал Фирвайт. «Сняли комнаты в гостинице фрегат, несомненно известной вам, и сразу же направились в храм благоприятных вод, дабы вознести благодарность и сделать приношение богам, охранившим нас от злоключений на нашем пути из Эмберлина. Я понятия не имею, откуда взялись эти разбойники. Хотя...» Он на миг задумался. «Хотя теперь припоминаю, что один из них перекинул через стену веревку после того, как повалил на земь Граумана. Да, они проявили предусмотрительность, но нет, они не поджидали нас здесь в засаде». Сальвара хмыкнул и перевел внимание на пустоглазую усмиренную кобылу. «Странно, вы всегда берете с собой навьюченных лошадей, когда направляетесь в храм, чтобы возблагодарить богов. Если эти тюки набиты ценным товаром, я прекрасно понимаю, почему разбойники впали в искушение». «Обычно любой дорогостоящий товар мы оставляем в гостинице под замком». Фервайт похлопал Граумана по плечу и вновь поднялся на ноги. «Но в данном случае мне нельзя ни на минуту оставлять товар без присмотра, как и забывать о своем важном деле. Боюсь, именно поэтому я и стал соблазительной мишенью для грабителей. Прямо скажем, сложное положение». Фервайт нерешительно поскреб подбородок. «Я уже в неоплатном долгу у вас, Дон Лоренцо, а потому мне неловко просить вас еще об одной услуге. Однако речь идет о важном поручении, с которым я прибыл в Каморр. Будучи представителем местной знати, вы ведь наверняка знаете некого Дона Джакобо». Чуть скривив рот, Дон Сальвара вперил Фервайта долгий пристальный взгляд и после томительно долгой паузы коротко промолвил. «Знаю, и что?» «Этот Дон Джакобо, по слухам, он очень богат, слишком богат даже для коморрского аристократа». «Да, это правда». «По слухам, он горячая голова, отчаянный малый, как у вас говорится, так и ищет готов идти на любой риск». «Пожалуй, можно сказать о нем и так». Фервайт взволнованно облезал губы. «Дон Лоренцо, это очень важно. Не могли бы вы, не соблаговолили бы вы, пользуясь своим высоким положением, устроить мне встречу с Доном Джакобо? Совестно просить вас об этом, конечно, но еще совестнее будет не выполнить дело, порученное мне беля устерами». Дон Сальвара улыбнулся без малейшего намека на веселость, отвернул голову и уставился на Граумана, неподвижно лежащего в грязи. Конте уже поднялся на ноги и сейчас во все глаза глядел на своего хозяина. «Господин Фервайт», наконец сухо вымолвил Дон, «разве вы не знаете, что Полери Джакобо мой заклятый враг, что мы с ним дважды сходились в поединке до крови и уже давно уладили бы наши дела раз и навсегда, не запрети нам герцог Некаванте драться до смерти». «Ох!» произнес Фервайтсто с оторопелым видом человека, уронившего горящий факел в огромную бочку осветительного масла. «Как неловко! Как глупо с моей стороны! Мне уже доводилось бывать в Каморре по делам, но я ни сном, ни духом! Я оскорбил вас! Я обратился к вам с невыполнимой просьбой!» «Ну, это как посмотреть!» проговорил Сальвара вновь потеплевшим голосом и побарабанил пальцами правой руки Паефесу Рапиры. «Вы прибыли к нам по поручению Бель-Аустеров! У вас с собой груз, с которым вы не расстаетесь ни на минуту! У вас явно есть план, так или иначе касающийся Дона Джакобо, но сначала вам необходимо получить у него аудиенцию! Правильно ли я понял, что названный господин не знает ни о вашем прибытии, ни о вашем намерении встретиться с ним? Я прошу прощения, но мне бы не хотелось распространяться о моем деле!» «По какому делу вы здесь?» «Представляется совершенно очевидным!» Сказал Дон Сальвара теперь уже положительно веселым тоном. «И разве несколько минут назад вы, господин Феррвайт, не повторили неоднократно, что в долгу передо мной?» «Разве не отклонили решительнейшим образом все мои заверения в обратном?» «Или теперь вы отступаетесь от своих слов?» «Я...» «При всем моем желании, сударь!» «Черт!» Феррвайт тяжело вздохнул и стиснул кулаки. «Мне очень стыдно, Дон Сальвара!» «Сейчас я должен либо отречься от долгой благодарности перед человеком, спасший мне жизнь, либо нарушить клятвенное обещание блюсти-секретность, данное Беляустером». «Ни первое, ни второе вовсе не обязательно», возразил Лоренцо. «И, возможно, я сумею помочь вам выполнить поручения ваших хозяев». «Уже ли вы не понимаете?» «Если Дон Джакобо не знает о вашем прибытии, у вас нет перед ним никаких обязательств, верно?» «Ясно, что вы здесь по важному делу. У вас есть какой-то план, какой-то расчет, какое-то торговое предложение. Вы определенно собираетесь затеять некое новое предприятие, иначе у вас уже имелось бы налаженные деловые связи в Каморре». «Не броните себя, господин Фервайт, вы ни слова мне проболтались. Я просто рассуждаю логически». «И ведь я прав, да?» Фервайт потупил взор и неохотно кивнул. «Ага, в таком случае скажу вам следующее. Хотя я и не столь богат, как Дон Джакобо, но все же располагаю значительными средствами, и у нас с вами взаимодополняющие деловые интересы. Так?» «Отобедайте со мной завтра на моей барке в плавучем цирке». «Сделайте свое предложение мне, и мы с вами все обстоятельно обсудим». В глазах Дона Сальвары плясали злорадные огоньки, ясно различимые даже при ярком свете полуденного солнца. «Раз уж вы в долгу передо мной, отплатите мне всего-навсего своим согласием посетить меня завтра». «А потом, уже свободные от всяких обязательств друг перед другом, мы договоримся о взаимовыгодных условиях». «Как вы прекрасно понимаете, я кровно заинтересован в том, чтобы перехватить у Джакоба многообещающую сделку, даже если он никогда об этом не узнает». «Тем паче, если он никогда об этом не узнает. Или я недостаточно решителен, на ваш взгляд?» «Могу поклясться, лицо у вас вдруг вытянулось, будто по волшебству. Что такое? Что не так?» «О, вы здесь совершенно ни при чем, Дон Лоренцо». «Просто подводные длани опять не весть почему явили мне безмерную милость. У нас, водранцев, есть пословица «Незаслуженное счастье чревато опасностью». «Не берите в голову, господин Фервайт, если вы готовы обсудить со мной поистине стоящее дело, нам с вами еще предстоит изрядно потрудиться и решить множество сложных вопросов». «Так мы условились?» «Вы отобедаете со мной завтра в плавучем цирке». «И мы все толку обговорим?» Фервайт, сглотнув, посмотрел прямо в глаза Дона Сальваре и решительно кинул. «Ваше предложение звучит весьма разумно и обещает большую выгоду для нас обоих. Я принимаю ваше приглашение и готов посвятить вас в дело. Значит, завтра. С нетерпением буду ждать нашей встречи». «Было очень приятно с вами познакомиться, господин Фервайт». Дон Сальвара учтиво наклонил голову. «А теперь позвольте нам поднять вашего друга из грязи и проводить вас до гостиницы, дабы удостовериться, что вы добрались без дальнейших злоключений». «Я с радостью воспользуюсь вашей великодушной услугой, если только вы немного подождете. Приглядите за бедным Грауманом и моим грузом, пока я схожу в храм, чтобы сделать приношение». Лок вытащил объемистый кожаный кошелек из поклажи, навьюченный на лошадь. «Пожертвование будет более щедрым, нежели предполагалось поначалу. Но мои хозяева хорошо понимают, что в нашем деле благодарственное приношение богам суть неизбежная статья расходов». Обратный путь до гостиницы фрегат занял много времени, и Бажан еле тащился. С успехом изображая головокружение, телесные страдания и легкое затмение ума. Если кто-то из прохожих и испытывал удивление при виде двух перепачканных в грязи, не по погоде наряженных чужеземцев, в сопровождении коморского аристократа, его слуги и трех лошадей, то чувства свои они никак не выражали и лишь оглядывались во след странной компании. По дороге эти четверо встретили скала, теперь одетым простым рабочим. Он подал руками череду быстрых незаметных знаков. Мол, Клоп бесследно пропал, буду ждать его в условленном месте и молиться, чтобы все обошлось. Лукас! Глазам своим не верю! Лукас Фервайт собственной персоной! Едва Калла растворился в толпе, как перед ними возник Галда, облаченный в яркие шелка и атласы. Не дать не взять преуспевающий коморский купец. Один его роскошный сборчатый дублет с разрезанными рукавами стоил не меньше, чем барка, в которой благородные канальи плыли по реке сегодня утром. Сейчас, с открытым лицом и тщательно зализанными волосами под круглой шапочкой, он нисколько не походил на головореза, с которым Дон Сальвара и Конте столкнулись немногим ранее в глухом проулке. Поигрывая лакированной тросточкой и широко улыбаясь, он приблизился к ним. Ба, да это же Ванте! Воскликнул лок Фервайт из остылка вкопанный, с притворным изумлением вытаращив глаза. Потом протянул руку и обменялся с Галда крепким рукопожатием. Какой приятный сюрприз! Да уж, Лукас, поистине приятный. Но что с тобой стряслось? Скажи на милость. И с тобой, Грауман. Выглядите вы оба так, будто вязались в большую драку и проиграли. Ты недалек от истины. Лок потер глаза под очками. Ох, ну и утречко выдалось у меня сегодня, Эванте. Мы с Грау уже и жизнью распростились бы, наверное, если бы не наш замечательный провожатый. Лок повел рукой в сторону аристократа. Господин Сальвара, позвольте представить вам Эванте Экарри, стряпчиво из рационы. Эванте, перед тобой Дон Лоренцо Сальвара, владелец на кацанских виноградниках, если ты все еще интересуешься теми землями. Боги милостливые! Галда сдернул с головы шапочку и поклонился в пояс. Благородный Дон, как же я сразу не узнал? Сударь! Тысяча извинений! Эванте Экарри полностью к вашим услугам! Очень приятно, господин Экарри. Дон Сальвара поклонился с надлежащей учтивостью, хотя и несколько небрежно, а потом шагнул вперед и пожал руку мнимому стряпчему, таким образом давая понять, что в дальнейших поклонах и расшаркиваниях нет нужды. Так, значит, вы знакомы с господином Феррайтном? О, мы с Лукасом уже давно знаем с сударь! Галда суетливо отряхнул засохшую грязь с рукава черного камзола Локка. Я работаю с банкерским домом Мераджо, занимаюсь преимущества таможенными пошлинами и трудовыми разрешениями для наших северных друзей. Лукас один из лучших служащих бель-аустеров, блестящего ума человек. Ты мне льстишь! Лук кашлянул и смущенно улыбнулся. Эван-то великолепно знает все важнейшие законы и постановления вашего государства и весьма доходчиво перелагает их на Теринский. Он уже не раз оказывал мне поистине неоценимую помощь в моих торговых делах здесь. Похоже, у меня дар находить неприятности в каморре и дар находить добрых каморцев, выручающих меня из передряг. «Немногие клиенты отозвались бы о моей работе в столь похвальных выражениях, Лукас. Но что же все-таки стряслось? Почему вы с Грауманом все в грязи и синяках? Ты говоришь, на вас напали? Да, в вашем городе водятся очень предприимчивые грабители. Дон Сальвара и его слуга недавно обратили в бегство двоих из них. Боюсь, мы с Грауманом не сумели оказать достойного сопротивления негодяям». Галда подошел к Жану и дружески похлопал по спине. Здоровяк страдачически скривился, проявив недюжинные актерские способности. «Позвольте выразить восхищение вашим поступком, Дон Сальвара. Лукас человек, как их мало. Так сказать, высшие пробы человек, пускай у него не хватает ума сменить свой дурацкий зимний наряд на платье полегче. Я глубоко обязан вам за то, что вы сделали и... Полно, сударь, полно». Дон Сальвара скинул ладонь, а другую руку заложил за пояс. «Я сделал всего лишь то, чего требовала моя честь, а изъявлений признательности я получил сегодня уже с избытком». Дон Лорен своей господиной Карри еще пару минут обменивались изысканными любезностями. В конце концов, Галда внял наивезливейшей из всех возможных версий фразы «Спасибо, но отвяжись уже от меня», и с сокрушенным вздохом промолвил. «Что ж, я безмерно рад был с вами встретиться, сударь, но, к сожалению, меня ждет клиент. Да и у вас с Лукасом определенно какие-то дела, от которых мне не следует отвлекать вас. С вашего позволения?» «Конечно, конечно». Приятно было познакомиться господин Эккари. «А уж мне как приятно, сударь. Лукас, если у тебя выдастся свободный часок, ты знаешь, где меня найти. Если вдруг возникнет надобность в моих скромных умениях, я всегда к твоим услугам». «Разумеется, Эванте!» Лок обеими руками схватил правую руку Галда и свое удушевление потряс. «Полагаю, рано или поздно нам придется обратиться к тебе за помощью». Он приложил палец к носу сбоку, и Галда кивнул. Затем последовал общий обмен поклонами, рукопожатиями и прочими прощальными любезностями. Напоследок Галда подал товарищам несколько условных знаков, так и этак поправив шапочку на голове, мол, о Клопе ничего не знаю, отправляюсь на поиски. Дон Сальвара проводил мнимого стряпчиво задумчивым взглядом, потом вновь повернулся к Локку, и маленькая компания продолжила путь к гостинице Фрегат. Светская беседа сама собой сошла на нет. Лок Фервайт без труда изобразил, как радость от встречи с Секари постепенно угасает в нем. Вскоре он являл собою воплощенное уныние, каковое свое настроение объяснил головной болью, разыгравшейся вследствие долгого удушья от удавки. В цитрусовом саду перед гостиницей Дон Сальвара и Конте распрощались с двумя благородными канальями, настоятельно посоветовав обоим хорошенько отоспаться и отложить все дела до завтра. Как только Лок и Жан, несшие на плечах юки с ценным товаром, оказались в своем номере, они мигом скинули измазанные в грязи богатые наряды, надели простое неприметное платье и поспешили к условленному месту встречи, чтобы там ждать известие о Клопе, если таковые вообще появятся. На сей раз никто из них не заметил странной черной тени, которая бесшумно следовала за ними, стремительно перелетая с крыши на крышу. Лжесвет постепенно угасал. Насыщенный болотным туманом ветер палача пропитывал влагой одежду, неприятно липнувшую к телу, и не рассеивал, оказалось напротив, сгущал серые клубы табачного дыма, окутавшие кало и галда. Близнецы в низко надвинутых капюшонах сидели, обливаясь потом в глубокой дверной нише одной из судных лавок на севере старокрепостного квартала. Ломбард был уже заперт на ночь, засовы заложены, ставни закрыты, и семья владельца по всей видимости предавалась веселым возлиянием двумя этажами выше. Первый шаг удался, я считаю, сказал кало. Ага, что верно, то верно. Лучшее наше выступление. Но ведь с тобой обличие изменить ой, как непросто таким видным красавцам. Признаться, я не думал, что ты и меня держишь за красавца. Брось, не умаляй свои достоинства. Внешне ты ничем мне не уступаешь. Чего тебе не хватает, так это моих способностей к наукам, и моего беспечного бесстрашия, и моего дара обольщения женщин. Если ты говоришь о легкости, с которой швыряешься деньгами во время гулянок с девками, то ты прав, конечно. Для коморских шлюх ты щедрящий благовотворитель и жертвователь. Зря ты так, насупился кало. Твоя правда, зря. Несколько секунд близнецы молчали. Извини, просто на душе муторно. Как подумаю о мальце, так под ложечкой холодеет. Видал, что творится на улицах. Ага, усиленные патрули. Все злые, как черти, свистят беспрерывно. Интересно знать, что там Клоп выкинул и почему. Вероятно, у него были свои причины. Если первый шаг у нас и впрямь удался, так только благодаря мальчишке. Надеюсь, он жив-здоров, и мы сможем со спокойной совестью задать ему взбучку. Слабо в подсвеченном тумане неясными тенями проплывали редкие прохожие. На старокрепостном острове почти не было древнего стекла, поэтому бледное сияние лилось издалека. Откуда-то с юга донесся приближающийся стук копыт. Лог сейчас, несомненно, затаился где-то около дворца терпения и пристально следит за патрульными стражниками, снующими взад-вперед по черному мосту. Не ведут ли они знакомого маленького пленника или не тащат ли знакомое маленькое тело? Ажан наверняка ждет в другом условленном месте, взволнованно ходит зад-вперед, хрустя пальцами. Храм Переландра Клоп сегодня точно не вернется и к гостинице фрегат близко не сунется. Старшим благородным канавием остается ждать его на улице в парной духотек коморской ночи. Загрохотали деревянные колеса, раздраженно всхрапнула лошадь. Едва различимая в тумане повозка тевсанце. «Авендадо?» раздался громкий, но неуверенный голос. Кало и Галда разом вскочили на ноги. Имя Авендадо служило тайным сигналом, оповещающим о непредусмотренной встрече. «Здесь я!» крикнул Кало, бросив окурок и забыв притоптать. Из тумана возник лешивый бородатый мужик с мощными ручищами мастерового и солидным брюшком горожанина среднего достатка. «Я не шибко понимаю в ваших делах», пророкотал незнакомец. «Но если один из вас Авендадо, то мне было обещано, что я получу десять салонов, коли доставлю к этому ломбарду вон ту бочку». Он кнул большим пальцем в сторону телеги. «Бочка?» «Ну да». Сколотящимся сердцем Галда полез за кошельком. «А что в бочке-то?» «Не вино», ответил мужик. «И не самый вежливый на свете мальчишка. Но он мне посулил десять серебряков». «Конечно, конечно», Галда быстро считал в ладонь мастерового блестящие монеты. «Вот десять за бочку. И еще одна за то, чтобы вы напрочь забыли о нашей встрече». «Лады?» «Черт, совсем башка дырявая стала. Уже не помню, за что вы мне платите». «Вот и славно». Галда сунул кошелек обратно под плащ и поспешил на помощь брату, который забрался на телегу и стоял над средних размеров деревянной бочкой. Затычка в крышке отсутствовала и через маленькое круглое отверстие внутрь поступал воздух. Галда трижды стукнул по крышке и в ответ изнутри послышалось три слабых удара. Радостно ухмыляясь, близнецы Санса сгрузили бочку на землю и кинули водщику на прощание. Мужик уселся на передок телеги и весело на свисты укатил в темноту. В кармане у него позвякивали монеты на общую сумму, двадцатикратно превосходившую продажную стоимость бочки. «Сдается мне, это вино не еще слишком молодое и резкое, чтобы разливать по бутылям», сказал Кало, когда они откатили бочку к своему укрытию в дверной нише. «Выдержать что ли в погребе еще лет пятьдесят-шестьдесят?» «Я думал просто в реку вылить». «Вот как?» Галда побарабанил пальцами по бочке. «Чем же река заслужила такое наказание?» Из бочки донеслись невнятные звуки протеста. Оба брата наклонились к отверстию в крышке. «Я уверен, клоп», начал Кало, «Что ты в состоянии удовлетворительно объяснить, почему ты сидишь там в бочке, а мы торчим здесь на улице, сходя с ума от тревоги за тебя». «Объясню все в лучшем виде!» Голос клопа звучал сипло и гулко. «Останетесь довольны! Только сперва скажите, как все прошло?» «Просто великолепно!» ответил Галда. «Через три недели, самое большее, мы переберем к рукам все состояние Сальвары, вплоть до последних шелковых панталон его супружницы», добавил Мальчик испустил стон облегчения. «Здорово! А со мной вот какая история приключилась. Гляжу, по улице топает целая толпа желтокурточников, прямиком к вашему переулку. Я их отвлек, само собой, да таким манером, что они люто разозлились и погнались за мной. А я, значит, помчался во все лопатки в старокрепостной квартал, к знакомому Бондарю. Он ведет дела с винодельнями выше по реке, и у него во дворе полно пустых бочек. Ну, я запрыгал в одну из них и сказал, мол, если он разрешит мне посидеть в ней, а после лжесвета доставит меня сюда, то заработает восемь салонов». «Восемь?» Калов подскреп подбородок. «Этот пройдоха запросил десять, а получил одиннадцать». «Ну, ничего страшного». Клоп кашлянул. Когда мне совсем наскучило сидеть без дела в тесноте и темноте, я тихонько выбрался и стянул у него кошелек. Там на два салона медяков. Получается, часть денег мы вернули». «Я уже собирался посочувствовать тебе, бедному, полдня проторчавшему в бочке», сказал Галда. «А тебя, болвана, следует хорошенько отругать за дурость». «Да ладно тебе!» В голосе Клопа послышалась обида. «Мужик то, уверен, что я в свое время просидел в бочке, а потом он на меня никак не подумает. А ты сейчас отвалил ему кучу денег, так что и тебя он всяко подозревать не станет. Все отлично вышло. Лок наверняка оценит мою проделку». «Клоп», сурово промолвил Клопа, «Лок нам как брат и наша любовь к нему безгранична. Но самые роковые слова из всех существующих на Теринском наречии это «Лок наверняка оценит мою проделку». Соперничать с ними могут лишь слова «Лок научил меня новому трюку». Ибо единственный на свете человек, которому сходят с рук фокусы, измышленные Локом Ламорой, это сам Лок Ламора, поскольку по нашему мнению боги приберегают его для какой-нибудь поистине впечатляющей смерти, с дыбой, клещами и раскаленным железом, и многотысячной толпой улюлюкающих зрителей. Братья одновременно кашлянули. «Ну, как бы там ни было», после долгой паузы проговорил Клоп. «Кошелек я стянул, и у меня все сошло с рук. Может, теперь уже домой двинемся?» «Домой», задумчиво повторил Калла. «А и пожалуй, Лок с Жаном будут рыдать о счастье, как любящие бабульки, когда увидят тебя живым здоровым». «Думаю, вылезать тебе не стоит», сказал Галда. «Ножки у тебя, небось, совсем одеревенели и шагу ступить не сможешь». «Так и есть», жалобно проскулил мальчишка. «Но вам нет нужды тащить меня на руках всю дорогу». «Золотые твои слова, Клоп, ты прав, как никогда». Галда встал с одной стороны бочки и кивнул брату. В унисон насвистывая, близнецы покатили бочку по булыжной мостовой, и нельзя сказать, что они выбрали самый короткий или самый ровный путь до храмового квартала. Интерлюдия Лок объясняет. «Это случайно вышло?» «Наконец заговорил Лок. Оба раза случайно». «Прошу прощения». «Должно быть, я ослышался». Отец Цепи сузил глаза и уставился на Локко, тускло освещенного красным огоньком маленькой глиняной лампы. «Могу поклясться, ты сейчас сказал, швырните меня через парапет, пожалуйста. Я никчемный маленький засранец и готов умереть всю же минуту». Цепи пожелал продолжить беседу с Локком на крыше храма, где они удобно расположились под высоким парапетом, которые должны были бы увивать декоративные растения. Давно запущенный висячий сад храма Переландра служил дополнительным и весьма существенным штрихом к жертвенной трагедии безглазого священника. Еще одна деталь общей декорации, призванная вызывать сострадание, измеряемая в звонкой монете. По небу ползли плотные низкие облака, бледно подсвеченные разноцветными огнями каморра, и ни звезд, ни лун не было видно. Ветер палача обтекал вялыми душными струями священника и локко, сейчас торопливо пытавшаяся пояснить свои слова. Нет-нет, я просто хотел навредить им, вот и все. Я же не знал, не думал, что так получится. Положим, в это я почти готов поверить. Цеппи легко постучал пальцем правой руки по ладони левой, каковой жест у каморских купцов означал ближе к делу. Давай-ка по порядку, это мое почти, главная твоя беда. Объясни мне все внятно и толково, а начни с первого мальчика. Веслин, прошептал локк. Еще Грегор, но Веслин первый. Ага, Веслин, кивнул Цеппи. Бедняг перерезал глотку никто иной, как твой бывший хозяин. Старику пришлось купить у Капы акулий зуб и использовать он и по назначению. С чего вдруг? Ну, некоторые старшие мальчики и девочки из наших перестали выходить на работу. Локк уставился на свои тесно сплетенные пальцы, словно ожидая от них подсказки. Они просто забирали у нас всю добычу, когда мы возвращались из города, все до последней мелочи вытрясали и отчитывались за нас перед наставником, но кое-какие вещи к рукам перебирали. Все правильно, кивнул Цеппи. Привилегия старших по возрасту, более сильных, более искушенных в подхалимстве. Если останешься живых после сегодняшнего нашего разговора, то скоро поймешь, что это обычное дело почти во всех крупных шайках. Почти во всех. И там был один парень, Веслин. Он не только забирал у нас всю добычу, а еще и бил больно, отнимал всякую одежду, какая приглянется, заставлял работать за него по хозяйству. Он часто отдавал хозяину меньше половины того, что мы приносили, а вещи, которые присваивал, потом дарил старшим девочкам из домушников. И все мы из-за него получали меньше еды, особенно за манухи. Маленькие руки локко расцепились и медленно сжались в кулаки. А когда мы пытались пожаловаться хозяину, он просто смеялся, как будто без нас все знал и потешался над нами. А Веслин после каждой нашей жалобы вообще как с цепи срывался. Цеп пикюнул и снова постучал пальцем по ладони. Я думал как нам быть. Много думал. Ни один из нас не мог дать Веслину отпор. Он был гораздо старше и сильнее. Ни у кого из нас не было на холме старших, сильных друзей. А если бы мы набросились на Веслина всем скопом, к нему бы на подмогу прибежали бы все его друзья и нам бы не поздоровилось. Каждый день Веслин выходил в город с одним из своих товарищей и они поблизости от нас отирались. Работать не мешали, но наблюдали за нами, понимаете? И Веслин постоянно говорил разные гадости. Тонкие губы Локко искривили злом на москале, который выглядел бы комично на лице другого ребенка, не такого грязного, не такого тощего и изможденного. Сейчас мальчик походил на кослявую горгулью, приготовившуюся к прыжку. Говорил гадости, когда мы домой возвращались. Мол, и неуклюжие мы, и ленивые, и добычи мало приносим. И опять бил нас, опять обижал по-всякому, опять обкрадывал. А я все ломал голову, что же нам делать? А идея, стоившая в Веслину жизни, спросил Цеппи, ты сам до нее додумался? Ага, живостью кивнул мальчик. Со мной рядом никого из наших не было, когда меня осенило. Я увидел патрульных желтокурточников и подумал. Подумал, вот, у них дубинки, мечи. А что, если бы они поколотили Веслина? Что, если бы разозлились на него за что-нибудь? Лок перевел дыхание и продолжал. Потом я стал думать дальше, но так и не сумел сообразить, как бы такое устроить. И тогда я подумал, ну ладно, пускай сами стражники на Веслина не разозлятся, но может получится сделать так, чтобы из-за них на Веслина разозлился хозяин. Цеппи, понимающий, кивнул. И где же ты раздобыл беложелезную монету? Лок вздохнул. Так в городе и раздобыл. Все мы, кто имел зуб на Веслина, воровали сверхположенного. Смотрели в оба, общищали карманы у господ поважнее, старались изо всех сил. Несколько недель работали без устали. Целую вечность. Мне позарез нужна была беложелезная монета. И, наконец, я украл одну у толстяка во всем черном. В смешном таком суконном камзоле и дурацком галстуке. Водранец? Цеппи выглядел удивленным, даже озадаченным. Вероятно, купец, прибывший в Камор по торговым делам. Они слишком высокомерны, чтобы сразу переодеться по погоде, а порой просто слишком скайридны, чтобы заказать платье у местного портного. Значит, ты раздобыл беложелезную монету. Полную крону. Ага, всем хотелось глянуть на нее, в руках подержать. Я позволил, но взялся ребята обещание держать язык за зубами. Сказал, мол, если будете помалкивать, мы сумеем поквитаться с Веслином. И что же ты сделал с монетой? Положил в кошелек, в маленький кожаный кошелек, какие мы постоянно крали, а кошелек спрятал в городе, чтоб не отобрали, в одном надежном месте, о котором старшие не знали. Через несколько дней, когда Веслин со своими приятелями был в городе, я вернулся на холм пораньше. Медики и хлеб я отдал проверяющим девчонкам, а беложелезная монета была у меня в башмаке спрятана. Лок нерешительно умолк, повертел в руках маленькую лампу и красные блики заплясали у него на лице. В общем, я подбросил монету в комнату Веслина, где они с Грегором ночевали. Хороший сухой склеп в самой середине холма. Я выковыривал из пола камень, который плохо держался и спрятал под ним кошелек. А потом, когда убедился, что меня никто не видел, попросил разрешения поговорить с хозяином. Я сказал, что мы видели Веслина около одного сторожевого поста, что он там брал деньги у желтокурточников, а потом похвастался перед нами монетой и пригрозился сдать нас властям, если мы донесем на него наставнику. Поразительно! Цепи поскреб в бороде. Ты не замечал, что перестаешь мямлить и заикаться, когда начинаешь рассказывать, как обмешулил кого-нибудь? Лок недоуменно моргнул, потом скинул подбородок и настороженно уставился на священника. Тот рассмеялся. Это не укор, сынок, и я вовсе не хотел остановить поток твоего красноречия. Продолжай свой рассказ. Откуда ты знал, что хозяин рассердится? Желтокурточники когда-нибудь предлагали деньги тебе или твоим друзьям? Нет, зато я точно знал, что хозяин дает деньги желтокурточникам. За услуги там разные, за сведения. Мы не раз видели, как он раскладывает монеты по кошелькам. Потому мне и пришло в голову не стражников натравить на Веслина, а хозяина. Понятно. По рыжей складках рясы цепи достал плоскую кожаную коробочку в красноватом полумраке имевшую цвет обожженного кирпича. Оттуда он вытащил полоску бумаги, насыпал на нее из другого угла коробочки немного темного порошка, потом ловко свернул самокрутку и с аристократическим изяществом прикурил от лампы. Призрачные серые клубы дыма поплыли к призрачным серым облакам. В воздухе разлился запах горящей сосновой смолы. Извини. Цепи передвинулся немного вправо, чтобы выдыхаемый дым не попадал на мальчика. Позволяю себе всего две сигарки за вечер с крепким табаком, перед ужином и со слабым после. Так я останусь на ужин? Ах ты, нахальный маленький двурушник. Скажем так, в настоящую минуту ситуация остается неопределенной. Давай досказывай свою историю. Ты сообщил хозяину, что Веслин работает тайным осведомительным в знаменитой охранной службе Каморра. Старик, надо полагать, пришел в бешенство. Ага, сказал, что убьет меня, если я вру. Лок тоже передвинулся вправо, подальше от дыма. Но я сказал, что Веслин схоронил монету в своей комнате, то есть своей и Грегоровой, и хозяин там настоящий погром учинил. Я спрятал монету очень хорошо, но в конце концов он ее нашел, как и следовал ожидать. Хм, ну и как ты представлял себе дальнейшие события? Я не думал, что печали, лишь удивление и досаду. Я думал, он как-нибудь накажет Веслина при всех. Мы же почти всегда ужинали вместе, всем братством. И обычно провинившиеся развлекали нас по-всякому. Или прислуживали, а потом все за нами убирали. Иногда получали порку. Пили имбирное масло. Я думал, Веслину грозит что-нибудь такое. Или все сразу. Ну что ж, отвездая глаза от мальчика, цепик глубоко держал дым в легких. Словно так думалось я с ней и соображалось лучше. Наконец он выпустил череду дрожащих дымных колечек, которые проплыли в воздухе несколько футов и растаяли в тонком ночном тумане. Потом громко хмыкнул и опять взглянул на Локко. Что ж, теперь ты понял, куда ведут благие намерения, верно? Порка. Обслуживание и уборка. Хе-хе. Бедного Веслина знатно обслужили и убрали. И как же твой бывший хозяин сделал это? Он ушел с холма на пару часов, а когда вернулся, стал ждать в комнате Веслина. Когда позже вечером Веслин с Грегором возвратились из города, их сразу окружили старшие мальчики, так что убежать они уже никак не могли. А потом хозяин просто убил обоих. Перерезал горло Веслину и ребята рассказывали, он повернулся к Грегору и долго-долго смотрел на него. Смотрел и ничего не говорил. А потом Лок чиркнул двумя пальцами по горлу, как немногим ранее делал Цеппи. Потом он прикончил и Грегора тоже. Оно и понятно. Бедный Грегор. Грегор Фосс, кажется. Один из счастливчиков, осиротевших в достаточно сознательном возрасте, чтобы уже помнить свою фамилию. Вроде тебя. Разумеется, твой хозяин и Грегора прикончил. Они же с Веслином были закадычные друзья. Не разлей вода, как говорится. И если один из них прячет под камнем целое состояние, естественно предположить, что другой об этом знает. Цеппи вздохнул и потер глаза. Все проще простого. Ну ладно, а теперь, когда ты завершил свой рассказ, позволь мне объяснить, где именно ты дал маху и почему твои маленькие друзья из уличников, помогавшие тебе, не доживут до рассвета. Глава вторая. Второй шаг и акульи бои. Праздный день, одиннадцатый час утра, плавучий цирк. Ослепительно белое солнце, подобное объятому пламенем алмазу, снова вершило свой огненный путь в безоблачном небе, изливая жгучий зной. Лок, облаченный в платье и манеры Лука Сафервайта, стоял под шелковым навесом на погулочной барке Дона Сальвары и наблюдал, как собираются зрители и участники представления. На плоту неподалеку выступала труппа танцоров с веревками. Четверо человек стояли по углам своего плавучего помоста на расстоянии футов пятнадцати друг от друга и разноцветные шелковые шнуры, обвязанные у них вокруг кистей, груди, шеи и соединяющие каждого со всеми остальными партнерами, образовывали затейливые перекрестные узоры, как в детской игре в ниточку. Каждый танцор, казалось, работал сразу с четырьмя или пятью шнурами одновременно. В паутине шнуров на хитроумных скользящих креплениях висели всевозможные предметы мечи, кинжалы, плащи, сапоги, стеклянные статуэтки, блестящие безделушки. И все они медленно и непрерывно двигались в разных направлениях, в то время как танцоры плавно вращали руками, грациозно покачивались и переступали ногами, расплетая старые узоры и сплетая новые. Восхитительное, но далеко не самое чудесное зрелище на реке, полное чудес, не последним из которых являлась прогулочная барка Дона и Дони Сальвара. Многие аристократы переносили декоративные растения в горшках из своих садов на барки и обратно, но супруги Сальвара первыми пошли дальше. Их прогулочное судно представляло собой постоянный плавучий сад, прочный деревянный корпус барки, прямоугольный, шагов 50 в длину и 20 в ширину, был наполнен землей, дававший питание дюжине дубов и олив. Одинаковые густо-черные стволы деревьев и роскошные изумрудно-зеленые кроны с блестящими как лакированные крупными листьями наглядно свидетельствовали о замечательных достижениях алхимической ботаники. Вокруг нескольких деревьев спиралью обивались лестницы, исперщенные сквозными тенями листвы. Все они ввели в расположенную среди ветвей смотровую беседку с шелковым навесом, откуда открывался прекрасный вид. С одной и с другой стороны от этого великолепного плавучего сада на длинных тяжелых выносных скамьях, значительно повышающих устойчивость судна, сидело по 20 наемных гребцов. В смотровой беседке, рассчитанной на 20 человек, нынче утром находились лишь Лок и Жан, Дон и Донья София Сальвара встала рядом с Локом у передней ограды беседки, положив ладони на поручень всего в паре дюймов от его рук. Вы выглядели бы прекрасно зимой в Эмберлене, но зачем же носить такой наряд летом в Каморре? Вы в нем сомлеете и раскраснеетесь, как роза. Почему бы вам не снять хотя бы камзол? О, уверяю вас, сударыня, я вполне хорошо себя чувствую. Милостливые тринадцать, да она с ним заигрывает. Легкая улыбка, скользнувшая по лицу Дона ловились, как Донье Софии держаться с гостем. Немного женского внимания, чтобы взволновать и смутить неуклюжего торговца. Превосходная ловка и старая как мир. Так сказать, проба сил перед решительной схваткой. Какое бы неудобство не доставляла мне моя одежда в вашем весьма необычном климате, я нахожу, что оно служит мне лишь на пользу. Не позволяет ни на минуту забывать о деле. Не дает расслабиться, знаете ли, потерять деловой нюх. Стоявший неподалеку Жан вовремя прикусил язык. Напускать на лоб коломору белокурых женщин все равно, что пытаться скормить акуле салатные листья, а Донья София ну очень белокура. Одна из редких уроженок тирина, наделенных кожей цвета каленого янтаря и волосами цвета миндального масла. Глаза у нее глубокие и проницательные. Соблазнительные изгибы тела искусно подчеркиваются кроем темно-оранжевого открытого платья, из-под подола которого чуть выглядывает нежно-кремовая нижняя юбка. Что ж, супругам Сальвара просто не повезло наткнуться на вора, имеющего чертовски странные предпочтения по части женского пола. Впрочем, Жан готов восхищаться Доньей за них обоих, ибо в силу сегодняшней, своей незначительной роли, да и полученных накануне телесных повреждений, он все равно лишен возможности заняться чем-нибудь иным. У господина Феррвайта железный характер, моя дорогая. Дон Лоренцо стоял в ленивой позе у ограды поодаль от них, в просторных белых шелках, темно-оранжевом безрукавном дублете, застегнутом только на нижнюю застежку, и белом шейном платке с небрежно распущенными концами. Вчера он подвергся жестокому нападению, а сегодня бросает вызов коморскому солнцу, нарядившись в одежды, на изготовление которых пошло столько шерсти, что и на пять камзола хватило бы. Должен сказать, Лукас, я все больше и больше радуюсь, что перехватил вас у Джакоба. Лок поблагодарил молодого аристократа за лестные слова, легким поклоном и смущенной улыбкой. Ну, по крайней мере, выпейте чего-нибудь, господин Феррвайт. Донья София положила ладонь на руку Локка буквально на мгновение, но он успел ощутить жесткие мозоли и рубцы от химических ожогов, которые не скрыть никакими ухищрениями. Значит, она и впрямь самый, что ни на есть настоящий алхимик-ботаник, и этот великолепный плавучий сад является не только плодом ее замысла, но и непосредственным творением ее рук. Столь незаурядные способности предполагают холодный, расчетливый ум. Лоренцо определенно человек горячий и порывистый, но, будучи еще и человеком явно не глупым, он наверняка прислушается к мнению жены, прежде чем соглашаться на какие-либо предложения Лукаса Фервайта. Посему Лок застенчиво улыбнулся Донье Софии и неловко кашлянул. Пускай она думает, что ее чары на него действуют. «Я бы с превеликим удовольствием, любезная Донья София», сказал он, «когда бы мог вам поручиться, что не захмелею. Я не в первый раз в Каморре по торговым надобностям и хорошо знаю, как у вас здесь пьют в ходе деловых переговоров». «Утро для потения, ночь для сожаления», проговорил Дон Сальвара, отступая от ограды и подавая знак слуги. «Конте, сдается мне, наш гость сейчас заказал не что иное, как имбирный огонь». «Конте сноровисто принялся за дело. Выбрал узкий хрустальный бокал, налил в него на два пальца чистейшего имбирного масла цвета прокаленной корицы, потом щедро плеснул мутно-белого грушевого бренди, а затем добавил прозрачного крепкого ликера под названием Адженто, который на самом деле был не ликером в подлинном смысле слова, а кулинарным вином, настоянным на редисе». Далее «Конте обернул левую руку мокрой салфеткой, а правой вытащил из закрытой тлеющей жаровни, стоящей рядом с петейным шкафом, тонкий железный пруток с докрасно-раскаленным кончиком. Пруток этот на секунду сунул в бокал, раздалось громкое шипение, пыхнуло облачко пряного пара, после чего взболтал напиток тремя резкими движениями и подал гостю на тонком серебряном блюдичке». В своей жизни имбирный огонь опалял его губы и десны язвящим холодным жаром, еще даже прежде, чем обжигал язык и горло, он невольно вспоминал сумеречный холм и жестокие уроки воровского наставника. Вспоминал жидкий пламень, словно бы проникавший в носовые пазухи и горевший за глазными яблоками столь жарко, что их хотелось вырвать. Достоверно изобразить не самые приятные ощущения от первого глотка имбирного огня было гораздо проще, чем изображать интерес к Донье. Бесподобно! Лок закашлялся и легонько подергал за черный шейный платок, чтобы чуть-чуть ослабить. Супруги Сальвара очаровательно улыбнулись. Я в очередной раз вспомнил, почему моя торговля более слабыми напитками идет в коморре столь успешно. Один день в месяц, каждый четвертый праздный день, плавучий рынок превращался в плавучий цирк. Торговые суда не заходили в огромный круглый водоем, примыкающий к конжевине, но стояли на якоре или лежали в дрейфе поблизости от него, в то время как добрая половина города собиралась там на представление. В коморре никогда не было большого каменного или стеклянного амфитеатра, поэтому здесь сложилась необычная традиция сооружать его плавучее подобие раз в месяц. В завод заходили громадные многоярусные барки на буксирной тяге и надежно причаливались каменным волнорезом. Всякая такая барка, подобная вырезанной из стадиона трибуне, обслуживалась отдельной семьей или сборной купеческой командой, одетыми каждое свое оформенное платье. Все они яростно боролись за зрителей, да и между постоянными зрителями нередко вспыхивали шумные споры за места на излюбленных трибунах. Выстроенные должным порядком многоярусные барки занимали примерно половину окружности плавучего рынка. Для судов, заплывающих в заводь, оставлялся узкий проход, а на другой стороне водоема становились полукругом прогулочные барки знати, которых обычно насчитывалось около сотни, а по праздникам в полтора раза больше. Сегодня был как раз праздник, до летнего солнцестояния и дня перемен оставалось еще даже до начала представления заводь являла собой увлекательное зрелище. Неисчислимое множество людей, бедных и богатых, толпящихся на волнорезах и теснящихся на плавучих трибунах, мерящихся силами в традиционной борьбе за лучшие места, главная прелесть которой состоит в полном отсутствии правил. Желтокурточники всегда присутствовали здесь в изрядном количестве, но скорее для того, чтобы пресекать самые бурные ссоры, грозящие перейти в кровавое мордобитие, нежели для того, чтобы предотвращать вообще любые беспорядки. Ежемесячные цирковые представления были чем-то вроде шумной, буйной общегородской гулянки, которую герцог охотно оплачивал из собственной казны, ибо подобные мероприятия давали народу возможность выплескивать накопленную агрессию и утолять низменные страсти безопасным для властей образом. Шелковый навес беседки уже не спасал от палящего зноя полуденного солнца, а имбирный огонь лишь усугублял положение Локко и Читы Сальвара, которые неспешно подтягивали из своих бокалов, глядя сквозь дрожащие жаркое марево, на тысячи коморцев, постепенно заполнявших многоярусные барки для простого люда. Конте приготовил для своих хозяев такие же напитки, хотя, возможно, с меньшим количеством имбирного масла, но подал их Грауман, как и предписывали правила коморского этикета в подобных обстоятельствах. Локко уже наполовину опустошил свой бокал, выпитая ощущалась тяжелым горячим комом, распирающим желудок и жгучим жжением в горле, да более памятным. Итак, о деле. Наконец, промолвил он, вы оба чрезвычайно добры к нам с Грау, и в отплату за вашу доброту я готов поведать, с каким поручением прибыл в Камор. Давайте поговорим об этом, если вы не против. У вас никогда еще не было столь внимательных слушателей, господин Ферлайт. Наемные грибцы уже завели барку Дона Сальвары в заводь, и теперь роскошный плавучий сад приближался к выстроенным полукругом баркам попроще, на иных из которых толпились дюжины, а то и сотни гостей. Глаза молодого аристократа горели жадным любопытством. Ничего не секрет, со вздохом сказал Лок, что королевство семи сущностей трещит по швам. Супруги Сальвара невозмутимо потягивали из своих бокалов, не произнося ни слова. Эмберленский кантон держится в старании от борьбы за власть, но граф фон Эмберлен и Черный Стол стараются всяк по-всякому завлечь нас на губительный путь. Черный Стол? переспросил Дон Лоренцо. О, прошу прощения. Лок отпил очередной крохотный глоток из бокала и огненная струйка вновь скользнула по языку. Черным Столом у нас называют Советы самых влиятельных эмберленских торговцев, в число которых ходят и мои хозяева Бель Аустеры. Они заправляются всеми делами в Эмберлене, за исключением военных и налоговых. И все они до смерти устали от графа, устали от торговой гильдии других шести кантонов, устали от бесконечных ограничений. Эмберлен богатеет за счет новых способов торговли и предпринимательства, а старые гильдии для черного стола, что камень на шее. Странно, что вы говорите для черного стола, а не для всех нас. Заметила Донья София. Это существенно? Вы в самую точку попали, сударыня. Еще один крохотный глоточек, несколько мгновений притворного волнения. Дом Бель Аустеров признает, что гильдии себя изжили, что торговые правила минувших веков, закрепленные гильдейским законам, подлежат пересмотру. Но мы далеко не уверены. Лок снова отпил из бокала и поскреб сатылки. Далеко не уверены, что графа фон Эмберлена следует не вложить, когда он покинет кантон со своим войском, чтобы выступить на стороне своих кузенов в Парлее и Сомнии. Святые двенадцать. Дон Сальвара потряс головой, словно не веря своим ушам. Да не может быть, чтобы они это серьезно. Ваш кантон меньше коморского герцогства и с двух сторон открыт с моря. Там же невозможно держать оборону. Тем не менее, подготовка ведется. Годовой оборот торговых и банкирских домов Эмберлена вчетверо превышает доходы самого богатого после него кантона в семи сущностях. Черный стол видит в этом залог успеха. Да, деньги действительно дают дополнительные возможности и немалые, но Черный стол ошибочно полагает, будто они являются силой сами по себе. Одним длинным медленным глотком лог осушил бокал до дна. Так или иначе, через два месяца разразится гражданская война. Кто придет к власти, предсказать невозможно. Страды и дворимы, разулы и стриги, все сейчас точат ножи и муштруют солдат. А имберленские купцы в эту самую минуту готовятся арестовать оставшихся аристократов, пользуясь отсутствием герцога, заручиться поддержкой флота, начать рекрутские наборы среди свободных граждан, сколотить отряды наемников. Одним словом, они сейчас попытаются отделиться от семи сущностей, неминуемо попытаются. И какое именно отношение имеет ко всему этому ваш приезд в коморр? Донья София сжимала бокал с такой силой, что костяшки побелели. Она сразу поняла, что означает рассказ Фервайта. Грядет большая война, крупнейшая за последние несколько веков. Кровопролитная гражданская война, возможно, сопровождаемая хозяйственной катастрофой. По мнению моих хозяев Бель Аустеров, у трюмных крыс нет возможности встать к штурвалу корабля, несущегося на рифы, но они запросто могут сбежать с корабля. Посреди плавучего цирка в воде стояло множество высоких железных клеток. Многие из них служили опорами для деревянных площадок, на которых размещались артисты, жертвы, бойцы и служители. В нескольких особенно прочных окружили темные силуэты, смутно различимые в полупрозрачной серой воде. Вокруг вереницей двигались большие весельные лодки с помостами, где выступали веревочные танцоры, метатели ножей, акробаты, жонглеры, силачи и прочие диковинные артисты. Возбужденные крики зазывал с длинными медными рупорами, отражались от водной глади слабым эхом. Начиналось каждое представление с искупительных боев, в которых мелкие преступники из дворца терпения могли сразиться с заведомо более сильным противником в обмен на сокращение тюремного срока или незначительное улучшение условий содержания. И сейчас могучий мускулистый Николецо, карающая рука, один из герцогских гвардейцев, уже избивал своих несчастных жертв. Он был в черных кожаных доспехах с блестящим стальным нагрудником и в стальном шлеме, украшенном гребнем и свежеотрезанного плавника гигантской летучей рыбы. Чешуйки и иглы ярко сверкали на солнце, когда солдат переступал взад-вперед, с видимой небрежностью нанося удары окованной дубинкой. Николецо стоял на маленькой, но прочной устойчивой площадке, а вокруг него, на расстоянии вытянутой руки, теснились круглые шаткие плотики, на которых кое-как удерживались два десятка тощих, грязных узников, вооруженных палками. Возможно, они и справились бы со своим оболченным в доспехе мучителем, когда бы набросились на него всем скопом, но похоже, действовать совместными усилиями бедолаги просто не умели. Приближаясь к Николецо поодиночке или по двое, по трое, они один за другим получали сокрушительный удар дубинкой по голове и падали в воду. Служители на маленьких лодках быстро вытаскивали бесчувственных узников из воды, пока те не пошли ко дну. Герцог в великом своем милосердии требовал по возможности предотвращать смертельные исходы в искупительных боях. Эмм... Лог на миг отвел в сторону руку с пустым бокалом и Конте тот час выхватил его у него из пальцев со стремительной грацией фехтовальщика, разоружающего своего противника. Когда слуга двинулся к петейному шкафу, Лог кашлянул. Нет надобности прямо сейчас наполнять мой бокал, Конте. Вы очень добры, благодарю вас. Затем он повернулся к хозяевам. С вашего позволения, сударь и сударыня, я хотел бы преподнести вам пару скромных подарков. Один просто знак сердечной признательности вам за вашу доброту, а другой, впрочем, вы сами увидите. Грауман! Лог щелкнул пальцами. Жан кивнул, подошел к деревянному столу рядом с пятейным шкафом и взял с него две увесистые кожаные сумки с металлическими уголками и железными замочками, вделанными в откидные крышки. Поставив сумки так, чтобы супруги Сальвара хорошо их видели, Жан отступил назад, а Лог открыл замки изящным ключиком из слоновой кости. Из первой сумки он извлек бочоночек из светлого ароматного дерева около фута в высоту из полфута в поперечнике и протянул дону Сальваре для обозрения. Черное торговое клеймо, выжженное на боку бочонка, гласила Брэндвин Аустерсалинский 502. Дон Лоренцо со свистом втянул воздух сквозь зубы и ноздри его раздулись. Лог хранил на лице Лука Сафервайта выражение вежливое и невозмутимое. Двенадцать богов 502. Лукас, если я вчера позволил себе добродушно посмеиваться над вашим решительным нежеланием расставаться со своим товаром, прошу воспринять мои глубочайшие. Вам нет нужды извиняться, сударь. Лог изящно повел ладонью, словно отметая слова хозяина прочь. В знак благодарности за ваше вчерашнее отважное заступничество, дон Сальвара, и за ваше сегодняшнее любезное гостеприимство, прекрасное Донье, дар для украшения ваших погребов. Скромный? Дон Сальвара взял бочонок и прижал к груди столь нежно и бережно, будто это был младенец пяти минут от роду. Я! У меня есть пятьсот шестой и пара пятьсот четвертых. Насколько я знаю, пятьсот второго в Камуре нет ни у кого. Ну, кроме разве герцога? С тех пор, как пошел слух о высоких достоинствах пятьсот второго, Бель Аустера всегда держит изрядные запасы этого напитка. Мы используем его, чтобы, так сказать, растапливать лед в ходе особенно важных деловых переговоров. На самом деле, бочоночек обошелся локку почти восемьсот полных крон, включая расходы на морское путешествие в Ашмир, где они с Жаном в нечистой карточной игре сумели выиграть сосуд с редким напитком у чудаковатого мелкого аристократа. Причем, длинная доля денег ушла на то, чтобы откупиться от головорезов, посланных стариком за своей утраченной собственностью. Можно сказать, этот пятьсот второй был слишком дорогим, чтобы просто взять его да выпить. Какой щедрый жест! Донья Сальвара взяла мужа под руку и покровительственно улыбнулась ему. Лоренцо, дорогой, тебе следует почаще спасать незаконцев из Эмберлина. Они невероятно очаровательны. О, вы мне льстите, сударыня! Лок смущенно кашлянул и переступил с ноги на ногу. А теперь Дон Сальвара. Прошу вас, зовите меня просто Лоренцо. А теперь, Дон Лоренцо, я покажу вам нечто, имеющее непосредственное отношение к делу, приведшему меня в ваш город. Из второй сумки Лок излег такой же бочоночек, но помеченный одной затейливой буквой А, вписанной в изящную виньетку. Это продукт прошлогодней перегонки, промолвил он. Дон Сальвара выронил бочоночек пятьсот второго. Его жена с девичьим проворством выставила вперед правую ногу и приняла деревянный сосуд на подъем ступни, откуда он упал на палубу, со слабым глухим стуком, а не с громким хрустким треском. Сильно пошатнувшись, Донья выронила свой имбирный огонь. Бокал полетел за борт и уже через считанные секунды покоился на глубине двадцати футов. Супруги Сальвара помогли друг другу восстановить равновесие, после чего Лоренцо дрожащими руками поднял с палубы бочоночек пятьсот второго. «Лукас, да вы шутите, должно быть!» прерывистым голосом проговорил он. Необходимость наблюдать во время обеда, как жерстийский морской дьявол рвет на части барахтающихся в воде мужчин, не доставляла ни малейшего удовольствия, однако Лок рассудил, что мнимому эмберленскому купцу в ходе многочисленных вымышленных путешествий доводилось видеть и не такое, потому никак не обнаружил своих подлинных чувств. Было уже хорошо за полдень, искупительные бои закончились, и теперь устроители представления перешли к судебным взысканиям, каковым иносказательным выражением именовалась жестокая и зрелищная казнь дюжины убийц, насильников, работорговцев и поджигателей. Формально все они были вооружены и, если бы каким-то чудом удалось убить водную тварь, против них выставленную, власти сократили бы всем выжившим срок заключения. Но водных тварей всегда привозили столь ужасных, а оружие выдавали столь смехотворное, что иначе, чем казнь, происходящее нельзя было назвать. Щупальца морского дьявола имели в длину около 12 футов, столько же, сколько и черно-серое полосатое тело. Чудовище находилось в кругу диаметром 60 футов, ограниченном тесно сомкнутыми клетками и плавучими платформами. Там же с отчаянными воплями барахтались мужчины, большинство которых уже давно потеряло свои короткие тонкие кинжалы. Опасливые стражники с арбалетами и копьями, стоящие на платформах, сталкивали обратно воду всех, кто пытался выбраться. Время от времени морской дьявол переворачивался в кипящей красной воде брюхом вверх, и Лок мельком видел безвекий черный глаз размером суповую миску, примерно такую, какую он сейчас держал в руках. Изволите еще, господин Феррвайт. Рядом возник Конте с серебряной супницей охлажденного томатного супа с белыми креветками, обильно приправленного луком и жгучим перцем. У супругов Сальвара было весьма странное чувство юмора. Нет, Конте, благодарю вас, но я пока что сыт. Лок поставил миску рядом с початым бочонком 559-го, на самом деле непритязательного 50-ти кронового 550-го, щедро разбавленного крепчайшим ромом, какой только удалось раздобыть Жану, и отпил из пузатого бокала глоточек янтарного напитка. Даже несмотря на изрядную примесь сомнительного, хотя и далеко не дешевого пойла, вкус подделки был превосходный. Грауман в предупредительной позе замер позади хозяев, сидевших напротив локка, за столиком из просмоленного серебряного дерева. Донья София задумчиво трогала ложечкой тончайшие ломтики апельсинового желе, выложенные на тарелке в виде тюльпана. Дон Лоренцо по-прежнему зачарованно смотрел на свой бокал Брэнди. Это кажется почти святотатством. Невзирая на такие свои чувства, он наконец отхлебнул порядочный глоток и по лицу его разлилось блаженство. В отдалении позади него над водой взлетело что-то похожее на истерзанный человеческий торс и всплеском упало обратно под восторженный рев толпы. Как всем известно Аустер Салинский Брэнди после перегонки и купажа выдерживался не менее семи лет и до истечения этого срока никто из посторонних не имел ни малейшей возможности заболучить хотя бы один бочонок. Торговым представителям дома Бель Аустеров запрещалось даже упоминать о партиях товара еще не готовых к продаже. Место нахождения погребов для выдержки держалось в глубокой тайне, для сохранности которой, по слухам, виноторговцы при необходимости прибегали к услугам наемных убийц. Дон Лоренцо просто остолбенел от отземления, когда Лок небрежно преподнес ему бочонок 559-го и едва не грянулся в обморок, когда Лок равно небрежно вскрыл сургучную пробку и предложил распить бесценный напиток за обедом. Это вы верно заметили, усмехнулся Лок. Брэнди можно сказать религия дома Бель аустеров. Столько правил, столько ритуалов, столько наказаний. Уже без улыбки он выразительно чиркнул пальцем по горлу. Возможно, мы с вами единственные в истории люди, которым довелось пить невыдержанный Брэнди за обедом. Я подумал, вам будет приятно. О, я просто в восторге! Дон Сальвара легонько взболтал напиток и с минуту неподвижно смотрел в бокал, словно завороженный янтарной прозрачностью жидкости. Потом поднял глаза на собеседника. И мне не терпится узнать, какой же план вы замыслили. Что ж, Лок тоже взболтал свой Брэнди несколько театральным жестом. За последние 250 лет Эмберлин трижды подвергался вторжению. Будем говорить прямо. Вопросы престола наследия в королевстве семи сущностей всегда решаются в первую очередь войнами и кровопролитием. Время благословений и перов наступает позже. Когда между графами разгорается усобица, Аустерсалинские горы, единственная преграда на пути захватчиков в Эмберлин, неизменно становится местом ожесточенных боев, которые всякий раз прокатываются вниз по восточным склонам, прямо через виноградники Бель-Аустеров. И сейчас неминуемо повторится то же самое. Тысячи пеших и верховых солдат пройдут через перевалы, вытопчут виноградники, разграбят все дочисто. Теперь, когда у нас появилось горючее масло, дело может обернуться еще хуже, и через полгода от наших виноградников останутся одни пепелища. Да уж, виноградники не упакуешь и с собой не возьмешь, когда бежишь с корабля, заметил Дон Лоренцо. Вы правы, вздохнул Лок. Аустер-Салинский бренди невозможен без аустер-Салинских почв. Потеря виноградников неизбежно означает длительный перерыв в производстве. 10, 20, возможно даже 30 лет или больше. Но и это еще не все. Положение наше, прямо скажем, хуже некуда. Если в королевстве разразится гражданская война, граф не допустит, чтобы морские порты и богатства нашего кантона достались противнику, и в ближайшее же время захватит Эмберлин при помощи своих союзников. Они перебьют всех участников черного стола и изымут в казну их земельные владения и денежные средства. Домбель аустеров тоже не пощадят. В настоящее время черный стол действует тихо, но решительно. Мы с Грау отплыли из Эмберлина пять дней назад, за 12 часов до закрытия порта. Сейчас кораблян под эмберлинскими флагами запрещено выходить в море. Все на ремонте или карантине. Аристократы, по-прежнему хранящие верность Грау, сидят под домашним арестом, а стража их разоружена. Наши вклады в банкирские дома Эмберлина временно заморожены. Торговые дома черного стола по общему согласию пошли на такой шаг, чтобы ни один из них не смог сбежать из кантона со своими деньгами и товарами. Сейчас мы с Грау пользуемся кредитом, несколько лет назад открытым нам здесь банкирским домом Мераджо. Мои хозяева, ну, мы просто никогда не хранили средства за пределами Эмберлина. Так, немножко тут, немножко там, на всякий непредвиденный случай. Лок пристально следил за тем, какое впечатление производят его слова на слушателей. В своем рассказе о положении дел в Эмберлине он по возможности опирался на самые свежие и достоверные сведения. Однако не исключено, что у Дона Сальвары имеются свои надежные источники новостей, не выявленные благородными каналиями в ходе предварительного наблюдения и подготовки. Все, что касалось Черного Стола и предстоящей гражданской войны, относилось к разряду разумных и обоснованных предположений, а вот история про внезапное закрытие портов и домашние аресты была чистой воды выдумкой. Сам Лок с уверенностью полагал, что настоящая заваруха в Эмберлине начнется не раньше, чем через несколько месяцев. Если Дон Сальвара осведомлен об истинном положении вещей, весь план того и глядя с треском провалится. Конт уже через считанные секунды попытается пригвоздить Лок к столу своими стилетами, а Жан тогда выхватит топорики, спрятанные под камзолом, и всем пятерым в беседке под шелковым навесом придется очень и очень несладко. Но супруги Сальвара не произносили ни слова, лишь смотрели на него напряженным, выжидательным взглядом, всем своим видом выражая нетерпеливое любопытство. Приободрившись, Лок продолжил. Нынешние наши обстоятельства совершенно невыносимы. Мы не хотим стать ни заложниками политики черного стола, которую не одобряем, ни жертвами мести, которую осуществит граф по своем неминуемом возвращении. Посему мы решили пойти на довольно рискованный шаг, но здесь нам потребуется существенная помощь какого-нибудь коморфского аристократа. Ваша Дон Сальвара, если вы располагаете достаточными средствами. Супруги Сальвара пожали друг другу руки под столом. Лоренцо возбужденно взмахнул ладонью, призывая Локко продолжать. Мы готовы отказаться от попыток спасти наши деньги, тем самым выиграв время для дальнейших действий, и мы вполне потеряли, и даже больше, да и только время. Мы даже готовы... Локк скрипнул зубами. Мы даже готовы пожертвовать нашими виноградниками. Сами спалим их дотла, чтоб никому не достались. В конце концов, почву дальних мы обогащаем секретными алхимическими составами, известными лишь нашим мастерам-виноградарям. Аустерусалинская метода, выдохнула Донья София, уже не в силах кивнул Локк. Ну что я могу сказать? У нас никогда не работает больше трех мастеров-виноградарей одновременно, и Аустерусалинская метода слишком сложна, чтобы непосвященный мог разобраться в ней, просто исследуя нашу почву. Такое не по силам даже столь одаренным ученым, как вы, сударыня. Многие составы, используемые нашими алхимиками, на самом деле не оказывают на почву никакого питательного воздействия и служат лишь для отвода глаз. Вот так-то. Единственное, что мы никак не можем оставить в Эмберлене, так это огромный запас недодержанного бренди, разлитого по бочкам за последние 6 лет, а равны редкие сорта и пробные образцы купажей. Аустер-салинский бренди мы храним в 32-х галлонных бочках, и таких бочек у нас без малого 6000. Мы должны во что бы то ни стало вывезти их из Эмберлена и сделать это необходимо в ближайшие несколько недель, прежде чем черный стол ужесточит надзорные меры и прежде чем граф начнет осаду своего кантона. А все наши суда сейчас считай арестованы и у нас нет доступа к нашим денежным средствам. Так вы, вы намереваетесь вывезти все эти бочки из Эмберлена? Все до единой? Дон Сальвара аж задохнулся от возбуждения. Как можно больше, во всяком случае? Ответил Лок. И чем же мы можем помочь вам? Дон Дон София нетерпеливо поерзала на стуле. Суда под Эмберлендскими флагами, как я уже говорил, в настоящее время не могут ни покинуть пор, ни зайти в него, если не хотят надолго там задержаться. Но скажем небольшая флотилия коморских кораблей с коморскими командами, снаряженная на деньги какого-нибудь коморского аристократа? Лок поставил свой бокал на стол и развел руки в стороны. То есть вы предлагаете мне снарядить морскую экспедицию? Двух-трех больших галеонов нам хватит. Речь идет о Грузии общим весом около тысячи тонн. Команды в пятьдесят шестьдесят человек на корабль будет вполне достаточно. Мы выберем причалы, наймем надежных капитанов. Само путешествие на север займет шесть-семь дней. Еще какое-то время уйдет на то, чтобы нанять корабли и собрать команды. Думаю, меньше недели. Вы со мной согласны? Меньше недели? Да, пожалуй. Но вы предлагаете мне вложить деньги в это предприятие? Все ваши траты окупятся старицей, уверяю вас. При условии, что все пройдет гладко. Да, конечно. И мы чуть позже вернемся к вопросу моей выгоды. Но чтобы так быстро найти два галеона хороших капитанов, собрать надежные команды и... И еще наполнить трюмы с ясными продуктами. Подхватил Лок. Дешевое зерно, сухой сыр, самые простые свежие фрукты. Ничего особенного. Но Эмберлену скоро предстоит осада, а посему черный стол при много обрадуется возможности пополнить запасы городского продовольствия. Положение Эмберлена сейчас слишком шатко, чтобы отказываться от помощи суверенного Каморра, тем самым проявляя к нему неуважение. Вот почему мои хозяева рассчитывают, что на ваши корабли запретительные меры не распространятся. Хорошо, задумчиво проговорил Донь Сальвара, пощипывая нижнюю губу. Значит, два галеона, две команды, груз дешевых продуктов. Смотрите ли за грузом, под 10-12 человек на корабль. В это время года, желающие занять такую должность, толпами ошиваются у виконтовых ворот. Еще хотелось бы по небольшому отряду вооруженных охранников на каждый галеон, во избежание всяких, ну, осложнений. Лок согласно кивнул. А каким образом мы на глазах у всех перевезем ваши драгоценные бочки из погребов в порт? О, тут самая простая хитрость, улыбнулся Лок. У нас есть несколько пивоварень с пивными погребами, так сказать побочное развлечение наших мастеров купажа. Пиво хранится в точно таких же 32-галлонных бочках, и местонахождение наших пивных складов всем хорошо известно. Все время, пока мы с Грау плыли на юг, в Камор, мои работники потихоньку перевозили бочки Аустав-салинского бренди в пивные погреба и выжигали на них другие клейма. И они будут делать это все время, пока мы здесь ведем переговоры, и вплоть до прибытия ваших кораблей в Эмберлин. Значит, вам не придется тайно грузить на борт бренди? Донья София взволнованно стиснула руки. Вы будете открыто грузить обычное пиво? Именно так, сударыня. Даже самая крупная партия пива не вызывает таких подозрений, какие вызвала бы любая партия бочек с невыдержанным бренди. Это будет выглядеть как успешная торговая сделка, и мы станем первыми, кто обойдет запрет на выход эмберлинских кораблей в море. Мы доставим в Эмберлин запасы продовольствия, жизненно необходимые кантону, ввиду предстоящей осады, и изучем из этого хорошую прибыль. По завершении погрузки, мы сразу же покинем порт, взяв с собой еще 60-70 человек, семейство Бель-Аустер и их наемных работников, которые помогут нам наладить новое предприятие в Каморере. Обман наш, конечно, рано или поздно раскроется, но это уже не будет иметь для нас ровным счетом никакого значения. И все это нужно устроить в самое ближайшее время. Дон Лоренцо глубоко задумался. 15 тысяч крон, по моим прикидкам. Возможно 20. Да, где-то так, согласен с вами, сударь. Ну еще тысяч пять на взятки и прочие сопутствующие расходы. Лок пожал плечами. Как нехороша наша хитрость с бочками, но иные чиновники все-таки должны смотреть в сторону, пока мы занимаемся нашими делами в Эмберене. Значит 25 тысяч. Черт! Дон Лоренцо одним глотком допил свой Брэнди, оставил бокал и сцепил руки на столе. Мне нравитесь, Лукас, но сейчас настало время обсудить другую сторону вашего предложения. Разумеется, Лок умолк и взялся за бочоночек, чтобы налить собеседнику и еще поддельного невыдержанного. Дон Сальвара сначала отрицательно повел ладонью, но потом желание вновь насладиться вкусом бесценного напитка возобладало над здравым смыслом и он протянул свой бокал. Донья София последовала примеру мужа и Жан поспешил взять у нее бокал и передать Локку. Обслужив супругов Сальвара, Лок изрядно плеснул и себе самому, после чего продолжил. Во-первых, вы должны ясно понимать, на что Бель-Аустера готовы пойти и на что не пойдут ни под каким видом. Секретов аустер-салинской методы вы никогда не узнаете. Они по-прежнему будут передаваться только из уст в уста исключительно среди представителей дома. Мы не сможем предложить вам ничего из нашей земельной собственности ни в качестве поручительства ни в качестве платы за ваше содействие, ибо мы вероятно лишимся всех наших владений, когда избежим из Эмберлена. Само собой, мы постараемся вернуть себе виноградники, но прибегать к вашей помощи здесь не собираемся. Любая ваша попытка выведать секреты нашей методы, скажем, путем подкупа каких-либо представителей дома Бель-Аустеров будет рассматриваться как вопиющее нарушение договоренности. Лок отпил маленький глоточек Брэнди. Я понятия не имею, какие именно наказательные меры мы примем в знак своего недовольства, но выражено оно будет во всей полноте. Уж поверьте, мне поручено недвусмысленно предупредить об этом. И мы вняли предупреждению. Донья София положила руку на плечо мужа. Но вы все говорите об ограничительных условиях, а не о самом предложении. Простите великодушно, любезная Донья София, что мне приходится разговаривать с вами в таком духе. Но вы должны понимать, речь идет о важнейшем решении всех, какие когда-либо доводилось принимать Донму Бель Аустеров. Мы с Грау сейчас держим будущее всего нашего сообщества в своих легкоуязвимых руках. В данную минуту я говорю с вами не как ваш благодарный гость Лукас Фервайт, но как доверенное лицо дома Бель Аустеров. И вы прекрасно понимаете, что о некоторых вещах мы говорить не можем и не будем даже тончайшими намеками. Супруги Сальвара согласно кивнули, София чуть помедленнее, чем Лоренцо. Итак, вернемся к нашим обстоятельствам. В Эмберлене вот-вот разрасится война. Наши виноградники и прочие наши владения почитай, что потеряны. А без виноградников производство Аустер-Салинского бренди остановится на одним только сущностям известно на какой срок. 10 лет, 20, 30. И даже когда мы вернем виноградники в свою собственность, нам понадобится не один год, чтобы восстановить почву. В нашей истории такое случалось уже трижды. А значит, в следующие много-много лет единственным источником настоящего Аустер-Салинского бренди будет та часть 6000 бочек, какую мы сумеем тайно вывести из Эмберлина, действуя как тати в ночи. Но вообразите, как поднимется спрос, как взлетят цены. Дон Сальвара непроизвольно пошевелил губами, подсчитывая возможную прибыль. Донья София уставилась куда-то вдаль, хмуря брови. Аустер-Салинский бренди был самым качественным и самым востребованным хмельным напитком из всех известных. Даже верарские алхимические вина полугаллонная бутыль самого молодого аустер-Салинского бренди в розницу стоила 30 полных крон, а выдержанный бренди стоил гораздо, гораздо дороже. Внезапная нехватка спросового товара, ограниченные запасы ионова, ясное понимание, что аустер-Салинские виноградники вообразимом будущем не дадут урожая. Ох, твою мать! Невольно вырвалась у Конте, когда перед его мысленным взором проплыли цифры предполагаемого дохода. Прошу прощения, сударыня. И правильно делаешь. Донья София осушила свой бокал одним быстрым лотком совсем не по-женски. Ибо твои подсчеты неверны. На самом деле тут тянет по меньшей мере на трижды твою мать. Домбель аустеров, продолжал Лок, желает основать в коморре товарищество, чтобы хранить и продавать аустер-Салинские бренди во время неизбежного перерыва в производстве. В обмен на вашу помощь, оказанную нам влачайную минуту, мы готовы предложить вам 50% выручки от продажи любой партии товара, какую вам удастся вывезти из Эмберлина. Опять-таки, примите во внимание положение дел на питейном рынке и неминуемый рост цен на аустер-Салинский бренди. Ваши вложения десятикратно окупятся в первый же год. А за пять-десять лет... Да... Дон Лоренцо покрутил в руках очки. Но знаете, Лукас, почему-то вы выглядите... не особенно удрученным сейчас, когда сидите здесь передо мной, рассуждая о возможном разорении дома Белль-Аустеров и вынужденном переселении в город, расположенный в пятистах милях к югу от ваших родных мест. Лукас улыбнулся своей самой обезоруживающей улыбкой, которую когда-то несколько недель к ряду репетировал перед зеркалом. Когда мои хозяева осознали свое нынешнее положение, иные из них сказали, что нам следовало создать искусственную нехватку бренди на рынке еще много лет назад. Так или иначе, мы твердо уверены, что сумеем обратить прискорбную неудачу в блистательный успех. 6 тысяч бочек, проданных по заоблачным ценам в течение 5-10 лет. Мы вернемся в Эмберлин, состояние, по сравнению с которым все, от чего нам придется отказаться сейчас, покажется сущей мелочью. Что же касается до вас, речь идет не о сотнях тысяч крон, очнулась от задумчивости Донья София. Речь идет о миллионах. Было бы неразумно рассчитывать на слишком многое, но да, не исключено, что совокупный доход от продаж достигнет таких цифр. Мои хозяева готовы также по своем возвращении в Эмберлин и после восстановления виноградников предложить вам еще одно последнее вознаграждение – постоянное участие во всех прибылях дома Белль-Аустера. Разумеется, ничего близкого к контрольной доле, но что-нибудь вполне достойное. Процентов 10-15. Вы станете первыми и, надеюсь, единственными иноземцами, удостоенными столь высокой чести. Наступила пауза. «Это очень заманчивое предложение», – наконец проговорил Дон Сальвара. «Как подумаешь, что такая удача должна была неожиданно свалиться на Джакобо?» «Клянусь богами, Лукас, если бы мне когда-нибудь случиться снова встретиться со вчерашними грабителями, я сердечно поблагодарю их за то, что они устроили наше знакомство». «Ну, я лично считаю, что прошлое должно оставаться в прошлом», усмехнулся Лук. «А вот Грау наверняка держится иного мнения, и факт остается фактом. Хотя я чувствую, что очень скоро у нас появится повод поздравить друг друга, нам еще предстоит снарядить корабли, совершить путешествие на север и быстро схватить наш приз». Положение дел сейчас сродни туго натянутому грузовому канату, в котором рвется каболка за каболкой. Лук отсалютовал супругам Сальвара своим пузатым бокалом, и канат этот вот-вот с треском лопнет. Морской дьявол вышел из схватки победителем, и в награду за службу стражники утыкали его отравленными арбалетными стрелами. Заталкивать чудовище, выполнившее свое назначение обратно в клетку не стали, просто оттащили с помощью багров и цепей к краю водоема. Красная кровь морского дьявола, смешиваясь с кровью истерзанных жертв, расплылась в воде огромным темным облаком, которому предстояло сыграть свою роль в следующем действии. Магистры Теринского коллегия, проживающие в безопасном удалении от Железного моря, сказали бы вам, что волчья акула прекрасное поистине удивительное создание, с мощной мускулатурой, более развитой, чем у самого сильного быка, и толстой наждачной шершавой кожей, испрещенной полосами всех оттенков, от тусклой зелени старой патины до густой черноты грозовой тучи. Однако любой рыбак, промышляющий в прибрежных водах Каморра, скажет вам, что волчьи акулы огромные злобные твари, причем страшно прыгучие. Волчьи акулы, гвоздь каждого представления плавучего цирка. В одних городах устраиваются гладиаторские бои, в других смертельные схватки людей с дикими зверями. Но только в Каморре можно увидеть, как особым образом вооруженный гладиатор контрареквиала сражается со свирепой прыгающей акулой, и по давней коморрской традиции контрареквиалами становятся лишь женщины. Это зрелище и называется акулиями-боями. Пригожили собой четверо женщин контрареквиал, сказать было трудно, но в целом выглядели они великолепно, ничего не скажешь. Смуглокожие коморрки, по-крестьянски статные и крепкие, с внушительной мускулатурой, хорошо видной даже на расстоянии. Все их одеяние состояло из коротеньких черных жилеток, борцовских набедренных повязок и тонких кожаных перчаток. Длинные черные волосы, спереди убранные под традиционные красные косынки, были заплетены в косы, сплошь унизанные медными и серебряными кольцами, ярко сверкавшими на солнце. Предназначение колец оставалось вопросом спорным. Одни утверждали, что они слепят морских хищников и без того слабых зрением, другие считали, что блеск украшений напротив, помогает чудовищным тварям высматривать своих жертв. Каждая контрареквиалла держала в левой руке дротик, а в правой особый боевой топор с полной гардой на рукояти для надежности хвата и двойным лезвием с одной стороны в виде привычного полумесяца, а с другой в виде длинного изогнутого шипа, как у кирки. Искусные воительницы обычно старались начисто отрубить плавники и хвост, прежде чем приканчивали морскую хищницу, а самые лучшие из них, считанные единицы, могли убить одним только шипом. Хотя кожа волчьей акулы по толщине и прочности зачастую не уступала коре столетнего дерева. Лок рассматривал суровых контрараквиал со своего рода меланхолическим восхищением. Он всегда полагал, что женщины эти столь же безумны, сколь отважны. Крайняя слева Цицилия де Рикура указал Дон Лоренцо своему гостю, решив ненадолго прервать оживленные переговоры, которые длились уже больше часа. Неплохой боец. Рядом с ней Аганесса. Она известна тем, что никогда не пользуется дротиком. Другие две должны быть новенькие. По крайней мере, здесь они у нас впервые. Очень жаль, что сегодня нет сестер Беранджа, господин Фервайт. Сказала Донья София. Они лучшие. Вероятно, лучшие из всех, кто выступал когда-либо. Дон Лоренцо прищурился от блеска воды, селись оценить размер акул, чьи темные силуэты едва различались в клетках. Или будет выступать когда-либо. Но они вот уже несколько месяцев не появляются на представлениях. Лок кивнул и задумчиво пожевал щеку. Как Лок Ламора горист благородных Каналей и уважаемый вор, он был лично заком с двойняшками Беранжа и доподлинно знал, где они провели последние месяцы. Первая воительница уже выходила на свою позицию. Сражались контрараквиалы на выстроенных квадратной сеткой деревянных площадках, каждая из которых имела размеры 2 на 2 фута и выступала над водой на пол фута. Площадки располагались на расстоянии четырех-пяти футов друг от друга и громадные рыбы могли свободно проплывать между ними. Женщинам предстояло проворно перескакивать с одной площадки на другую, нанося удары топором или дротиком и одновременно уворачиваясь от акул, выпрыгивающих из воды. Падение в воду обычно означало конец схватки. Позади клеток с акулами, открывавшихся посредством цепной лебедки с барки поодаль, стояла лодка с высокооплачиваемыми добровольными гребцами и тремя традиционными наблюдателями за акульими боями. Там находился, во-первых, священник бога Иона в своих бирюзовых одеяниях, отделанных серебром, затем жрица Аззыгии, повелительницы долгого безмолвия, богини смерти, облаченная в черный балахон и прячащее лицо под серебряной маской. И, наконец, лекарь, чье присутствие всегда казалось локку проявлением совершенно безосновательного оптимизма. Каморр! Молодая женщина, видимо, Цицилия де Рикура, скинула над головой оружие. Гул толпы стих, наступила тишина, нарушаемая лишь слабым плеском воды оборта лодок и волнорезы. 15 тысяч зрителей, как один, затаили дыхание. Я посвящаю эту смерть герцогу Никованте, нашему господину и покровителю. То было традиционное приветствие контр-раквиалы, и слова «эта смерть» могли относиться к любой из двух участниц сражения. Грянули трубы, радостно взревела толпа, и служитель на барке поодаль повернул ворот лебедки, выпуская на волю первую акулу. Десятифутовая рыбина, уже обезумевшая от запаха крови, молниеносно выскользнула из клетки и стремительно поплывала вокруг скопления деревянных площадок, рассекая воду зловещим серым плавником. Цицилия присела на одной ноге, а другой несколько раз ударила по воде, выкрикивая проклятие угрозы противницы. Акула тотчас приняла вызов, и уже через пару секунд металась взят-вперед между площадками, подобное громадному зубастому маятнику. «Это терять времени не станет!» Дон Сальвара возбужденно стиснул руки. «Бьюсь об заклад, она сейчас прыгнет!» Едва он успел договорить, как акула заметилась из воды в фонтане сверкающих брызг, бросаясь на прыгнувшуюся контрараквиалу. Правда, взлетела она невысоко, и Цицилия легко вернулась, перескочив на площадку справа. В прыжке женщина успела метнуть дротик, острее вонзилась акуле в бок, древко мелко этот свирепый обтекаемый сгусток мышц всплеском ушел под воду. Зрители завопили, кто восторженно, кто неодобрительно. Бросок был замечательно ловким, но не достаточно сильным. Акула только еще больше разъярилась, а Цицилия потеряла копье. «Ах, как опрометчиво!» Донья София подсокала языком. «Девушке нужно научиться терпению. Посмотрим, оставит ли ей новая подруга такую возможность». Спенивая избрызгивая розоватую воду мощными ударами хвостового плавника, акула следовала за тенью контрараквиалы, готовая к следующему нападению. Цицилия прыгала с площадки на площадку, держа топор шипом наружу. «Господин Феррайт». Дон Лоренцо повертел в руках очки, которые снял, чтобы наблюдать за схваткой. Похоже, вдаль он видел хорошо. «Я готов согласиться на ваше предположение, но вы должны принять во внимание, что именно на меня приходится основная доля начального риска, особенно если учесть общую сумму моих наличных средств. Посему я ставлю условия, чтобы прибыль от продажи аустер-солинского бренди делилась в соотношении 55 на 45% в мою пользу». Лок сделал вид, будто обдумывая требования. Цицилия тем временем длинными прыжками неслась по площадкам, резко отмахивая локтями. Хищный серый плавник рассекал воду в каком-нибудь футе позади нее. «Ну что ж, я уполномочен пойти на подобную ступку. Однако в таком случае ваша доля в доходах от аустер-солинских виноградников составит 5%. Идет!» Улыбнулся Дон Лоренцо. «Я предоставлю деньги на два галеона, команды и капитанов, на все необходимые взятки и прочие подготовительные расходы, на груз продовольствия, который мы повезем на север. Я буду надзирать за порядком на одном галеоне, вы на другом. На каждый корабль я самолично наберу охрану и наемников для пущей безопасности. Конте поплывет с вами, ваш Грауман сверх оговоренных 25 тысяч коморских крон останутся на мое усмотрение». Акула прыгнула еще раз и опять промахнулась. Цицилия стремительно выполнила стойку на одной руке, размахивая топором. Под углушительный рев толпы, акула неуклюже развернулась и поплыла следом за своей убегающей противницей, готовясь к очередной атаке. «Решено!» кивнул Лок. «Одинаковые экземпляры договора, заверенные подписями, будут храниться у вас и у меня». Третий экземпляр на Теринском «Одадим на хранение независимому стряпчему, выбранному по обоюдному согласию. Он скроет и изучит документ в течение месяца, если вдруг с одним из нас при перевозке бочек приключится какой-нибудь несчастный случай». Четвертый экземпляр на Водранском «Тоже подписанный должным образом, я доверю знакомому торговому посреднику для последующей доставки моим хозяевам. Сегодня вечером в гостинице «Фрегат» мне понадобится опытный составитель договоров. И мне нужен от вас заемный вексель на 5000 крон, чтобы завтра с утра получить по нему деньги в банкирском доме Мераджо. «Тогда я смогу безотлагательно приступить к работе». «Это все?» «Все?» Несколько секунд Дон Сальвара молчал, потом решительно произнес. «Ладно, черт с ним, я согласен. Давайте ударим по рукам и попытаем счастье». На водной арене Цицилия остановилась и замерла с приподнятым топором, выбирая время для удара. Акула, волнообразно изгибая тело, подплывала к площадке справа, слишком медленно для выскокого прыжка. Но в тот самый миг, когда девушка подалась вперед и занесла топор шипом вниз, акула резко выгнула спину, сложившись чуть ли не пополам, и мощным броском нырнула в глубину. Зметувшийся в воздух хвост хлестнул контрраквиалу по ногам, чуть ниже коленей. Пронзительно вскрикнув, не столь от боли, сколько от неожиданности, Цицилия де Рекура навзничь упала в воду. Остальное было делом нескольких секунд. Акула стремительно всплыла, схватила девушку за ногу, возможно за обе, и бешено завертелась на месте, не выпуская зубов жертву. Лог мельком видел, то отчаянно бьющееся женское тело, то темный шершавый бок рыбы, белая-серая, белая-серая. Через считанные мгновения розовая пена на воде вновь стала темно-красной, и две извивающиеся тени скрылись в глубине под деревянными площадками. Половина зрителей взревела в кровожадном восторге, а другая половина складнила голову в пощительном молчании, которое пройдется ровно до тех пор, «О Боги!» Донья София пристально смотрела на расплывающееся на воде темное пятно. Три оставшиеся контрараквиалы неподвижно стояли с опущенными головами. Священник Иона и жрица Адзегии воздели руки в благословяющем жесте. «Просто невероятно! Чтобы попасться на такую нехитрую уловку! И так быстро!» Мой отец всегда говорил, «Одна единственная оплошность, допущенная на арене плавучего цирка, ошибок, совершенных в любом другом месте». Лок низко поклонился и посылал ей руку. «И я с ним полностью согласен, сударыня, полностью!» С любезной улыбкой он поклонился еще раз, а потом повернулся к Дону Сальваре и обменялся с ним рукопожатием. Интерлюдия Лок остается на ужин. «Что?» Лок чуть не вскочил с места. «Да что вы такое говорите?» «Мальчик мой, промолвил Цеппи. Милый мой мальчик с редкими проблесками ума, ты не видишь дальше собственного носа. Ты достаточно смышлен, чтобы одурачить кого-нибудь, но совершенно не умеешь просчитывать хоть сколько-либо отдаленные последствия. Так вот, пока ты не научишься предусматривать любые возможные последствия своих действий, ты постоянно будешь подвергать опасности себя и всех окружающих. Да, ты еще юн летами и тут ничего не поделаешь, однако даже в твоем возрасте вопиющая глупость не имеет оправдания. Поэтому слушай меня внимательно. Первая твоя ошибка заключалась в том, что ты не удосужился выяснить, какое наказание полагается вору, взявшему деньги у стражника. Подобное правонарушение карается не побоями, а смертью. Ясно тебе? Здесь в Каморре стражники берут деньги у нас, но никак не наоборот. Это незыблемое правило, не допускающее исключений. Всякий и любой вор, его нарушивший, приговаривается к смерти, получает ножом по горлу, отправляется на корм акулам, предстает перед богами. Ясно? Лог кивнул. Таким образом, желая вырыть Веслину яму, ты вырыл могилу, но ошибку свою ты усугубил тем, что использовал бело-железную монету. Знаешь, сколько в точности стоит полная крона? Много? Ха, много. Это не в точности. Ты не в ладах с Теринским или в самом деле не знаешь? Ну, в самом деле не знаю. Так вот, этот блестящий кругляшок белого железа, если чертова монета не спилена, конечно, стоит 40 серебряных салонов. Понятно? 240 медяков. Ага, у тебя глаза на лоб полезли. Значит, соображаешь, какие это большие деньги, да? Да, ух ты! Вот именно, ух ты! Теперь давай посмотрим на дело шире. Обычный желтокурточник, один из наших бескорыстных и бесконечно преданных долгу городских стражников, зарабатывает такую сумму за два месяца каждодневной службы, а стражникам платят очень даже неплохо по сравнению с простыми горожанами и жалований они получают уж всяко не белым железом. О! Выходит, Веслин взял не просто деньги, а слишком большие деньги, полную крону. До чья угодно смерть обойдется много дешевле, в том числе и твоя. А! Сколько вы заплатили за мою? Лок похлопал по мешочку с меткой смерти, по-прежнему висевшим у него на груди под рубашкой. Не хотелось бы уязвлять твое самолюбие, но я до сих пор не уверен, что разумно потратил эти два медика. Глядя на вытянувшееся лицо мальчика, Цеппио от души расхохотался, но затем вновь посерьезнел. Оставлю тебя в неведении на сей счет, сынок. Но вернемся к нашему предмету. За гораздо меньшие деньги можно надежных людей для важной работы. Можно купить главные паи в 5-6 деловых предприятиях, если ты понимаешь, о чем я. Поэтому твоя беложелезная монета, подброшенная Веслину, это слишком много за какую-то простую работу? В самую точку. Невероятно немыслимо много за сведения или обычные услуги. Ни один человек в здравом уме не даст паршивому кладбищенскому оборванцу полную крону. Если только этому паршивому оборванцу не поручают какое-нибудь дело величайшей важности. Убить твоего бывшего хозяина, к примеру, сдать властям всех до единого обитателей сумеречного холма. Бедный старик и так страшно расстроился, когда узнал, что Веслина подкупили. Можешь представить, что он почувствовал, когда обнаружил, о каких деньгах идет речь? Лок усиленно закивал. Итак, это две твои ошибки. Третья же заключалась в том, что ты впутал в дело Грегора, или ты хотел, чтобы и Грегора досталось на орехи? Нет, хотя он тоже мне не нравился. Я думал отомстить только Веслину. Ну, может, хотел, чтобы и Грегору немного влетело, но не так сильно, как Веслину. Вот именно. Ты наметил жертву, придумал хитрую каверзу против нее, но не предусмотрел побочных последствий. Поэтому, хотя злоумышлял ты против одного Веслина, несчастный Грегор Фосс тоже получил ножом по горлу. Я же так и сказал. Нет, что ли? С Грегором случайно получилось, я же признал. О, теперь ты злишься. Ну, да, конечно, злишься, что дал Маху. Злишься, что оказался не таким умным, как воображал. Злишься, что боги наделили тебя умом не исключительным, а самым, что ни на есть, заурядным. Вот досада-то, да? Лок резко задул лампу и перекинул через парапет, подбросив как можно выше. Стук ее падения потонул в оживленном гуле вечернего каморра. Мальчишка скрестил руки на груди и насупился. Замечательно, что ты избавился от лампы, представляющей для нас угрозу, дружок. Цеппи сделал последнюю затяжку и растер окурок о каменный парапет. Она ведь наушничала на нас, герцогу, да? Замышляла нас убить. Лок молчал, стиснув зубы и выпятив нижнюю губу. Гримаса, выдающая раздражение, мимический язык малолетнего ребенка. Цеппи хмыкнул. Я верю твоему рассказу, Лок, потому что перед тем, как купить тебя, я долго разговаривал с твоим бывшим хозяином, и он тоже все мне рассказал. Сообщил среди всего прочего о твоей последней и самой большой ошибке, которая окончательно утвердила его в решении избавиться от тебя. Догадываешься, о чем речь? Лок помотал головой. Не знаешь или не хочешь говорить? Не знаю, честно. Мальчишка потупил взгляд. Я об этом и не думал. Ты показывал бело-железную монету другим детям из уличников. Нескольким из них ты объяснил, зачем она тебе нужна, и велел им держать язык за зубами. Но с чего ты взял, что они тебя послушают? Глаза у Лок расширились. Он снова выпятил губу, но уже без раздражения и после короткой паузы неуверенно проговорил. Они тоже ненавидели Веслина и хотели, чтобы хозяин поколотил его? Разумеется, и возможно пару дней твои приятели впрямь помалкивали. Ну а потом, после того, как твой хозяин убил Веслина, убил Грегора, поостыл немного и получил возможность хорошенько все обдумать. Что если он начал задавать вопросы про некоего Ламору? Что если отвел сторонку какого-нибудь из твоих друзей и ласково спросил, а не замышлял ли в последнее время Лок Ламора что-нибудь этакое, необычное, необычное даже для него? Ох! Мальчишка вздрогнул. Ох! Ох-ох-ох-ох! Цеппи подался вперед и потрепал его по плечу. Озарение! Оно всегда как обухом по голове, верно? Пожалуй! Ну вот, теперь ты сам видишь, почему у тебя все пошло не так, как задумывалось. Сколько всего детей живет на холме Лок? Сто? Сто двадцать? Со сколькими из них, по-твоему, наставник сумеет справиться, если они вдруг нападут на него? С одним-двумя легко, а с четырьмя? С восьмью, со всеми. Мы... Эээ... Да нам никогда такой в голову не приходило. А знаешь почему? Потому что власть твоего бывшего хозяина основана не на здравом смысле, а на страхе. Из страха перед ним старшие огольцы ходят по струнке, а мелюзга вроде тебя ходит по струнке из страха и перед ним, и перед ними. Все, что ослабляет этот страх угрожает положению воровского наставника. И тут появляется Лок Ламора, который гордится своими дурацкими проделками и считает себя умнее всех на свете. Я вовсе, я не считаю себя умнее всех на свете. Еще три минуты назад считал. Послушай, Лок, вот я, гориста, то есть предводитель шайки, пускай и маленькой. Твой бывший хозяин тоже гориста, гориста сумеречного холма. А когда способность предводителя крепко держать вожжи в руках ставится под сомнение, в ход идут ножи. Ну подумай сам, разве сумел бы воровской наставник сохранить непререкаемую власть на сумеречном холме, если бы пошли слухи, что ты его так ловко одурачил, обвел вокруг пальца точно несмышленого ребенка. Старик уже никогда не смог бы держать своих сирот в полном повиновении. Они с каждым днем распоясывались бы все больше, и дело неминуемо закончилось бы кровопролитием. Поэтому он и избавился от меня? Но что насчет уличников? Что насчет ребят, которые помогали мне поквитаться с Веслином? Хорошие вопросы, простые ответы. Твой бывший хозяин берет под опеку малолетних беспризорных сирот, и обычно они живут на сумеречном холме до 13-14 лет. Он обучает детей азам ремесла, воровским приемам и воровскому языку, умению заводить знакомство среди путных людей и уживаться в шайке, всем хитростям и уловкам, позволяющим избежать виселицы. Обученных воришек он продает в крупные шайки, в настоящие шайки. Понимаешь? Он принимает заказы. Скажем, сиролиц им требуется девчонка-домушница. Или арсенальным нужен крепкий мальчишка, умеющий драться. Шайкам от воровского наставника одна выгода – он поставляет им новых работников, уже владеющих всеми необходимыми навыками. Ага, я знаю. Вот почему он меня продал вам. Да, потому что ты – случай из ряда вон. У тебя недюжинные способности, хотя ты и направил их на дурное дело. Но твои маленькие друзья из уличников, они ведь особыми дарованиями не отличались? Обычные воришки-карманники – заурядные малолетние заманухи, еще не созревшие для настоящей работы. Никто за них и медика не дал бы, кроме работорговцев. Но у твоего бывшего хозяина, как ни странно, осталась крупица совести. Он не продаст в рабство ни одного своего воспитанника, даже за все богатства каморра. То есть, он должен был что-то сделать со всеми нами? Со всеми, кто знал про монету и мог проболтаться? И я единственный, кого он продал? Совершенно верно. Что же до остальных? Цеппи пожал плечами. Через две-три недели никто уже и имен их не вспомнит. Сам знаешь, как оно бывает на холме. — Получается, это я их убил? — Да, так и есть. Цеппи не счел нужным смягчить голос. Пытаясь навредить Веслину, ты в придачу к нему убил Грегора и четырех-пятерых своих товарищей. Ох, черт! Теперь ты понимаешь, что такое последствия? Почему нужно действовать без спешки? Продумывая все заранее, учитывать все обстоятельства. Почему сейчас тебе надо угомониться и подождать, когда в тебе разовьется здравый смысл, достойный твоего плотовского дара? Впереди у нас годы совместной работы, лог. Годы спокойной, усердной работы с тобой и остальными моими проказниками. Если ты хочешь остаться здесь, накрепка усвой одно правило. Никаких самовольных мошенств, никаких плутней, никаких надувательств. Вообще ничего без моего приказа. Когда молодцы вроде тебя лезут на рожон, обстоятельства ополчаются против них. А тогда обычно страдают другие люди. Все ясно. Лог кивнул. Итак, Цеппи резко расправил плечи, покрутил головой из стороны в сторону, и внутри у него что-то захрустело и затрещало. Ты знаешь, что такое посмертное приношение? Нет? Это то, что все мы делаем для великого благодетеля и друг для друга. То, что делают не только посвященные служители тринадцатого, но все воры и мошенники, все путные люди коморро. Когда мы теряем близкого человека, мы должны добыть что-нибудь ценное и расстаться с добычей, выбросить в море, скажем, или кинуть в огонь. Мы делаем это, чтобы помочь нашим друзьям на их пути в иные пределы. Ясно? Ага. Но мой бывший хозяин... Он тоже так делает, поверь мне. Он страшный скупердяй, но все равно в тайне от вас он совершает посмертное приношение за всех до единого своих подопечных, которых теряет. Просто не считает нужным говорить вам об этом. Но тут вот какое дело. Существует одно строгое правило. В дар великому благодетелю нельзя приносить вещи или деньги, тебе уже принадлежащие. Понятно? Ты обязательно должен пойти и украсть что-нибудь. Не взять сведомо и позволение владельца, а именно украсть. Смекаешь? Да быть воровством и никак иначе. Да, конечно. Отец Цеппи хрустнул пальцами. Так вот, Лок, ты совершишь посмертные приношения за всех детей, тобой убитых. За Веслина, за Грегора, за каждого из своих маленьких друзей. Точное их число я узнаю через день-другой. Но я, они, не. Разумеется, они твои друзья, Лок. И друзья очень хорошие. Потому что они помогут тебе понять очень важную вещь. Если убиваешь, жди последствий. Одно дело убить на дуэли, убить при самообороне, убить из мести. И совсем другое дело убить просто по беспечности, по недомыслию. Смерти эти будут служить тебе постоянным напоминанием и предостережением до тех пор, покуда ты не станешь таким осмотрительным, таким благоразумным, что переландровы угодники будут плакать от умиления, на тебя глядячи. Твое посмертное приношение составит тысячу полных крон за голову, украденных по всем правилам тобой собственноручно. Но я... Что? Тысяча крон? За каждого? Тысяча? Ты снимешь метку смерти с шеи, только когда отдашь великому благодетелю последнюю монету. И не секунда раньше. Но это же невозможно. На это уйдет целая вечность. Не один год, если точнее. Но здесь, в моем храме, мы воры, а не убийцы. Если хочешь остаться жить со мной, отдай дань уважения мертвым. Таково мое требование. Эти мальчики и девочки – твои жертвы. Уясни себе это хорошенько. Ты им кое-что должен в глазах богов. И останешься здесь единственно в том случае, если поклянешься на крови, что долг свой отдашь. Готов ли принести клятву? Лок ненадолго задумался, потом тряхнул головой, словно прогоняя неприятные мысли, и решительно кивнул. Тогда дай мне левую руку. Лок повиновался. Цеппи достал из склада крясы тонкий черненый стилет и провел острием по своей левой ладони. Затем крепко взял протянутую руку мальчика и сделал неглубокий, но болезненный надрез между большим и указательным пальцем. Потом они двое крепко сцепили руки и не рассыпляли, пока перемешанная кровь не растеклась у них по ладоням. Ну вот, теперь ты один из нас, благородных каналий. Я твой гориста, а ты мой пизон, мой маленький солдат. Так ты клянешься сделать то, что я велел? Совершить посмертные приношения за детей, погибших по твоей вине? Я все сделаю, сказал Лок. Хорошо. В таком случае можешь остаться на ужин. Пойдем вниз. За занавешанной дверью в глубине светильща оказался грязный коридор, ведущий к нескольким равно грязным кельям. Царство сырости, плесени и нищеты. Лампы под колпаками из масляной бумаги сочили мутно-желтый свет, позволявший разглядеть грубые дощатые нары с разбросанными на них свитками и книгами, а также сомнительной чистоты рясы, висящие на стенных крючках. Это вся херотень для отвода глаз. Цеппи провел Локко в ближайшую к занавешанной двери каморку и плавно развел руками, словно хвастаясь перед гостем роскошным дворцом. Мы иногда принимаем здесь попечителей или странствующих священников ордена Переландра, а они должны видеть то, что ожидали увидеть. Нары самого священника и Балокко заметил, что Цеппи и святилища ни до одной другой кельи не дотянутся. Стояли на цельной каменной плите, выступающей из стены подобием широкой ступени. Цеппи засунул руку под несвежее одеяло, что-то повернул там с металлическим щелчком и поднял свою постель, точно крышку гроба. Оказывается, одеяло крепились на деревянной панели, которая откидывалась на вделанных в камень петлях. Из прямоугольного проема в каменной плите палился манящий золотистый свет и потянулись пряные запахи перворазрядной каморской кухни. Лок принюхался. Да, именно такие ароматы порой прилетали с ветром из квартала Альса Гранта и плыли из богатых гостиниц и домов. — Давай, спускайся туда! — махнул рукой Цеппи. Заглянув в отверстие, мальчик увидел каменный колодец чуть шире могучих плеч священника, прочную деревянную лестницу, ведущую футов на двадцать вниз, и дощатый пол, вроде бы полированный. — Шевелись, хватит глазами хлопать! Лок подчинился. Расстояние между широкими неструганными ступеньками не превышало полуфута, и спускаться было легко. Уже через несколько секунд Лок стоял в просторной галерее, словно бы перенесенной сюда из башни самого герцога. Пол и впрямь оказался полированным. Длинные, ровные, золотисто-коричневые доски приятно поскрипывали под ногами. Сводчатый потолок и стены покрывал толстый слой молочно-золотистого стекла, источавшего слабое сияние, подобное дымчатому сиянию зимнего солнца, что еле пробивается сквозь плотные облака. Свет шел неоткуда и отовсюду, светились сами стены. Шумно кряхтя, тяжело стуча ногами и позвяки отжутовым мешком, собранными за день пожертвованиями, Цеппи спустился следом за мальчиком и грузно спрыгнул с последней ступеньки. Он дернул за веревку, привязанную к лестничной тетиве, и крышка люка, замаскированная под нары, со щелчком захлопнулась. — Ну вот, здесь поуютней будет, верно? — Ага. — Лок провел ладонью по безупречно гладкой стене, на удивление прохладной. — Это древнее стекло, да? — Да уж, знамо дело, не штукатурка. Цеппи подтолкнул мальчика вперед по галереи, которая ярдов через пятнадцать-двадцать поворачивала налево. Весь подвал окружен стеклом, словно бы запечатан в нем, а храм построен нарочно, чтобы закрыть к нему доступ много веков назад. Насколько я знаю, в стеклянной толще вокруг нет ни единого разлома, ни единой трещины, кроме пары тоннелей, ведущих в места не менее любопытные. Подвал надежно защищен от наводнений, сюда не просачивается ни капли, даже когда на улицах воды по пояс. И сюда не пробраться ни крысам, ни тараканам, ни паукам, ни прочей дряни, если только сам не впустишь по невнимательности, когда входишь-выходишь. Приблизившись к повороту галереи, они услышали звон сковорот и проглушенное хихиканье братьев Санса, а когда завернули за угол, оказались в превосходно обустроенной кухне с высокими буфетами и длинным столом ведьмино-дерево, окруженным стульями. Лок аж глаза протер от удивления, увидев мягкие сиденья с черной бархатной обивкой и золотые лиственные узоры на высоких спинках. Кала и Галда хлопотали у кирпичной кухонной стойки, бойко стуча ножами и передвигая сковороды на огромной плите белого алхимического камня. Подобные белокаменные плиты, дававшие бездымный жар, если плеснуть на них водой, Лок видел не раз. Но такую большущую, впервые, она весила, наверное, не меньше, чем отец Сеппи. Пока мальчик смотрел, Кала и Галда поднял сковороду и вылил немного воды из стеклянного кувшина на шипящий камень. Над плитой пыхнуло облако пара, насыщенного столь аппетитными запахами, что рот у Локка мигом наполнился слюной. Над столом ведьмино-дерево сияла необычного вида люстра. Став постарше, Лок признает в ней армиллярную сферу со стеклянными кольцами и осью из чистого золота. Алхимический шар в самом центре источал яркий бронзово-белый свет Солнца. Концентрические стеклянные кольца изображали орбиты родной планеты и всех ее небесных сестер, включая три Луны. А вокруг сферы блестели сотни крохотных звездочек, похожих на брызги расплавленного стекла, чудом застывшие в воздухе. Свет играл и переливался на всех гранях люстры, однако что-то с ним было не так. Казалось, будто стекло потолка и стен вытягивает свет из алхимического солнца, поглощает его, впитывает и разносит по всему древнему стеклу в этом диковинном подвале. Добро пожаловать в наш настоящий дом, в наш маленький храм великого благодетеля. Цеппи бросил на стол мешок с монетами. Наш покровитель никогда не разделял распространенного мнения, что истинная набожность непременно предполагает отказ от мирских благ. Здесь, внизу, мы выражаем благодарность за земные радости, оные радости вкушая, если ты понимаешь, о чем я. Эй, ребятки, гляньте, кто жив остался после беседы со мной. Да мы и не сомневались, сказал один из близнецов. Ни секунды, подтвердил другой. Теперь-то можно узнать, за что его прогнали с сумеречного холма? Почти в один голос спросили братья, видимо, имевшие обыкновение говорить хором. Узнаете, когда старше станете? Гораздо старше. Цеппи выразительно посмотрел на Локка и отрицательно покачал головой, приказывая помалкивать на сей счет. Полагаю, Локк, сервировать стол ты не умеешь. Я прав? Мальчик кивнул, и священник подвел его к высокому буфету слева от кухонной плиты. В нем стояли стопки белых фарфоровых тарелок. Взяв одну из них, Цеппи показал Локку изображенный на ней герб, рука в латной перчатке, сжимающая стрелу и виноградную лозу, и ярко-золотой узор по ободку. Позаимствована, так сказать, на бессрочной основе у Доньи Изабеллы Манечетца, вдовой тетушки герцога Никаванте. Пояснил священник. Она умерла бездетной, а при жизни устраивала приемы крайне редко, так что тарелками этими почти не пользовалась. Видишь, как иные наши действия, на первый взгляд жестокие и преступные, оказываются вполне целесообразными, если посмотреть на них под правильным углом зрения. А способность правильно видеть вещи даруется великим благодетелям. Во всяком случае, нам нравится так думать. Ведь не будь его воля, мы не отличали бы доброе от дурного. Цеппи протянул тарелку Локку. Тот с преувеличенной осторожностью взял ее и принялся внимательно разглядывать золотой узор на ободке. А это? Священник любовно провел ладонью по столу из ведьми на дерево. Это бывшая собственность Мауриса Кордо, верарского негацианта. Стол стоял в кают-компании трехпалубного галеона. Громадный корабль. 86 весел. У нас с Маурисом вышла небольшая размолвка. Вот я кают-компанию и обчистил в знак своего недовольства. Все без остатка вынес. Стулья, ковры, гобелены, одежду. Прямо с корабля. Деньги нарочно не взял, чтоб он понял, что не в них дело. А все украденное я утопил в Медном море, кроме этого вот стола. А вон та вещь! Цеппи поднял палец, указывая на люстру в виде небесной сферы. Ее взяли в надежно охраняемом торговом обозе из Ашмира, старому дону Левиане. И в ходе перевозки она непонятным образом превратилась в обычный ящик с соломой. Священник достал из буфета еще три большие тарелки и вложил в руки Локку. «Ух!» – крякнул Локк под тяжестью изысканного фарфора. «Ах да!» – Цеппи махнул рукой в сторону стула во главе стола. «Одну поставь там, для меня. Другую поставь слева, там будешь сидеть ты. А справа – две тарелки для Кала и Галда. Будь ты моим слугой, я бы сейчас приказал тебе сделать повседневную сервировку. А ну-ка, повтори!» Повседневная сервировка. «Умница!» – так накрывают стол знатные господа, когда обедают в тесном семейном кругу. Ну, может, еще с одним-двумя близкими друзьями. Значительным взглядом и равно значительным тоном Цеппи дал понять, что Локк должен намотать себе это на ус. А затем принялся знакомить мальчика с зателенным многообразием бокалов, льняных салфеток и серебряных столовых приборов. «Что за нож такой?» Локк недоуменно повертел в руках нож для масла со скругленным лезвием. «Он же никуда не годится, ни пырнуть толком, ни зарезать». «Да, зарезать таким непросто, согласен с тобой, дружок». Цеппи стал показывать, как раскладываются столовые приборы и расставляются различные блюдца и миски. Но за столом у знатных господ считается невежливым убивать чем-либо, помимо ядов. А этот нож предназначен для того, чтобы намазывать масло, а не перерезать глотки. Сколько хлопот, чтобы просто пожрать? Ну, на сумеречном холме вы могли есть холодный бекон да горелые пироги, хоть задниц друг у дружки. Твоего бывшего хозяина вопросы этикета не заботят. Но ты теперь благородный каналия. Повторяю, благородный, а значит, обладающий изысканными манерами. Ты должен научиться есть и обслуживать своих гостей, как принято в приличном обществе. Но зачем? Да затем, лок ламора, что когда-нибудь тебе придется обедать с баронами, графами и герцогами, с купцами, адмиралами, генералами и знатными дамами. И когда такое случится, цепи двумя пальцами приподнял за подбородок голову локко, чтобы посмотреть прямо в глаза. Когда такое случится, никто из этих балованов даже не заподозрит, что сидит за одним столом с вором. Ну не славно ли? Священник отсалютовал пустым бокалом трём своим подопечным, занявшим места за роскошно накрытым столом, на котором дымились медные чаши и тяжёлые фаянсовые супницы с плодами кулинарных усилий кала и галда. Лок, усаженный на дополнительную подушку, чтобы локти находились на уровне столешницы, смотрел на чудесные явства и богатое столовое убранство широко раскрытыми глазами. У него просто в голове не укладывалось, что за каких-то несколько часов он навсегда распрощался со своей старой жизнью и начал новую в обществе этих на удивление милых чудаков. Цеппи взял бутылку с тёмной, густой, как ртуть, жидкостью, которую назвал алхимическим вином. Когда он вытащил пробку, в воздухе разлился терпкий можжевеловый запах, на мгновение перебивший пряные ароматы главных блюд. Священник до половины наполнил бокал. В ярком свете люстры тягучая струя блестела расплавленным серебром, а затем поднял его на уровень глаз и торжественно возгласил. «Этот бокал наполнил для того, кто незримо присутствует за нашим столом, для нашего покровителя и защитника, многохитрого стража, отца уловок и плутней». «Благодарение за полные карманы без пригляда», – хором сказали близнецы, и Лок поделился серьезности их тона. «Благодарение за стражу, спящую на посту», – произнес Цеппи. «Благодарение за город, кормящий нас, и за темную ночь, нас укрывающую», – отозвались братья. «Благодарение за друзей, помогающих нам тратить добытое». Священник поставил на половину наполненный бокал на середину стола, а потом взял другой бокал, поменьше, и налил в него на палец жидкого серебра. «Этот бокал наполнен для нашего отсутствующего друга. Мы желаем Сабете удачи и молимся за ее благополучное возвращение». «Хорошо бы, однако, чтобы сумасбродство у нее поубавилось», – сказал один из близнецов, которого Лок для удобства мысленно поименовал Кала. «А скромности поприбавилось», – Галда кивнул. «Да, скромность, это было бы просто здорово». «Братья Санса желают Сабете удачи». Цеппи неподвижно держал бокал в поднятой руке и сурово смотрел на братьев. «И молятся о ее благополучном возвращении». «Да, мы желаем ей удачи». «Благополучное возвращение – это было бы просто здорово». «То такая Сабета», – тихонько спросил Лок у священника. «Украшение нашей маленькой шайки. Единственная среди нас представительница прекрасного пола, в настоящее время отсутствующая по делам, скажем так, образовательного свойства». Цеппи поставил второй бокал рядом с первым, наполненным для великого благодетеля, а затем взял бокал Локко. «Тоже особое приобретение, доставшееся мне от твоего бывшего хозяина. Как и ты, мой мальчик, она одарена необычайной способностью выводить из терпения окружающих». «Под окружающими он разумеет нас двоих», – пояснил Калла. «А скоро в число этих несчастных войдешь и ты», – ухмыльнулся Галда. «Хватит болтать, балаболки!» – Цеппи плеснул серебристого вина в бокал и передал его Локку. «Еще один тост и еще одна молитва. За Локко Ламору, нашего нового брата, моего нового Пизона. Мы сердечно приветствуем его и желаем всяческой удачи. И мы просим великого благодетеля не спасать Локко Ламоре благоразумие». Изящными движениями он налил вина Калла и Галда, а потом почти до краев наполнил свой бокал. Цеппи и братья Санса подняли бокалы, и Локко быстро последовал их примеру. Серебро играло и мерцало под золотом. «Добро пожаловать в общество благородных каналий!» Цеппи притронулся своим бокалом к бокалу Локко. Раздался нежный звон, тихо растаявший в воздухе. «Лучше бы ты выбрал смерть!» – улыбнулся Галда. «Он же предлагал тебе такой выбор, верно?» – хихикнул Калла. Братья чокнулись и одновременно потянулись через стол, чтобы чокнуться с Локком. «Смеетесь, ребятки, смеетесь!» – Цеппи отпил глоточек вина. «Только помните мое слово. Если этот тощий мальчонка останется в живых, вы уже через год превратитесь в дрессированных мартышек, готовых скакать и кувыркаться перед ним за виноградинку. «Давай, Лок, пей!» Заглянув в бокал, мальчик увидел на серебристой поверхности напитка зыбкая, но вполне отчетливое отражение собственного лица и ярко освещенного потолка. Ноздри защекотал дымчатый аромат можжевельника и аниса. Он поднес свое крохотное отражение к губам и отпил немного. Прохладное вино, казалось, пошло двумя путями. Приятно щекочущая струйка тепла потекла вниз по горлу, а ледяные щупальца сказнули вверх по небу, прямо в носовые пазухи. Глаза у Локка полезли из орбит. Он закашлялся и вытер ладонью внезапно онемевшие губы. «Это зеркальное вино из стал Верара!» «Превосходный напиток!» «Быстренько закуси чем-нибудь, иначе в голову ударит так, что закачаешься!» Кала и Галда проворно свернули влажные салфетки с сервировочных блюд и мисок, впервые явив взором все многообразие поданных на стол кушаний. Были здесь и колбасы, аккуратно нарезанные и обжаренные в масле вместе с четвертинками груш, и красные перцы, фаршированные миндальной пастой с мелко нарубленным шпинатом, и куриные грудки, завернутые в тончайшее тесто, прожаренное до бумажной прозрачности, и холодные черные бобы в горчично-винном соусе. Братья Санса принялись накладывать локку в тарелку всего понемногу с такой скоростью, что он не успевал следить за ними. Неуклюже орудая серебряной двузубой вилкой и одним из кругленных ножей, недавно вызвавших у него насмешливого недоумения, локк начал запихивать в рот пищу, и богатейший вкусовой букет жарко расцвел у него на языке. Куриные грудки в тесте были сдобрены имбирем и молотой апельсиновой цедрой. Винный соус бобового салата согревал небо, а летучие пары горчицы обжигали горло. Локк жадно прихлебывал зеркальное вино, спеша погасить каждый очередной пожар, вспыхивавший во рту. К немалому удивлению мальчика, братья Санса не принялись за еду после того, как обслужили его. Они сидели, сцепив руки, и выжидательно смотрели на своего наставника. Убедившись, что локк уплетает за обе щеки, Цеппи обратил взгляд на Кало. Ты, вадранский аристократ, скажем, вассальный граф одного из наименее значимых кантонов семи сущностей. Ты находишься на званом обеде в Талвераре. Здесь присутствует равное число мужчин и женщин. Места за столом распределены заранее. Гости входят в столовую залу. Твоя дама идет об руку с тобой. Вы ведете светскую беседу. Твои дальнейшие действия. На званом обеде в Вадране я бы выдвинул для нее стул, не дожидаясь приглашения. Ответил Кало без тени улыбки. Но верарская дама остановится подле стула, показывая тем самым своему кавалеру, что позволяет его выдвинуть. Оказывать услуги по собственному почину считается невежливым. Поэтому я подожду, пока она не сделает первый шаг. Молодец. Так, теперь ты. Цепь петкнул пальцем в Галда, другой рукой накладывая себе в тарелку. Сколько будет 17 помножить на 19? Галда на несколько секунд закрыл глаза, счисляя в уме ответ. Эээ, 323. Правильно. Какова разница между Вадранской и Теринской морскими лигами? Вадранская лига длиннее Теринской на 100... эээ, на 150 ярдов. Молодец. Ну ладно, довольна с вас. Приступайте к еде. Братья Санца, позабыв о приличиях, приняли сражаться за обладание сервировочными блюдами, а Цепи повернулся к лобку, уже наполовину опустошившему свою тарелку. Через несколько дней я и тебе начну задавать подобные вопросы, проверять твои знания. У нас, понимаешь ли, кто не учится, тот не ест. А чему я должен научиться? Ну, кроме того, как на стол накрывать. Да всему! Цепи выглядел чрезвычайно довольным собой. Решительно всему, мой мальчик. Как драться, как воровать, как лгать с честными глазами, как стряпать такие вот кушанья, как изменять свое обличье. Ты должен научиться говорить, как аристократ, писать, как священник, пускать в слюни, как полудурок. Последний у Кала знатно получается, сказал Галда. Ам-на-ну-на-ва, промычал Кала с набитым ртом. Помнишь, я говорил, что мы работаем не так, как обычные воры? Мы воры новой разновидности, лок. Мы актеры, лицедеи. Вот я сижу здесь и изображаю священника Переландра. И на протяжении многих лет люди несут мне деньги. Из каких средств, по-твоему, я плачу за обстановку этой роскошной берлоги? За эту восхитительную еду? Мне 53 года. В таком возрасте лазить по крышам да колдовать над замками уже поздно. Своей мнимой слепотой я зарабатываю гораздо больше, чем в былые дни зарабатывал проворством и смекалкой. И я стал слишком тучен и неповоротлив для любой подвижной работы. В цепи я сушил бокал и налил себе еще. Но вы четверо, ты, Кала, Галда и Сабета, у вас будет все преимущества, каких не было у меня. Вы получите всестороннее и глубокое образование. Я передам вам все свои знания, все свои практические навыки, кои вы отточите до совершенства. И по завершении образования вы четверо будете проворачивать такие дела, рядом с которыми мое маленькое мошенничество с храмом Переландра покажется невинной детской проделкой. Звучит заманчиво, сказал лог, уже порядком захмелевший. Теплый туман счастливого удовлетворения не сходил на него, заглушая тревожную насторожность, свойственную любому кладбищенскому сироте. Из чего мы начнем? Ну, сегодня вечером, если ты не будешь занят извержением из себя первого в твоей жизни приличного ужина, Кала и Галда приготовят тебе горячую ванну. Отмывшись от грязи и дивного запаха, ляжешь спать. Завтра нарядим тебе с лужкой, будешь сидеть с нами на ступенях, собирать подаяния. А вечером, цепи поскрыв в бороде и отхлебнул из бокала, вечером пойдешь со мной к очень важному человеку, Капе Барсави. Ему не терпится взглянуть на тебя. Глава третья. Вымышленные люди. Уже во второй раз за последние два дня Дон Лоренцо Сальвара столкнулся в самом неожиданном месте с незнакомцами в масках и низко надвинутых капюшонах. На сей раз дело происходило сразу после полуночи, и двое незваных гостей поджидали Сальвару в его собственном кабинете. «Закройте дверь, сударь», — велел один из них пониже ростом. Говорил он на чистейшем коморском, хрипловатым резким голосом, изоблачавшим в нем человека, привычного к беспрекословному повиновению окружающих. «Присаживайтесь, сударь, и не трудитесь звать слугу. Он сейчас... обездвижен». «Кто вы такие, черт возьми?» Сальвара непроизвольно потянулся за рапирой, но рапиры при нем не было. Он закрыл за собой дверь, однако с места не сдвинулся. «Как вы сюда попали?» Незнакомец стянул вниз черный платок, закрывавший нос и рот, и откинул назад капюшон. У него было худое угловатое лицо, аккуратно подстриженные темные усики и черные волосы. Правую щеку пересекал белый шрам. Порывшись в складках великолепно скроенного черного плаща, мужчина достал черный кожаный бумажник и раскрыл, показывая содержимое. Маленький золотой полумесяц, вделанный в затейливо вырезанное матовое стекло. «О боги!» Потрясенный Сальвара без дальнейших колебаний отошел от двери и упал в кресло. «Так вы полуночники?» «Совершенно верно!» Незнакомец захлопнул бумажник и спрятал обратно в карман. Второй незваный гость, по-прежнему в маске и надвинутом капюшоне, неторопливо обошел Дона Лоренцо и встал между ним и дверью. «Просим прощения за ночное вторжение, но мы здесь по делу весьма щекотливого свойства». «Я что, чем-то вызвал недовольство его светлости?» «Нет, насколько мне известно, сударь. Собственно говоря, мы здесь как раз для того, чтобы удержать вас от действий, которые вызовут недовольство герцога». «Я, ну, положим...» «А что вы сделали с конта?» «Просто дали ему кое-чего, чтоб уснул ненадолго. Мы знаем, что ваш телохранитель безмерно вам предан и знаем, что он человек опасный. Нам хотелось бы избежать возможных недоразумений». В подтверждение последних слов второй мужчина приблизился к столу и аккуратно положил на него боевые клинки конте. «Понятно. Надеюсь, с ним все будет в порядке?» Пристально глядя на незнакомство со шрамом, Дон Сальвара побарабанил пальцами по столу. «В противном случае я буду крайне раздосадован». «Он цел и невредим. Слово герцогского слуги. Удовольствуюсь вашим заверением. Пока что». Мужчина со шрамом вздохнул и потер переносицу двумя пальцами в перчатке. «Нам нет необходимости начинать разговор в таком тоне, сударь. Еще раз приношу извинения, что явились без приглашения и проникли в ваш дом тайна. Но вы скоро поймете, что наш хозяин печется в первую очередь о вашем благополучии. Мне поручено спросить, хорошо ли вы провели время сегодня в плавучем цирке?» «Вполне хорошо». Дон Сальвара осторожно выбирал слова, как если бы разговаривал со стряпчем или судейским песцом. «Полагаю, именно так можно оценить мое сегодняшнее времяпрепровождение». «Прекрасно, вы ведь были там не один?» «С Дуньей Софией». «Я имею в виду еще кое-кого. Не из числа подданных его светлости. Ни коморца». «А, мой гость?» «Торговец по имени Лукас Фервайт из Эмберлина». «Из Эмберлина?» «Ну конечно». Незнакомец со Шрамом скрестил руки на груди и обвел глазами кабинет, на мгновение задержав взгляд на двух небольших портретах в траурных рамках, где были изображены покойные Дон и Донья Сальвара. «Так вот, сударь, человек этот такой же эмберленский торговец, как вы или я. Он обманщик, мошенник». «Что?» Дон Сальвара чуть было не вскочил на ноги, но вовремя свохватился, вспомнив про стоящего у него за спиной мужчину. «Но это невозможно, он...» «Прошу прощения, сударь». Собеседник растянул губы в неприятной деланной улыбке, какой улыбаются старые холостяки, когда пытаются успокоить плачущее дитя. «Но позвольте поинтересоваться, доводилось ли вам слышать о человеке по прозвищу Каморский Шип?» «Я ворую потому лишь, что иначе мне не прокормить мою любимую семью», провозгласил Лок Ламора, подняв бокал с вином. Вместе с остальными благородными каналиями он сидел за столом ведьми на дерево в роскошном логое под храмом Переландра. Кала и Галда размещались справа от него, Жан и Клоп слева. Стол ломился от яст, над головой сияла знакомым золотистым светом люстра в виде небесной сферы. Слова Локко были встречены свистом и смехом. «Лжец!» хором выкрикнули его друзья. «Я ворую потому лишь, что жестокий мир не дает мне возможности зарабатывать на жизнь честным трудом», громко произнес Кала, поднимая бокал. «Лжец!» «Я ворую потому лишь, что вынужден содержать своего бездельника-брата, чья леность разбила сердце нашей матушки», объявил Галда, толкая локтем Кала. «Лжец!» «Я ворую потому лишь, что связался с дурной компанией», сказал Жан. «Лжец!» Наконец очередь дошла до Клопа, впервые принимавшего участие в этом ритуале. Подняв бокал слегка дрожащей рукой, мальчик возбужденно прокричал. «Я ворую потому лишь, что эта страсть как забавна!» «Каналья!» С веселыми возгласами пятеро воров звонко звинули бокалы над столом. Золотой свет играл на хрустале и пронизывал мутно-зеленые глубины верарского мятного вина. Четверо мужчин единым духом осушили бокалы и стукнули ими о стол. Клоп, уже малость окосевший, проявил большей осторожности в обращении со своим бокалом. «Господа, у меня в руках первые плоды наших многонедельных исследований и усилий!» Лок поднял над головой пергаментный свиток, перевязанный ленточкой и скрепленный голубой восковой печатью представителя низшей коморской знати. «Заемный вексель на пять тысяч полных крон, которые завтра нам выплатят из средств Дона Сальвары, хранящихся в банкирском доме Мираджа. Первый наш успех, достигнутый при помощи нового и самого юного участника нашего сообщества. «Мальца из бочки!» Хором проорали братья Санса и в следующий миг в Клопа полетела обсыпанная миндалем булочка, которая уготила парнишке прямо между глаз и упала в его пустую тарелку. Разломив булочку пополам, Клоп ответил тем же самым и не промахнулся, даром, что голова слегка окружилась от выпитого. Пока Галда сердито моргал и тер глаза, выгоняя из них крошки, Лок продолжал. Второй шаг к цели, сделанной сегодня, особой сложности не представлял. Но мы не продвинулись бы так далеко за один и единственный день, если бы не вчерашние стремительные действия Клопа. Какой глупый, безрассудный, нелепый, чертовски рискованный поступок. У меня нет слов, чтобы выразить свое восхищение. Не переставая говорить, Лок ухитрился проделать удивительный фокус с бутылкой. Никто и не заметил, каким образом все бокалы оказались вновь наполненными. За Клопа! За новую головную боль коморской стражи! После того, как все выпили и старшие товарищи похлопали Клопа по спине, да так крепко, что тот едва на стуле удержался, Лок поставил на стол еще один бокал, самый большой, и медленно его наполнил. И последнее, прежде чем приступить к трапезе, он поднял бокал, и остальные разом умолкли. Этот бокал наполнен для нашего отсутствующего друга. Все мы таскуем по славному старому цепи и молимся за упокой его души. Пусть многохитрый страж не усыпно хранит своего многохитрого слугу. Он был человеком добрым и в своем роде совестливым. Лок осторожно поставил бокал на середину стола и накрыл квадратным лоскутом черной ткани. Он гордился бы тобой, Клоп. Надеюсь. Мальчик неподвижно смотрел на накрытый бокал в окружении великолепного столового хрусталя из золота. Жаль, мне не довелось с ним встретиться. Ты стал бы для него утешением и радостью на склоне лет. Жан прикоснулся губами к тыльной стороне своей левой ладони. То был благословляющий жест посвященных служителей безымянного тринадцатого. Вожделенным отдохновением после многих мучений, кое он перетерпел, взращивая нас четверых. Жан просто не хочет задеть никого из присутствующих. На самом деле мы с ним были кроткими овечками. А вот из-за братьев Санса бедный старик ночами не спал. Все молился. Лок потянулся к блюду, накрытому салфеткой. Ну ладно, давайте есть, господа. А молился он, разумеется, о том, чтобы вы с Жаном выросли такими же смышлеными и пригожими, как мы с братом. Галда быстро перехватил руку своего гористы. Ты ничего не забыл? О чем ты? Кала, Галда и Жан молча уставились на него. Клоп с преувеличенным интересом разглядывал люстру. Ох, черт! Лок со вздохом поднялся с позолоченного стула и направился к буфету. Вернулся он с крохотным, чуть поболее наперстка, дегустационным бокалом, куда плеснул несколько капель мятного вина. Поднимать его Лок не стал, просто подтолкнул по столу к большому бокалу, накрытому черным лоскутом. Вот бокал, наполненный еще для одного отсутствующего. Где она сейчас, мне неведомо, и что всем вам подавиться, кроме Клопа. Чертовски благодарен за внимание. Не слишком-то благочестивая молитва, особенно для священника. Калла поцеловал свою левую руку и поводил ею над бокальчиком. Она была одной из нас еще до твоего появления здесь, Гориста. Знаете, о чем молюсь? Лок сжал кулаки на столе так, что костяшки побелели. О том, чтобы в один прекрасный день вы поняли, что настоящая любовь гнездится не в области гульфика, а гораздо выше. Вина за разбитое сердце всегда лежит на двоих. Галда мягко положил ладонь на запястье товарища. Я что-то не припомню, чтобы она рушила ваши отношения без твоей умелой помощи. И смеюсь заметить, сказал Калла, что у всех нас сильно полегчает на душе, если ты, наконец, любезно согласишься сходить к шлюхам, развлечься в полное удовольствие. Боги мои, возьми сразу трех. В деньгах-то у нас недостатка нет, верно? А я смею заметить, что мне давно осточертели подобные разговоры. Лок возвысил голос почти до крика, и Жан твердо взял его за левую руку выше локтя, без труда обхватив пальцами бицепс. Она была нам другом, Лок, и до сих пор таковым остается. Она заслуживает более сердечной молитвы. Он потянулся за бутылкой и долил маленький бокал вина до краев. Потом поднял его к свету и отпустил руку Локка. «Этот бокал наполнен для нашего отсутствующего друга. Мы желаем собить и удачи, а нам самим братского взаимопонимания и согласия». Лок пристально смотрел на него несколько секунд, которые показались минутами, потом глубоко вздохнул. «Прошу прощения, я не хотел портить праздничный ужин. Тос действительно был плохой, и я искренне о нем сожалею. Мне следовало отнестись к своим обязанностям серьезнее». «Я тоже прошу прощения», смущенно ухмылился Галда. «Мы понимаем твои чувства и не виним тебя. Мы знаем, что она, она не подарок, чего греха таить». «Ну а я за свое предложение сходить к шлюхам извиняться не стану». Калла пожал плечами. «Я серьезно, приятель. Возьми женщину, обмакни свой фитиль, брось свой якорь, вложи свой кинжал в ножны, и тебе сразу полегчает». «Да я и так на седьмом небе от счастья. Разве не видно? Хотите, чтоб я совсем от радости обезумел? Нам ведь с вами еще предстоит поработать позже вечером». «Но я хитрого стража ради, давайте просто покончим с этой темой и бросим ее черта в труп в залив, а?» «Ну извини», чуть погодя проговорил Кало, поймав на себе испепеляющий взгляд Жана. «Извини, ты же знаешь, мы тебе только добра желаем. Прости, если мы слишком настойчивы. Но она в парлее, а мы в коморе, и совершенно очевидно, что ты…» Фраза осталась незаконченной, поскольку в переносицу Кало ударила миндальная булочка, и он осекся, вздрогнув. Вторая булочка угодила в лоб Галда, третья упала на колени Жана, и Лок едва успел скинуть руку, чтобы отбить четвертую, брошенную в него. «Ну честное слово!» Клоп нахватал еще булочек, и сейчас угрожающе целился в товарищей. «Неужто я тоже таким скучным стану, когда вырасту? Я думал, мы тут празднуем наш успех, веселимся и ликуем, что мы богаче и умнее всех на свете!» Несколько мгновений Лок молча смотрел на мальчика, «Клоп прав, хватит дурацких разговоров, давайте ужинать!» Он поднял бокал к свету люстры, возможно выше. «За нас, самых богатых и самых умных на свете!» «Самых богатых и умных на свете!» Хором повторили все остальные. «За отсутствующих друзей, благодаря которым мы стали такими, какие есть! Мы скучаем по ним!» Лок чуть пригубил вина и поставил бокал на середину стола. Каморский шип это нелепейшая выдумка, измышленный праздными умами персонаж, разговоры о котором заходят за столом всякий раз, когда какие-нибудь чрезмерно впечатлительные господа не разбавляют свое вино должным образом. Каморский шип любезно промолвил мужчина со шрамом. «Несколько часов назад покинул вашу прогулочную барку с подписанными вами заемными векселями на пять тысяч беложелезных крон». «Кто? Лукас Ферр Вайт?» «Именно». «Лукас Ферр Вайт водранец, моя мать была водранкой, и я хорошо знаю водранский язык. Лукас эмберленец до мозга костей, ходит по жаре в шерстяном платье и шарахается от каждого женского взгляда». Дон Лоренцо раздраженно сдернул очки и положил на стол. «Да это человек без раздумий поставит жизнь своих детей против денег, которые сможет выручить за бочку селедочных потрохов. С такими людьми я столько раз имел дело, что и не с честь». Лукас Ферр Вайт не коморец и уж в любом случае не ваш мифический вор. «Сударь, вам 24 года, верно?» «В настоящее время да, а при чем здесь мой возраст?» «Несомненно, за годы минувшей скончины ваших родителей, да пребудет с покой долгого безмолвия, вам довелось общаться со многими торговцами, и многие из них были водранцами, так ведь?» «Именно так. Если бы некий человек, очень умный и хитрый, захотел, чтобы вы приняли его за торговца, кем бы он нарядился и представился перед вами? Рыбаком? Наемным лучником?» «Не понимаю, о чем вы?» «Я о том, сударь, что против вас использовали собственные ваши ожидания. Безусловно, у вас острое чутье на деловых людей. Вы втрое умножили семейное состояние за недолгое время, что ведете дела самостоятельно. Посему, самое разумное, что может сделать мошенник, желающий заманить вас в ловушку, это прикинуться многоопытным торговцам, ответить всем вашим ожиданиям. Я ведь вашему взору ровно то, что вы ожидаете и хотите увидеть». «Но если согласиться с вашими доводами», медленно проговорил Дон Лоренцо, «то получается, что самая очевидная истинность любой вещи может служить доказательством ее ложности. Я утверждаю, что Лукас Фервайт эмберлендский торговец, поскольку он по всем признакам таковым является, а вы в ответ говорите, что как раз эти признаки изобличают в нем обманщика. Нет, мне требуются более разумные доказательства». «В таком случае, сударь, позвольте мне отклониться в сторону и задать вам другой вопрос». Мужчина со шрамом сцепил руки под плащом и пристально взглянул на молодого аристократа. «Будь вы вором, выбирающим своих жертв только среди знати мирного герцогства Камор, как бы вы скрывали ваши дела? Только среди знати? Опять вы о своем коморском шипе? Да нет, такого вора и быть не может. Существуют определенные соглашения, тайный уговор. С любым, кто осмелился бы его нарушить, мигом разделались бы другие воры. А если наш вор не уловим? Если наш вор успешно скрывает свою личность от собратьев по ремеслу? Если, если... По слухам, Каморский шип обкрадывает богатых. Дон Сальвара приложил ладонь к груди и все до последнего медика отдает бедным. Но доводилось ли вам слышать о мешках золота, брошенных на улице в горелище? Об угольщиках или старьевщиках, внезапно обзаведшихся шелковыми камзолами и расшитыми башмаками. Я вас умоляю, ваш шип плод досужих вымыслов, герой дурацких застольных баек, искусный фехтовальщик, дамский соблазнитель, призрак проходящий сквозь стены. Смешно, право слова. Двери вашего дома крепко заперты, окна закрыты ставнями. Однако мы с моим напарником здесь, в вашем кабинете. Положим, но все же вы обычные люди из плоти и крови. Да, ходят такие слухи. Впрочем, мы отвлеклись от темы. Так вот, сударь, наш вор не прикладывал бы усилий к тому, чтобы скрыть свои преступления, а предоставил бы своим жертвам сделать все за него. Допустим, Лукас Фервайт не кто иной, как коморский шип, и вам стало известно, что он обчистил ваши сундуки. Как вы поступите? Поднимите на ноги стражу, открыто возопитие о помощи, явившись ко двору его светлости. Расскажете о случившемся в присутствии дона Полери Джакобо? Я, я, вот значит, как вы допрос повернули, не знаю даже. Захотите ли вы, чтобы весь комор узнал, что вам натянули нос, что вас оставили в дураках, смогут ли деловые люди полагаться на ваше здравое осуждение после такого? Удастся ли вам когда-нибудь полностью восстановить репутацию? Думаю, это было бы весьма непросто. Правая рука собеседника вновь выпросталась из-под плаща, без перчатки, бледная на фоне темной ткани. Мужчина поднял указательный палец. Четыре года назад ее светлость Донья Розалина де Марре лишилась десяти тысяч крон, отдав означенную сумму за право на владение несуществующими садами выше по реке. Он разогнул второй палец. Два года назад Дон и Донья Филуча потеряли вдвое больше. Они полагали, что финансируют переворот в Талишеме, после которого весь город станет их родовым владением. В прошлом году он разогнул третий палец. Дон Джаварис заплатил пятнадцать тысяч крон прорицателю, пообещавшему вернуть к жизни его старшего сына. Мужчина резко разогнул мизинец и помахал всей пятерней перед Доном Лоренцо. А теперь Дон и Донья Сальвара вовлечены в секретное деловое предприятие, сулящее огромную выгоду. Скажите, вы хоть краем уха слышали о неприятностях, постигших поименованных мной господ? Нет. Донья Демарре дважды в неделю навещают вашу супругу, дабы обсудить с ней вопросы алхимической ботаники. Вы не раз встречались за карточным столом с сыновьями Дона Джавариза, но тем не менее вы впервые обо всем этом слышите. Да, и я потрясен, надо признать. Точно так же в свое время был потрясен и его светлость. Мой хозяин потратил четыре года на то, чтобы отыскать и проследить тончайшие нити улик, связывающие все только. Огромные состояния, не меньше вашего, бесследно улетучивались, но потребовался прямой приказ герцога, чтобы развязать язык потерпевшим. Гордость принуждала их к молчанию. Дон Лоренцо надолго задумался, уставившись в стол, потом наконец заговорил. Но Фервайт снимает номер во фрегате, у него слуга, превосходное платье, очки стоимостью в сотню крон, а также секретная собственность торгового дома Бель-Аустеров. Молодой человек поднял глаза и посмотрел на собеседника так, как если бы обращался к строгому учителю за помощью в решении сложной задачи. Откуда у обычного вора взяться всему этому? Уже ли добротная одежда не по карману человеку, имеющему в своем распоряжении свыше 40 тысяч украденных крон? А что добоченка невыдержанного бренди? Откуда вам, мне, да и вообще любому, кто не посвящен секреты дома Бель-Аустеров, откуда всем нам знать, как должен выглядеть напиток, какой вкус у него должен быть? Ваш бренди просто подделка. Но Фервайта узнал на улице рационский стряпчий, ведущий дела с банкирским домом Мераджо. Ничего удивительного. Наш друг начал создавать личность Лукаса Фервайта очень давно, вероятно, еще до своего знакомства с Доньей де Марре. Лукас Фервайт имеет самый настоящий счет у Мераджо, открытый пять лет назад на самые настоящие деньги. Лукас Фервайт обладает всеми внешними признаками человека, зажиточного и преуспевающего. Но на самом деле он призрак, фантом. Театральная роль, играемая для избранной узкой публики. Я знаю, о чем говорю, ибо слежу за ним уже много месяцев. Но мы с Софией люди вполне здравомыслящие. Если бы что-то было неладно, мы бы наверняка заметили. Что-то неладно? Да здесь неладно все от начала до конца. Прошу вас, господин Сальвара, выслушайте меня внимательно. Вы занимаетесь поставками первосортных крепких напитков. Каждую неделю молитесь за упокой души своей матери в Водранском храме и вдруг наталкиваетесь у храма на Водранца, нуждающегося в вашей помощи, который, ну надо же, оказывается купцом, торгующим тем же самым товаром, что и вы. Странное совпадение, вы не находите? А где еще, как не в храме благоприятных вод, молиться приезжему Водранцу? Нигде, разумеется, но посмотрите на это нагромождение случайностей. Водранский питейный торговец на ваших глазах попадает в беду, причем как раз на своем пути к Дону Джакобу, вашему заклятому врагу, которого, как всем хорошо известно, вы готовы уничтожить любым способом, незапрещенным герцогом. Вы что, следили тогда за нами? Да, и очень внимательно. Мы видели, как вы с вашим слугой бросились в проулок, чтобы спасти человека, которому, как вам показалось, угрожает смертельная опасность. И мы... Что значит показалось? Фирвайт одушил грабитель? Неужели? На самом деле разбойники в масках были его сообщниками, сударь. Сцену нападения мошенники разыграли с целью познакомить вас с мнимым купцом и омнимым предприятии. И чтобы завлечь вас в ловушку, они сыграли на главных ваших струнах. На вашем теплом отношении к квадранцам, вашем чувстве долга и пылкой отваге, вашем деловом интересе, качественным крепким напитком, вашем страстном желании насолить Дону Джакобу. Но разве не подозрительно, что план Фирвайта должен оставаться в глубокой тайне? Что осуществить всю затею необходимо в кратчайшие сроки? Что предложенная сделка распаляет все ваши чисто любивые желания? С минуту молодой человек молчал, уставившись стену напротив и барабаня пальцами по столу все быстрее и быстрее. Вы меня сразили наповал, наконец произнес он тихим растерянным голосом. Сожалею, что пришлось огорчить вас, Дон Сальвара. Правда очень неприятно, спору нет. Конечно же, коморский шип не с десяти футов ростом. Конечно же, он не может проходить сквозь стены, но он существует на самом деле и в настоящее время прикидывается водранцем по имени Лукас Фервайт. Он уже прикаманил ваши пять тысяч крон и рассчитывает выманить у вас еще двадцать тысяч. Надо срочно послать кого-нибудь к Мераджу, чтобы отменить выплату по Векселю, спохватился Дон Лоренцо. Со всем уважением к вам, сударь, но ничего подобного делать не следует. только сам Шип, но его сообщники. Все его пособники, осведомители и соглядатые. Сейчас он у вас на виду, и мы можем следить за всеми его передвижениями. Но стоит ли Шипу почуять что-то неладное, он мигом от нас скроется, а потом ищи-свищи. И неизвестно, представится ли нам еще когда-нибудь другая такая возможность. Его светлость герцог Никованто недвусмысленно приказал, и арестованы. Поэтому мы от имени герцога просим и требуем вашего полного сотрудничества с нами. В таком случае что я должен делать? Продолжайте вести себя так, будто безоговорочно верите истории Фервайта. Пусть он получит деньги по векселю. Пусть насладится первым успехом. А когда он вернется и попросит еще денег? Да? Дайте ему все, что он попросит, сударь. По завершении трапезы со стола убрали и под захмелевший клоп получил задание вымыть всю посуду до блеска горячей водой и тонким белым песком. Чрезвычайно полезно для твоего нравственного воспитания. Воскликнул Жан, нагромоздив гору фарфора и хрусталя перед мальчиком. Лог скала сразу после ужина удалились в гардеробную, чтобы подготовиться к третьему и самому важному шагу в своем мошенническом предприятии. Подвал под храмом Переландра состоял из трех помещений. В одном находилась кухня, другое делилось деревянными перегородками на спальне, а третье служило гардеробной. Вдоль всех стен гардеробной тянулись длинные вешалки, на которых висели сотни нарядов, упорядоченных по здешним и чужеземным модам, по сезону, по покрою, по размеру и по сословной рубахи и рабочие блузы и мясницкие фартуки в пятнах засохшей крови и плащи самого разного вида толстые зимние и тонкие летние, груботканные и искусно пошитые, ничем не украшенные и украшенные всем, чем только можно, вплоть до золота, жемчуга и павлиных перьев и одеяния почти всех теринских священнических орденов Переландра, Марганте, Нары, Сэндавани, Иона и прочих и шелковые сорочки и дублеты с хитроумно вшитыми из-поду защитными пластинами и перчатки и шейные платки и галстуки всех фасонов а также палки и трости в таком количестве что можно снарядить целую армию хромых стариков Коллекцию эту Цеппи начал собирать более 20 лет назад а его ученики постоянно пополняли на деньги добытые мошенничеством Изношенные вещи благородные Каналии почти никогда не выбрасывали даже самые грязные провонявшие потом летние одежды тщательно стирались обсыпались алхимическими ароматическими порошками и аккуратно вешались на вешалку мало ли пригодятся а в случае необходимости их всегда можно будет опять испачкать посреди посреди гардеробной находилось большое ростовое зеркало а еще одно поменьше висело на талях закрепленных на потолке и могло перемещаться и устанавливаться в любом нужном положении сейчас лок стоял перед зеркалом в густо черном бархатном дублете и таких же бриджах в чулках цвета крови на багряной закатной воде и в простом коморском галстуке похожего оттенка не слишком литеатрально мы вырядились калла был одет точно так же только чулки и галстук не красные а серые он подернул рукава к локтю и скрепил зажимами украшенными черным жемчугом в самый раз ответил лок поправляя галстук мы полуночники мы полны самомнения какой уважающий себя тайный сыщик вторгнется среди ночи в чужой дом одетый в зеленое оранжевое или белое да такой который просто подойдет к двери и постучит я все понимаю но не хочу отступать от плана после насыщенного приятными событиями дня дон сальвара должен испытать глубочайшее потрясение а лиловые карминные оттенки недостаточно сильно впечатляют ну если так посмотреть на дело пожалуй чертов дублет жмет в спине пробормотал лок жан жан что там такое гулка донеслось до них мгновение спустя что что наверное мне просто нравится произносить твое имя иди сюда через несколько секунд в гардеробную неспешно вошел жан с бокалом бренди в одной руке и потрепанной книгой в другой я думал сегодняшний вечер у граумана выходной грауман может отдыхать спокойно лок раздраженно ткнул большим пальцем себе за спину а мне требуются услуги самой уродливой в коморе швеи галда занят помогает клопу мыть посуду живо хватай иголку с ниткой очкарик жан недовольно насупил брови над очками но отложил книгу отставил бокал и полез в маленький деревянный сундучок стоявший у стены что читаешь кала приколол галстучному банту серебряную брошь с аметистом и сейчас одобрительно разглядывал себя в маленьком зеркале ким лартену ответил жан осторожно продевая черную нитку в белую костяную иглу корешийские рыцарские романы насмешливо фыркнул лок сентиментальная чушь вот уж не думал что ты увлекаешься детскими сказками к твоему сведению эти как ты выражаешься сказки важные литературные памятники эпохи теринского владычества жан подступил к локку сзади с распарывателем в одной руке и иголкой с ниткой в другой и вообще там зверь вуатсо отрывает голову по меньшей мере трем рыцарям книга небось с картинками увы самые интересные эпизоды не проиллюстрированы жан принялся орудовать распарывателем с той же осторожностью с какой скрывал замки или лез в чужой карман ох да не возись там особо мне плевать как дублет выглядит сзади все равно под плащом не видно будет привести его в порядок мы всегда успеем мы усмехнулся жан ловко распарывая швы в нужных местах скорее уж я из тебя портной как и собаке поэт не стану спорить ну вот так гораздо лучше теперь есть место где спрятать бумажник со значком тайного сыска и еще пару занятных вещиц на всякий случай как-то непривычно выпускать для тебя одежду а не ушивать жан убрал швейные принадлежности обратно в сундучок и закрыл крышку смотри не забывай о тренировках нам совсем ни к чему чтобы ты набрал еще полфунта ну положим большую часть моего веса составляет мозг лок подтянул рукава к локтю и скрепил зажимами как немногим ранее сделал кало ты на треть состоишь из дурных намерений на треть из алчности и на одну восьмую из спеси а все остальное пожалуй да мозг раз уж ты здесь и раз уж ты про меня бедного несчастного досконально все знаешь может придвинешь гримерный шкафчик да пособишь мне преобразиться прежде чем подтащить к зеркалу деревянный шкафчик с десятками выдвижных ящичков Жан немного отхлебнул из бокала с чего начнем с волос тебе нужны черные полагаю как смоль этого малого я буду изображать всего два-три раза Жан обернул плечи локко белым полотенцем которое скрепил на груди крохотным костяным зажимом затем открыл одну из многочисленных аптечных банок и обмакнул пальцы в содержимое черную желеобразную мазь с резким цитрусовым ароматом хм цветом чернее угля а пахнет апельсинами нет мне никогда не понять юмора нашей Джессалины он принялся втирать мазь в каштановые волосы товарища черным аптекарям тоже нужно как-то развлекаться улыбнулся лок помнишь усыпительную свечу с запахом говядины которую она дала нам для чертова староживого пса Дона Филучча да уж смеху не оберешься Калла нахмурился поправляя галстук и отдергивая дублет на запах сбежались бродячие кошки со всего каморра да и попадали там одна за другой как вспомню так вздрогну вся улица услана спящими кошками шагу не ступить а ветер поминутно меняется и мы носимся взад-вперед чтоб оставаться с наветренной стороны от дыма не надышаться случайно прямо скажем не лучшая минута в нашей жизни кивнул Жан уже почти закончивший работу мазь полностью впиталась в волосы Локко придав им натуральный черный цвет с влажным отливом правда но на него никто не обратит внимания поскольку в каморре многие мужчины пользуются разными маслами и помадами для укладки волос вытерев пальцы о полотенце на плечах Локко Жан окунул тряпицу в другую банку с густой серовато-жемчужной жидкостью и бесследно смыл с рук черную краску той же тряпицей он промокнул лоб и шею товарища удаляя пятна и брызги оставленные при окрашивании Шрам? спросил он затем Ага Локко провел мизинцем по правой скуле Вот здесь черкани пожалуйста Жан достал из гримерного шкафчика тонкий деревянный цилиндр с острым кончиком похожим на мелок и провел короткую линию там где показал Локко Белая полоса зашипела Локко поморщился от боли и через считанные секунды чуть спучилась и застыла точным подобием зарубсывавшегося шрама В дверях гардеробной возник лоб разрумянившийся от выпитого за ужином вина В руке он держал черный кожаный бумажник размером чуть поболее складных кошельков в каких знатные господа хранят бумажные деньги в кухне прибрано доложил паренек галда сказал что бумажник ты непременно забудешь коли не кинуть тебе под нос только не надо понимать это дословно локко протянул руку за бумажником в то время как жан снял с него полотенце убедившись предварительно что волосы полностью высохли разобьешь эту штуковину я тебя до самого берлена докачу в бочке собственно лично хранившийся в бумажнике затейливый значок выполнены из золота хрусталя и матового стекла был самым дорогостоящим реквизитом разыгрываемого спектакля даже бочоночек 502 обошелся дешевле изготовили эту вещицу в талишеме расположенном в четырех днях пути к югу вдоль побережья никто из коморских умельцев независимо от уровня мастерства не взялся бы подделать значок герцогского тайного сыска стилизованный золотой паук поверх государственной печати мирного герцогства ни один из благородных каналей настоящих значков глаза не видел но лок с уверенностью полагал что не видел их и почти никто из низшей аристократии примерное описание наводящего ужас значка ходила среди путных людей коморра вот на основании этого описания и была изготовлена подделка дюрант колченок говорит брешут люди нет никакого паука сообщил клоп отдавая бумажник трое старших товарищей сурово взглянули на мальчишку коль мозги твоего дюранта опустить наперсок с водой они будут выглядеть там точно корабль в бескрайнем море сказал жан полуночники существуют на самом деле клоп лок осторожно провел рукой по волосам и убедился что они не пачкаются если ты когда-нибудь нарушишь тайный уговор молись о том чтобы первым до тебя добался каппа они они барсаве воплощенное милосердие по сравнению с людьми заправляющим в водорце терпение да я знаю что полуночники не выдумка сказал клоп я просто говорю что про паука брехня все паук тоже не выдумка поверь жан подбери мне какие-нибудь усы в тон к волосам лок провел пальцем погладко выбритой кожи над губой во главе полуночников стоит кто-то из приближенных герцога мы с Жаном много лет пытались выяснить кто именно но все ведущие к нему ниточки рано или поздно обрываются даже мы с Галда в полном тупике добавил Кало а значит мы имеем дело с необычайно хитрым дьяволом тогда почему же вы уверены что паук за правду существует объясню тебе так клоп лок ненадолго умолк разглядывая предложенные накладные усы потом помотал головой и Жан опять принялся копаться в гримерном шкафчике когда Капа Барсайи расправляется с кем-то мы об этом непременно узнаем верно новости передаются из уст в уста и всегда доходят до нас через одних или других знакомых сам Капа хочет чтобы люди знали об учиненных расправах и наказаниях такие устрашающие примеры призваны предотвратить новые преступления а когда с кем-то расправляется герцог вставил Кало мы тоже всегда узнаем об этом по разным явным признакам но там желтокуртночники ночные дозорщики указы суды оглашенные постановления но когда покарать кого-то решает паук Лок коротко кивнул одобряя вторые усы предложенные Жаном так вот когда за дело берется паук его несчастная жертва просто исчезает с лица земли а Капа Барсайи пикнуть не смеет понимаешь делает вид будто ничего не произошло а если учесть что перед герцогом на шкафа не трепещет и даже смотрит на него немножко свысока вывод напрашивается один есть кто-то другой кого он боится до мокрых штанов кто-то еще кроме серого короля ой да с ним будет покончено через пару месяцев клуб пренебрежительно фыркнул Кало один безумец против трех тысяч кинжалов в подчинении у Барсави серый король почитай уже покойник а вот от паука так просто не избавиться вот почему мы рассчитываем подхватил Лок что Дон Сальвара подпрыгнет на шесть футов когда застанет нас в своем кабинете представителей голубой крови неожиданные визиты полуночников радует не больше чем нас с тобой мне неудобно перебивать сказал Жан но ты побрился на сей раз ага хорошо тонкой палочкой он нанес блестящий прозрачный клей на верхнюю губу Локко который сморщился от отвращения а потом Локко приставил накладные усы и прижал пальцами уже через несколько секунд они приклеились так прочно что не отличить от настоящих клей сварен из плавательных пузырей волчьей акулы пояснил Жан клопу в последний раз мы забыли добавить в него немного растворителя а мне потребовалось срочно избавиться от усов сказал Лок ох и орал же он когда Жан взялся помочь ухмыльнулся Кало ага прямо как братец Санса в пустом борделе Лок показал Кало непристойный жест а Кало в ответ изобразил будто стреляет от него из арбалета так шрам усы волосы ну что мы закончили Жан стал убирать в шкафчик гримировальные принадлежности да все в порядке с минуту Лок придирчиво разглядывал свое отражение в зеркале когда же он снова заговорил голос его звучал чуть ниже и резче чем обычно а в тоне слышалась равнодушная скука с какой пожилой сержант стражи отчитывает тысячного мелкого правонарушителя задержанного им за годы службы ну ладно пойдем сообщим человеку что он попался на крючок к мошенникам то есть вы хотите проговорил дон сальвара чтобы я продолжал выдавать заемные векселя человеку который слывет самым одаренным вором в коморре со всем уважением к вам господин сальвара но вы так поступали бы в любом случае даже без нашего вмешательства в голосе и манерах локко сейчас не осталось ничего от лука софер вайта ни малейшего намека на суховатую сдержанность и чопорное достоинство водранского торговца новый персонаж опирался в своих действиях на вымышленные непререкаемые приказы герцога такой человек мог себе позволить насмешливый тон в разговоре со знатным господином неприкосновенность чьего дома он нарушил подобную дерзость нельзя просто изобразить лок должен был подлинно исполниться ею вызвав из собственного существа облачиться в высокомерие словно в привычное старое платье настоящий лок ламора вор и плут стал бледной тенью для самого себя теперь он был полуночником офицером герцогского тайного сыска изощренная ложь локко обратилась простой правдой нового персонажа но обсуждавшиеся суммы составляют чуть ли не половину моего состояния значит вы отдадите нашему другу фирвайту половину своего состояния сударь пусть он подавится тем чего просит благодаря вашим векселям мошенник никуда от нас не денется будет бегать туда-сюда между банковскими конторами которые будут выдавать этому призраку мои самые что ни на есть настоящие деньги вы хотите сказать да во исполнение воли герцога еще раз подчеркиваю не переживайте господин сальвара его светлость располагает достаточными средствами чтобы возместить вам любые убытки которые вы понесете помогая нам поймать преступника по моему мнению однако шип не успеет не растратить ваши деньги недалеко спрятать и они вернутся к вам еще прежде чем у вас возникнет в них надобность вам следует подумать так же и о другой стороне дела не денежной о чем вы говорите о благодарности герцога за помощь в достижении поставленной цели сказал лок в противовес недовольству которое вы непременно на себя навлечете если из-за вашего отказа сотрудничать с нами мошенник ускользнет из сети затягивающейся вокруг него хм дон сальвара опять нацепил на нос очки да пожалуй с этим не поспоришь общаться с вами на людях я не смогу ни по каким вопросам связанным с нашим делом обращаться к коморским стражникам в него непосвященным вам не следует если мне понадобится поговорить с вами встречи наши будут происходить тайно ночью надо ли мне приказать конте чтоб держал на готове закуски на случай если среди ночи в окно полезут люди в черном или попросить донью Софию чтоб отсылала ко мне в кабинет всех полуночников внезапно выскакивающих из ее платяного шкафа даю вам слово сударь впредь наши посещения будут обставляться не столь театрально мне было велено довести до вашего понимания всю серьезность обстоятельств и наглядно показать нашу способность преодолевать препятствия уверяю вас у меня нет ни малейшего желания враждовать с вами возвращение ваших денег станет венцом моих неустанных многомесячных усилий а донья София ваш хозяин отвел ей какую-нибудь роль в вашем хитроумном встречном плане ваша супруга незаурядного ума женщина да конечно сообщите ей о нашем разговоре расскажите всю правду про лука Софирвайта заручитесь ее помощью в нашем непростом деле однако злорадно улыбнулся лог я с сожалением вынужден предоставить вам самолично объясняться с нею сударь со стороны суши камор защищен древней крепостной стеной по которой денно и ношно расхаживают вооруженные часовые бдительно высматривая не покажется ли вдали разбойничая шайка или вражеская армия со стороны же моря дозор несут солдаты на сторожевых башнях и военных галеонах на постах выставленных вокруг квартала Альсагранта круглыми сутками стоят городские стражники оберегающие низшую каморскую знать от неприятной необходимости видеть или обонять своих галаштанных подданных Незадолго до полуночи Лок и Жан верхом переслекли Анжевину по так называемой арке древних Этот широкий стеклянный мост украшенный затейливой резьбой соединял западные Альсагранты с двусеребряным парком роскошными прогулочными садами для избранной публики откуда недостаточно зажиточных горожан тоже гнали подальше зачастую дубинками и хлыстами Длинные стеклянные цилиндры изливали рубиновый алхимический свет на тонкие пряди тумана завивавшиеся вокруг лошадиных бабок Середина моста находилась в 50 футах над водой а обычный ночной туман не поднимался выше Сырой и теплый ветер палача легко покачивал красные фонари в черных железных каркасах и двое благородных каналей ехали окруженные жутковатым кровавым ореолом колеблющегося света Стойте доложите кто вы такие и по какому делу У самого подножья моста на северном берегу Анжевины находилась приземистая караульная будка с затянутыми масляной бумагой оконцами из которых сочился белесый свет около нее стоял одинокий человек чей желтый плащ казался оранжевым в красном сиянии фонарей слова часового прозвучали бы повелительно если бы не голос неуверенный и совсем молодой Лок улыбнулся на каждом саражевом посту в квартале Альсегранте должны стоять по два желтокурточника но сегодня старший из них не иначе решил отдохнуть и поручил всю работу своему неопытному юному напарнику оно только к лучшему придержав лошадь у караульной будки Лок достал из-под черного плаща драгоценный бумажник имя мое не имеет значения Лок раскрыл бумажник и коротко показал круглолицому молодому стражнику значок тайного сыска блеснувший слабым в свете бумажных окон я здесь по делу порученному мне его светлостью герцогом Никованте понятно сударь я здесь не проезжал мы с тобой не разговаривали и напарнику своему втолкуй что он меня не видел и не слышал желтокурточник поклонился и быстро отступил назад явно рабея Лок улыбнулся всадники в черных плащах на черных лошадях выплывающие из тьмы и тумана при свете дня подобные страшилки вызывают лишь смех но под покровом ночи поверить в призраков очень легко если на улице златохватов деньги вовсю работали то в Альсегранте они оседали на покой четыре острова Альсегранте соединенные между собой мостами представляли собой ступенчатые холмы чьи вершины находились вровень с широким плато где вздымались к небу могучие пять башен деньги нажитые в давнем прошлом и деньги нажитые в прошлом недавнем здесь причудливо смешивались в пестрой мозаике особняков и частных садов отсюда купцы менялые судовые агенты снисходительно взирали на остальной город отсюда низшая знать с завистью смотрела на башни пяти семейств правивших коморром время от времени по улицам грохотали черные лакированные кареты с раскачивающимися фонарями и трепещущими на ветру гербовыми вымпелами своих владельцев иные экипажи сопровождала охрана из вооруженных садников в разрезных дублетах и полированных нагрудных пластинах такой моде следовали в этом году наемные головорезы в некоторых упряжках лошадиные сбруи были украшены крохотными алхимическими шариками и издалека казалось будто в тумане летит рой светлячков особняк Дона Сальвары четырехэтажное прямоугольное здание с колоннами возведенное несколько веков назад уже слегка просел под бременем лет ибо он был целиком и полностью построен человеческими руками расположенный в сердце Дюроны самого западного из Альсеграндских островов окруженный густыми садами и со всех сторон огороженный двенадцатифутовой каменной стеной громадный особняк и сам казался своего рода островом зарешеченные окна на четвертом этаже горели янтарным светом двое благородных каналей тихо спешились в переулке у северной стены усадьбы за несколько долгих ночей тщательной разведки лок с клопом выяснили где проще перелезть через ограду и взобраться на крышу одетые во все черное они с кала станут практически невидимыми под покровом тьмы и тумана едва лишь окажутся по другую сторону каменной ограды обстоятельства им благоприятствовали полная тишина и не единой живой души вокруг кала привязал лошадей к деревянному столбу у стены и ласково потрепал жидкую гриву своей кобылы выпив память о нас стаканчик другой голубушка коли мы не вернемся прислонившись спиной к стене лок подставил сцепленные ладони кала оперся ногой на это подобие стремени и крепко оттолкнувшись прыгнул вверх бесшумно взобравшись на стену он свесился вниз и протянул обе руки товарищу затащить следом за собой локко стройного и легкого жилистому кала не составило ни малейшего труда уже через считанные секунды они спрыгнули в благоуханную влажную темноту сада и застыли на корточках напряженно прислушиваясь все двери на первом этаже запирались изнутри на хитроумные шестеренчатые замки и железные засовы против них отмычка бессильна ясное дело но вот крыша многие обитатели альсегранты еще не достигшие достаточно важного положения в обществе чтобы опасаться наемных убийц свято верили в неприступность высоких каменных оград два вора медленно и бесшумно карабкались по северному фасаду особняка крепко цепляясь за трещины в теплой гладкой кладке на втором и третьем этаже было темно и тихо свет горел на четвертом с другой стороны здания сколотящимися от возбуждения сердцами лок и кала надолго замерли под самым парапетом крыши напрягая слух не донесется ли из глубины дома какой-нибудь шум свидетельствующий о том что их заметили луны скрывались за тонкими серыми облаками слева от лок и кала расстилался город широкая дуга расплывчатых разноцветных огней мерцающих сквозь туман а над ними на фоне ночного неба смутно чернели силуэты громадных башен крохотные огоньки окон и парапетных фонарей на самом верху не скрашивали а наоборот усиливали зловещее впечатление производимое грандиозными сооружениями если смотреть на них снизу с близкого расстояния головокружение обеспечено лок перелез через парапет первым в тусклом свете подернутых облаками лун он добрался до белой мощеной дорожки проходящий посередине крыши и медленно двинулся по ней по обеим сторонам от него темнели очертания цветущих кустов невысоких деревьев и вьющихся лоз в воздухе висел запах влажной земли смешанный с ароматом зелени и цветов сад вокруг особняка был самым что ни на есть обычным а здесь на крыше располагался ботанический заповедник Доньи Софии лок по опыту знал что почти все ботаники и алхимики увлекаются изготовлением диковинных ядов поэтому он закутался в плащ поплотнее надвинул капюшон пониже и закрыл лицо черным шейным платком до самых глаз бесшумно ступая лок и кала пробирались через сад Софии с такой осторожностью будто шли между лужами горючего масла в тлеющих плащах в центре сада находился люк с обычным дверным замком минуты две кала стоял подле него с отмычками в руке чутко прислушиваясь а потом за 10 секунд открыл замок задерживаться в лаборатории Доньи Софии на четвертом этаже двоим незваным гостям хотелось еще меньше чем в ботаническом саду на крыше на цыпочках точно виноватые мужья припозднившиеся домой с попойки они крадучись прошли через темные помещения заставленные растениями в горшках и научным оборудованием и наконец достигли узкой каменной лестницы что спускалась на третий этаж план дома благородные каналии знали как свои пять пальцев на третьем этаже находились спальные покои хозяев и кабинет Дона Сальвары напротив через коридор на втором этаже располагалась большая обеденная зала которая в отсутствии гостей почти не использовалась на первом этаже размещались кухня несколько гостиных и комнаты прислуги кроме конте супруги Сальвара держали двух пожилых служанок повара и мальчишку выполнявшего обязанности посыльного и судомоя все они вероятно сейчас крепко спали в своих комнатах и в любом случае никто из них не представлял собой и сотой доли той опасности какую представлял конте часть плана связанная с ним виделась лишь в общих чертах перед разговором с Доном Сальварой они должны найти и обезвредить старого вояку внезапно до них донеслись гулкие шаги Лок шедший впереди быстро присел на корточки и осторожно выглянул из-за угла он увидел длинный продольный коридор деливший третий этаж пополам и Дона Сальвару который секундой раньше вышел из кабинета оставив дверь открытой и сейчас заходил в спальню дверь спальни за ним плотно затворилась и мгновение спустя щелкнул замок вот удача то прошептал Лок по всему похоже Сальвара Буди там занят какое-то время но свет в кабинете он оставил значит еще вернется туда давай поскорее покончим с самым трудным делом Лок и Кала тихонько двинулись по коридору уже обливаясь потом но по-прежнему плотно кутаясь в плащи чтоб не шуршали стены здесь были украшены гобеленами и затейливыми канделябрами в которых горели крохотные алхимические шарики дававшие не больше света чем тлеющие угольки за массивной дверью в покое супругов Сальвара послышался приглушенный смех коридор заканчивался широкой круговой лестницей беломраморные ступени выложенные мозаикой с картой Каморра спускались в обеденную залу неожиданно Кала схватил Лок за рукав приложил палец губам и кивком указал вниз слышишь металлический лязг шаги металлический лязг шаги такая последовательность звуков повторилась еще несколько раз постепенно приближаясь Лок с ухмылкой взглянул на друга кто-то шел по обеденной зале методично проверяя замки и железные запоры на окнах в столь поздний час заниматься этим мог лишь один человек в доме Кала опустился на колени за балюстрадой слева чтобы любой кто станет подниматься по лестнице прошел прямо под ним под плаща треугольный кожаный мешок и черный шелковый шнур который ловко пропустил сквозь отверстия по краям мешка особым хитроумным способом Лок сидел на корточках рядом скала не спуская глаз с коридора конечно Сальвара вряд ли скоро появится но великий благодетель как всем известно примерно наказывает недостаточно бдительных воров внизу показался свет фонаря послышались твердые красил бы стены кровью Лок Кайкала а значит необходимо было сделать схватку предельно бесчестной увидев под собой плешивую макушку Конте Кала молниеносно просунул руку между балясинами и сбросил на него свой цирюльничий колпак для людей неосведомленных кого не похищали и не продавали в рабство на острова железного моря цирюльничий колпак выглядит миниатюрным подобием палатки когда быстро летит в последний миг он широко расхлопывается и накрывает голову жертвы по самые плечи Конте пошатнулся от неожиданности а Кала резко дернул шелковый шнур затягивая мешок у него на шее любой более или менее хладнокровный человек само собой уже через пару секунд пытается стащить с головы цирюльничий колпак поэтому изнутри мешок всегда обильно смазывают летучим снотворным зельем приобретенным у черного аптекаря зная крутой нрав телохранителя Сальвары Лок и Кала потратили почти 30 крон на вещество пары которого сейчас вдыхал Конте вдыхал достаточно глубоко хотелось верить обычному человеку как правило хватало одного панического вдоха в плотно затянутом кожаном мешке чтобы свалиться на месте однако когда Лок бросился вниз по ступенькам чтобы подхватить бесчувственное тело жертвы он с удивлением обнаружил что Конте по-прежнему стоит на ногах силясь дернуть цирюльничий колпак он заметно ослаб да но все еще оставался в сознании хотя и явно помутненным что ж быстрый тычок кулаком под дых заставит Конте открыть рот и вдохнуть сонные пары поглубже Лок подскочил к нему и одной рукой обхватил за шею прямо под колпаком готовясь нанести удар это едва не испортило все дело Конте стремительно вскинул руки срывая удушающий захват противника прямо скажем слабоватый а следующую секунду заломил Локку правую руку и яростно ударил раз другой третий его самого в живот прямо под вздох боль взорвалась жарким огнем внутри и Лок кулем осел к ногам своей предполагаемой жертвы Конте резко вскинул колено собираясь вышибить противнику зубы через уши но снотворное зелье благодарение богам наконец-то подавило неукротимую волю старого солдата колено лишь слегка задело подбородок Локка зато тяжелый башмак Конте врезался ему в пах Лок опрокинулся навзнич крепко ударившись о мраморную ступень затылком отчасти защищенным толстым капюшоном плаща и остался лежать там судорожно хватая ртом воздух и тщетно пытаясь вырвать свою руку из руки Конте по-прежнему не разжимавшего хватки На помощь подоспел Кало Бросив затяжной шнур он сбежал вниз и подсечкой сбил Конте со слабеющих ног одновременно придержав за грудки чтобы тот произвел поменьше шума при падении Едва лишь Конте распростерся на лестнице головой вниз Кало наклонился над ним и довольно безжалостно саданул кулаком в пах дважды После первого удара мужчина слабо дернул ногами а после второго уже не шевельнулся Цирюльничий колпак наконец сделал свое дело Затем Кало кинулся к другу чтобы помочь ему сесть но Лок отмахнулся Ты как? прошептал Кало Как будто рожаю и чертов младенец прорубает себе дорогу топором Тяжело дыша Лок сорвал с лица платок чтобы не сблевануть прямо в него и не перемазаться так что уже ничем не скроешь Пока Лок пытался справиться с дурнотой и дрожью Кало присел на корточке около Конте рывком стянул с него колпак и быстро помахал перед собой ладонью разгоняя приторный запах сонного зелия Аккуратно свернув кожаный мешок и спрятав обратно под плащ он перетащил Конте на несколько ступенек вверх Кало Лок сдавленно кашлянул Мой грим испорчен? Да нет вроде Похоже если конечно ты сможешь идти не в раскорячку Подожди здесь минутку Кало проворно спустился к подножью лестницы и окинул взглядом обеденную залу В тусклом свете городских огней проникавшем в заперты окна он разглядел длинный стол и стеклянные горки с посудой и разными фарфоровыми безделицами неразличимыми в полумраке В зале никого не было и снизу не доносилось ни звука Когда Кало вернулся Лок уже стоял на четвереньках Рядом мирно спал Конте с комичным блаженством на грубом изрезанном складками лице По пробуждению у него на физиономии появится совсем другое выражение Кало помахал тонким медным кастетом с кожаной подложкой и грациозным движением спрятал его в рукав Я прибегнул к помощи маленького друга разбойника чтобы врезать бедняги покрепче Мне твоего беднягу ни капельки колотил мне яйца в легкие Лок попытался оттолкнуться от ступеньки руками но не сумел Кало подхватил товарища под правый локоть и потянул вверх помогая подняться на колени Ну по крайней мере ты отдышался Идти-то сможешь? Ковылять смогу В наклонку поначалу Но через минуту другую думаю уже сумею держаться как ни в чем не бывало По крайней мере пока мы здесь Кало помог Лок взобраться по лестнице обратно на третий этаж Оставив друга следить за коридором он опять спустился и осторожно поволок Конте вверх по ступеням На самом деле телохранитель Сальвары весил не так уж и много сконфужен Лок желая показать что уже вполне оправился вынул из-под плаща два мотка прочной веревки сам связал Конте по рукам и ногам заткнул ему рот сложен в четверо носовым платком вытащил кинжалы у него из ножен и отдал Кало который сунул их себе за пояс дверь кабинета по-прежнему стояла распахнутой настиж и из нее в коридор лился мягкий теплый свет дверь же спальни оставалась плотно закрытой да пошлют вам боги сегодня больше страсти и выносливости чем обычно сударь и сударыня прошептал Лок вашим домашним варам нужно немножко передохнуть прежде чем продолжить свои дела намеченные на вечер когда Кало подхватил Конте подмышки и потащил Лок наканился и взял телохранителя за ноги даром что кривился от боли стараясь производить возможно меньше шума они черепашим шагом вернулись в другой конец коридора и положили спящего Конте на пол за углом рядом с лестницей в лабораторию когда несколькими минутами позже они наконец вошли в кабинет Дона Сальвары Лок с облегченным вздохом плюхнулся в глубокое кожаное кресло а Кало встал у двери и спальни напротив снова донесся приглушенный смех возможно ждать придется долго заметил Кало боги к нам милостивы Лок взглянул на застекленный питейный шкаф коллекция бутылок там представленная была даже более внушительной чем на прогулочной барке Дона Сальвары я бы надел нам поглоточку другому третьему да боюсь подобная развязанность нашим персонажам не свойственно они прождали десять минут пятнадцать двадцать Лок дышал глубоко и ровно стараясь не обращать внимания на пульсирующую боль отдававшуюся во всем теле однако когда в замке двери напротив проскрежетал ключ Лок быстро вскочил на ноги расправил плечи и сделал вид будто вовсе не ощущает свои яйца подобием глиняных плошек упавших на булыжную мостовую с огромной высоты и разбившихся вдребезги он снова натянул на лицо черный шейный платок и волевым усилием вызвал себе волну властного высокомерия которая тотчас проступила во всем его облике как сказал однажды отец цеппи даже самый искусственный грим не преображает внешность сильнее чем внутреннее перевоплощение Кало поцеловал тыльную сторону своей ладони через платок маску и подмигнул товарищу в кабинет насвистывая вошел дон Лоренцо Сальвара в домашней одежде и без оружия закройте дверь сударь произнес лог холодным повелительным тоном недопускающим возражений присаживайтесь сударь и не трудитесь звать слугу он сейчас обездвижен через час после полуночи двое мужчин покинули Альси Гранте по арке древних были они в черных плащах при черных лошадях один неторопливо ехал верхом а другой шел странной походкой в раскорячку видя лошадь под узцы просто невероятно воскликнул Кало все и впрямь вышло в точности как ты планировал жаль никому не похвастаешься самое крупное наше дело а нам потребовалось просто-напросто сообщить жертвы что мы ее обманываем и получить по яйцам пробормотал Лок да сочувствую лютый мужик этот конте что и говорить ладно утешься мыслью что он будет чувствовать себя не лучше когда очнется тоже мне утешение если бы подобные мысли могли притуплять боль никому никогда не взбрело бы на ум давить виноград клянусь многохитрым стражем я сроду не слышал чтобы состоятельный человек столько ныл и жаловался выше нос дружище ты же у нас самый богатый и самый умный на свете верно ага и богатый и умный и хожу смешно двое воров двинулись на юг через двусеребряный парк на окраине которого они сначала оставили в укромном месте своих лошадей они многим позже избавились от трюметных черных нарядов после чего уже в одежде простых рабочих направились в храмовый квартал они дружелюбно кивали встречным патрульным стражником расхаживавшим в тумане с фонарями на длинных копьях и ни один из них ни разу не взглянул вверх на всем обратном пути за ними следовала крылатая тень бесшумная как дыхание младенца быстрая и легкая она перелетала с крыши на крышу ни на шаг от них не отставая когда лог скала наконец добрались до храмового квартала загадочная тень взмахнула крыльями и стала подниматься в темноту по широкой медленной спирали вскоре она вознеслась над пеленой коморского тумана и затерялась серой дымки низких облаков интерлюдия последняя ошибка первое знакомство с вирарским зеркальным вином имело для истощенного мальчишки даже более тяжелые последствия чем ожидал цепи почти весь следующий день лог ворочался и метался на своем тюфяке голова у него гудела и даже самый слабый свет нестерпимо резал глаза у меня лихорадка глухо простонал он в мокрую от пота подушку у тебя похмелье цепи взъерошил локу волосы и похлопал по спине моя вина на самом деле братья санца пьют как лошадь зря я позволил тебе брать с них пример в первый же вечер сегодня работать не будешь отлеживайся что от выпивки всегда так плохо даже когда протрезвеешь жестокая шутка правда боги за все удовольствия требуют платы если только ты не пьешь аустерсалинский бренди конечно астраслинский аустерсалинский из эмберлина одно из многочисленных достоинств этого бренди состоит в том что от него не бывает похмелья очень дорогой напиток до самого вечера лог провалялся в муторном полусне а к часу лжесвета обнаружил что снова может ходить хотя у него по прежнему оставалось ощущение будто мозг пытается подкопаться под затылочную кость и сбежать из черепа отменять визит к аппе Барсави священник не собирался нарушать договоренности о встречах с каппой осмеливаются лишь обитатели стеклянных башен чьи профили чеканят на монетах и даже они еще хорошенько подумают однако он согласился предоставить логику более или менее удобное средство передвижения оказывается за храмом Переландра находился маленький вонючий хлев где жил усмиренный козел имени у него нет сказал цеппи усаживая мальчика на спину животного что толку давать скотине имя если она все равно не будет на него откликаться в отличие от большинства детей лог никогда не испытывал безотчетного отвращения к усмиренным своей жизни он видал вещи и пострашнее чем пустой взгляд кротких белоглазых животных в глубоких горных пещерах встречается белое мелоподобное вещество под названием призрачный камень оно неестественного происхождения и залегает лишь рядом с облицованными стеклом тоннелями давным-давно как считается проложенными древними загадочным племенем много веков назад построившим коморр в твердом состоянии призрачный камень не имеет вкуса почти лишен запаха и не вступает во взаимодействие с другими веществами свои удивительные свойства он обнаруживает при горении ученые-лекари издавна исследовали пути и способы воздействия различных ядов на живой организм один останавливает сердце другой разжижает кровь третий поражает желудок или иные внутренние органы отравный дым призрачного камня нисколько не вредит телесному составу но уничтожает саму индивидуальность чистолюбие упрямство отвага воля жизненная сила все пропадает после нескольких глотков таинственного бледного дыма человек случайно вдохнувший мало его количество на несколько недель погружается в тупую апатию а изрядно надышавшийся остается в таком состоянии навсегда жертвы живы-здоровы но совершенно безразличны ко всему и вся они не узнают родственников и друзей не реагируют на смертельную опасность их можно заставить принимать пищу отправлять естественные надобности таскать разные ноши но больше ничего белесая пленка заволакивающая их глаза есть внешнее проявление пустоты навсегда овладевшей душами и умами в давние времена тиринского владычества таким образом карали злостных преступников но еще несколько веков назад все цивилизованные города государства Терина отказались от усмирения людей посредством призрачного камня даже общество в котором детей вешают за мелкие кражи а узников скармливают морским хищником находит подобную меру наказания чрезмерной теперь усмирению подвергаются только животные преимущественно вьючные это распространенная практика в больших городах вроде каморра с тесными лабиринтами улиц где на каждом шагу подстерегает опасность усмиренные пони никогда не взбрыкнут и не сбросят малолетних седоков усмиренные лошади и мулы никогда не легнут погонщика и не скинут дорогостоящий груз в канал на морду животного надевается джутовый мешок с щепотью толченого призрачного камня и тлеющей лучиной после чего работники быстро выбегают на свежий воздух уже через несколько минут глаза животного затягиваются молочно-белой пленкой а само оно напрочь лишается собственной воли но маленького локка мучившегося жестокой головной болью и еще не вполне свыкшегося с мыслью что он теперь убийца и обитатель сказочного стеклянного подземелья жутковатое механическое поведение козла совершенно не беспокоило храм должен стоять на прежнем месте когда я вернусь позже вечером сказал отец цепи закончив переодеваться для вылазки в город безглазый священник бесследно исчез а вместо него появился крепкий мужчина средних лет и среднего достатка с волосами и бородой каштанового отлива в дешевом коротком плаще на льняной платкладке накинутом поверх простой бледно-желтой рубахи бесшейного платка или галстука на прежнем месте повторил один из близнецов санца и целехонький а не сгоревший дотла добавил другой если вам ребятки удастся спалить камень и древнее стекло значит боги уготовили вам судьбу более великую нежели участь моих учеников ведите себя хорошо а я отведу лобка туда где он получит ээээ искоса взглянув на маленького ламору цепи пантомимические изобразил будто пьет из стакана а потом схватился за челюсть и скривился словно от боли ох в один голос произнесли братья санца вот именно цепи надел круглую кожаную шапочку и взял поводья козла на котором сидел лобк дождитесь нас наш визит каппи обещает быть интересным мягко выражаясь этот каппо барсавии произнес лобк когда отец цепи ведя за собой безымянного козла зашигал по одному из узких стеклянных мостов между фаурией и улицей златохватов кажется мой бывший хозяин что-то говорил мне о нем верно говорил когда по твоей милости сгорела стеклянная лоза о так вы и про это знаете ну когда твой бывший хозяин начал рассказывать о тебе он просто несколько часов к ряду не мог остановиться если я ваш пизон вы что пизон барсави да это ясное и точное описание наших с ним взаимоотношений все до единого путные люди каморра солдаты барсави его глаза и уши его шпионы и подчиненные пизоны но барсави также в известном роде мой друг я оказывал ему разные услуги в прошлом когда он еще только шел к власти мы можно сказать вместе продвигались по общественной лестнице и в конечном счете я заслужил особое отношение а барсави получил свое распоряжение весь город особое отношение стоял один из чудесных располагающих к прогулкам вечеров какие только бывают в коморре летом меньше часа назад прошел ливень и свежий туман простиравший между домами свои щупальца подобные длинным цепким рукам призрачных великанов дышал приятной прохладой воздух еще не успел напитаться ароматами гнилого ила дохлой рыбы и человеческих отходов после часа лжесвета прохожих на улице златохватов было совсем немного и лог с цеппи разговаривали вполне свободно капа дал недлинный поводок как бы тебе объяснить ну вот в нашем городе добрая сотня шаек лог даже больше сотни всех и не упомнить некоторые из них слишком недавно образовались или слишком много вольничают чтобы барсави мог полностью им доверять поэтому он за ними внимательно приглядывает внедряет в них своих людей требует постоянных отчетов следит за всеми действиями что же до тех за кем пристальное наблюдение не ведется цеппи указал пальцем на себя потом на локко предполагается что мы делаем дела честно покуда не доказано обратное мы соблюдаем все правила капы отдаем ему долю наших доходов и он считает что может более или менее доверять никаких шпионов и прочего дерьма длинный поводок за такую привилегию и платить не жалко цеппи позвенил монетами в кармане плаща вот небольшой знак моего уважения к капе две десятины от пожертвований собранных в храме периландра за неделю сто с лишним шаек вы говорите в нашем городе шаек больше чем мерзких запахов иные из них древнее чем многие знатные семейства альсегранте и ритуалы у них строже чем у некоторых священных орденов черт возьми а ведь когда-то в коморре было почти тридцать кап и каждый держал в подчинении всего четыре пять шаек тридцать кап и все как барсай ну и да и нет да потому что они руководили шайками отдавали приказы и спарывали животы от яиц до самой глотки когда гневались нет потому что во всех прочих отношениях они не походили на барсаве еще пять лет назад в городе заправляли тридцать таких вот кап тридцать маленьких королевств и все сражаются между собой грабят друг друга выпускают друг другу кишки на улицах одновременно все они воевали с желтокурточниками убивавшими по двадцать воров за неделю самое спокойное время потом появился кап о барсаве и стал верара поверишь ли раньше он был магистром теринского коллегия преподавал риторику он прибрал к рукам несколько шаек и начал резню но не как буйный поножовщик в темном переулке а скорее как хладнокровный лекарь вырезающий гнойный нарыв убивая одного капу за другим барсаве забирал под свою власть их шайки на них он особо не давил без необходимости отводил каждой свою территорию позволял самим выбрать гористу щедро делился доходами в общем пять лет назад в городе было 30 кап четыре года назад десять а три года назад остался один единственный капа барсаве со своей сотней шаек весь город все путные люди включая здесь присутствующих оказались у него в кармане никаких больше открытых войн между кварталами никаких массовых казней когда перед дворцом терпения вздергивали по 10-20 воров одновременно в наши дни за раз вешают двух-трех не больше это все из-за тайного уговора который я нарушил который ты нарушил да верная догадка да мой мальчик это и есть ключ к замечательному успеху капы барсаве в общих чертах дело обстоит так капа заключил с герцогом долгосрочное соглашение за исполнением которого следит один из влиятельнейших герцогских приближенных коморские шайки не трогают знать мы не покушаемся на корабли подводы помеченные законным гербом владельца взамен барсавец стал фактическим правителем многих весьма привлекательных кварталов города горелища скопища отбросов дровяной свалки западни и прочих ну и вдобавок городская стража гм несколько утратила бдительность значит нам можно гравить всех кроме аристократов и кроме желтокурточников да к нашим услугам купцы менялы и все приезжие через комор проходит больше денег чем через любой другой город на нашем побережье сотни кораблей в неделю тысячи матросов и офицеров мы совершенно не против того чтобы оставить местную знать в покое а купцы менялы и остальные не возмущаются такой несправедливостью возмущались бы кабы они и знали вот почему уговор и называется тайным и вот почему комор такой чудесный замечательный и безопасный город бояться за свои деньги здесь приходится лишь тем у кого их не так уж и много о ясно лок потеребил шнурок на котором висел мешочек с акульем зубом я вот еще чего хочу спросить вы говорили мой бывший хозяин заплатил за разрешение ну убить меня а барсави не осерчает что вы меня так и не убили цеппи рассмеялся да разве ж я повел бы тебя к нему дружок когда бы опасался что он осерчает нет твоей меткой смерти я могу распоряжаться по своему усмотрению я же ее купил разве не понятно хапи решительно все равно используем мы метки смерти или нет для него важно чтобы мы признавали за ним единоличное право даровать или отбирать жизнь что-то вроде налога взымать который дозволено лишь ему одному смекаешь лог кивнул и несколько минут молчал переваривая услышанное головная боль затрудняла это дело вот расскажу тебе одну историю вновь заговорил отец цеппи немного погодя чтобы ты понял что за человек наш капа которому ты перетягнешь верности сегодня в самом начале когда барсави еще только укреплялся во власти ни для кого не было секретом что два десятка горист вступили в сговор и замышляют избавиться от него при первом же удобном случае предвидя возможные упредительные действия капы они держались на чеку а методы барсави они хорошо знали поскольку немногим ранее сами же и помогали ему прибрать к рукам город заговорщики позаботились о том чтобы он не смог устранить всех их одновременно примись капа резать глотки своим противником шайки успели бы предупредить друг друга и тогда началась бы кровавая бойня новая затяжная война однако барсави ничего не предпринимал а слухи о предательстве горист становились все настойчивее в то время всех посетителей капа барсави принимал своей резиденции размещавшейся в корпусе старого виражского корабля одного из громадных неповоротливых галеонов предназначенных для перевозки войск он и по сей день стоит на приколе в свалке своего рода дворец на воде известный под названием плавучая могила так вот капа с шумными хлопотами доставил туда и расстелил на полу приемного зала огромный ашмирский ковер поистине великолепный такой даже сам герцог повесил бы скорее на стену для пущей сохранности и он ясно дал понять всем и каждому что ковром своим дорожит до чрезвычайности уже в скором времени подданные барсаве знали исход его встречи с тем или иным человеком можно с уверенностью предсказать по ковру если капа собирался пустить кому-то кровь ковер скатывали и убирали подальше всякий раз без исключения шли месяцы ковер скатывали и расстилали скатывали и расстилали иные посетители увидев под ногами голый пол сразу пытались обратиться в бегство что было равносильно признанию своей вины однако вернемся к нашим гористам заговорщикам у всех них хватало ума не соваться на плавучую могилу безнадежной охраны и не оставаться с капой наедине а барсаве в ту пору еще не настолько прочно утвердился во власти чтобы гневаться по такому поводу поэтому он просто выжидал а потом в один прекрасный вечер капа пригласил на ужин девятерых из неблагонадежных горист не всех смутьянов конечно но самых умных и самых опасных предводительствовавших самыми крупными шайками лазутчики разведали обстановку и доложили своим хозяевам что любимый ковер капы расстелен на полу и на нем стоит пиршественный стол ломящийся от яст каких и сами боги не видывали и эти несчастные болваны решили что барсаве просто хочет обсудить с ними положение вещей что он напуган и готов к переговорам поэтому они не взяли с собой охрану и вообще никак не позаботились о своей безопасности были уверены что одержали верх над капой можешь вообразить каково же было их удивление продолжал цепи когда они спокойно расселись за столом стоявшим на великолепном ашмирском ковре а в зал вдруг ворвались полсотни солдат барсави с арбалетами бедных олухов утыкали стрелами так что дикобраз в гоне набросился бы на любого из них и отымел бы приняв за самку кровища хлистала фонтанами и что не попало на ковер то разлетелось брызгами по стенам и потолку значит ковер попортили не то слово так вот барсави создал у всех определенные ожидания чтобы в нужный момент одурачить людей злоумышлявших против него гористы рассудили что странное причудо капы служит залогом их безопасности а оказалось что ради уничтожения нескольких сильных врагов и расчудесным ковром не жаль пожертвовать цепи указал рукой вперед на юг вот какой человек ждет тебя для разговора там в полумиле отсюда я бы настоятельно посоветовал быть с ним предельно вежливым воровская таверна последняя ошибка была местом где преступное подполье каморро выходило наружу здесь путные люди разного рода и звания могли выпить и свободно обсудить свои дела а допропорядочные горожане по неведению сюда сунувшиеся сразу привлекали внимание точно змеи в детской комнате и в два счета выпроваживались прочь вооруженными мужиками малоприятной наружности явно страдающими острым недостатком воображения здесь собирались целые шайки чтобы зашибить муху договориться о работе или просто покрасоваться друг перед другом в охмелю посетители громко спорили о лучших приемах удушения сзади и о том какие яды предпочтительные подмешивать вино а какие в пищу они открыто обсуждали глупость герцогских приближенных изъяны в порядке налогообложения и недальновидность дипломатических соглашений коморро с другими городами государствами на побережье железного моря они разыгрывали на столах целые сражения с помощью игральных костей хлебных корок и обломков куриных косточек громогласно утверждая что вот тут следовало повернуть налево а не направо как сделал герцог никованты по недомыслию а вот тут надо было стоять намертво когда пять тысяч копейщиков постанческой армии полоумного графа хлынули вниз холма священных врат но ни один из них сколько бы ни был он одурманен выпивкой грязетворным зельем или джеремскими порошками каким бы великим полководческим талантом или мудрым государственным умом не мнил себя ни один из них в жизни не осмелился бы посоветовать капе винкарло барсаве даже просто поменять одну единственную пуговицу на жилете 90-футовая расколотая башня одна из заметных достопримечательностей Каморра высится на северной окраине западни многолюдного прибрежного квартала где матросы из сотни разных портов в ночное время шатаются по тавернам кабакам и игорным притонам они образно выражаясь просеиваются через частое сито трактирщиков, шлюх, уличных воров, костырей карточных шулеров и прочих мелких жуликов покуда карманы у них не пустеют а голова не тяжелеет и к утру в пьяном беспамятстве возвращаются на свои корабли лечить свинцовое похмелье и вновь подцепленные болезни неприличного свойства толпы их накатывают на берег и уходят обратно в море как приливные волны не оставляя после себя ничего кроме осадка из меди до серебра а порой и крови никакими человеческими усилиями древнее стекло не разбить и расколотая башня была найдена в нынешнем ее виде много веков назад когда первые люди опасливо вошли в комор чтобы поселиться на руинах загадочной древней цивилизации глубокие трещины в неземном стекле и камне верхних этажей заделаны деревом известковым раствором и прочими строительными материалами надежность ремонта не подлежит сомнению но выглядит залатанной стены не ахти и наемные комнаты на верхних шести этажах пользуются наименьшим спросом в городе поскольку добираться до них приходится по наружной спиральной лестнице хлипкому и шаткому деревянному сооружению которое тошнотворно раскачивается при сильном ветре селятся там преимущественно молодые головорезы из разных шаек видящие в таких вот опасных бытовых неудобствах своеобразный предмет гордости последняя ошибка занимает первый этаж в широком основании расколотой башни и в любой момент времени после наступления лжесвета и до глубокой ночи здесь насчитывается не менее ста посетителей лог крепко цеплялся за плащ отца цепи локтями прокладывавшего путь в толпе у входа из дверей таверны тянула хорошо знакомыми локку запахами смешанные ароматы самых разных вин и крепких напитков хмельное дыхание мужчин и женщин запахи застарелого и свежего пота мочи и рвоты пряных ароматических шариков и влажного сукна резкая горечь имбиря и едкий табачный дым а тот мальчишка не украдет нашего козла прокричал лог перекрывая шум нет конечно цепи замысловатым жестом поприветствовал группу мужчин мерившихся силой рук за ближайшим к двери столом в главном зале и несколько человек из числа зрителей ухмыльнулись и помахали в ответ во первых сторожить наше имущество его работа во вторых я хорошо заплатил и в третьих только сумасшедший позарится на усмиренного козла последняя ошибка служила своего рода памятником всем людям не обнаружившим должной сноровки и смекалки в отчаянную минуту здесь находилась внушительное собрание разнообразных памятных предметов каждый из которых красноречиво рассказывал историю заканчивавшуюся словами сплоховал за что и поплатился над питейной стойкой висели полные доспехи с квадратным отверстием от тяжелой арбалетной стрелы на груди слева по стенам были развешаны сломанные мечи расколотые шлемы обломки весел мачт и рей обрывки парусов хозяин таверны чрезвычайно гордился тем что в коллекции у него так или иначе представлены все до единого корабли затунувший в пределах видимости от каморра за последние 70 лет в это-то многолюдное шумное заведение и затащил локко отец цепи подобный галеону влекущему за собой на буксире малую барку в южной стене зала была глубокая и широкая ниша с приподнятым полом почти полностью скрытая от глаз тяжелыми занавесами перед ней стояли на вытяжку рослые мужчины и женщины безостановочно шарившие по толпе холодными настороженными глазами и державшие руки на оружие выставленном на показ кинжалах дротиках медных и деревянных дубинках коротких мечах топорах и даже арбалетах всех размеров от маленьких уличных до мощных боевых способных убить лошадь из такого небось и каменную стену пробить можно подумал лог с боязливым любопытством рассматривая огромный самострел старший охранник остановил отца цепи и коротко переговорил с ним шепотом затем он отослал одного из своих подчиненных с докладом капи а сам продолжал подозрительно разглядывать священника через несколько секунд второй страж вернулся и знаком велел гостям проследовать за занавесы так лог впервые оказался в присутствии вин карла барсави каморский кап посидел на простом стуле за простым столом несколько слуг стояли у стены за ним достаточно близко чтобы мигом подскочить к хозяину при надобности но достаточно далеко чтобы не слышать приглушенного разговора за столом барсави был крупным мужчиной такого же роста и телосложения как цепи но немного моложе намасленные черные волосы гладко зачесаны назад и крепко стянуты на затылке густая борода заплетена в три тугие косицы одна над другой когда капа резко поворачивал голову косицы разлетали стороны похожие на толстые хлестки и кнуты был он в камзоле жилете бриджах и башмаках из какой-то диковинной темной кожи необычайно толстой и грубой даже на неискушенный взгляд локко мальчик не сразу сообразил что кожа это акулья чудной формы белые пуговицы на камзоле манжетах и красном шелковом жабо при внимательном рассмотрении оказались человеческими зубами на коленях у барсави сидела девочка с сердцевидным личиком растрепанной шапкой темных волос и внимательным не мигающим взглядом примерно ровесница локко она тоже была одета несколько странно украшенная шитьем белое шелковое платье подобающая дочери аристократа а из-под подола выглядывают подкованные черные башмачки с острыми железными шипами на носках и пятках вот он значит произнес барсави низким чуть носовым голосом с едва уловимым верарским акцентом одаренный мальчуган который чуть не свел с ума нашего дорогого воровского наставника он самый ваша честь теперь успешно сводит с ума меня и остальных моих подопечных цепи взял локко за плечо и поставил перед собой позвольте представить вам локко ламору бывшего обитателя сумеречного холма а ныне вновь посвященного служителя переландра некоего бога во всяком случае усмехнулся барсави беря со стола и протягивая гостю небольшую деревянную коробку до чего же приятно тебя видеть цепи когда ты чудесным образом прозреваешь на вот закуривай это джеремский черный корень превосходные сигарки только на этой неделе скручены не могу отказать себе в таком удовольствии вен цепи взял из коробки тугую табачную скрутку в красной бумажной обертке пока мужчины прикуривали от трепещущей тонкой свечки склонившись над ней цепи уронил на стол мешочек с деньгами девочка составила окончательное мнение о локке он маленький уродец папа тощий как скелет капа барсави закашлялся выпуская первые клубы дыма уголки его губ и загнулись в улыбке а ты маленькая грубиянка милая моя он снова затянулся и выпустил длинную струю полупрозрачного дыма табак был душистый и мягкий с легким привкусом жженной ванили прошу извинить мою дочь наску я во всем ей потакаю ни в чем не могу отказать и она у меня растет с повадками пиратской принцессы особенно распоясалась сейчас когда обзавелась шипастыми башмачками да теперь я всегда при оружии заявила девочка и пару раз взбрыкнула ножками в подтверждение своих слов а бедный лог вовсе не уродец просто спал с тела от голодной жизни на сумеречном холме поживет месяцок под опекой цепи станет круглый да ладно как катапультный снаряд девочка еще несколько секунд пристально смотрела на локко потом подняла взгляд на отца рассеянно теребя одну из косиц его бороды ты сделаешь мальчишку своим пизона до голубушка есть у нас цепи такое намерение тогда я выпью еще бренди пока вы проводите церемонию холодные серые глаза барсаве сузились и вокруг них собрались глубокие морщины от постоянного подозрительного прищура ты уже выпила две своей вечерней порции милая твоя мать убьет меня если я позволю тебе еще хоть глоточек бренди вели слуги принести пиво но я хочу твои желания моя маленькая тиранка не имеют никакого значения если я сказал нет до конца вечера можешь пить пиво или вообще ничего не пить выбор за тобой ладно тогда пиво барсаве хотел было спустить дочку с колен но она спрыгнула сама выскользнув из толстопалых мозолистых рук и громко простучала подкованными каблучками по дощатому полу направляясь к стоящим у стены слугам если еще хоть один из моих людей получит пинок по голени будешь целый месяц ходить в тростниковых сандалиях крикнул ей вслед барсаве потом он снова затянулся сигаркой и повернулся к цепи и локку огонь девчонка сладу нет на прошлой неделе вообще отказалась ложиться спать без маленькой удавки под подушкой хочу как папины телохранители и все тут ее старшие братья еще не подозревают что вполне возможно следующий капа барсаве будет ходить в платьях и шляпках теперь понятно почему вас так позабавили рассказы воровского наставника про нашего мальчонку сказал цепи положив руки на плечи локко вот-вот хотя с тех пор как мои собственные дети вышли из несмышленого возраста меня трудно чем-то удивить впрочем речь сейчас не о них ты привел сюда своего маленького подопечного чтобы он принес мне первую последнюю клятву пизона рановато конечно следовало бы подождать пару лет а ну-ка подойди ко мне лог капа барсаве приподнял за подбородок лицо мальчика и пристально посмотрел в глаза сколько тебе лет лог ламора шесть семь а на счету у тебя уже нарушение тайного уговора сгоревшая таверна и шесть семь смертей капа усмехнулся твои лихости могут позавидовать иные из моих наемных убийц в пятеро старше тебя цепи все растолковал тебе про порядки в моем городе лог кивнул после того как ты принесешь клятву никаких поблажек от меня не жди порезвился и хватит пора браться за ум если цепи сочтет нужным тебя убить он так и сделает если я прикажу цепи тебя убить он выполнит мою волю все ясно мальчик снова кивнул к столу вернулась нас к и стала подле отца прихлебывая из просмоленной кожаной кружки которую держала обеими руками и неподвижно глядя поверх нее на локко капа барсаве щелкнул пальцами и один из холуя в тот час скрылся за занавесом в таком случае не буду больше утомлять тебя угрозами лог сегодняшней ночи ты взрослый мужчина отныне ты будешь работать как взрослый и отвечать за свои поступки как взрослый ты станешь одним из нас путных людей узнаешь секретные опознавательные слова и знаки пользоваться которыми следует с умом и осторожностью подобно тому как твой горист от цепи поклялся преданно служить мне также и ты поклянешься преданно служить мне через него я твой верховный гориста стоящий над всеми остальными гористами я единственный герцог каморро чью власть ты признаешь отныне преклони колени лог подчинился и барсаве протянул вперед левую руку ладонью вниз на ней был узорчатый бело-железный перстень с огромной черной жемчужиной внутри жемчужины мерцала красная точка похожая на каплю крови не весь каким образом туда помещенную поцелуй перстень коморского капы лог прикоснулся сухими губами к прохладной жемчужине произнеси имя человека которому присягнул верности к по барсаве прошептал мальчик в следующую минуту капин прислужник вернулся и вручил своему хозяину небольшой хрустальный стакан с бурой жидкостью ну а теперь ты должен выпить за меня как пили все мои пизоны капа достал из жилетного кармана акулий зуб чуть побольше метки смерти висевший у лока на шее и бросил стакан затем он легко взболтал напиток и протянул стакан мальчику это ром из темного тростникового сахара с островов медного моря опрокидывая одним махом вместе с зубом только зуб не проглоти ни в коем случае держи во рту вытащишь когда весь ром в себя зальешь и постарайся не порезаться лог взял стакан в нос ударил резкий запах крепчайшего спиртного и желудок скрутила спазмом но мальчик стиснул зубы и собираясь духом уставился на акулий зуб смутно белеющий на дне а потом мысленно моля великого благодетеля избавит его от позора одним движением опрокинул в рот все содержимое стакана вместе с зубом проглотить оказалось не так просто как он надеялся акулий зуб лог осторожно прижал языком к небу чувствуя как острые зазубрины царапают верхние передние зубы и начал заглатывать огненный напиток крохотными глотками судорожно давясь и перхая через несколько бесконечно долгих секунд передернувшись всем телом он проглотил последнюю каплю рома и вздохнул с облегчением ну слава богам и не сблеванул и акулий зуб языком удержал и тут вдруг острый зуб крутанулся у него во рту крутанулся силой будто зажатый в незримой руке и глубоко полосанул по левой щеке изнутри лог вскрикнул от боли закашлялся и выплюнул зуб на ладони вместе со слюной и кровью ну вот капа барсави схватил зуб двумя пальцами и засунул обратно в жилетный карман даже не потрудившись вытереть теперь ты связан со мной кровной клятвой верности мой зуб вкусил от твоей жизни и отныне твоя жизнь принадлежит мне мы с тобой больше не чужие люди лог ламора я твой капа а ты мой пизон согласие с волей многохитрого стража по знаку барсави мальчик неуклюже поднялся на ноги мысленно проклиная знакомая со вчерашнего вечера чувство головокружения от спиртного с похмелья он за весь день не съел ни крошки и комната уже плыла перед глазами лог перевел взгляд на наску и увидел что то улыбается со снисходительным одобрением какое порой выказывали старшие дети на сумеречном холме ему и его товарищам из уличников еще не успев ни о чем подумать лог опустился перед ней на одно колено раз ты станешь следующим капой барсави я должен присягнуть и тебе тоже выпалил он и вот я присягаю и клянусь верно служить сударыня госпожа нас к то есть госпожа барсави девочка отступила на шаг назад да у меня уже есть слуги еще какие самые настоящие убийцы моего папы сотня шаек и две тысячи ножей нас к билон на дженовеза ангелиза де барсави прогремел ее отец пока что ты научилась ценить слугах лишь телесную силу но со временем ты уразумеешь что любезная учтивость важна ничуть не меньше мне стыдно за тебя заметно смешавшись нас к несколько раз перевела взгляд с отца на локко и обратно щеки ее медленно залились краской после минутного хмурого раздумья она неловко протянула локку кружку на можешь отпить моего пива если хочешь лок взял кружку и поднес губам с таким чувством будто ему оказана величайшая честь он создавал хотя и смутно что хмель с решимостью парламентского охвости упраздняет у него в голове привычные понятия о поведении с окружающими особенно с девочками пиво было темное горькое и чуть подсоленное как принято у верарцев лок из вежливости выпил два глотка и с поклоном довольно шатким вернул кружку девочка от волнения не нашлась что сказать а потому просто кивнула ха превосходно капо барсави весело пожевал сигарку твой первый пизон разумеется оба твоих брата тоже захотят обзавестись собственными пизонами как только узнают обратно в храмовый квартал лок возвращался как в мутном душном тумане он цеплялся за шею своего усмиренного козла чтоб не свалиться и осоловел отаращился на цепи который шагал рядом тихонько посмеиваясь в бороду ах мальчик мой не громко произнес мужчина мой славный маленький пьянчушка ты же понимаешь что это был всего лишь дурацкий фокус вы про что про акуль и зуб много лет назад в картине эту штуковину заколдовал для барсави один вольно наемный маг чтобы всякий у кого он окажется во рту прибольно ею порезался с тех пор как по зубам не расстается и использует при любой возможности за годы посвященный изучению театра эпохи теринского владычества он приобрел сильную склонность к драматическим эффектам значит это не было ну там знаком судьбы или воли богов ничем таким нет это был просто акулий зуб с малой толикой колдовства неплохой фокус надо признать цепи потёр щёку сочувствуя локу и вспоминая свой собственный опыт не бойся дружок ты не принадлежишь барсави он могущественный союзник с которым лучше не ссориться и он властный повелитель требующий безоговорочного подчинения да но ты капи не принадлежишь да и мне тоже коли на то пошло значит я не должен соблюдать тайный уговор быть исправным маленьким пизоном должен но только для виду лог только для отвода глаз если последние два дня твои уши не были плотно зашиты сыромятным шнуром ты наверняка уже понял что я намерен сделать из тебя кала галда и собеты цепи хищно оскалился подобие мощной катапультной стрелы которая вонзится в самое сердце драгоценного тайного уговора вин карла часть 2 неожиданное осложнение игрой цветов сравняю с хамелеоном быстрей протея облики меняю в коварстве превзойду макиявелли генрих 4 часть 3 акт 3 сцена 2 глава 4 при дворе капы барсави 19 920 устало выдохнул клоп все можно мне теперь пойти и самоубийца в чем дело клоп я думал ты будешь счастлив помочь нам подсчитать добычу жан сидел скрестив ноги посреди столового зала в стеклянном подвале храма переландра стол и стулья были отодвинуты к стене чтобы освободить место для огромного количества золотых монет сейчас разложенных маленькими блестящими кучками окружавшими жанна и клопа сплошным кольцом так вы же не предупредили что притащите все в тиринах ну сам знаешь белое железо слишком дорого никто не станет выплачивать 5000 крон белым железом да и не сыщется таких дураков которые согласятся запросто таскаться с ним по городу мираджа всегда производит крупные выплаты в тиринах следующую минуту по входному коридору прогрохотали шаги и из-за угла появился раскрасневшийся лог в обличии лука софервайта он сдернул с носа фальшивые очки распустил шейные платки небрежно сбросил свой суконный камзол прямо на пол и радостно помахал сложенным пергаментным листом с голубой восковой печатью еще семьдесят пять сотен парни сказал сальваре что мы нашли четыре подходящих галеона но требуется дополнительные расходы надо заплатить взятки собрать и протрезвить команды подмаслить офицеров отделаться от других грузоотправителей и он только что выдал мне вексель любезно улыбаясь боги мои мне следовало бы додуматься до такой аферы еще лет пять назад нам даже не нужно тратить силы на поиски кораблей якобы готовых к плаванию на подделку документов и разные прочие ухищения поскольку сальвара знает наверное что фирвайт обманщик нам остается лишь сидеть отдыхать до денежки пересчитывать вот и пересчитывал бы сам коли для тебя это отдых клоп вскочил на ноги и крепко потянулся хрустнув позвонками да я бы с удовольствием клоп лог достал из буфета бутылку и налил себе пол бокала красного вина которая затем развел до розового цвета теплой дождевой водой из медного кувшина а ты завтра изобразишь лукаса фирвайта уверен дон сальвара не заметит разницы здесь все 5000 крон выданных в виде 20 тысяч тиринов доложил жан минус 80 тиринов на комиссионное вознаграждение охрану и наемную подводу при перевозке больших денег в тайное пристанище под храмом переландра благородные каналии прибегали к простой подмене во время короткой остановки по пути кованые сундучки с монетами исчезали с одной телеги а на другую погружались бочки с обычными продуктами и напитками даже маленький ветхий храм нуждается в постоянном снабжении с ясными припасами ладно сказал лог дайте мне освободиться от одежды бедного лука софирвайта и я помогу вам перетащить все в хранилище на самом деле в глубине подвала за спальнями было целых три хранилища два из них представляли собой широкие десятифутовые колодцы в невзопамятном прошлом прорубленные в древнем стекле с неизвестной целью накрыты деревянными крышками на петлях они напоминали миниатюрные зерновые башни утопленные в земле и почти наполовину наполненные монетами разного достоинства в колодце сыпалась основная часть добытого золота и серебра а на узких полках по стенам помещения хранились деньги на текущие расходы сложенные столбиками или рассованные по мешочкам были здесь и дрянные мешочки с медными баронами и великолепные кожаные кошельки набитые серебряными салонами и миски сломанными или стертыми полу медиками приготовленные на случай любой срочной надобности какая может возникнуть у одного из благородных каналей даже чужеземные монеты лежали кучками марки королевства семи сущностей виражские салары и прочие еще со времен отца цепи ни крышки колодцев ни дверь самого помещения на замок не запирались не потому что благородные канали доверяли друг другу хотя они и доверяли полностью и не потому что о существовании стеклянного подвала никто из посторонних не знал хотя никто и впрямь не знал ни сном ни духом но по причине сугубо практического свойства никола не галда не лог не жан не клоп совершенно не представляли что делать неуклонно растущей грудой драгоценного металла они были самыми богатыми ворами каморро после капы барсави конечно согласно последней записи в пергаментной счетной книге лежавший на одной из полок в хранилище собственности шайки окажется свыше 43 тысяч полных крон после того как они обратят в наличность второй век сельдона сальвары благородные каналии были не беднее нынешней своей жертвы и гораздо богаче многих каморских аристократов однако для всех они оставались заурядной шайкой мелких воров достаточно опытных и осторожных успешно добывающих средства к существованию но звезд с неба не рвущих для безбедной жизни вполне хватало 10 крон в год на каждого а большие траты неизбежно привлекли бы высшей степени нежелательное внимание со стороны каморских властей равно официальных и неофициальных за последние четыре года благородные каналии провернули три крупных дела и сейчас работали над четвертым и все деньги добытые за последние четыре года просто пересчитывались и сыпались во тьму хранилищ беда была в том что отец цепи прекрасно научил своих подопечных освобождать каморскую знать от бремени накопленного богатства но не удосужился обсудить с ними возможности использования громадных сумм неминуемо оседающих в руках благородные каналии не могли ума приложить куда еще тратить деньги кроме как на подготовку новых мошеннических предприятий взимаемая с них борсавая десятина в среднем составляла около кроны в неделю возрадуйтесь воскликнул кала появляясь в кухне где лук с жаном передвигали стол на прежнее место братья санса вернулись интересно знать хмыкнул жан кто-нибудь еще когда-нибудь произносит эту замечательную фразу только молодые незамужние дамы обитающие на другом конце города ответил кала выкладывая на стол небольшой джутовый мешок лок вытряхнул из него содержимое несколько медальонов украшенных полудрагоценными камнями набор серебряных ножей и вилок довольно тонкой работы из десяток разных колец от дешевого медного колечка с гравированным узором до крупного плетеного перстня из золота и платины с бриллиантом и обсидиановыми кристаллами неплохо кивнул лог сгодится жан выбери еще чего-нибудь из барахольного ларя и принеси мне 20 салонов ладно ага 20 будет самый раз лог знаком велел братьям санса помочь ему расставить стулья вокруг стола а жан направился обратно хранилище там он накинул крышку высокого и узкого деревянного сундука стоявшего у лево стены и принялся в нем рыться с задумчивым выражением лица барахольный ларь был наполовину наполнил блестящими ювелирными украшениями всевозможными побрякушками предметами домашней утвари и декоративными безделушками здесь были хрустальные статуэтки зеркальца в резных рамках и слоновой кости ожерелья и кольца подсвечники из разных драгоценных металлов и даже несколько бутылок со снадобьями и алхимическими зельями завернутых в тонкий войлок и снабженных бумажными ярлыками поскольку благородные каналии не могли рассказать капи об истинном характере своей деятельности и поскольку у них не было ни времени ни желания вскрывать дверные замки и лазить по дымоходам под покровом ночи они обзавелись барахольным ларем чтобы успешно изображать из себя обычных мелких воров раз или два в год они пополняли его содержимое совершая набеги на ломбарды и рынке талишема или ашмира где могли открыто покупать всякую сячину лишь изредка в ларь добавлялись вещи украденные в каморре в основном разная мелочь стянутая братьями санца по внезапной прихоти или добытая клопом в учебном порядке жан отобрал два серебряных кубка добротный кожаный футляр с очками золотой оправе и завернутую в волок бутылочку осторожно ухватив все это в одну руку другой он отсчитал 20 серебряных монет из кучки на полке пинком захлопнул сундук и поспешил обратно в столовую клоп уже снова присоединился к старшим товарищам и сейчас с гордым видом гонял салон по костяшкам правой руки он овладел этим трюком всего пару недель назад после многомесячных наблюдений за братьями санца которые умели катать монетки по костяшкам обеих рук одновременно причем в разных направлениях давайте скажем что неделя была не самая удачная предложил жан в такую дождливую погоду никто не ждет от домушников особых подвигов мы будем выглядеть подозрительно если принесем слишком много уверен его честь поймет и не обессудит конечно согласился лог здравая мысль он взял завернутую бутылочку и взглянул на рукописный ярлык согласно которому в ней содержалось послащенное опиумное молоко дурманное зелье из сушеных джеремских маков слабость коморских знатных дам сняв ярлык и обертку лог сунул граненую бутылку с притертой медной пробкой в джутовый мешок туда же последовало и все остальное добро так порядок теперь посмотрите-ка нет ли на мне никаких следов от лукаса фервайта остатков грима детали маскарада расставив руки он покружился на месте жан и братья санса заверили его что в настоящую минуту он лог ламора с головы до пят ну ладно раз все мы снова стали самими собой пойдемте платить налоги он взял мешок с краденными вещами и небрежно бросил клопу мальчишка ойкнул выронил свою монетку и едва успел поймать глухо звякнувший мешок это что тоже полезно для моего нравственного воспитания нет на сей раз я просто старый лентяй ухмыльнулся лог зато сегодня тебе не придется работать шестом был третий час пополудни когда благородной канале порознь покинули храм периландра по спасательным тоннелям ведущим к боковым выходом моросил теплый дождь и небо было поделено на две части ровной линии словно прочерченной по линейке гигантским стилосом богов на севере низко нависали темные тучи а на ясном юго-западе ослепительно сияло послеполуденное солнце дождь ненадолго вымыл из воздуха обычные городские запахи и все вокруг дышало свежестью благородные канальи встретились у юго-западных причалов храмового квартала и остановили проплывающую мимо ветхую наемную гондолу к носу длинной плоскодонной лодки украшенному резной фигуркой бога иона была привязана свежеубитая крыса самая надежная защита как считалось народе от опрогидывания вверх днищем и прочих неприятных происшествий на воде стоявший на корме костлявый гребец в попугайской красно-оранжевой куртке и соломенной шляпе с полями шире плеч оказался старым знакомцем вителе венто по прозвищу дерганный угонщик лодок и карманник и шайки серолицых вителе установил над скамейками изъеденный плесенью кожаный зонт чтобы хоть отчасти защитить пассажиров от дождя и плавно повел гондолу между высокими каменными набережными храмового квартала и буйно заросшим берегом острова мара камураца в эпоху теринского владычества на маре располагался лабиринтовый сад одного из богатых вельмож но в позднейшие времена сад пришел в запустение и ныне служил пристанищем для каморских воров куда городская стража почти не наведывалась единственная причина по которой честные горожане отваживались соваться в опасные зеленые тоннели мара камураца заключалась в том что остров находился в самом сердце паутины пешеходных мостов связывающих между собой остальные восемь островов жан вытащил из-за пояса маленький томик стихов и погрузился в чтение клоп снова принялся гонять по костяшкам монетку правда теперь медную чтобы не привлекать ненужного внимания лог и братья санца завели разговор о работе святеля в чьи обязанности среди всего прочего входило высматривать плохо охраняемые или груженные особо ценным товаром барки и указывать на них товарищем вот и сейчас он время от времени подавал рукой условные знаки наблюдателям на берегу а благородные канали из вежливости делали вид будто ничего не замечают они приближались к сумеречному холму даже при свете дня словно бы окутанному мраком дождь вдруг усилился и древнее царство могил затянула мутная пелена вителе повернул лодку направо и вскоре они уже плыли на юг между сумеречным холмом и скопищем подгоняемые течением канала вода в котором теперь кипела мелкой рябью от дождя чем дальше на юг они продвигались тем менее оживленным становился канал и тем менее респектабельно выглядели суда и суденушки по нему проплывающие гондола вителе покидала центральную часть города находящуюся под властью герцога коморского и входила во владение капы барсави по левую руку грохотали кузницы дымного квартала выбрасывая к небу черные клубящиеся столбы которые вышине расползались и таяли под напором дождя ветер герцога уносил клочья дыма в сторону зольника самого неприглядного в городе острова где шайки грабителей и своры нищих вели постоянные войны за полуразрушенные черные от сажи и копоти особняки возведенные в давние времена процветания слева прошла встречная барка распространяя запах несвежего дерьма и свежей смерти в ней лежали в повалку забитые лошади а сопровождала груз дюжина живодеров одни из них потрошили и разделывали животных зазубренными тесаками с руку длиной другие торопливо раскатывали парусиновые полотнища в бурых пятнах крови и сооружали навесы от дождя любой коморец сказал бы что омерзительный вид и запах плавучей живодерни как нельзя лучше сочетается с видами и запахами котлища если в отбросах царила беспросветная нищета западня имела дурную славу в мара комараца на каждом шагу постерегала смертельная опасность а здоровший грязью зольник ветшал и разрушался то котлище соединяла в себе все эти черты и вдобавок воплощала собой всю бездну человеческого отчаяния и безысходности вонь тут повсюду стояла такая будто в мертвецкой жарким летним днем разлили бочонок прокисшего пива большинство здешних покойников так и не добиралась до мелких могильных ям вырытых каторжниками на бедняцком кургане трупы сбрасывали в каналы или просто сжигали даже до заключения тайного уговора желтокурточники не осмеливались заходить в котлище иначе как целыми отрядами вот уже лет пятьдесят если не больше здесь не действовал ни один храм эти грязные смрадные трущобы где шумные воровские таверны дурманные притоны и игорные вертепы тесно соседствовали с убогими перенаселенными бараками капа барсави отдал на откуп своим самым диким и необузданным шайкам по общему мнению в котлище проживала добрая треть путных людей каморро тысяча пропоиц азартных игроков и головорезов которые только и знали что буянить драться да запугивать соседей лог был родом из горелища жан с более менее благополучной северной заставы а калла с галда попали на сумеречный холм из отбросов один только клоп родился и рос котлище и за все четыре года проведенные с благородными каналиями мальчик ни словом не обмолвился о своей прежней жизни сейчас он смотрел застылым взглядом на разбитые просевшие причалы скособоченные обветшалые бараки хлопающие на белевых веревках драные рубахи и штаны насквозь мокрые от дождя над кривыми улочками стелился ядовитый бурый дым от отсырелых дров каменные противопаводковые стенки крошились и осыпались почти все древнее стекло скрывалась под толстым слоем сажи и грудами мусора медная монетка перестала скакать у клопа по костяшкам и неподвижно лежала на тыльной стороне ладони лог облегченно вздохнул когда они наконец миновали котлище и поравнялись с высоким узким волнорезом отмечавшим восточную границу дровяной свалки коморское кладбище кораблей выглядело не в пример веселее квартала оставленного за кормой в обширной укрытой бухте размерами превосходящий плавучий рынок теснились остовы сотен судов больших и малых они слабо покачивались на воде днищем вниз или днищем вверх все еще стоящие на якоре или свободно дрейфующие просто гниющие или разбитые катапультными снарядами между остовами кораблей подобный свернувшийся пенни на холодной похлебке плавал слой мелких обломков который то относила прочь отливом то приносила обратно приливной волной порой в час лже света плавучий мусор тревожили незримые морские твари заплывшие в бухту из коморского залива если главные городские каналы были перегорожены под водой надежными железными решетками то дровяная свалка оставалась открытой для обитателей моря в самой середине свалки стояла громоздкая старая посудина без мачт длиной 60 ярдов и шириной почти 30 которую прочно удерживали на месте четыре якоря на толстых цепях два носовых и два кормовых в коморре никогда не строили таких тяжелых и неповоротливых кораблей много лет назад в разговоре с локком отец цепи назвал это судно одним из самых грандиозных творений судостроителей далекого талверара под огромными шелковыми навесами натянутыми над высокими баком и ютом порой закатывались разгульные пиршества не уступающие в упаднической разнузданности оргиям что устраивается в увеселительных павильонах джерема но сейчас на палубе не было никого кроме завернутых в плащи часовых зорко осматривавшихся в пелену дождя лок разглядел по меньшей мере дюжину человек стоявших по двое по трое с луками и арбалетами в руках вокруг там и сям виднелись и другие люди некоторые из наименее поврежденных судов служили жильем для целых семей а некоторые использовались как дополнительные наблюдательные площадки вооруженными мужчинами сурового обличия виталий ввел гондолу через свалку петляя между островами кораблей и осторожно вскидывая руку при приближении каждому следующему часовому ночью серый король еще одного прикончил негромко проговорил он налегая на шест сейчас десятки настороженных молодцов глаз с нас не спускают держа оружие на готове уж не сомневайтесь еще одного кала сузил глаза мы об этом не слыхали и кого же длинного тесса из полных крон беднягу нашли в ржавом затоне прибитым к стене старой лавке да еще и с отрезанными яйцами кровище из него натекло море верно вся до капли вытекла лок жаном переглянулись и дерганый витали хмыкнул знакомы с ним были что ли в некотором роде и довольно давно коротко ответил лог и задумчиво умолк длинный тесса был гористой полных крон одной из самых доходных шаек барсави и близким другом младшего сына капы пакера казалось бы никто в коморре кроме самого барсави и пресловутого паука не посмеет и пальцем трону тесса однако таинственный сумасшедший душегуб называющий себя серым королем взял и тронул да еще как уже шесть общим счетом да спросил жан семь поправил лог черт чтобы гориз так вот убивали одного за другим ничего подобного уже лет двадцать не случалось хех усмехнулся витали подумать только а ведь еще недавно я тебе завидовал ламора даром что шайка у тебя крошечная лог смотрел на него отсутствующим взглядом селись собрать в уме головоломку без особого впрочем успеха семь горист за два месяца все семеро были у капы на длинном поводке то есть пользовались значительной свободой действий но больше ничего общего друг с другом не имели лог всегда радовался что барсави не слишком за ним приглядывает держа за мелкую сошку но сейчас крепко задумался а вдруг и он тоже значится в убойном списке вдруг он сам того не ведая представляет для капы какую-то ценность и серый король приготовил арбалетную стрелу и для него локко сколько еще смертей стоит между ним и этой самой стрелой проклятье проворчал жан только этого нам не хватало может нам стоит поторопиться с нашим делом галда поерзал на месте тревожно озираясь а потом смысла из города на какое-то время посетить талвер ар или талише ну или по крайней мере тебя лог отправить куда-нибудь подальше глупости лог сплюнул за борт извини галда на первый взгляд твое предложение кажется разумным но ты раскинь мозгами капа никогда нам не простит если мы сбежим в трудное для него время он посадит нас на короткий поводок и поставит над нами самого гнусного и сволочного ублюдка какого только найдет нет пока барсави остается здесь нам бежать нельзя черт до нас к первое мне колени дубинкой переломает сочувствую вам ребята перекидывая шест из руки в руку вителе ловкими толчками повел гондолу вокруг скопления крупных обломков работа на каналах конечно не из легких но по крайней мере меня никто не хочет убить по каким-то причинам кроме самых простых и понятных вас на могилу высадить или у причала нам надо повидаться с гарций сказал лог о сегодня он наверняка злой как собака вителе принялся толкать лодку к северному берегу свалки где за длинными каменными пристанами теснились дешевые гостиницы и всякого рода лавки значит у причала ломбард гарца накость выкуси был одной из главных достопримечательностей во владениях капы барсави хотя иные ломбарды платили дань побольше и почти все принадлежали особом не столь скверного нрава ни один из них не располагался на расстоянии брошенного камня от резиденции капы путные люди сбывая гарцы творчески добытое добро точно знали что о них непременно будет доложено барсави а лишний раз зарекомендовать себя деятельным и ответственным вором никогда не вредно ну конечно сварливо проворчал старый водранец когда жан придержал тяжелую обитую железом дверь и посторонился пропуская товарищей сегодня понятное дело лишь ничтожнейшие из горист отважится здесь показаться ну заходите мерзкие отродья коморских шлюх хватайте своими сальными теринскими лапами мой чудесный товар топчите мокрыми грязными башмаками мои прекрасные полы лавка гарца в любую погоду дождь ли солнце ли была закупорена как гроб двери крепко закрыты узкие зарешоченные окна плотно занавешены пыльными холщовыми полотнищами здесь вечно стоял запах плесени затхлого ладана зацарелого пота и полировочной пасты для серебра сам ломбарчик был щуплым мучнисто бледным стариком с водянистыми глазами на выкате каждая морщина и складка на его лице словно бы сползала вниз такое впечатление будто бог лепивший гарцу находился в легком подпитии и слишком сильно давил пальцами разглаживая глину прозвище накость выкуси хозяин лавки заслужил за свою жесткую позицию против суд продление кредитов и прочих благодеяний кала как-то сказал что если гарца в черепушку воткнется стрела он будет долго сидеть и ждать чтобы та сама вывалилась прежде чем все-таки решит купить у лекаря хотя бы клочок марли в правом углу на высоком деревянном табурете со скучающим видом сидел охранник жирный молодой парень с дешевыми медными перстнями на всех пальцах сальными кудриватыми волосами спадающими на глаза и окованной железом дубинкой на поясе он медленно кивнул вошедшим не посчитав нужным удостоить улыбкой людей в силу своей тупости не способных понять всю важность возложенных на него служебных обязанностей лок ламора продолжал гарца склянки духов и бабе бельишко миски тарелки кубки погнутый поцарапанный металлический хлам который не купит ни один приличный человек вы взломщики и домушники воображаете себя самыми умными вы бы и дерьмо у собаки из задницы украли будь у вас подходящая сумка чтоб донести до дому добычу удивительное совпадение гарца сказал лок забираю клопа джутовый мешок и показывая ломбарчику потому что у меня тут как раз не собачье дерьмо слышу по звону ну давай глянем не притащил ли ты по случайности что-нибудь стоящее но сдригарца возбужденно затрепетали когда он раскрыл мешок и осторожно вытряхнул содержимое на кожаную подложку на прилавке казалось оценка краденого была единственным видом чувственного удовольствия теперь доступным старику и он свое удушевление взялся за дело быстро перебирая длинными костлявыми пальцами барахло он поднял с прилавка три медальона добытые кала и галда паршивые алхимические стекляшки и вечные агаты даже на корм казе не годятся два медика за штуку мало сказал лок красная цена да или нет 7 медиков за все три три раза по два будет шесть говорит да или гуляй лесом мне плевать ну в таком случае да гарца внимательно рассмотрел серебряные кубки выбранные жаном из барахольного ларя так и есть поцарапанные вам дуракам обязательно нужно затолкать хорошую серебряную вещь в мешок со всякой острой дрянью ладно отполирую и сбуду какой-нибудь заезжей деревенщине салон и 3 медика за штуку салоны 4 сказал лок 3 салона и один медик за оба идет так а здесь у нас что гарца взял бутылочку с опиумным молоком выкрутил пробку понюхал похмыкал и вставил пробку обратно в горлышко вообще-то это стоит больше чем твоя никчемная жизнь но выгодно это не продать привередливые коморские сучки либо сами варят зелье либо заказывают алхимиком а у людей незнакомых никогда не покупают может удастся сбыть какому-нибудь придурку которому нужно передохнуть от винища или грезотворной отравы 3 салона и 3 барона 4 салона и 2 сами боги не выторговали бы у меня 4 и 2 великий марганте с огненным мечом и десятком голых девственниц нетерпеливо дергивающих меня за штаны еще бы мог выторговать 4 салона и один барон а ты получишь 3 и 4 и . идет но только потому что мы торопимся гарца записал очередную сумму гусиным пером на клочке пергамента потом он пробежался пальцами по россыпи дешевых колец украденных кала и галда и рассмеялся да ты верно шутишь этот хлам не нужен не больше чем куча отрубленных собачьих херов ой брось собачьи херы по крайней мере можно продать живодером гарца принялся швырять благородным канале медные бронзовые кольца одно за другим я не шучу больше такого барахла не приносите у меня в кладовой горы ящиков забитых всякой дребеденью которую в жизни никому не сбагрить он дошел до плетеного перстня из золота и платины с бриллиантом и обсидиановыми кристалликами ну хоть что-то более или менее приличное пять салонов ровно золото настоящее но платина дрянная верарская дешевка такая же подлинная как стеклянный глаз и я шесть раз в неделю гажу бриллиантами гораздо крупнее семь и три сказал лог мне стоило больших трудов добыть этот перстень по твоему я должен переплачивать из-за того что у тебя при рождении голова и задница поменялись местами по моему нет будь так принято я бы наверняка знал бери пять и считай что тебе здорово повезло уверяю тебя гарца еще никто не выходил из твоей ловчонки с мыслью что ему здорово повезло в таком же духе продолжалось и дальше называлась заведомо заниженная цена изливались потоки взаимных оскорблений потом лог неохотно соглашался а старик страдальщицкий скрижетал немногими оставшимися зубами убирая под прилавок отобранные вещи наконец гарца небрежно сгреб обратно в мешок разную мелочь не вызывавшую у него интереса и так сладкие мои с меня 16 салонов пять баронов всяко выгоднее чем работать дерьмовозом верно ага или держать ломбард ухмыльнулся лог очень смешно фыркнул старик отсчитывая 16 тусклых серебряных монет и пять медных меньшего размера отдаю вам обратно легендарные утерянные сокровища каморро забирайте свое барахло и проваливайте увидимся через неделю если конечно серый король не укокошит вас к тому времени когда благородные каналии тихо посмеиваясь вышли из лавки гарцы дождь уже ослаб до мелкой измороси вот уж поистине как говаривал цепи наибольшей свободой пользуется тот кого недооценивают окружающие заметил лог о да кала закатил глаза и высунул язык будь мы еще хоть чуточку свободнее воспарили бы в небеса как птицы от северного края дровяной свалки к плавучей крепости капы барсави вел высокий деревянный мост достаточно широкий чтобы на нем свободно разошлись двое на берегу перед ним открыто стояли четверо мужчин в легких летних плащах под которыми виднелось оружие и лог подозревал что по меньшей мере еще столько же укрывается где-то поблизости на расстоянии полета стрелы приблизившись к караульным он сделал рукой несколько условных знаков действительных в текущем месяце все здесь конечно друг друга знали но формальности следовало неукоснительно соблюдать особенно в такое неспокойное время здорово ламора самый старший из стражников жилистый старик с выцветшими татуировками акул от шеи до самых висков шагнул навстречу и они с локом пожали друг другу левые предплечье слыхал протесса да и тебе здорово бернел один из серолицых сообщил нам по дороге сюда так значит это правда прибит к стене яйца отрезаны и все прочее ага прибит отрезаны и все прочее можешь вообразить в каком настроении хозяин к слову сказать тебя нас к хочет видеть не далее чем сегодня утром велела отправить тебя к ней как появишься сказала чтоб не платил дань пока она не поговорит с тобой ты весь данью пришел лог потряс маленьким серым мешочком с двадцатью салонами жана шестнадцатью салонами гарцы и несколькими медиками а как же явились выполнить свой гражданский долг хорошо сегодня почти никого не пропускаем кто по другому делу слушай я знаю ты на особом положении в друзьях у нас и и все такое но может тебе стоит сегодня поосторожнее тут вокруг полно пизонов кто на виду кто в укрытии начеку с оружием на готове капа сейчас допрашивает парней из полных крон где мол были прошлой ночью допрашивает старым проверенным способом так что следи за своими манерами и не делай резких движений ясно ясно спасибо за предупреждение всегда пожалуйста арбалетные стрелы денег стоят жаль их расходовать на таких как ты бернелл махнул рукой мол проходите и благородные каналии неторопливо зашагали по деревянному мосту около 100 ярдов длиной он вел корме громадного неподвижного судна прямо к обитой железом двойной двери из ведьми на дерево установлены в проеме вырубленном в обшивке у входа в плавучую могилу стояли еще двое караульных мужчина и женщина с темными кругами усталости под глазами при приближении благородных каналии женщина 4 раза стукнула в дверь и через пару секунд створки распахнулись внутрь подавив зевок стражница снова прислонилась к стене и накинула на голову капюшон парусинового плаща с севера наползали тучи и жара уже спадала передний зал на плавучей могиле был высотой в 4 человеческих роста поскольку еще много лет назад все внутренние палубы старого галеона разобрали оставив только верхнюю ныне служившую крышей пол и стены здесь были из твердой древесины кофейного цвета на переборках висели черно-красные гобелены с вытканным по краю золотом и серебром орнаментом виде акульих зубов прямо напротив благородных каналий стояла со вскинутыми арбалетами полдюжины стражников обоего пола в кожаных наручах и поножах в кожаных же дублетах укрепленных тонкими железными полосами и в жестких кожаных ношейниках более изысканную переднюю украшали бы светильники и декоративные вазы с цветами но тут вместо них были ивовые корзины с арбалетными стрелами и стойки с запасными мечами ну ну полегче сказала девушка стоявшая позади стражников да конечно выглядят они чертовски подозрительно но серого короля я среди них не вижу она была в мужских бриджах черной шелковой блузе с пышными рукавами и рубчатой кожаной керасе судя по виду редко пылившийся без дела девушка вышла вперед подкованные железом башмаки каким она питала слабость детства звонко процокали по полу она приветливо улыбнулась но улыбка не коснулась глаз тревожно бегавших за очками в простой черной оправе извините за такой прием мои дорогие промолвила нас к барсаве обращаясь ко всем благородным канальям сразу но положив руку на плечо локку она была выше него на добрых два дюйма понимаю здесь тесно но вам четверым придется подождать в передней отец в дурном настроении принимает только горист из-за дверей ведущих во внутренней покое плавучей могилы донесся приглушенный вопль потом послышались неразборчивые гневные голоса крики брань проклятия и снова вопль нас к потерла виски и со вздохом откинула назад непослушную прядь черных волос он там из кожи вон лезет чтобы вырвать признание у кого-нибудь из полных крон там с ним мудрый доброход святые тринадцать воскликнул кала мы с превеликим удовольствием подождем здесь самом деле галда достал из кармана чуть подмокшую колоду карт заняться у нас есть чем хоть до самой ночи приведи карт в руках одного из братьев санса стражники разом отступили на шаг причем некоторые из них явно испытали желание вновь скинуть арбалеты что и вы туда же парни изумился галда да брехня все это честное слово просто тогда всем остальным за столом страшно не везло за тяжелыми широкими дверями находился короткий коридор пустой и без охраны затворив за собой двери нас к повернулась клокку уже без тени улыбки и убрала у него со лба мокрые волосы ну здравствуй пизон вижу ты опять не доедаешь да нет питаюсь упорядоченно нужно питаться не только упорядоченно а еще и сытно помнится однажды я сказала что ты тощий как скелет а я помнится тогда впервые увидел семилетнюю девчонку нахлебавшуюся до чертиков при взрослых ну тогда может я и нахлебалась до чертиков а вот сейчас боюсь до чертиков папа в ужасном состоянии лог потому то я и хотела увидеться с тобой прежде чем ты пойдешь к нему у него к тебе какой-то разговор я хочу в общем о чем бы он не попросил пожалуйста не отказывайся ради меня просто соглашайся и все не перечь ему ладно а как иначе еще ни один горист а дорожащий своей жизнью не пытался прикословить твоему отцу не уж то ты думаешь что в такой день как сегодня я начну перед ним выкаблучиваться да если он прикажет мне лаять собакой я лишь угодливо спрошу какой породы ваша честь знаю прости но я вот о чем в последнее время отец сам не свой он напуган лог по-настоящему напуган когда умерла мама он был страшно подавлен но сейчас он кричит во сне каждый день пьет вино и опиум лошадиными дозами пытаясь успокоить нервы раньше только мне одной запрещалось покидать могилу а теперь он и они и со спакера отсюда не выпускает днем и ночью нас охраняют 50 стражников за жизнь самого герцога так не трясутся папа и братья всю ночь бронились из-за этого ну послушай мне очень жаль но здесь я вряд ли могу чем-нибудь помочь а о чем он хочет со мной поговорить пристально глядя на него девушка открыла было рот но почти сразу плотно сомкнула губы и нахмурилась черт побери нас к если тебе нужно я прыгну в залив и брошусь с голыми руками на акулу честное слово но все-таки сначала ты должна сказать мне насколько она большая и насколько голодная понимаешь да просто будет лучше если он сам тебе все скажет ты главное помни о чем я попросила выслушай его не возражай а потом мы с тобой как-нибудь все уладим если живы будем что значит если живы будем нас к ты меня пугаешь дела наши плохи лог совсем плохи серый король уже вплотную подобрался к папе у тасса было 60 бойцов 10 из них находились при нем неотлучно тесса пользовался особой милостью у папы были на него большие планы но папа настолько привык держать все в своих руках что сейчас мне кажется он просто растерялся и не знает что делать а потому решил свернуть все дела и укрыться здесь вместе с нами перейти на осадное положение так сказать лог вздохнул знаешь нас к уж в чем чем а в неблагоразумие твоего отца трудно упрекнуть он всегда да он просто сумасшедший если собирается вечно прятаться в своей крепости раньше папа половину вечеров проводил в последние ошибки в любой час дня и ночи свободно разгуливал по портовым кварталом по марокам аратса по скопищу бросал медики в толпу во время шествия теней это герцог коморский может править городом не выходя из своей башни а коморский капа не может он должен постоянно показываться на люди рискуя погибнуть от руки серого короля лог я уже два месяца безвылазно сижу на этом поганом деревянном корыте и могу точно сказать здесь мы не в большей безопасности чем если бы купались ноги шум в самом грязном фонтане в самом темном дворе котлеща нас к сложила руки на груди так крепко что кожаная кираса скрипнула кто такой этот серый король где скрывается кто его люди мы ни малейшего понятия не имеем а он преспокойно убивает наших горист когда захочет что-то здесь не так у него явно есть средства и возможности нам не известны и он умен и везуч но рано или поздно допустит ошибку поверь мне не просто умен и везуч лог ты прав и ум и удача когда-нибудь то подводят но какие козыри у него припасены что он знает или кого если среди нас не завелся предатель значит серый король во всем превосходит нас а я вполне уверена что пока еще нас никто не предал пока еще не прикидывайся дурачком лог до сих пор дела худо-бедно шли своим чередом даром что мы с папой уже долго не кажем носа из плавучей могилы но если он перестанет выпускать и аньяиса с пакера в последнее время заправлявший в городе место нас вся его власть полетит к черту гористы могут полагать разумным что кто-то из барсави укрывается от опасности но если мы все спрячемся они посчитают нас трусами и они не станут просто перешептываться у нас за спиной а живо выберут нового капу а то и сразу нескольких возможно самого серого короля вот потому то твои братья не согласятся безвылазно торчать здесь все зависит от того насколько далеко старик зайдет в своем отчаянии и безумии но даже если он запретит пакера с аньяисом выходить в город положение наше ненамного улучшится повторяю серый король во всем нас превосходит у нас подчинение три тысячи ножей а этот чертов призрак все равно творит что хочет и что ты здесь подозреваешь колдовство да все сразу говорят серый король может убить одним прикосновением говорят его не берет ни один клинок я подозреваю сами боги с ним заодно а братья считает что я спятила сами они видят в происходящем лишь обычную войну за власть думают что сумеет взять верх если спрячет старика отца с кроха с сестренкой и выждут время чтобы точно нанести ответный удар но я смотрю на дело совсем иначе я вижу кота лапой прижавшего хвост мышки если он еще не выпустил когти то вовсе не потому что опасается мышки разве не понятно нас к я понимаю ты взволнована я буду тебя слушать сколько понадобится и молчать как камень кричи на меня если хочешь но что еще я могу для тебя сделать я простой вор самый ничтожный из воров твоего отца я готов сыграть в карты в акулей пасти если в коморре найдется шайка меньше чем моя мне нужно чтобы ты помог мне успокоить папу лог если он станет хоть немного похож на себя прежнего то сможет меня выслушать и отнестись к моим доводам серьезно вот почему я прошу тебя угодить ему угодить во что бы то ни стало показать себя верным и преданным гористой беспрекословно выполняющим любые приказы как только папа снова начнет строить разумные планы на будущее я пойму что к нему вернулась способность внимать голосу здравого смысла задача интересная заметил лог и чрезвычайно трудная в детстве папа говорил мне что когда-нибудь я научусь ценить своих подчиненных любезную чтивость поверь лог я научилась ну вот мы и пришли в конце коридора находились еще одни широкие толстые двери похожие на те что вели обратно в приемный зал только запертые на несколько прочных железных засовов которые приводились в движение хитроумным вирарским замком врезанным створки посередине в замке была добротная дюжина скважин и нас к сняв с шеи два ключа стала так чтобы лог не видел в какие отверстия она их вставляет послышались частые щелчки и скрежет замкового механизма скрытые задвижки одна за другой выскочили из своих гнезд блестящие засовы отодвинулись и тяжелые створки приоткрылись из-за двери раздался очередной душераздирающий вопль теперь прозвучавший до жути громко и отчетливо выглядеть все еще хуже предупредила нас к я знаю какие услуги оказывает доброход твоему отцу одно дело знать и совсем другое видеть своими глазами обычно доброход занимается одним двумя одновременно но сегодня отец приказал этому скоту работать со всеми сразу я совершенно ясно дал понять что не получая от этого никакого удовольствия прорычал капа барсави так почему же ты принуждаешь меня продолжать темноволосый молодой человек висел головой вниз на дыбе зажатыми в железных кольцах ногами и привязанными за запястье руками вытянутыми до предела тяжелый кулак капы обрушился на ребра бедняги около подмышки со звуком похожим на удар молота по мясной туши брызнули капельки пота и узник заорал дергаясь и извивая своих путах зачем ты меня так оскорбляешь федерико увесистый кулак зумя выставленными костяшками ударил еще раз в то же место почему не считаешь нужным хотя бы врать по убедительнее из вежливости капа барсави хлестанул ладонью федерико по горлу узник задохнулся и захрипел пуская кровавые пузыри огромное помещение в сердце плавучей могилы напоминала великолепную бальную залу с выгнутыми стенами стеклянные шары на длинных серебряных цепях источали теплый янтарный свет широкие лестницы вели на галереи а с галереи на палубу под шелковым навесом на возвышении у дальней стены стояла массивное деревянное кресло в нем восседал капа принимая посетителей зал был убран с изысканной роскошью и сегодня здесь висел густой запах страха крови и испражнений деревянная рама с несчастным федерико было одной из восьми обычно висевших полукругом под потолком и при необходимости спускавшийся вниз на канатах время от времени капа проводил дознание с размахом требующим использования всех пыточных приспособлений сразу сейчас 6 окровавленных дыб уже пустовали а на двух все еще висели узники бросив взгляд на вошедших локко с наской капа коротко кивнул и знаком велел подождать у стены старый барсави по-прежнему был здоровенным как бык но с возрастом расплылся и обрюс три седые косицы его бороды теперь покойлись на трех рыхлых подбородках под глазами темнели круги а на щеках горел нездоровый румянец свидетельствующий о пристрастии к бутылке вспотев от усилий он скинул камзол и работал в одной шелковой рубашке поблизости от него со сложенными на груди руками стояли аньяис и покера старшие братья наски аньяис был уменьшенной копией отца за вычетом 30 лет и двух бород а покера больше походил на сестру высокий и стройный с вьющимися темными волосами оба брата тоже носили очки ибо покойная госпожа барсави страдавшая слабым зрением передала сей физический изъян всем троим своим выжившим детям поодаль прислоняясь спиной к стене стояли две женщины крепкого телосложения с загорелыми мускулистыми руками покрытыми рубцами и шрамами хотя они давно вышли из юного возраста все в них дышало животным здоровьем чирина и райза беранджа сестры-близнецы похожие друг на друга как две капли воды и величайшие в истории каморро контр-реквиаллы всегда выступая в паре сестры уже свыше сотни раз выходили на арену плавучего цирка где сражались с акулами морскими дьяволами гигантскими рыбами фонарями и прочими хищниками железного моря последние пять лет чирина и райза беранджа служили личными телохранителями и палачами капы барсави их буйные гривы дымчато черных волос были убраны под серебряные сетки сплошь увешанные акульими зубами побрякивавшими при каждом движении общее количество зубов по слухам равнялось количеству людей убитых сестрами за годы службы у барсави последним по счету но отнюдь не по значению в этом избранном обществе был мудрый доброход круглоголовый мужчина средних лет и среднего роста с коротко остриженными волосами соломенного цвета изобличавшими в нем теринца из картена или лошена расположенных далеко на западе глаза у него всегда казались увлажненными от волнения но лицо неизменно хранила бесстрастное выражение мудрый доброход был наверное самым невозмутимым человеком в каморре он рвал ногти своим жертвам со спокойным равнодушием человека чистящего башмаки капа барсави знал толк в пытках но когда он исчерпал свои возможности на помощь приходил доброход еще ни разу не разочаровавший своего хозяина он ничего не знает истошно провопил второй пленник еще не тронутый когда барсави нанес очередной удар несчастному федерико капа ваша честь умоляю вас мы ничего не знаем о боги мы ничего не помним барсави широким шагом подошел к нему и крепко схватил за горло перекрывая дыхание разве тебя о чем-нибудь спрашивали тебе что не терпится поскорее принять участие в нашем разговоре ты помалкивал пока я по очереди отправлял на корм рыбам шестерых других твоих дружков с чего вдруг возопил о пощаде прошу вас сдавлено прохрипел бедняга когда барсави немного ослабил хватку прошу вас это бессмысленно вы должны нам поверить капа барсави умоляю вас мы бы сразу рассказали кабы чего знали но мы ничего не помним мы просто жестоким ударом в лицо капа заставил его замолчать несколько мгновений в зале стояла тишина нарушаемая лишь слипами и хрипами двоих узников я должен вам поверить я никому ничего не должен жульен ты скармливаешь мне собачье дерьмо и утверждаешь будто это тушеная говядина вас так много и вы даже не удосужились сочинить правдоподобную историю если бы вы серьез постарались соврать я бы все равно взъярился конечно но я по крайней мере понял бы вас но нет вы зная орете что ни черта не помните вы 8 самых влиятельных людей в полных кронах после самого тесса его избранники его друзья телохранители и верные эпизоны и вы мне тут рассказываете плача на взрыв что не помните где были прошлой ночью когда тесса случилось лишиться жизни но это правда капа барсави прошу вас и еще раз спрашиваю выпили прошлой ночью нет ни капли курили какое-нибудь зелье все вместе нет ничего такого во всяком случае вместе не курили значит грязетворная дрянь или какая-нибудь пакость от извращенных джеремских алхимиков чуток порошка дарующего блаженства тесса нам запрещал ладно барсави почти небрежно ударил жульена кулаком под дых пока бедняга судорожно хватал ртом воздух капова сделал руки и с притворной веселостью воскликнул но раз мы исключили все мысли мои причины подобной забывчивости помимо колдовства и божественного вмешательства о прошу прощения вас ведь не сами боги околдовали надеюсь уж богов то вы наверняка запомнили бы жульен снова забился в своих путах умоляю вас значит не боги я так и думал что я там говорил а говорил я что твои игры до смерти мне надоели доброход желтоволосый мужчина склонил голову и слегка выставил вперед руки ладонями вверх словно собираясь принять подарок давай что-нибудь поинтереснее раз федерико отказывается говорить предоставим последний шанс жульену федерико испустил дикий вопль еще прежде чем барсави закончил фразу пронзительный отчаянный вопль обреченного человека лог стиснул зубы пытаясь справиться с дрожью как часто встречаясь здесь с капой он вынужден лицезреть зверские смертоубийства похоже боги все-таки извращенцы какие-то мудрый доброход подошел к столику на котором рядом с дюжиной стеклянных стаканов лежал грубый мешок с затяжным шнуром бросив мешок несколько стаканов он принялся колотить им об стол истошные вопли федерико заглушали звон бьющегося стекла но лог хорошо себе представлял его через несколько секунд доброход удовлетворенно кивнул и неторопливо направился к федерико нет нет не надо умоляю вас не надо придерживая одной рукой голову обезумевшего от ужаса парня доброход ловко натянул на нее мешок и туго затянул шнур на шее толстая грубая ткань заглушила иступленные крики бедняги снова бессловесные доброход принялся мять мешок сначала осторожно почти нежно длинные пальцы пыточного мастера вдавливали острые осколки в лицо федерико и на мешке начали проступать красные пятна сейчас доброход походил на опытного скульптора придающего форму своей глине федерико больше не кричал лишь сдавлено стонал и хрипел лог страстно надеялся что он уже провалился во мрак безумия дарующего избавление от боли доброход стал нажимать и давить сильнее вминая пальцы в глазницы федерико в нос губы и подбородок мешок пропитался кровью насквозь ко времени когда несчастный наконец перестал дергаться и безжизненный обмяк на дыбе руки упыточного мастера выглядели так будто он давил перезрелые помидоры кровь капала с пальцев на пол доброход грустно улыбнулся и направился к жульену пристально на него глядя уверен мне удалось убедить тебя что я настроен самым решительным образом промолвил капа ты будешь говорить прошу вас капа барсаве прошептал жульен в этом нет никакой необходимости мне нечего вам сказать спросите о чем-нибудь другом о чем угодно но минувшая ночь напрочь выпала у меня из памяти я ничего не помню иначе бы все рассказал прошу вас капа поверьте я бы рассказал чистую правду ведь мы ваши верные эпизоны самые верные из всех от души надеюсь что не самое казалось капа принял какое-то решение он знаком подозвал сестер беранжа и указал на жульена темноволосые женщины ни слова не говоря проворно развязали веревки удерживавшие узника на дыбе но оставили те что упутывали ему лодыжки обвивались вокруг тела и затягивались узлом на шее потом они легко подняли парня за руки и за ноги верные я тебя умоляю жульен мы же взрослые люди разве верные эпизоны отказались бы сказать правду о событиях прошлой ночи ты меня предал и я отплачу тебе той же монетой в дальнем левом углу зала находился открытый люк всего в ярде под полом темнела вода пол вокруг люка был залит кровью я тоже придам тебя смерти произнес капа жульен и спустил последний короткий вопль когда сестры беранжа бросили его в люк головой вниз он всплеском упал в воду и на поверхность уже не всплыл капа имел обыкновение держать под могилы каких-нибудь хищных морских тварей сплетенной из толстых веревок огромной сети висевший под днищем галеона точно сито ты свободен доброход вы мальчики пока подождите на палубе а когда я вас позову прихватите с собой людей чтобы прибрались здесь рай за чирина вы тоже ступайте капа барсави медленно подошел к простому деревянному креслу и грузно опустился в него он тяжело дышал и дрожал тем сильнее что отчаянно старался скрыть дрожь на столике рядом с креслом стоял медный винный кубок вместимостью с хорошую супницу капа отхлебнул большой глоток и закрыл глаза словно всецело сосредоточившись на вкусовых ощущениях наконец он очнулся от задумчивости и знаком подозвал локко снасткой ну мой любезный ламора сколько денег ты принес сегодня тридцать шесть салонов и пять баронов ваша честь похоже неделя не задалась до капа барсави покорнейше прошу прощения но такая дождливая погода для нас домушников просто гибель барсави поставил бокал на столик и обхватил левой ладонью правый кулак потирая покрасневшие костяшки ты не раз приносил гораздо больше в удачные недели до капа так не все поступают знаешь ли некоторые неделю за неделей приносит мне одну и ту же сумму пока я не теряю терпение и не объясняю доходчиво что так не годится чего по-твоему не хватает таким гористом лог разнообразие в жизни ха вот именно жизнь у них и впрямь до крайности однообразно коли они каждую неделю получают одинаковый доход и приносят мне одну и ту же сумму в качестве десятины как будто я несмышленый ребенок который ничего подозрительного не заметит с другой стороны есть гористы вроде тебя ты не боишься явиться ко мне и извиниться что в этот раз вышло меньше чем в прошлый поэтому я знаю что ты платишь мне честный процент надеюсь я восполняю недостачу с лихвой когда у меня выдается урожайная неделя о да безусловно барсави с улыбкой откинулся на спинку кресла из-под пола около люка куда сбросили жульена донесли зловещие всплески и глухие удары если уж на то пошло ты самый мой верный гориста надежный как виражский замок сам исправно приносишь мне долю без всяких напоминаний вот уже четыре года неделю за неделей ни разу со смерти цепи не задержался с выплатами ни разу не сослался на некие обстоятельства помешавшие тебе предстать передо мной с таким вот кошельком в руке капа указал пальцем на кожаный мешочек зажатый в левой руке локко и сделал знак дочери нас к состояла при капе в должности щитовода она могла без единой запинки последовательно назвать все суммы выплаченные любой шайкой в каждую неделю каждого года и ни разу не ошибиться локк знал что она вела для отца записи в пергаментной учетной книге но остальные подданные барсаве полагали что все до последней цифры баснословных прибыли капы хранятся единственно в памяти этой девушки с красивыми холодными глазами локк кинул кошелек наске и она ловко поймала его на лету и тебе ни разу не пришло в голову послать вместо себя пизона добавил барсаве вы очень добры ваша честь но сегодня к вам в любом случае пускают только горист не прикидывайся ты хорошо понимаешь о чем я нас к милая нам с локком нужно поговорить наедине нас к медленно и глубоко кивнула отцу быстро и коротко кивнула локку затем развернулась и зашигала к дверям гулко стуча подкованными башмаками по деревянному полу многие мои гористы гораздо круче тебя нравом начал барсаве когда девушка вышла многие популярнее тебя многие обаятельнее многие руководят более крупными и доходными шайками но таких учтивых и внимательных как ты у меня раз-два и обчелся локк промолчал многие вещи мне скажем прямо не по душе но вежливость в их число не входит будь уверен ну ну не напрягайся так я не собираюсь тебя вздергивать прошу прощения к по просто всем известно что обычно выражать свое неудовольствие вы начинаете в окольной манере цепи достаточно порассказал мне про ученых истеринского коллегия я усвоил что они имеют привычку изъясняться обидниками и речи вести с подвохом ха именно так не верь тем локк кто говорит что от старых привычек трудно избавиться от них вообще невозможно избавиться барсай отрывиста хохотнул и отхлебнул еще вина прежде чем продолжить настали тревожные времена локк проклятый серый король у меня уже в печенках сидит а смерть тесса видишь ли у меня были планы с ним связанные а теперь я вынужден заняться другими делами раньше чем предполагал скажи-ка пизон что ты думаешь об аньяисе и покера вам ведь нужен честный ответ ваша честь честный и исчерпывающий я приказываю тебе пизон они пользуются большим уважением прекрасно справляться со своими обязанностями никто не отпускает шуточки у них за спиной по словам жана они умеют драться братья санса побаиваться честно играть в карты с ними что говорит о многом такой отзыв я могу в любое время услышать от двух дюжин своих шпионов это все я знаю я спрашиваю твое личное мнение о моих сыновьях локс глотнул и посмотрел капи прямо в глаза ну на мой взгляд аньяисы покера действительно заслуживают уважения они успешно справляются с работой и вероятно хороши в драке они оба очень трудолюбивы и весьма не глупы но прошу прощения ваша честь они смеются над наской когда им следовало бы прислушаться к ее предостарежениям и советам у нее острый проницательный ум какого какого нет у них вы знали что я отвечу да как я сказал ты горист осмотрительный и здравомыслящий это отличительные твои качества хотя они подразумевают и многие другие достоинства наломав дров поразительно раннем возрасте впоследствии ты неизменно был образцом осторожного вора не дающего воли своей жадности поэтому ты должен зорко подмечать проявление опасного безрассудства в других мои сыновья всю жизнь прожили в городе где все трепещут перед ними из-за их фамилии они требуют к себе почтительного уважения на манер аристократов они парни безалаберные даже наглые мне необходимо позаботиться о том чтобы в последующие месяцы и годы рядом с аньяисом и пакера находился человек способный помочь дельным советом и наставлением я не буду жить вечно даже если разделаюсь серым королем от веселой уверенности прозвучавший в голосе барсаве у локко по спине побежали мурашки вот он капа сидит в крепости которую не покидал уже два месяца и пьет вино дыша воздухом все еще насыщенным тошнотворным запахом крови восьми участников одной из самых своих влиятельных и преданных шаек разговаривает лилок с человеком имеющим хорошо продуманный план на будущее или же рассудок у барсаве помутился как помутняется море в шторм и мне бы очень хотелось продолжал капа чтобы таким советчиком стал ты о ваша честь я очень польщен но мы с вашими сыновьями неплохо ладим но близкими друзьями нас не назвать мы играем в карты время от времени но скажем прямо я не самый значительный из горист как я и сказал даже сейчас когда серый король убивает моих лучших людей у меня довольно горист более сильных храбрых и популярных чем ты я говорю это не за тем чтобы тебя уязвить ведь я уже отметил твои отличительные качества качества которых очень не хватает моим сыновьям они из покера испытывают недостаток не в решительности не смелости не в обаянии но в расчетливой осторожности в благоразумии ты мой самый благоразумный гориста ты считаешь себя самым незначительным из всех потому лишь что меньше всех выпячиваешься и шумишь а теперь скажи что ты думаешь о нас ки а нас ки лок насторожился еще больше она человек незаурядных способностей ваша честь может слово в слово пересказать любой наш разговор десятилетней давности особенно если хочет меня смутить вы думаете я благоразумен да по сравнению с нас к я не осторожен и беспечен как медведь в алхимической лаборатории да сказал каппа да есть следовало бы стать следующим капой барсаве после моей смерти но такому не бывать и дело вовсе не в том что она женщина просто они если покера не потерпят чтобы ими верховодила младшая сестра а я не хочу чтобы мои дети поубивали друг друга из-за наследства которое я оставлю поэтому и не могу обделить сыновей в пользу дочери зато я могу и обязан позаботиться о том чтобы в нужное время рядом с ними всегда находился рассудительный и трезвый советчик от которого нельзя избавиться вы с нас к старые друзья так я хорошо помню вашу первую встречу много лет назад когда она сидела у меня на коленях и воображала будто командует моими людьми ведь ты с тех пор ни разу не упускал случая повидаться с ней сказать доброе слово всегда был ее верным пизоном надеюсь что так ваша честь я знаю это наверное барсай отхлебнул очередной глоток вина со стуком поставил кубок на стол и в упор взглянул на локко с великодушной улыбкой на отдутом морщинистом лице а потому разрешаю тебе ухаживать за моей дочерью ну что начинаем дрожать спросили коленки локко однако его здравый смысл выдвинул встречное предложение замереть и не двигаться как поступил бы человек в воде при виде острого черного плавника приближающегося к нему о я не наконец пробормотал он я никак не ожидал само собой довольно кивнул капа но здесь наши интересы совпадают я знаю что вы с наской питаете взаимную приязнь женившись на ней ты войдешь в семью барсари аньяис и пакера станут отвечать за тебя а ты за них неужели непонятно со свояком моим сыновьям придется считаться гораздо больше чем самым могущественным гористой барсари вложил левый кулак в правую ладонь и снова широко улыбнулся подобный краснолицому божеству раздающему милости с небесного трона локко глубоко вздохнул ничего не поделаешь от него требуется полное и безоговорочное согласие как если бы капа сейчас целился ему в голову из арбалета люди умирали отказав барсари и в гораздо меньшим отказаться от его дочери значит выбрать чрезвычайно неприятный способ самоубийства если лок воспрепятствует планам капы он не доживет и до завтрашнего утра это огромная честь для меня капа барсари величайшая честь надеюсь я вас не разочарую конечно не разочаруешь знаешь шлок несколько других моих гористы давно заглядываются на наску но если бы кто-нибудь из них по-настоящему хотел привлечь ее внимание то наверняка уже сделал бы это правда то то они удивятся когда узнают уж чего чего а такого они никак не ожидают а свадебным подарком для меня подумал лок станет злобная ревность неизвестного числа поклонников обманутых своих надеждах и когда и как мне начать ваша честь пожалуй я дам тебе несколько дней чтобы ты хорошенько все обдумал а сам тем временем поговорю с дочерью конечно сейчас ей нельзя покидать плавучую могилу но как только я покажу серым королем ты сможешь ухаживать за наской с подобающим размахом вы имеете ввиду что теперь мне нужно больше красть спросил лок очень осторожно считай я дал тебе такое задание в придачу к родительскому благословению ухмыльнулся барсави посмотрим сумеешь ли ты сохранить благоразумие когда твои доходы возрастут думаю сумеешь я знаю что ты не хочешь разочаровать меня или мою дочь безусловно ваша честь я я сделаю все от меня зависящее барсави знаком велел локу подойти ближе и протянул вперед левую руку ладонью вниз лок опустился на колени перед деревянным креслом и прикоснулся губами кольцу капы к знакомой черной жемчужине с кроваво-красной сердцевиной капа барсави промолвил он не поднимая глаз капа взял локко за плечи побуждая встать даю тебе свое благословение лок ламора благословение родителя пекущегося о своих чадах тем самым я ставлю тебя выше многих опасных людей ты понимаешь конечно же что мои сыновья унаследуют после меня обязанности сопряженные с угрозой для жизни и если они будут недостаточно осторожны или решительны что ж на свете случались вещи и более странные возможно однажды этим городом будет править капа ламора мечтал ли ты о таком когда-нибудь если честно прошептал лок я никогда не хотел власти какой обладает капа потому что не хотел трудностей с какими приходится сталкиваться капе и здесь ты тоже проявляешь благоразумие барсави улыбнулся и махнул рукой в сторону двери разрешая локу удалиться в жизни капы и впрямь очень много трудностей но одну из них ты сейчас помог мне разрешить в полном смятении мысли чувств лок направился к выходу капа неподвижно сидел в кресле глядя в пустоту и не произнося больше ни слова тишину нарушали лишь шаги локко и мерный стук капель падающих на пол с пропитанного кровью мешка на голове федерико ну знаешь нас к будь я тысячи лет от роду и повидай все на свете по десять раз я бы все равно мог ожидать чего угодно но только не этого девушка поджидала локко в коридоре едва лишь замковый механизм затворил за ним дверь в приемную залу она виновата взглянула на него чуть искоса но согласись было бы еще более странно если бы я тебе заранее все объяснила да при любом раскладе ничего более странного быть не может пожалуйста нас к ты только не обижайся но я не думаю обижаться лок ты мой хороший друг и могу сказать то же самое но даже не знаю как выразиться поделикатнее да очень просто послушай девушка взяла локко за плечи и слегка наклонила голову заглядывая ему в глаза ты мой хороший друг вероятно лучший мой верный пизон я очень тебя люблю но не как будущего мужа я знаю что ты я лог твердо промолвила нас к я знаю что единственная женщина владеющая ключом к твоему весьма прихотливому сердцу сейчас находится в тысячи миль отсюда я знаю что ты предпочитаешь остаться несчастным из-за нее чем обрести счастье с другой вот как локко жал кулаки похоже это ни для кого не секрет бьюсь об заклад герцогу исправно докладывают о моих сердечных делах похоже один только твой отец пребывает в неведении или не принимает в расчет твои чувства нас к подняла брови он капа ты пизон лог ничего личного он приказывает ты повинуешься в большинстве случаев но не в этом я думал ты обрадуешься по крайней мере твой отец снова строит планы на будущее я говорила о разумных планах нас к улыбнулась на сей раз по настоящему не унывай пизон попритворяйся несколько дней мы сделаем вид будто согласны с волей отца а сами тем временем вместе подумаем как нам выпутаться из положения ума то нам с тобой не занимать верно старику не взять верх над нами и он даже не узнает что проиграл хорошо как скажешь так и скажу приходи послезавтра пораскинем мозгами как нам быть мы не дадим себя заорканить а теперь ступай к своим подчиненным и будь осторожен лог вышел в передний зал а нас к осталось коридоре обернувшись он несколько долгих секунд смотрел на девушку стоящую замедленно закрывающимися дверями он мог поклясться что за мгновение до того как тяжелые черные створки сомкнулись с громким щелчком нас к ободрительно подмигнула и вот карта которую ты выбрал шестерка шпилей говорил кала показывая карту стражникам разрази меня гром воскликнул один из них колдовство да и только просто ловкие руки старины санса кала перетасовал колоду одной рукой и протянул локу хочешь попробовать старшой нет кала благодарю покорно ладно парни пойдемте отсюда на сегодня наши дела здесь закончены не будем больше утомлять своим присутствием ребят с арбалетами слова свои он сопроводил несколькими условными жестами означавшими серьезные осложнения обсудим в другом месте черт я проголодался сказал жан поняв знаки давайте купим чего-нибудь в последние ошибки и поедем у нас наверху а ага оживился коп пиво и пирожки с абрикосами сочетание настолько отвратительное что мне даже интересно попробовать отвесив шутливый подзатыльник самому младшему из благородных каналей жан первым вышел за дверь и зашагал во главе шайки по узкому деревянному мосту связывающему плавучую могилу с остальным миром кроме капы барсави полагавшего будто шайка лока и после смерти отца цепи два-три дня в неделю собирает подаяние на ступенях никто из путных людей каморро не знал что благородные каналии по прежнему обретаются преимущественно в храме переландра кала галда и клоп снимали комнаты в западне и соседних кварталах перебираясь на новое место каждые несколько месяцев лок и жан уже не первый год успешно создавали видимость будто снимают жилье вдвоем по счастливому случаю хотя на самом деле еще неизвестно счастливому ли жану удалось отхватить комнаты на седьмом этаже расколотой башни ночь выдалась на редкость темная дождь лил как из ведра никто из благородных каналей не горел желанием спускаться обратно по скрипучей и шаткой наружной лестнице с северной стороны башни дождь ровно барабанил по деревянным ставням ветер жутковато вздыхал в трещинах и щелях старых стен благородные каналии сидели на напольных подушках при свете бумажных фонарей и допивали свое пиво сладкое светлое пиво которое большинство коморцев предпочитала темному и горькому вирарскому воздух в комнате был спертый но по крайней мере сухой за ужином лог поведал товарищем о своем разговоре с капой да уж проговорил галда это самое неприятное из всех неприятностей что когда-либо портили нам жизнь еще раз повторю сказал жан нам следует поскорее покончить с нашим предприятием и переждать бурю в какой-нибудь тихой гавани серый король нагоняет все больше жути а если лог окажется в самой заварухе нам всяко уже будет не до сальвары и когда ты предлагаешь остановиться спросил кала да прямо сейчас ну или после того как вытянем у дона еще один вексель но не позже лог задумчиво разглядывал остатки пива на дне своей оловянной кружки мы положили столько усилий на это дело я уверен мы сумеем выманить у сальвара еще тысяч пять десять самое малое пусть не 25 на которые рассчитывали изначально но все же достаточно чтобы гордиться собой все-таки ради этих денег я едва яиц не лишился а клоп вон с крыши сиганул а потом еще кувыркался в чертовой бочке добрых две мили добавил мальчишка можно подумать клоп гнусная старая бочка напала на тебя в темном переулке и силой заставила в нее забраться сказал галда я согласен жаном лог даже если ты сейчас не видишь такой необходимости не стоит ли нам все-таки принять меры к тому чтобы быстро спрятать тебя случай опасности возможно в другом городе ушам своим не верю ухмыльнулся лог санса советует проявить предусмотрительность а я-то думал мы богаче и умнее всех на свете совет этот мы будем повторять без устали пока остается хоть малейшая вероятность что тебе перережут глотку лог поддержал брата кала я поменял свое мнение о сером короле без дураков говорю может это сумасшедшая одиночка и впрямь в силах взять верх над тремя тысячами не исключено он и тебя собирается прикончить а если барсави приблизить тебя к себе как замышляет положение твое станет только опаснее нельзя ли хоть ненадолго оставить разговор о перерезанных глотках лог встал и повернулся к закрытому ставнями окну выходящему на море с минуту он стояв заложив руки за спину и устреми взгляд будто бы вдаль потом продолжил вы посмотрите на дело с другой стороны не скрою когда барсави ошарашил меня своим предложением я чуть не маханул за барс перепугу но сейчас по зрелом размышлении скажу вам вот что мы старого лиса щита и поймали в ловушку он у нас в руках честное слово ребята мы настолько хороши в своем деле что самка попросит коморского шипа жениться на своей дочери мы настолько вне подозрений что даже смешно и тем не менее радоваться здесь нечему сказал жан поскольку это создает сложности которые могут стать непреодолимой помехой в наших делах нет жан радоваться очень даже есть чему я лично прямо сейчас и примусь радоваться неужели ты не понимаешь от нас ведь ничего особенного не требуется просто обычная работа славных благородных каналей только теперь со мной в паре работать будет нас к у нас все получится не сомневайтесь вероятность что мне придется жениться на наске равносильно вероятности что меня завтра утром провозгласят наследником герцога никованте у тебя есть план возгляде же она читалась настороженность смешанная с любопытством вообще никакого ни малейшего понятия не имею что мы будем делать но все лучшие мои планы именно так и начинались лог одним махом допил пиво и швырнул оловянную кружку об стену все я управился со своим пивом умял свои абрикосовые пирожки и говорю вам плевать мне на них обоих и на серого короля и на капу барсави никто нас не отпугнет от дона сальвары и никто не женит меня на наске противно нашей с ней воле а делать мы будем тоже что и всегда дождемся удобного случая и воспользуемся им и возьмем свое ну ладно вздохнул жан но ты по крайней мере позволишь нам принять кое-какие меры предосторожности и сам будешь смотреть в оба разумеется жан разумеется закажи нам места на подходящих кораблях да не скупись старай сколько понадобится мне неважно куда они направляются лишь бы не в джерэм мы можем спрятаться где угодно на пару недель и тихонько вернуться когда пожелаем кала галда вы завтра отправляетесь к виконтовым воротам суньте на лапу желтокурточником чтоб мы могли покинуть город в любой неурочный час при необходимости не жалейте золото и серебра а мне чего делать спросил клоп прикрывать наши спины держать ухо в остров крутиться возле храма примечать всех кто выглядит подозрительно или слишком долго там ошивается если кто-нибудь попытается вести за нами слежку обещая мы тотчас моемся и растворимся как моча в океане а пока положитесь на меня в ближайшие несколько дней я в обличии лукаса фирвайта выжму из дона сальвары все что только сумею возможно мне придется также предстать перед ним и в менее нарядном образе значит разговор закончен не громко промолвил жан жан я могу быть либо твоим гористой либо просто славным парнем который покупает на всех пиво и пирожки когда у остальных вдруг не весь откуда запропадают кошельки лока ввел присутствующих нарочито суровым взглядом но я не могу быть и первым и вторым одновременно тут уж или один или другой у меня на душе не спокойно потому что сущности мы ничего не знаем о противнике сказал жан и я разделяю подозрение наски у серого короля явно припрятан в рукаве козырь о котором мы даже не догадываемся предприятие наше трудное и тонкое а наше положение очень ненадежное да оно верно согласился лог но я доверяю своему чутью подсказывающему мне что нам нужно идти на встречу опасности с улыбкой на лице знаешь жан чем дольше мы занимаемся нашим ремеслом тем яснее я понимаю к чему на самом деле нас готовил отец цепи а готовил он нас к неспокойной упорядоченной жизни которая позволяла бы нам самим решать когда быть умными а когда можно и не напрягаться нет он учил нас находить выход из любого казалось бы безвыходного положения сейчас мы как раз в таком положении и я утверждаю мы в силах из него выбраться излишне напоминать мне что мы плаваем в темной воде но вот я хочу напомнить вам парни что в этой темной воде мы черт побери акулы точно воскликнул коп я знал что не зря поставил тебя вожаком нашей шайки ну здравом смысле малолетнего прыгуна с крыш сомневаться не приходится проворчал жан но я все же надеюсь что мои замечания приняты к сведению безусловно жан жива отозвался лог приняты обдуманы со всей серьезностью и признаны вескими скреплены печатью заверены подписью и надежно сохранены в рассудочной части моего сознания о боги да тебе и впрямь весело я смотрю ты ведь играешь словесные игры лишь находясь в самом жизнерадостном расположении духа жан вздохнул но все же невольно улыбнулся едва заметно одними уголками губ и предупреждаем лог сказал кала если все-таки ты окажешься в опасности мы не станем слушать приказы нашего гористы а огреем нашего друга дубинкой по тупой башке и тайно вывезем из каморра в ящике у меня как раз есть подходящая дубинка а у меня ящик подхватил галда и я уже давно ищу ему полезное применение тоже с благодарностью принято к сведению кивнул лог но клянусь милостью многохитрого стража я предпочитаю положиться на наши силы предпочитая положиться на суждение отца цепи предпочитаю и дальше делать то что у нас лучше всего получается завтра мне нужно будет поработать лукасом фирвай там а послезавтра я опять встречусь с наской капа ждет этого от меня ее уверен сама она уже что-нибудь придумывает к тому времени перед мысленным взором локко вновь возникла нас к заговорщицкий подмигивающая за секунду до того как огромные темные двери захлопываются между ними всю жизнь нас к хранила секреты своего отца важно ли для нее завести свой собственный секрет от него интерлюдия мальчик плачущий над мертвым телом отец цепи не счел нужным освободить локо от занятий на другой день после посещения последней ошибки сгудящий от выпитого накануне головой мальчик начал изучать азы служения переландра и великому благодетелю условные знаки ритуальные жесты молитвенные интонации традиционные приветствия символическое значение различных деталей жреческих одежд на четвертый день своего пребывания под опекой священника лок уже сидел на ступенях храма в качестве одного из неофитов ордена переландра в белом балахоне со смиренным и жалостным видом подобающим сборщику пожертвований в дальнейшем цепи расширил круг образования своего нового подопечного по два часа в день лог занимался чтением и письмом его неуклюжие каракули мало-помалу выправлялись становились все разборчивее и наконец каллас галда объявили что теперь почерк у него никак у курицы с отшибленными мозгами тронутый такой похвалой лог знак признательности насыпал в постели обоим молотого красного перца к великому огорчению братья санса все попытки мести разбились а параноидальную бдительность локко приобретенную за годы жизни на сумеречном холме и в горелище незаметно подкрасться к нему или застигнуть спящим было просто невозможно братья еще ни разу жизни не встречали бедокура себе под стать сказал как-то цепи когда они с локом сидели на ступенях храма в один из особенно вялых дней сейчас они относятся к тебе настороженно но однажды каллас галда придут к тебе за советом и тогда ты поймешь что приручил их лок молча улыбнулся как раз сегодня утром кала предложил локку помочь с арифметикой в обмен на признание каким образом самому младшему из благородных каналей удается обнаруживать и обезвреживать все расставленные на него ловушки лок раскрыл лишь пару своих приемов выживания но предложенной помощью обоих санса охотно воспользовался ибо в награду за каждую правильно решенную задачу цепи единственно выдавал ему следующую более сложную тогда же лок принялся учить разговорный водранский поначалу цепи отдавал на водранском самые простые распоряжения но когда лок более или менее с языком освоился священник зачастую вообще запрещал троим мальчикам общаться на родном теринском в течение нескольких часов даже застольные беседы велись на неблагозвучном и нелогичном северном языке и локку порой казалось ну что не скажи на водранском все будет звучать сердито и раздраженно среди путных людей ты водранскую речь редко услышишь а вот в порту или на рынке сплошь и рядом втолковывал цепи однако услышав водранский не выдавай своего знания языка бескрайней на то необходимости ты удивишься до чего высокомерных своих разговорах иные северяне прикидывайся дурачком и слушай в оба уха мало ли что у кого с языка слететь может обучался лок также и кулинарному мастерству цепи через вечер ставил мальчика на черную кухонную работу под начало близнецов не милосердно помыкавших своим младшим товарищем это вице алло опона пятое прекрасное искусство каморро говорил цепи мастера поварского дела знают секреты всех восьми кулинарных школ лучше чем собственные шишаки но ты пока познакомишься лишь с азами однако имею ввиду по сравнению с нашими азами высочайшие достижения прочих кухонь кажутся жалкими потугами только картин и эмберлин еще могут хоть как-то тягаться с нами а большинство водранцев не отличат изысканное блюдо от крысиного дерьма поджаренного на светильном масле и так здесь у нас золотистый перец здесь джористическое оливковое масло а за ними я храню сушеную цедру коричневого лимона лог тушил осьминогов и варил картошку нарезал ломтиками груши яблоки и алхимические гибридные фрукты истекающих мельным медовым соком он приправлял издабривал подслащивал и подсаливал прикусив язык от усердия не раз из-под его рук выходила какое-нибудь малосъедобное месиво которая тот час относилась на задворки храма и скармливалась усмиренному козлу однако постепенно лог совершенствовался в кулинарном деле как совершенствовался и во всех прочих умениях в скором времени братья санса перестали его дразнить и начали понемногу привлекать к стрип не собственных изысканных кушаний уже через полгода после своего появления в храме лог наравне с братьями санса участвовал в приготовлении фаршированных акульих мальков блюдо вице энта мерре морской кухни считавшийся первым прекрасным искусством каморро кала потрошил мягкокожих рыбин и фаршировал красными и желтыми перцами которые лог предварительно начинял колбасой и кровавым сыром в глазницы акулок вставлялись черные маслины мелкие острые зубы удалялись и пасть набивалась сладкой тушеной морковью с рисом отрезанные плавники и хвосты откладывались на суп просто объедение молодцы мальчики похвалил цеппи когда превосходное ядство упокоилась в четырех благородных желудках а теперь пока вы убираете со стола и моете посуду мне хотелось бы послушать ваш водранский так все и шло лог учился сервировать стол и обслуживать особ высокого звания как правильно отодвигать стул как разливать чай и вино они с братьями санца совершали сложные застольные ритуалы сосредоточены серьезностью врачей оперирующих пациента обучался он и умению одеваться завязывать шейные платки застегивать пряжки на башмаках носить дорогие предметы роскоши вроде шелковых чулок на самом деле он усваивал головокружительное множество правил и предписаний из всех сфер человеческой жизни и деятельности кроме воровства однако незадолго до первой годовщины пребывания локко в храме настало время вспомнить и о воровском ремесле у меня есть должок кое перед кем ребятки сказал цеппи как-то вечером когда все они сидели в своем заброшенном висячем саду именно там священник предпочитал обсуждать все важные вопросы по крайней мере в хорошую погоду и должен я таким людям которым в услуги не откажешь людям вроде капы спросил лог на сей раз нет цепи глубоко затянулся своей ежевечерней сигаркой на сей раз я должен черным алхимиком вы же знаете кто они такие калла и галда кивнули но не очень уверенно а лог помотал головой в общем так у нас есть законная гильдия алхимиков но они принимают свои ряды далеко не каждого и разрешают заниматься далеко не всякой работой столь строгие правила в гильдии установлены именно из-за черных алхимиков последние ведут свои дела в подставных лавочках с людьми вроде нас торгуют ядами дурманными зельями и тому подобным формально они подчиняются капе как и мы но особо перед ним не гнуться а капа хорошо понимает что с черными алхимиками ссориться не след так вот джессалина де абарт пожалуй лучшая из них однажды я имел несчастье тяжело отравиться и она меня выходила я остался в долгу перед ней и теперь наконец она попросила об ответной услуге ей нужен труп бедняцкий курган сказал кала и лопата добавил галда нет труп нужен свежий еще тепленький и сочники так сказать по указу герцога гильдия алхимиков и лекари ежегодно получает определенное количество свежих трупов прямо с виселиц чтобы резать и в потрохах копаться черные алхимики такой привилегии лишены а у джессалины появились кое-какие теории которые она хочет проверить на практике вот я и решил поручить вам троим первую настоящую работу найдите где-нибудь труп свежее утреннего хлеба приберите к рукам не привлекая лишнего внимания и доставьте сюда чтобы я передал джессалини украсть труп работка не из веселых заметил галда считайте это серьезной проверкой вашего мастерства ответствовал цепи а что нам часто придется воровать трупы в будущем невинно поинтересовался кала я проверяю не ваши способности к трупократству нахолены что безмозглый благодушно улыбнулся цепи просто хочу посмотреть как вы втроем справитесь делом более серьезным чем приготовление ужина я обеспечу вас всем что потребуется но никаких советов и подсказок от меня не ждите действовать придется самостоятельно всем что потребуется переспросил лог в разумных пределах и смотри не вздумай сам пришить кого-нибудь вы должны найти труп человека принявшего смерть от посторонней руки слова эти цепи произнес тоном столь суровым и внушительным что братья санса сначала подозрительно уставились на логко а потом удивленно переглянулись а когда это ваша дама хотела бы получить труп осведомился лог в течение недели другой мальчик кивнул немного помолчал разглядывая сложенные на коленях руки потом поднял глаза на близнецов кала галда вы завтра посидите на ступенях без меня мне нужно хорошенько все обдумать да конечно без малейшего колебания ответили они хором и отец цепи уловил нотку надежды в голосах обоих мальчиков тот вечер священник запомнил до конца своих дней вечер когда братья санса единодушно признали логко мозгом предстоящего дела признали охотно и с облегчением значит труп человека убитого не нами причем труп еще не окоченевший задумчиво проговорил лог в общем то дело плевая правда я пока не знаю как нему подступиться меня воодушевляет твоя уверенность усмехнулся цепи только помни никаких бесчинств если вдруг где-нибудь поблизости от тебя сгорит таверна или не ровен час вспыхнут волнение я привяжу тебе на шею свинцовую чушку и сброшу с крыши кала и галда снова пристально возрились на товарища никаких бесчинств ясно но вы не волнуйтесь успокоил лог я уже не такой безрассудный как раньше ну когда был маленьким на следующий день лог впервые пошел по улицам храмового квартала 1 мальчонка ростом по пояс взрослым одеты в чистый белый балахон серебряным шитьем на рукавах логко несказанно изумило уважительное отношение окружающих к этому балахону которая ясное дело лишь частично распространялась на дурачка в него наряженного большинство коморцев относились к ордену периландра со смешанным чувством презрения и виноватой жалости неиссякаемое милосердие бога и его служителей не находило должного отклика в грубых сердцах горожан однако репутация ярого религиозного фанатика закрепившаяся за отцом цепи приносила известные выгоды даже люди постоянно отпускающие шуточки по поводу вечного нытья служителей попрошайского бога со смущенным видом бросали монеты в медную чашу отца цепи проходя мимо храма они же теперь выказывали почтение и маленькому послушнику ордена прохожие расступались перед ним а уличные торговцы вежливо кивали впервые в жизни логк испытывал радостное возбуждение человека успешно прячущего свое истинное лицо под личиной солнце медленно ползло к зениту по улицам текли людские потоки и в воздухе стоял неумолчный гул голосов логт целеустремленно шагал к юго-западной окраине храмового квартала там находился кошачий мосток на старо крепостной остров кошачьи мостки еще одно наследие древних правивших каморром до людей представляли собой узкие стеклянные арки толщиной с мужское бедро перекинутые попарно почти через все городские каналы и в нескольких местах через анжевину блестящая поверхность арок с виду казалось гладкой но на самом деле была шероховатой как акулья кожа для людей достаточно ловких и уверенных своих силах многие кошачьи мостки служили самыми удобными путями через водные преграды движение на каждом таком мосту было односторонним и особый герцогский указ давал право всякому человеку идущему в положенном направлении столкнуть в воду любого встречного торопливо шагая по кошачьему мостку лог ненадолго отвлекся от напряженных раздумий и вспомнил уроки истории которым отец цепи придавал важное значение много веков назад когда все теринские города государства подчинялись одному властителю правившему в имперской столице теремпель старо крепостной остров был вотчина герцогов коморских испытывая суеверный ужас перед стеклянными башнями древних представители этого знатного рода воздвигли громадный каменный дворец в самом сердце южного коморра когда один из далеких предков никованте кто именно лог при всех своих обширных знаниях не помнил ибо столь мелкие подробности городской истории для него неизменно терялись в тумане безразличия так вот когда далекий предок нынешнего герцога переселился серебряную стеклянную башню под названием вороново гнездо старая родовая крепость стала дворцом терпения сердцем городского правосудия пускай и весьма сомнительного там квартировали желтокурточники и их офицеры там же проживали герцогские судьи двенадцать мужчин и женщин председательствовавших на процессах в алых мантиях и бархатных масках подлинные их личности никогда широкой публике не раскрывались и каждый из них именовался по одному из месяцев года судья парфис судья фисталь судья аурим и так далее хотя все они вершили правосудие круглый год находились там и темницы и виселицы на черном мосту перед воротами дворца и много чего еще благодаря тайному уговору количество людей совершающих короткий стремительный полет с черного моста значительно сократилось каковое обстоятельство герцог никован то любил публично приписывать своему великодушию однако герцогские слуги изобрели множество других наказаний впечатляющих своей изощренной жестокостью пускай формально и не смертельных дворец прямоугольная громада в десять этажей был сложен из черных и серых каменных блоков которые образовывали на стенах незатейливые узоры ныне поблекшие от времени и непогоды почти до неразличимости каждый четный этаж украшали ряды высоких арочных окон с витражами в которых преобладал черный и красный цвет по ночам все до единого окна горели подобные во тьме зловещим багровым очам пристально глядящим во все стороны они никогда не гасли посылая всем обитателям города недвусмысленное предостережение по углам здания на уровне шестого или седьмого этажа выступали висячие круглые башни на стенах башен висели железные клетки с редкими прутьями прозванные в народе вороньими в них сажали узников заслуживающих особо сурового обращения и они проводили там по несколько часов или даже дней с болтающимися в воздухе ногами однако вороньи клетки казались отдохновенными райскими пристанищами по сравнению с паучьими которые лог увидел между спинами и плечами взрослых когда сошел с кошачьего мостка на запруженную народом набережную старокрепостного острова под юго-восточной башни дворца терпения висели на длинных цепях полдюжины клеток покачивавшихся на ветру как крохотные паучки на паутинных нитях две из них двигались одна медленно поднималась другая быстро спускалась узники приговоренные к наказанию паучьей клеткой не должны были знать ни минуты покоя поэтому другие узники приговоренные к тяжелым работам сутками напролет посменно трудились у огромных лебедок на верхних площадках башен покуда несчастный в клетке не начинал выказывать необходимые признаки помешательства и раскаяния и в дождь и в зной и ветер клетки безостановочно двигались вверх вниз скрипя и раскачиваясь по ночам отчаянные вопли и мольбы страдальцев в них сидящих были слышны даже в соседних кварталах населяли старо крепостной квартал преимущественно герцогские служащие за дворцом терпения находились причалы и казармы желтокурзочников конторы писцов сборщиков налогов и прочих мелких чиновников маленькие захудалые кофейни где наемные стряпчей и ходатая на перебой предлагали свои услуги друзьям и родственникам заключенных на северном берегу острова все еще оставалось несколько ломбардов и прочих лавок но их постепенно вытесняли более мрачные правительственные заведения другой достопримечательностью квартала был черный мост перекинутый через широкий канал между старой крепостью и мара камараца высокая мощная арка сложенная человеческими руками из черного камня и украшенная красными фонарями с черными колпаками церемониального назначения при надобности колпаки легко спускались стоило лишь пару раз дернуть за прикрепленные к ним веревки казни проводились на деревянном помосте пристроенном к мосту с южной стороны по старинному поверью неупокоенные души осужденных умерших над текущей водой уносит в море иные считали что впоследствии они воплощаются в телах акул вот почему каморский залив кишит хищными тварями и мнение это особо не высмеивалась большинство каморцев полагали такое перерождение вполне закономерным лог долго смотрел на черный мост напрягая те изобретательские способности своего ума которые отец цепи решительно подавлял на протяжении многих последних месяцев в силу юного возраста мальчик не мог толком разобраться в своем душевном состоянии но от умственных усилий направленных на измышление плана он получал подлинное удовольствие которое ощущалось подобием трепещущего сгустка тепла в подсдорщи лог сам не понимал что и как делает но мало-помалу из сумятицы беспорядочных мыслей начал выстраиваться план и чем дольше лог размышлял над ним тем довольнее собой становился хорошо белый капюшон скрывал лицо мальчика от прохожих и никто не увидел как маленький послушник ордена переландра радостно скалится уставившись на виселице мне нужны именно всех приговоренных повешению в ближайшие две недели деловито сообщил лог когда они с отцом цепи сидели на ступенях следующим утром будь ты достаточно предприимчив а в твоей предприимчивости я не сомневаюсь ты бы разузнал именно сам и оставил бы своего бедного старого хозяина в покое назидательно заметил священник я бы запросто да только надо чтобы это сделал кто нибудь другой если меня увидят у дворца терпения до казней все провалится что все мой план ого нахальный воришка сумеречного холма вообразил будто меня можно держать в неведении какой план как украсть труп хм больше ничего не желаешь добавить план просто блестящий прохожий бросил в чашу монетку лог благодарно поклонился а священник звенят цепями простер руки во след мужчине и прокричал пятьдесят лет доброго здравия тебе и твоим детям да благословит вас всех покровитель сирых и обездоленных я бы пожелал и все сто лет но судя по звуку он кинул всего пол медика проворчал цепи когда мужчина удалился на порядочное расстояние и так вернемся к твоему блестящему плану про дерзкие твои планы я в свое время наслушался но вот блестящего среди них не припомню этот именно что блестящий зуб даю но мне нужны имена ну ладно цепи выпрямился и довольно покряхтывая потянулся до хруста в костях будут тебе имена сегодня вечером и еще мне понадобятся деньги ага так и знал возьми в хранилище сколько нужно и запиши в счетной книге но смотри если потратишься в пустую знаю знаю перебил лог свинцовая чушка дикий вопль смерть примерно так ты конечно мелковат будешь но полагаю даже твой труп хоть на что-нибудь да сгодится джессалине по традиции казни проводились покаянный день каждую неделю из дворца в сопровождении стражников и священников выходила горстка угрюмых узников вешать приговоренных начинали в полдень восемь часов утра когда судейские клерки только-только распахнули деревянные ставни своих окон и приготовились день напролет повторять фразу идите отсюда именем герцога три послушника ордена переландра вкатили во внутренний двор узкую ручную тележку младший из троих вошел в здание и направился к первой же конторке за которой сидела женщина средних лет фигурой похожая на мешок картошки но гораздо менее душевная и благожелательная это еще что такое она удивленно возрелась на худенького мальчонку чья голова едва возвышалась над конторкой чего тебе надо сегодня должны повесить одного человека сказал лог в полдень да неужели а я то думала это государственная тайна его звать антрим антрим по прозвищу однорукий у него одна рука ну да его вздернуть сегодня поджог воровство темные дела с работорговцами милейший человек одним словом я хотел сказать у антрима есть жена невозмутимо продолжал лог и у нее просьба насчет него ходатайствовать уже поздно сарис фисталь и татрис утвердили смертный переговор теперь антрим однорукий принадлежит марганте а скорости отойдет к азы гии и помочь ему не в силах даже самый пройдошливый прислужник попрошайского бога знаю кивнул лог я и не прошу о помиловании жена антрима нисколько не возражает если его повесит я пришел насчет тела вот как в глазах чиновницы впервые промелькнуло неподдельное любопытство странно и что насчет тела его жена понимает что он заслуживает виселице но хочет чтобы впоследствии у него сложилось получше ну с богиней долгого безмолвия вот она и заплатила нам чтобы мы забрали тело и доставили в наш храм мы будем жечь свечи и молиться переландра о заступничестве три дня и три ночи а потом похороним антрима обычно трупы снимают с виселись через час и сбрасывают в ямы на бедняцком кургане мерзавцы и этого не заслуживают но так то оно аккуратнее у нас не принято выдавать тела по всякому требованию знаю к сожалению мой хозяин слепой и не может покинуть храм иначе он бы сам пришел и объяснился с вами а кроме нас у него никого нет в общем он велел передать вам свои извинения за причиненное беспокойство маленькая рука локко стремительно вынурнула из-за конторки и столь же стремительно за ней скрылась а на счетной доске служащий остался лежать кожаный кошелек очень любезно с его стороны все мы наслышаны о набожности отца цепи женщина ловко смахнула кошелек с конторки встряхнула и недовольно хмыкнула услышав слабое звяканье монет но дело все-таки сложное мой хозяин будет благодарен вам за любую помощь на конторке появился еще один кошелек и служащая снизошла до улыбки хотя попробовать можно конечно я ничего не обещаю когда по мановению локко перед ней оказался третий кошелек чиновница кивнула я поговорю с мастерами висельных дел деточка мы даже тележку с собой взяли сказал лок чтобы не доставлять вам лишних хлопот не бойтесь не доставите женщина на мгновение смягчилась я не хотела тебя обидеть когда говорила про попрошайского бога я совсем не обиделся сударыня в конце концов мы же действительно только и делаем что просим локко одарил ее своей самой обворожительной улыбкой вот и вы выполнили мою просьбу потому лишь что я упросил вас подобрать и сердечной а вовсе не из-за денег правда ведь разумеется подтвердила женщина и неожиданно подмигнула двадцать лет доброго здравия вам и вашим детям локко поклонился на секунду скрывшись за конторкой да благословит вас покровитель сирых и обездоленных герцогские мастера висельных дел превосходно знали свое ремесло и управили с работой быстро и ловко локк видел казнь не в первый раз и далеко не в последний они с братьями санса даже совершили надлежащие ритуальные жесты когда один из смертников последнюю минуту возвал к переландра на время казни движение через черный мост перекрывалась и в течение положенного часа после исполнения приговора там топталась небольшая толпа стражников священников и зевак трупы чуть раскачивались и вращались на поскрипывающих веревках под ними лог и близнецы почтительно стояли в сторонке со своей тележкой наконец желтокурточники под надзором служителей азы гии начали вытаскивать на мост тела одно за другим и складывать на подводу запряженную парой лошадей в черно-серебряных попонах последний труп принадлежал жилистому мужику с длинной бородой наголо обритой головой и сморщенной культёй вместо левой кисти четыре желтокурточника понесли его к тележке возле которой ждали мальчики за ними следовала одна из служительниц азы гии по спине у локко побежали мурашки когда к нему склонилась непроницаемая серебряная маска маленькие братья ордена переландра промолвила жрица а какой милости для этого человека станете вы молить своего покровителя судя по голосу она была совсем юной девушкой лет пятнадцать и шестнадцать но это обстоятельство лишь усилила зловещее впечатление ею производимое и у лока вдруг язык прилип гортани а любой какую он пожелает даровать ответил вместо него кала нам не дано предугадать волю двенадцати подхватил галда жрица едва заметно кивнула мне сказали что вдова этого человека попросила провести заупокойную службу в храме переландра видимо она считает что наши молитвы помогут усопшему сказал кала прошу прощения конечно да такое случалось и раньше но обычно скорбящие просят нас служители азы гии ходатайствовать перед великой госпожой наш хозяин наконец обрел голос лог клятвенно пообещал бедной женщине позаботиться о покойном уверен мы не оскорбим ни вас ни прекраснейшую из прекрасных если сдержим слово о разумеется я вовсе не имела в виду что вы поступаете неверно ведь чтобы не говорилось и не делалось перед погребением бренного сосуда душа усопшего все равно предстанет пред судом великой госпожи по знаку служительницы азы гии желтокурточники положили труп на тележку один из них развернул дешевый полотняный саван и набросил на покойника оставив открытой только макушку да благословит повелительница долгого безмолвия вас и вашего хозяина произнесла девушка да благословит покровитель сирых и обездоленных тебя и твоих братьев и сестер отозвался лог и трое мальчиков разом поклонились ей в пояс серебряный плетеный шнур на шее молодой жицы свидетельствовал что она священнослужитель более высокого звания чем они простые послушники близнецы взялись за оглобли а лог встал позади тележки чтобы подталкивать до груз придерживать и сразу же пожалел о своем выборе при повешении мужчина испражнился и запах от него шел прямо скажем не самый приятный стиснув зубы лог скомандовал к храму периландра со всем достоинством медленно и тяжело ступая братья санца потащили тележку с черного моста а потом повернули на север к низкому широкому мосту ведущему к восточной окраине плавучего рынка они выбрали не самый короткий путь домой но это не показалось странным никому из тех кто видел как трое послушников белом покидают место казни немного прибавив шагу мальчики свернули налево и направились к мостам на фаурию при виде мертвеца на тележке прохожие оказывали маленьким служителям периландра дополнительные знаки почтения к великому удовольствию близнецов но нелокко который по-прежнему оставался с наветренной стороны от продуктов последнего в жизни телесного отправления бедняги антрима достигнув фаурии они двинулись на юг и перешли по мосту виденцу довольно опрятный остров немалых размеров хорошо охраняемый желтокурточниками посреди квартала находилась рыночная площадь где торговали известные мастера ремесленники считавшие ниже своего достоинства драться за покупателей в беспорядочной толчее плавучего рынка они держали лавки на первых этажах своих старых деревянных домов с оштукатуренными и побеленными стенами по давней традиции крыши в квартале виденца крылись глазурованной черепицей ярких цветов голубые и пурпурные красные и зеленые блестящие на солнце как стекло они так и пестрели в глазах у северного входа на рыночную площадь кала вдруг кинулся прочь от тележки и растворился в толпе лог бормоча благодарственные молитвы перешел от затка повозки вперед взялся за оглоблю и они с галда потащили свой странный груз к лавке амбразины стролло признанной королевой каморских свечников поставляющий свой товар самому герцогу если в каморе и есть место где еще живо чувство человеческой общности и где имя периландра произносится не с презрительной жалостью но с подлинным уважением так это виденца сказал однажды отец цепи конечно купцы народ скаредный и ремесленникам приходится работать не покладая рук однако те из них кто получает хороший доход от своих усердных трудов в общем то счастливы во всем городе нет лучше места для простого улюда пока наши братья не мешает им жить локко поразило глубокое почтение которое окружающие выказывали им с галда на всем пути к четырехэтажному дому госпожи стролло равные торговцы и покупатели низко склоняли голову при виде тележки с покойником а иные даже безмолвно призывали благословение двенадцати прикладывая обе ладони сначала глазам потом губам и наконец к сердцу какая честь дорогие мои воскликнула госпожа стролло я вижу вы ко мне по делу весьма необычному свечная мастерица сухощавая женщина в летах являла собой полную противоположность судейской чиновницы с которой лок разговаривал утром всем своим обликом она выражала предупредительное внимание и держалась так словно два раскрасневшихся и запревших от натуги маленьких послушника были высокопоставленными служителями самого могущественного ордена если она и почуяла запах исходящий из штанов антрима то виду не подала амбразина стролло сидела у окна своей лавки под тяжелым дощатым навесом который на ночь опускали от греха подальше надежно закрывая доступ внутрь окно было шириной футов 10 и высотой футов 5 и по обеим сторонам от торговки выселись разновеликие аккуратные стопы свечей похожие на дома и башни сказочного воскового города в богатых и просто зажиточных домах каморра дешевые свечи как источник освещения быстро вытеснялись алхимическими шарами и немногие оставшиеся свечные мастера в борьбе за покупателя наделяли свои изделия все более и более упоительными ароматами кроме того оставались еще и ритуальные потребности каморских храмов и благочестивых горожан потребности удовлетворить которые холодный свет алхимического стекла не мог мы три дня и три ночи будем совершать упокойное моление о нем лог указал на покойника моему хозяину нужны свечи для службы ты старого цепи имеешь ввиду страдали с наш сердечный значит так вам понадобится лаванда для очищения осенний кровоцвет для благословения и серная роза для прекраснейшей из прекрасных верно на будьте добры лог достал скромный кожаный кошелек с серебром и еще свечи без запаха молитвенные по шесть штук каждого вида пожалуйста госпожа строла тщательно отобрала свечи и принялась заворачивать каждую полдюжину в отдельный кусок вощеной холстины подарок от меня добродушно проворчала она когда лог открыл было рот и я положила в каждый сверток по паре лишних свечей лог для приличия пытался возражать но пожилая женщина очень своевременно оглохла на несколько минут пока старательно упаковывала товар мальчик заплатил три салона как бы ненароком показав торговке что в кошельке у него лежит еще добрая дюжина серебряных монет и пожелал госпоже строла и ее детям сто лет доброго здравия да благословит их всех покровить из сирых и обездоленных сверток со свечами он положил на тележку под полотняное покрывало возле мертвого лица со стекленелыми глазами он уже повернулся собираясь занять свое место рядом с галда когда на него вдруг с разбегу налетел мальчишка в грязных лохмотьях и сбил с ног ох эти я неловкий воскликнула барванец оказавшийся неким иным как кала санца тысяча извинений давай помогу схватив протянутую руку лока он рывком поднял младшего товарища на ноги святые двенадцать послушник переландра нижайший прошу прощения я тебя не заметил сокрушенно цокая языком он отряхнул пыль с белого балахона локко ты не ушибся нет все в порядке прости я ненароком не хотел тебя обидеть я и не обиделся спасибо что помог мне встать кала насмешливо поклонился и уже через считанные секунды скрылся в толпе лок принялся старательно отряхивать одежду медленно считая в уме до тридцати на счете тридцать один он внезапно сел на зим подле тележки закрыл лицо ладонями и горестно захлюпал носом а еще чуть погодя расплакался в голос по этому условному знаку галда подскочил к локку и опустился на колени положив руку ему на плечо и ребятки встревожилась амбразина стролло в чем дело тебе больно голубчик этот неуклюжий болван зашиб тебя галда взволнованно пробормотал что-то локку на ухо локк пролепетал что-то в ответ после чего галда и сам шлепнулся на задницу рядом с ним выпучил глаза и обеими руками вцепился в свой капюшон убедительно изображая отчаяние нет госпожа стролло простонал он все гораздо хуже хуже ты о чем что случилось то серебро сквозь рыдание выдавил лок обратив к женщине залитое слезами лицо с искривленными плачем губами он у меня кошелек украл в карман залез а там были деньги что дала нам вдова покойного убитым голосом проговорил галда не только за свечи а и за упокойную службу за благословение за погребение отец цепи велел нам доставить кошелек вместе с с телом души раздирающие правы лок а я не уберег деньги святые двенадцать вот же гаденыш какой ахнула амбразина стролло за сим она перегнулась через подоконник и возопила голосом поразительной мощи вор держи вора лок снова откнулся лицом в ладони а пожилая дама задрала голову и гаркнула лукреция да бабушка донеслось из открытого окна на втором этаже что за шум какой вор кликни братьев детка скажи чтоб живо спускались до дубинки свои прихватили она снова повернулась к локку с галда не плачьте мальчишечки не плачьте мы как-нибудь поправим дело что такое где вор к ним подбежал долговязый сержант стражи в развивающемся горчично желтом плаще с дубинкой на готове по пятам за ним следовали еще двое желтокурточников хороший же ты стражник видрик гнусные воришки из котлища шастают по нашему кварталу у тебя под носом и общищают покупателей прямо у моей лавки как здесь их что ли сержант уставился на сокрушенных горем мальчиков затем перевел взгляд на разгневанную пожилую женщину и наконец заметил покрытый саваном труп брови его подпрыгнули словно пытаясь соскочить со лба ох сдается мне этот человек мертв конечно мертв куриные твои мозги ребятишки его везут в храм переландра чтоб отслужить за упокой души и похоронить а негодный маленький карманник минуту назад стянул у них кошелек со всеми деньгами заплаченными вдовой кто-то обокрал послушников переландра помощников слепого священника к ним в перевалку подошел краснолицый мужчина с необъятным животом и кучей лишних подбородков в одной руке он держал трость а в другой устрашающего вида резак ах шельмы окаянные какой позор в веденце средь бела дня простите меня схлипывая пролепетал лог простите не доглядел надо было следить за кошельком а я ворона он раз-два и поменяй как звали а я и глазом моргнуть не успел глупости голубчик перебила госпожа строла твоей вины тут нет запоздалось похватившись сержант засвистел свисток толстяк с тростью продолжал сыпать проклятиями из-за угла дома строла выскочили двое молодых парней с окованными медью дубинками возбужденно переговорив со своей бабушкой и убедившись что с ней все в порядке они наконец расспросили в чем дело и в свою очередь разразились яростной бранью и угрозами мести вот мальчики возьмите амбразина строла положила на прилавок три салона отданные ей локком пусть свечи будут моим подарком у нас виденца не ворует мы такого безобразия не потерпим сколько было в кошельке пятнадцать салонов до того как мы расплатились с вами прохлюпал галда значит двенадцать у нас украли отец цепи выгонит нас из ордена не болтай чушь строго сказала госпожа строла добавляя еще две монеты у лавки потихоньку собиралась толпа да черт возьми скричал толстяк мы не позволим мерзкому дьяволенку покрыть нас позором сколько вы дали госпожа строла ядом больше чтоб тебе пусто было самохвальный старый боров я же не на показ а по велению души а я дам корзинку апельсинов раздался женский голос в толпе для вас и безглазого священника а вот еще салон от меня сказал другой торговец протискиваясь к прилавку с монетой в руке видрик госпожа строла отвлеклась от ссоры со своим тучным соседом и сурово возрилась на сержанта все случилось по твоей вине видрик ты должен дать бедняжкам хотя бы пару медиков по моей вине но послушайте нет это ты меня послушай теперь коль зайдет разговор о виденце все станут говорить а знаем знаем там еще священников грабят святые двенадцать точно в горелище или где похуже тьфу в сердцах плюнула торговка возмести ребятишкам хоть малую долю убытка иначе я такого наговорю твоему капитану что тебя поганой метлой погонят с должности будешь потом горбатиться на мусорной барке до седых волос и гнилых зубов страдальчески морщась сержант полез в карман за кошельком но мальчиков уже тесно обступили сердобольные обыватели помогли обоим подняться на ноги и каждый норовил утешительно похлопать локко по спине все наперебой совали заплаканным послушником монеты фрукты и разные маленькие подарки а один купец вручил аж целый кошелек предварительно переложив карман самые ценные монеты локс галда убедительно изображали удивление и радостную растерянность и приличия ради отнекивались от каждого подарка прежде чем взять в четвертом часу пополудни тело антрима однорукого было благополучно доставлено в сырое святилище храма переландра трое мальчиков в белом кала присоединился к ним на подходе к храмовому кварталу спустились по ступеням и уселись рядом с отцом цепи который сидел на своем обычном месте положив толстый локоть на край медной чаши ну что ребятки промолвил священник придется ли джесали не пожалеть что она спасла мне жизнь не придется твердо ответил лок труп первостатейный доложил кала правда пованивает малость добавил галда но в остальном отменный труп заверил кала совсем свежий сказал лок мужика в полдень повесили хорошо просто замечательно но мне очень хотелось бы знать почему последние полчаса все прохожие бросающие подаяния в чашу выражают мне сочувствие по поводу случившегося в веденце потому что они сожалеют о случившемся в веденце осклабился кала все таверны целы никаких пожаров клянусь великим благодетелем быстро проговорил лок и чем живые мальчики занимались прежде чем доставили труп в храм с расстановкой произнес священник таким тоном будто обращался к напроказившему щенку раздобыли немного деньжат лок кинул в чашу увесистый кошелек подаренный щедрым купцом двадцать три салона и три медика если быть точным и корзинку апельсинов сказал кала а еще большущий сверток свечей подхватил галда две ковриги черного перченого хлеба вощеную коробку пива и несколько алхимических шаров несколько мгновений цепи молчал а потом сделав вид будто поправляют повязку на глазах чуть приподнял ее и заглянул в чашу кала и галда радостно хихикая пустились захлеб рассказывать о хитром плане придуманном локком и приведенном в исполнение совместными усилиями богор мне в задницу воскликнул священник когда они закончили хоть убей не припомню чтобы я давал разрешение на дурацкие уличные спектакли лок должны же мы были как-то вернуть деньги пожал плечами мальчик нам пришлось заплатить 15 салонов чтобы забрать труп с виселицы а теперь мы в прибытке плюс еще свечи хлеб и пиво и апельсины напомнил кала и алхимические шары не забывайте добавил галда чудо какие красивые о многохитрый страж добродушно порочал цепи еще сегодня утром я пребывал в счастливом заблуждении что я вас учу здесь уму-разуму с минуту они сидели в дружелюбном молчании солнце клонилось к западу и тени на улицах города постепенно удлинялись ладно черт с ним цепи потряс оковами разгоняя кровь в затекших руках я заберу ровно столько сколько выдал вам на расходы вам кала и галда разрешаю взять по серебряной монете и распорядиться ими по своему усмотрению а ты лог можешь забрать все остальное и отложить на погашение известного долга деньги украдены по всем правилам в следующий миг к ступеням храма подошел солидного вида мужчина в травяно-зеленом камзоле и четырехугольной шляпе он бросил в чашу горсть монет судя по звону серебряных и медных в перемешку затем почтительно прикоснулся к шляпе приветствуя троих мальчиков и сказал я изведенцы и хочу чтобы вы знали я до глубины души возмущен сегодняшним происшествием столь я доброго здравия вам и вашим детям отозвался лог да благословит вас всех покровите сирых и обездоленных глава 5 серый король я вижу лукас деньги расходятся очень быстро заметила донья софия сальвара обстоятельства нам благоприятствует донья софия лог улыбнулся самой что ни на есть радостной по меркам фирвайта улыбкой чуть скривил сомкнутые губы каковое мимическое движение на любом другом лице читалось бы как гримаса боли приготовления идут полным ходом корабли снаряжаются команды набираются товар закупается скоро нам останется лишь упаковать ваш гардероб для короткого путешествия ну да ну да не обозначились ли темные круги у нее под глазами не появился ли во взгляде холодок настороженности да у нее явно не спокойно на душе сейчас главное не перегнуть палку подумал лог а то не ровен час у донья нервы сдадут раньше времени самое трудное и тонкое дело честно смотреть глаза и улыбаться человеку который точно знает что имеет дело с мошенником но не знает что мошенник знает и что он знает с легчайшим вздохом донья софия прижала личную печать кляксе горячего голубого воска внизу пергаментного листа а чуть выше начертала свое имя округлым теринским письмом несколько лет назад вошедшим в моду узнать и ну раз вы говорите что требуется еще четыре тысячи значит будет вам еще четыре тысячи я вам глубоко признателен сударыня несомненно скоро вы за все расплатитесь и расплатитесь лихой если наши надежды оправдаются она впервые за время разговора довольно улыбнулась отчего в уголках ее глаз собрались тонкие морщинки и протянула логку очередной вексель ну вот так то лучше подумал лог чем больше жертва уверена что владеет обстоятельствами тем больше власти имеет над ней мошенник еще одно правило отца цепи многократно подтверждавшиеся на практике пожалуйста передайте вашему мужу сердечнейший привет от меня когда он вернется с деловой встречи сказал лог принимая заверенную печатью бумагу а теперь боюсь я должен вас покинуть мне нужно кое с кем повидаться по поводу платежей которые не будут отражены ни в одной официальной счетной книги конечно конечно понимаю он то вас проводит сегодня угрюмый старый вояка выглядел бледнее обычного и логику показалось что он шагает слегка в раскорячку и чуть прихрамывает на обе ноги да бедняга явно старался поберечь известный орган поврежденный накануне при воспоминании о собственных своих вчерашних телесных муках лог невольно исполнился сострадания к слуге сальвары позвольте спросить конте вежливо начал он хорошо ли вы себя чувствуете не примите в обиду но последний день-два вы выглядите неважно со мной все в порядке господин фирвайт складки в углах его губ обозначились чуть резче просто немножко не здоровится надеюсь ничего серьезного легкая лихорадка видимо обычное дело в это время года до один из недостатков вашего климата сам я пока еще ни разу лихорадкой не хворал благодарение богам в таком случае берегите себя господин фирвайт произнес конте совершенно бесстрастным лицом у нас к море опасность подстерегает самых неожиданных местах ага значит конте тоже посвятили в тайну подумал лог а гордости в нем не меньше чем в донье софии раз он позволяет себе завуалированные угрозы это нужно иметь ввиду я сама осторожность дорогой конте лог засунул вексель во внутренний карман своего черного камзола и поправил пышное многослойное жабо они уже подошли к парадной двери особняка сальвара в моих комнатах днем и ночью горят алхимические шары уничтожающие вредоносные испарения и после часа лжесвета я обязательно ношу медные кольца верное средство против каморских лихорадок и бьюсь об заклад за несколько дней плавания свежий морской воздух исцелит вас вне всякого сомнения сухо промолвил конте путешествие пойдет мне впрок мне не терпится поскорее отправиться в путь тут мы с вами полностью сходимся лог подождал когда слуга сальвары распахнет перед ним широкую железную дверь со стеклом и прежде чем выйти во влажные сумерки разбавленные лжесветом сдержанно но дружелюбно кинул на прощание завтра я помолюсь о вашем здоровье мой друг вы слишком добры господин ферлайт старый солдат непроизвольно положил ладони на рукоять кинжала а я все непременно помолюсь о вашем лог неторопливо зашагал на юг направляясь к двусеребряную парку тем же путем каким они скала покидали остров дюрона пару дней назад ветер палача сегодня дул сильнее обычного и когда лог шел через сады залитые бледным призрачным светом древнего стекла шелестей шорохи листвы ему чудились протяжные вздохи огромных незримых существ затаившихся среди деревьев почти 17 тысяч крон за пол недели дело двигалось значительно быстрее чем предполагал изначальный план рассчитанной на полные две недели лог не сомневался что сможет преспокойно вытянуть у дона сальвары еще один вексель довести общую прибыль от махинации до двадцати двух или даже до двадцати трех тысяч а потом бесследно исчезнуть залечь где-нибудь на месяцок и держать ухо востро пока неприятная история с серым королем благополучно не разрешится а потом каким-нибудь чудом отговорить капу барсави от намерения выдать за него наску но отговорить из подваль не наседая на старика лог вздохнул когда на горы спускалась подлинная ночь лжесвет не просто постепенно угасал а словно бы отступал убывал утекал обратно в древнее стекло краткосрочная суда истребованная назад суровым заимодавцем тени разрастались густели и скором времени поглотили весь парк среди ветвей там и сям загорались изумрудные фонари чей таинственный мягкий свет не весь почему подействовал на локко успокоительно этого света вполне хватало чтобы разглядеть гравийные дорожки петляющие между купами деревьев и живыми изгородями лог чувствовал как тугая пружина нервного напряжения мало-помалу ослабевает в нем прислушиваясь глухому хрусту щебенки под ногами он вдруг с удивлением осознал что испытывая сейчас чувство близкое к умиротворению он жив здоров он богат он принял решение не поддаваться тревоги гложащей других благородных каналей и сейчас посреди огромного 90-тысячного города со всем его шумом гамом смрадом и суетой он на краткую минуту остался совсем один в окружении колеблемых ветром деревьев до серебряного парка 1 внезапно по спине у локко побежали мурашки и в душе пробудился знакомый холодный страх постоянный спутник всякого человека выросшего на улице стоял тихий летний вечер и лог находился в двусеребряном парке самом безопасном общественном парке города в любой час ночи охраняемом патрулями желтокурточников с фонарями на шестах а днем так просто кишащим состоятельными молодыми людьми обоего пола которые держась за руки и отмахиваясь от мошкары прогуливаются по дорожкам в поисках тенистого укромного уголка лог быстро огляделся по сторонам кругом не видать ни души и не слыхать ни звука кроме вздохов листвы до стрекота ночных насекомых ни голосов ни шагов он легко крутанул запястьем и тонкий вороненый стилет выскользнул из рукава в ладони рукоятью вперед держа стилет лезвием вдоль руки чтоб его не было видно даже с близкого расстояния лог торопливо зашагал к южным воротам парка от земли поднимался туман и чудилось будто трава сочится странными серыми испарениями хотя вечер был теплый и душный локко вдруг пробрала дрожь самый обычный туман верно летом он заволакивает весь город каждые две ночи из трех порой такой плотный что кончика собственного носа не разглядишь но почему вот и южные ворота парка лок неподвижно застыл перед ними уставившись на окутанный туманом мост по другую сторону пустынной мощеной улице на арку древних с красными фонарями зловещей мерцающими в серой мгле арку древних ведущую на остров дюрона он сделал круг по парку как такое возможно сердце бешено колотилось мысли путались потом вдруг локко осенило донья софия хитрая коварная стерва она что-то с ним сотворила подсунула какую-то алхимическую отраву на пергаменте в чернилах воски смертельный ли это яд помутняющий рассудок прежде чем убить или просто дурманное зелье вызывающее временное помрачение ума мелкая пустая месть до поры утолившая злобу доньи софии лок полез за пергаментом но никак не мог нашарить внутренний карман он сознавал что движение его слишком медленны и неуклюже чтобы приписать это единственное расстройство воображения между деревьями показались два человека один слева от него другой справа арка древних лок снова стоял на гравийной дорожке посреди парка тараща с темноту прорезанную тонкими изумрудными лучами фонарей он судорожно глотнул воздуха и чуть присел держа кинжал на готове голова кружилась двое мужчин в плащах один слева другой справа хруст гравия под шагами черные очертания арбалетов черные фигуры на фоне размытого изумрудного света головокружение усилилась господин шип словно откуда-то издалека донесся приглушенный голос вам придется уделить нам час времени о многохитрый страж выдохнул лок а следующий миг даже тусклая зелень деревьев померкла у него перед глазами и кромешная тьма накрыла мир очнувшись лок обнаружил что сидит на стуле ощущение он испытывал самые странные ему и прежде случалось выплывать из черного забытия вызванного болью или каким-нибудь дурманным зельем но сейчас все было иначе казалось будто кто-то просто привел в действие механизм его сознание подобно тому как ученый запускает водяные часы выдергивая затычку из водоподающей трубки лок сидел за столом в общем зале таверны один он видел питейную стойку очаг другие столы но помещение выглядело заброшенным и пахло плесенью сыростью пылью где-то позади него горел масляный фонарь источающий неверный оранжевый свет грязные запотевшие окна тускло отблескивали и что там за ними было не разглядеть вам спину нацелен арбалет раздался голос позади совсем близко вежливый мужской голос с едва уловимым акцентом но явно принадлежавший урожденному коморцу местный житель долгое время проживший в чужих краях голос был совершенно незнакомый сидите смирно господин шип по спине локко забегали ледяные мурашки он изо всех сил напряг память пытаясь вспомнить последние секунды перед забытьем кажется один из двух мужчин в парке тоже употребил такое обращение лок глубоко вздохнул почему вы меня так называете мое имя лукас фирвайт я эмберленский подданный служащий торгового дома бель аустеров о да звучит весьма правдоподобно господин шип акцент убедительный а ваша героическая готовность париться в черном сукне вызывает глубокое восхищение дон лоренцо и донья сальвара свято верили в лукаса фирвайта пока вы сами не вывели их из заблуждения это не человек капы лихорадочно соображал лок барсави точно не причем барсави проводил бы этот разговор самолично и не здесь а в недрах плавучей могилы где на дыбах висели бы все до единого благородные канали и на лавке лежали бы все до единого ножи мудрого доброхота наточенные до блеска меня зовут лукас фирвайт настойчиво повторил лог и я решительно не понимаю что вам угодно и почему я здесь не причинили ли вы какого вреда грауману он цел надеюсь жан танэн цел и невредим как вам хорошо известно ответил незнакомец да уж хотелось бы мне посмотреть как вы заявились кабинет дона сальвары в черном плаще размахивая бумажником с фальшивым значком тайного сыска и уничтожили в бедняге веру в лукаса фирвайта подобно тому как отец ласково объясняет своим простодушным детям что на самом деле святого дарителя не существует вы настоящий артист господин шип говорю же вам меня зовут лукас лукас фирвайт и я если вы еще раз повторите что вас зовут лукас фирвайт я прострелю вам левое плечо убивать я вас не собираюсь просто осложню жизнь славная сквозная дыра возможно перебитая кость ваш превосходный наряд испорчен ваш чудесный пергамент залит кровью служащие мираджа с интересом послушают ваши объяснения векселя в бурых пятнах крови знаете ли привлекают повышенное внимание лог молчал нет лог так тоже не пойдет безусловно вы уже поняли что я не человек барсави святые тринадцать подумал лог где же я допустил ошибку черт возьми если незнакомец говорил правду если действительно он не работал на капу оставалось предположить одно лог имел дело с настоящим пауком с настоящими полуночниками неужели в тайном сыске стало известно о фальшивом значке неужели талишемский мастер поддельных дел донес на логка ради дополнительной наживы другого объяснения быть не могло встаньте и повернитесь медленно лог подчинился и чуть было не вскрикнул от удивления за столом перед ним сидел мужчина неопределенного возраста от 30 до 50 высокий поджарый с сединой на висках обличием чистокровный коморец загорелая оливковая кожа высокий лоб резко очерченные скулы длинный острый нос он был сером кожаном дублете надетом поверх серой шелковой сорочки сером плаще с капюшоном и серых же лайковых фехтовальных перчатках разношенных и потертых у него были холодные цепки и глаза охотника оранжевый свет фонаря отражался в черных зрачках и на мгновение у локу показалось будто он видит внутренний темный огонь горящий в глубине глаз они обычные блики света он невольно содрогнулся весь этот серый цвет вы прошептал он уже без акцента лукаса фирвайта собственной персоной подтвердил серый король сам я нахожу этот наряд нелепым своей театральности но без него не обойтись уж кто-кто а вы-то прекрасно понимаете такие вещи господин шип ума не приложу почему вы продолжаете меня так называть лок незаметно переступил с ноги на ногу принимая стойку поустойчивее и чувствуя успокаивающую тяжесть телета спрятанного в другом рукаве я что-то не вижу арбалета упомянутого вами я же сказал он нацелен вам в спину с едва заметной насмешливой улыбкой серый король махнул рукой в сторону дальней стены лок осторожно обернулся там стоял человек стоял ровно на том месте куда лок смотрел всего минуту назад широкоплечий мужчина в плаще с капюшоном лениво прислонился к стене держа на сгибе локтя взведенный уличный арбалет небрежно направленный на локко я лок снова повернулся к серому королю но тот уже не сидел за столом а стоял за пустой питейной стойкой в доброй дюжине футов слева от локко фонарь остался на прежнем месте и в его свете было видно что мужчина ухмыляется но это невозможно очень даже возможно господин шип сами подумайте на самом деле количество возможностей ничтожно мало серый король плавно повел перед собой ладонью словно стирая пыль с незримого оконного стекла лок оглянулся и обнаружил что человек с арбалетом опять исчез черт меня задери ахнул он вы вольно наемный маг вовсе нет я не имею такого преимущества как и вы но я держу себя на службе вольно наемного мага он указал пальцем на стол за которым сидел немногим раньше теперь там сидел худощавый молодой мужчина не старше тридцати лет причем в такой спокойной непринужденной позе будто расположился за столом довольно давно его щеки и подбородок покрывал тонкий пушок но над олбом уже обозначились залысины в глазах у него блестели насмешливые искорки и весь облик дышал властной самонадеянностью от природы присущий почти всем особам голубых кровей одет он был в безупречно скроенный серый камзол с ярко-красными шелковыми обшлагами на левом запястье темнела татуировка в виде трех параллельных линий а на правой руке облаченной в грубую кожаную перчатку сидел свирепейший охотничий сокол который смотрел на лобка так будто тот был ничтожной полевой мышью страдающей манией величия неподвижные золотые глаза с крохотными черными зрачками крючковатый клюв кинжальной остроты серо-коричневые крылья плотно сложены а когти какие-то странные что передние что задние непомерно длинные и толстые мой ближайший помощник сокольник произнес серый король картенский вольно наемный маг мой личный маг своего рода ключ открывающий для меня двери возможностей а теперь когда мы вам должным порядком представились давайте поговорим о том что мне от вас нужно с ними не связывайся ни в коем случае однажды сказал локку отец цепи это еще почему удивился лог в тогдашние свои 13 лет самоуверенный как никогда впоследствии что говорит о многом вижу ты опять пренебрегаешь уроками истории в ближайшее же время посажу тебя за чтение хроник вздохнул священник картенские вольно наемные маги единственные чародеи на всем континенте поскольку они никому больше не позволяют заниматься магическим ремеслом всех других магов они либо заставляют вступить свою гильдию либо убивают и никто не сопротивляется никто не борется с ними не пытается от них скрыться конечно время от времени такие попытки предпринимаются но разве могут два пять десять магов в бегах тягаться с четырьмя сотнями в чем распоряжение целый город государства а с чужаками отступниками картенские вольно наемные маги расправляются столь жестоко что капа барсави рядом с ними выглядит милосердным жрецом переландра они крайне ревнивы совершенно безжалостны и решительно не терпят соперничество они владеют исключительным правом на занятие магией ни один человек не осмелится дать пристанище чародею неугодному картенским магом ни один будь он даже самим королем семи сущностей странно что они продолжают называть себя наемными магами заметил лог из ложной скромности думаю это их забавляет на самом деле они устанавливают такие дикие цены на свои услуги что речь уже идет не столько о наемной работе сколько о жестоком насмехательстве над заказчиком за его же счет дикие цены новичок берет 500 крон в день а опытный чародей обойдется в тысячу о ранге мага свидетельствует татуировка на левой руке чем больше черных линий вытатуировано у него вокруг запястья тем почтительнее следует с ним обходиться тысяча крон в день теперь ты понимаешь почему картенские маги не служат на постоянной основе при каждом дворе у каждого аристократа и бездарного военачальника не знающего деньгам счета даже военное время и в годину бедствий их нанимают лишь на очень короткий срок но если уж на твоем пути встретился картенский маг будь уверен заказчик платит ему за очень серьезную деятельную работу откуда они вообще взялись из картена ха-ха я про гильдию про исключительное право ну это проще простого однажды ночью некий могущественный чародей стучится в дверь другого не столь могущественного я основываю гильдию магов говорит он присоединяйся ко мне или я тебя уничтожу на месте мокрого пятна не останется и второй чародей ясное дело отвечает ах я всю жизнь мечтал вступить в гильдию совершенно верно затем они вдвоем идут к третьему магу и говорят вступай в гильдию или сражайся с нами обоими один против двоих здесь и сейчас так повторяется много-много раз и наконец дверь последнего независимого мага стучится 300 или 400 членов гильдии а все ответившие отказом благополучно пребывают в мире ином но у них наверняка есть какие-то слабые места конечно есть они смертные люди как мы с тобой они едят и срут стареют и умирают но они что шерш не треклятые тронешь одного остальные налетят всем скопом и понаделают в тебе дырок да помогут 13 тому кто убьет вольно наемного мага случайно или умышленно а что такого старейшая правила гильдии правило без исключений убьешь мага все до единого члены гильдии бросят свои дела чтобы отомстить они найдут тебя как не скрывайся из-под земли достанут убьют твоих друзей твою семью твоих знакомых сожгут твой дом уничтожит все когда-либо созданное твоими руками они позволят тебе умереть лишь тогда когда ты будешь знать что весь твой род истреблен целиком и полностью значит противостоять картенским магом вообще не дозволено о никто тебе не запрещает ты можешь попытаться дать отпор коли вдруг один из них на тебя ополчится но если ты порешишь мага честное слово оно того не стоит лучше уж наложить на себя руки тогда по крайней мере они не поубивают всех твоих родных и близких ничего себе да кивнул цепи магия конечно сама по себе штука жутковатая но страшны картенские маги прежде всего своей лютой жестокостью вот почему при встрече с одним из них ты должен кланяться расшаркиваться и рассыпаться в любезностях не забывая после каждого слова прибавлять сударь или сударыня славная у тебя птичка паскуда сказал лог вольно наемный маг холодно смотрел на него в некотором замешательстве значит это по твоей милости никто не может поймать твоего хозяина по твоей милости никто из полных крон не помнит где был и что дело в ту ночь когда длинного тесса пригвоздили к стене сокол пронзительно крикнул и лог невольно отшатнулся пораженной яростью птицы то был необычный крик встревоженной твари но полной злобы вопль обращенной казалось непосредственно к нему локку моей подруге не нравится твой тон произнес сокольник а я всегда полагаясь на ее мнение на твоем месте я бы следил за языком я зачем-то нужен твоему хозяину а следовательно должен сохранять дееспособность ответил лог а следовательно каким тоном я разговариваю с его картенскими халуями не имеет ни малейшего значения среди убитых тобой горист были мои друзья по твоей милости меня черт возьми женить собираются так что жри пеньку и сри веревкой любезный со свирепым клёкотом соколиха сорвалась с перчатки хозяина лог успел заслонить лицо согнутой левой рукой и птица с лету в нее врезалась вцепилась острыми когтями в рукав камзова распарывая плотную ткань и бешено забила крыльями стараясь удержаться на месте лог заорал и занес правый кулак чтобы ударить злобную пернатую тварь ударишь прощайся с жизнью сказал сокольник посмотри повнимательнее на коготки моей подруги стиснув зубы от боли лог пригляделся задние когти соколихи больше походили на гладкие изогнутые шипы со стриями тоньше иглы на голенях прямо над ними находились какие-то пульсирующие мешочки показавшиеся странными даже локку совершенно не разбирая шемуся в охотничьих птицах вестриса скорпионий сокол пояснил серый король гибрид созданный средствами алхимии и магии один из многих сотворенных картенскими магами забавы ради у нашей птички не просто когти а ядовитое жало если она по-настоящему на тебя разозлиться ты и десяти шагов не успеешь сделать как упадешь замертво с руки локка закапала кровь он застонал от боли соколиха щелкнула на него клювом явно забавляясь мы здесь все взрослые и люди и птицы верно продолжал серый король дееспособность понятие относительное дорогой лок мне бы очень не хотелось еще раз показывать тебе насколько оно относительное приношу свои извинения с трудом проговорил лок сквозь стиснутые зубы вестриса замечательная птаха обладающая незаурядным даром убеждения сокольник ничего не сказал но соколиха выдернула когти из руки локко опять скрикнувшего от острой боли перелетела обратно на перчатку своего хозяина и снова вперела в локко неподвижный взгляд локк вцепился в окровавленный рукав осторожно потер раны под ним говорил же я тебе сокольник серый король лучезарно улыбнулся локку наш шип быстро восстанавливает самообладание в любых обстоятельствах еще две минуты назад он ничего не соображал от страха а сейчас уже оскорбляет нас и наверняка прикидывает как бы выбраться из неприятного положения я не понимаю почему вы продолжаете называть меня шипом упорствовал лок да все ты понимаешь сейчас послушай меня внимательно локк дважды повторять не буду мне известно о твоей норе под храмом переландра о твоем хранилище о твоем богатстве я знаю что ты никогда не ходишь по ночам на кражи а только прикидываешься мелким домушникам перед путными людьми знаю что ты в нарушении тайного уговора хитроумно облапошиваешь коморских аристократов и знаю что ты очень хорош в своем деле я знаю что ты не распустил слухи про коморского шипа но мы с тобой оба знаем что порождены они твоими подвигами и наконец я знаю что капа барсави самым занимательным образом расправиться с тобой и остальными благородными канальями если вдруг проведает обо всем что известно мне да бросьте сказал локк вы не в том положении чтобы мило нашептывать капи на ухо и рассчитывать на полное доверие так нашептывать буду не я усмехнулся серый король это сделают мои люди из ближайшего окружения капы если ты не справишься с делом которое я тебе поручу полагаю я все внятное объяснил несколько секунд локк молча смотрел на него потом со вздохом уселся верхом на стул положив пораненную руку на спинку я вас понял а что взамен взамен я обещаю что капа барсави никогда не узнает о ловко налаженной двойной жизни которую ведете ты и твои товарищи вот значит как медленно проговорил локк я только на моего мага расходов не жалею а вообще я человек очень бережливый серый король вышел из-за питейной стойки и сложил руки на груди в качестве платы за услуги получишь свою жизнь они деньги и что от меня требуется самый обычный обман не надо чтобы ты стал мною я не понял мне пришло время выйти из тени нам с барсави нужно поговорить один на один в ближайшее время я выманю капу из плавучей могилы чтобы тайно с ним встретиться ничего не выйдет даже не надейтесь не надо меня недооценивать все нынешние неприятности барсави моих рук дело уж поверь я сумею выманить капу из его сырой крепости но вот разговаривать он будет не со мной а с тобой с коморским шипом с величайшим актером из всех что когда-либо рождались в этом городе ты выступишь в роли меня один вечер блестящее представление представление по королевскому указу но зачем такие сложности во время вашей встречи мне нужно будет находиться в другом месте переговоры с капой лишь часть более обширного плана но капа барсави и все его окружение хорошо меня знают удалось же тебе обмануть супругов сальвара представ перед ними в двух разных обличьях причем в течение одного дня я научу тебя что говорить и снабжу подобающей одеждой поскольку ты мастер перевоплощения а моя внешность никому из обитателей плавучей могилы неизвестно никто даже не заподозрит что в деле замешанный или что серый король не настоящий интересный план чрезвычайно рискованный что мне нравится но вы же понимаете что я буду выглядеть полным дураком если капа начнет разговор с того что всадит мне в грудь дюжину арбалетных стрел не беспокойся ты будешь надежно защищен от обычных глупых выходок барсави я пошлю с тобой сокольника лок коротко взглянул на мага тот улыбнулся с насмешливо великодушным видом неужели ты думаешь продолжал серый король что я позволил бы тебе прятать стилет в рукаве если бы оружие в твоих руках могло причинить мне вред попробуй пырни меня позаимствуй у меня арбалет коли хочешь стрела меня тоже не возьмет точно также и ты будешь защищен во время встречи с капой значит это правда все слухи что про вас ходят не праздные домыслы ваш ручной маг способен на большее чем просто отшибить мне память как будто я пил запоем всю ночь да а слухи начали распускать мои люди по моему приказу и с единственной целью я хотел внушить шайкам барсави такой страх перед серым королем чтобы никто уже не смел и близко подойти к тебе когда вам с капой настанет время встретиться в конце концов я могу убить одним прикосновением серый король улыбнулся оставь мною и ты сможешь лок нахмурился это улыбка это лицо в сером короле было что-то очень знакомое что то неуловимое не поддающиеся определению просто странное неотвязное ощущение что будто где-то лок уже видел этого человека он кашлянул очень любезно с вашей стороны а что потом после того как я выполню ваше задание наши пути разойдутся ты займешься своими делами а я своими с трудом верится после встречи с барсави ты останешься живой лок и в дальнейшем тоже можешь ничего не опасаться поверь все не так страшно как тебе кажется ты прекрасно понимаешь если бы я хотел просто убить капу то давно бы уже это сделал вы прикончили семерых горист заперли барсави в плавучей могиле на несколько месяцев не так страшно как мне кажется после смерти тесса капа убил восьмерых людей из полных крон он жаждет вашей крови и больше ему ничего от вас не нужно в плавучей могиле барсави сам заперся поверь мне лог все будет в порядке капа хоть и скрипя сердце согласиться на мои предложения мы раз и навсегда решим вопрос каморром ко всеобщему удовлетворению то что вы человек опасный я давно понял но оказывается вы еще и сумасшедший толкуй мои действия как тебе угодно главное сделай что от тебя требуется похоже выбора у меня нет мрачно сказал лог да я об этом позаботился так мы договорились ты все сделаешь а вы научите меня что говорить копе разумеется у меня одно условие вот как если я возьмусь за это дело я должен иметь возможность встретиться с вами или хотя бы передать сообщение случае надобности вдруг возникнут непредвиденные обстоятельства не сидеть же мне сложа руки в ожидании когда вы соизволите появиться не возникнут заверил серый король это необходимая мера предосторожности вы же хотите чтобы все прошло без сучка без задоринки ну хорошо кивнул серый король сокольник вольно наемный маг стал и вышел из-за стола вестриса ни на миг не сводила глаз с локко свободной рукой хозяин птицы достал из внутреннего кармана свечу белую восковую палочку со спиральными багровыми прожилками зажжешь в каком-нибудь уединенном месте сказал сокольник смотри чтоб ни единой живой души поблизости не было произнесешь мое имя я услышу и явлюсь самым скором времени благодарю локко взял свечу и положил в карман сокольник легко запомнить вестриса раскрыла клюв но не издала ни звука через пару секунд клюв со щелчком захлопнулся и соколиха моргнула зевает она так что ли или усмехается над локком на свой птичий манер я буду постоянно следить за тобой предупредил картенский чародей как вестриса чувствует все что чувствую я так я вижу все что видит она это многое объясняет хмыкнул лок ну раз мы обо всем столковались будем считать разговор законченным у меня есть другие дела не терпящие отлагательств благодарю вас за проявленное благоразумие господин шип сказал человек с арбалетом человеку с кошельком локк стал со стула и засунул левую руку по-прежнему ноющую от боли в карман камзола когда должна состояться моя встреча с капой через три дня надеюсь это не помешает твоей важной работе с доном сальварой вряд ли это вас волнует но нет не помешает вот и прекрасно а теперь давай вернем тебя к твоим делам постойте забеспокоился локк не собираетесь живы но было поздно сокольник уже водил воздухе свободной рукой и шевелил губами беззвучно произнося слова комната поплыла перед локком свет фонаря померк превратившись в размытое тускло оранжевое пятно в темноте а потом осталась только одна темнота очнулся локк на мосту между западной и улице златохватов по ощущениям забытье продолжалось не больше минуты но подняв глаза он увидел что облака исчезли звезды сместились в темном небе и луны висят низко над западным горизонтом сукин сын прошипел локк это ж сколько времени прошло жан наверное уже весь издергался он торопливо соображал кала с галда собирались вечером пошляться по западне таская за собой клопа как водится скорее всего под конец они засели в последние ошибки где допоздна пили резались кости и старались не получить по физиономии за карточное плутовство жан намеревался провести вечер в наемных комнатах изображая постояльца расколотой башни по крайней мере до возвращения лока значит оттуда и нужно начинать поиски товарищей тут лок вспомнил что он по-прежнему наряжен лукасом фирвайтом и хлопнул себя по лбу он проворно снял камзол и шейные платки сдернул с носа фальшивые очки и засунул жилетный карман потом осторожно потрогал глубокие раны от птичьих когтей на левой руке они по-прежнему болели но уже немного подсохли и то хорошо хоть кровь не льется ручьями черт подери этого серого короля подумал лок и помогите мне боги благополучно погасить щита этой проклятой ночи он злохматил волосы расстегнул жилет выпустил рубашку из штанов согнул втрое и заправил внутрь нелепые длинные языки башмаков шейные платки и нарядные ремни лок завернул в камзол который затем крепко обвязал рукавами в темноте сверток выглядел в точности как старый тропичный узел теперь избавившись от внешних броских примет лука софервайта лок мог надеяться что доберется до последней ошибки не привлекая лишнего внимания с некоторым облегчением он повернулся и быстро зашагал к южному концу моста в сторону огней и шума ночной западни едва лок свернул на булыжную улицу где находился главный вход в последнюю ошибку из темного бокового проулка вынырнул жан танэн и схватил его за руку лок где тебя носила всю ночь ты в порядке ох жан да чего же я рад тебя видеть нет я далеко не в порядке и все вы тоже где остальные не дождавшись тебя я спустился в таверну нашел там ребят склопом и отослал в наши комнаты приглушенным голосом доложил жан на ухо товарищу а сам рыскал тут по переулкам стараясь никому на глаза не попадаться тебя караулил решил что сейчас нам лучше держаться вместе по ночам я мы уж испугались меня схватили жан но потом отпустили сейчас все расскажу давай только поднимемся в комнаты у нас новая проблема дружище с пылу жару и жгучая как огонь на сей раз окна оставили открытыми только опустили на них тонкие полупрозрачные сетки от комаров и прочих кусачих насекомых когда лог закончил рассказ о ночных событиях небо уже бледнело и над восточным горизонтом тянулась красная полоса зари под глазами у всех лежали усталые тени но никто не выказывал ни малейших признаков сонливости по крайней мере теперь мы знаем в завершении сказал лог что он не собирается меня убивать как других горист в ближайшие три дня во всяком случае добавил галда да этому скоту совсем нельзя доверять выпалил клоп но слушаться его все равно придется пожал плечами лог сразу по приходу он переоделся в простую одежду более подобающую постояльцу расколотой башни жан настоял на том чтобы промыть ему раны крепленным вином нагретым на алхимической плите почти до кипения сейчас лог держал руку в целебной повязке обильно смоченной бренди под белым алхимическим шаром по единодушному мнению коморских лекарей свет алхимических шаров очищал воздух и предотвращал заражение а надо ли калла поскреб щетинистый подбородок как думаешь мы успеем скрыться если прямо сейчас спустимся в бега от серого короля кто знает лог вздохнул но от картенского мага точно не скроемся значит будем сидеть сложа руки и смотреть как он дергает тебя за веревочки будто марионетку да кивнул лог меня здорово подкупило его обещание не докладывать капи барсави о наших проделках безумие какое-то сказал галда ты говоришь у сокольника на запястье вытаторовано три линии ага на том во всяком случае где не сидел черта в скорпионе сокол три линии пробормотал жан это ж с ума сойти держать на службе такого человека уже месяца два прошло да с тех пор как по городу поползли первые слухи про серого короля когда он убил первого гористу кого именно гила поножовщика из шалых псов ответил кала значит в деле замешаны просто сумасшедшие деньги думаю даже герцогу не по карману целых два месяца оплачивать услуги вольно наемного мага столь высокого ранга кто же такой этот проклятый серый король и откуда у него такие средства да неважно сказал лог через три дня вернее уже через два с половиной в коморье будет два серых короля и один из них я вот тринадцать жан опустил голову и устало потер глаза ладонями в общем плохие новости такие капа собирается женить меня на своей дочери а серый король требует чтобы я под видом него отправился на тайную встречу с барсави лог ухмыльнулся хорошая же новость состоит в том что я не залил кровью новый вексель на 4000 крон я его убью решительно заявил клоп дайте мне арбалет с отравленными стрелами и я всажу по одной в каждый глаз тебя послушаешь клоп так твой прыжок с крыши начинает казаться вполне себе благоразумным поступком но ведь никто такого не ожидает верно клоп сидевший у самого окна повернул голову и несколько мгновений напряженно в него смотрел как часто делал на протяжении всей ночи они знают что на них любую минуту может напасть кто-нибудь из вас четверых но от меня то подобного не ожидают и вдруг раз я выскакиваю из-за угла один выстрел в рожу и нет больше серого короля даже если допустить что сокольник позволит твоим отравленным стрелам поразить цель он уже в следующую минуту уничтожить всех нас на месте сказал лог а также я сильно сомневаюсь что чертова птица станет летать вокруг башни у нас на виду но наверное то никогда не знаешь ответил клоп мне кажется я ее уже видел раньше когда мы поджидали дона сальвару в переулке уверен я тоже видел калла гонял салон по костяшкам левой руки не глядя на него когда я душил тебя там лог над нами пролетала какая-то птица крупнее и быстрее обычного вьюрка или воробья значит он и впрямь следил за нами и знает о нас все что нужно знать сказал жан сейчас конечно разумнее будет уступить и подчиниться но тем временем надо придумать как бы вырыть под него яму а наши дела с доном сальварой мы сворачиваем кротко спросил клоп нет лог решительно помотал головой пока что для этого нет причин как нет удивился галда мы помышляли свернуть дела потому лишь что хотели укрыться от серого короля опасаясь за свою жизнь но теперь мы точно знаем что он нас не тронет по крайней мере в ближайшие три дня так что наше предприятие с доном сальварой идет прежним чередом ага еще три дня пока у серого короля не отпадет надобность тебе жан сплюнул а дальше при любом раскладе одно благодарю за сотрудничество вот вам всем в награду нож в спину не исключено согласился лог поэтому мы поступим следующим образом ты жан сегодня побегаешь по городу когда немного выспишься сначала отменишь заказ на места на корабле если нам придется спешно скрываться из камора ждать отплытия судна мы не сможем затем сгоняешь криконтовым воротам сунешь стража еще деньжат если явится необходимость бежать мы сбежим посуху и я хочу чтобы ворота распахнулись перед нами быстрее шире чем двери борделя калла галда вы раздобудите для нас фургон и поставите за храмом приготовите парусину и веревки для упаковки закупите еды и питья в дорогу все самое простое сытное еще запасные плащи и неприметная одежда в общем сами знаете если столкнетесь с кем-нибудь из путных людей намекните что через пару дней у нас наклевывается выгодная дельца барсави будет доволен коля узнает клоп мы с тобой займемся делом в хранилище достанем из колодца все наши накопления до последней монетки и сложим в мешки чтобы случае чего за несколько минут перетаскать все в фургон разумно кивнул клоп значит братья санса держатся вместе ты клоп ни на шаг не отходишь от меня никто ни минуты не действует в одиночку кроме тебя жан с тобой вряд ли какая беда стрясется если только серый король не прячет в городе целую армию ты же меня знаешь жан закинул обе руки за шею и выхватил из-под широкого кожаного жилета надетого поверх простой полотняной рубахи два одинаковых топорика длиной фута полтора с обвитыми кожаным шнуром рукоятями и прямоугольными черными лезвиями ланцетной остроты уравновешенными вытянутыми обухами с железным шариком на конце злобные сестрицы любимое оружие жана я не никогда не хожу один нас всегда трое вот и славно лог подавил зевок если нам потребуется еще какие-нибудь блестящие мысли пораскинем мозгами по пробуждении а сейчас давайте закроем окна задвинем дверь чем-нибудь тяжелым и зададим храпака благородные каналии с трудом поднялись на ноги собираясь привести в исполнение этот разумный план как вдруг жан скинул ладонь призывая товарищей прислушаться наружная лестница трещала и скрипела под шагами многих ног а в следующую минуту кто-то забарабанил дверь ламора открывай раздался громкий мужской голос мы откапы жан быстро взял оба топорика в одну руку и спрятал за спиной потом стал у стены в нескольких футах справа от двери братья санса потянулись за кинжалами спрятанными под рубашками а галда одновременно загородил собой клоппа лог застыл посреди комнаты сообразив что его стилеты по-прежнему завернуты в камзол фирвайта почем нынче коврига хлеба на плавучем рынке после минутного замешательства выкрикнул он ровно медяк но хлеб сыроват последовал ответ у локко слегка отлегло от сердца так звучали условные приветствия и отзыв установленные на этой неделе вдобавок если бы капины люди собирались его схватить по какому-нибудь серьезному обвинению они бы просто вломились комнату без всяких церемоний знаком велел друзьям сохранять спокойствие лог отодвинул засов и приоткрыл дверь на лестничной площадке на высоте семидесяти футов над последней ошибкой стояли четверо мужчин небо у них за спиной было цвета мутной воды в городских каналах и на нем бледно мерцали последние утренние звезды незваные гости имели наружность суровую и даже грозную чуть напружиненные но непринужденные позы изоблачали в них опытных бойцов кожаные куртки кожаные ношейники красные косынки под черными кожаными шапками громилы и шайки красноруких который барсаве обращался всякий раз когда требовалась грубая сила причем срочно извиняй братец один из мужчин явно главный здесь положил руку на дверь хозяин желает видеть лока ламору прямо сейчас приказано никаких отговорок не принимать и доставить тебя любым способом хоть силком интерлюдия жан-тан-эн за год лог подрос но не так сильно как ему хотелось бы хотя точно его возраст оставался неизвестным было очевидно что мальчонка мелковат для своих лет просто ты не доедал в раннем детстве сказал цепи безусловно за время твоего пребывания здесь дела заметно поправились но я полагаю ты всегда будешь скажем так довольно деликатного телосложения всегда не стоит расстраиваться усмехнулся цепи сложив руки на своем объемистом животе худой да малоросый всегда проскользнет там где человек покрупнее застрянет учеба продолжалась полным ходом арифметика история землеописание языки как только лог и братья санса овладели разговорным водранским цепи ввел уроки произношения несколько часов в неделю мальчики проводили в обществе старого парусного мастера который распекал своих учеников за несусветное коверканье северного языка сшивая ярды парусиновых полотнищ длинными страшными иглами они разговаривали на любые темы приходящие на ум старику и он придирчиво поправлял всякий неправильно произнесенный звук будь то излишне мягкий согласный или чересчур долгий гласный а поскольку за свои услуги водранец брал вином по ходу каждого урока он распалялся все больше и краснел лицом все сильнее еще отец цепи устраивал различные испытания иной раз довольно простые но чаще весьма суровые он испытывал мальчиков постоянно почти безжалостно но после каждой проверки на ловкость смелость и сообразительность поднимался с ними в заброшенный висячий сад и обстоятельно растолковывал какую цель он преследовал и чем для них полезен приобретенный опыт благодаря такой прямоте наставника жестокие учебные игры переносились легче вдобавок трудности крепко сплотили локко калла и галда против окружающего мира чем сильнее священник усложнял ребятам жизнь тем дружнее они становились тем слаженнее работали вместе тем лучше понимали друг друга с полуслова с появлением жана тоннена все переменилось был месяц сарис 77 года иона самый конец на редкость сухой и холодной осени бури и грозы бушевавшие на железном море по воле ветров или богов обходили камор стороной и вечера стояли на диво погожие лок сидел с отцом цепи на ступенях сплетая и расплетая пальцы и с нетерпением ждал часа лжесвета когда вдруг заметил воровского наставника шагающего через площадь храму периландра сейчас по прошествии двух лет лок уже не испытывал былого трепета перед своим прежним хозяином но костлявый старик по-прежнему оказывал на него странное магнетическое действие воровской наставник отвесил низкий поклон разведя в стороны руки с растопыренными крючковатыми пальцами и при виде лока глаза его живо заблестели милый мой несносный проказник до чего же приятно видеть что ты ведешь разумную и полезную жизнь в обители периландра своими успехами лок обязан прежде всего вашему воспитанию по лицу священника расползлась улыбка именно благодаря вам он растет человеком стойким и нравственным растет воровской наставник прищурился с притворным вниманием разглядывая мальчика и я бы не сказал что он вырос хотя бы на дюйм впрочем не важно я привел мальчишку о котором мы с вами говорили с северной заставы а ну-ка выйди вперед жан прятаться за моей спиной все равно что пытаться укрыться под медной монеткой позади воровского наставника и впрямь стоял мальчик когда он боязливо выступил из-за старика лок увидел парнишку одних лет с собой или чуть постарше который во всех прочих отношениях являлся полной его противоположностью толстый румяный скопной сальных черных волос и фигурой похожей на изваленную в грязи грушу он испуганно таращил глаза судорожно сжимая и разжимая пухлые кулаки так так протянул отец цепи видеть я его конечно не вижу но с другой стороны добродетели угодные сердцу покровителя сирых и обездоленных сокрыты от всякого человеческого взора совестлив ли ты сын мой искренен ли стояк ли душой как все те кого наш милостливый небесный владыка уже принял свои объятия священник звеня цепями похлопал лока по спине лок же по-прежнему хранил молчание пристально разглядывая новичка надеюсь да сударь пролепетал жан дрожащим голосом а именно на надежде и зыждется вся наша жизнь верно заметил воровской наставник ну что ж дружок теперь твой хозяин добрый отец цепи веряю тебя его по печенью не моему но по печенью высшей силы коей я служу поправил священник ах да пока вы не ушли я сегодня случайно нашел на ступенях вот этот кошелек он помахал в сторону воровского наставника туго набитым кожаным мешочком не выли часом обронили вода я я обронил растяпа воровской наставник выхватил кошелек из руки цепи и проворно сунул в карман своего потрепанного камзола какая удача что вы его нашли он снова поклонился а затем повернулся и зашагал прочь в направлении сумеречного холма монотонно насвистывая цепи встал растер затекшие ноги и хлопнул в ладоши давайте покончим на сегодня с трудами праведными жан это лок ламора один из моих послушников будь добр помоги ему отнести чашу в святилище только осторожнее она тяжелая мальчики худой и толстый потащили чашу вверх по ступеням в сырое святилище безглазый священник ощупью двинулся за ними следом на ходу подбирая цепи и волоча за собой лок привел в действие скрытый стене механизм и двери храма медленно затворились цепи уселся на пол посреди святилища и обратил взор на жана приятный пожилой господин при поручивший тебя моим заботам сказал что ты бегло говоришь читаешь и пишешь на трех языках до сударь подтвердил мальчик с трепетом озираясь вокруг на теринском водранском и исарском прекрасно а арифметику знаешь счетное дело да замечательно поможешь мне посчитать сегодняшнюю выручку но сначала подойди ближе и дай мне руку вот так посмотрим жан-тонен если у тебя способности необходимые послушнику храма периландра что что я должен делать просто положи ладони на мою повязку нет стой смирно закрой глаза сосредоточься хорошенько пусть все твои добродетельные мысли всплывут из глубин ума он мне не нравится заявил лог совсем не нравится они с цепи готовили завтрак утром следующего дня лог варил на медленном огне луковый суп из неровных бурых кубиков сухого говяжьего бульона а цепи пытался взломать восковую закупорку в горшочке с медом пальцами и ногтями у него не получалось и теперь он ковырял воск стилетом тихо чертыхаясь совсем не нравится рассеянно переспросил цепи что за глупости он ведь еще и дня здесь не пробыл он толстый слабодушный он не один из нас ну как же не один из нас мы показали жанну наш храм и подземное логово он дал мне клятву пизона завтра послезавтра я отведу его капи я не в смысле что он не один из благородных каналей а смысле не один из нас он не вор он толстый робкий купец он из купеческой семьи да но теперь он вор так он же никогда не крал ни карманником не работал ни заманухой он сказал что провел на сумеречном холме всего пару дней прежде чем здесь оказался значит он не один из нас лог священник отвлекся от возни с горшочком и строго взглянул на мальчика жан-тан-эн вор потому что я сделаю из него вора ты же помнишь что я здесь воспитываю воров воров особого рода не забыл надеюсь но он жан гораздо образованнее любого из вас чисто и бегло пишет на трех языках разбирается в коммерции счетоводстве законах денежного оборота и многих других вещах твой бывший хозяин сразу понял что я за него ухвачусь он жирный я тоже и что а ты не казис с виду у калла сгал до носы что стенобитный таран с обеда вон запрыщевала о чем вообще разговор он всю ночь не давал нам спать как начал рыдать с вечера тогда утра не затыкался простите меня раздался позади тихий голос лог и цепи повернулись последний гораздо медленнее чем первый в дверях спального помещения стоял жан-тан-эн с опухшими от слез глазами я не хотел просто не мог остановиться ха цепи вновь принялся ковырять воск стилетом похоже мальчиком живущим стеклянных подземельях не стоит громко обсуждать товарищей находящихся в соседней комнате больше так не делай жан лог спрыгнул с деревянной скамеечки которую по-прежнему подставлял чтобы свободно дотягиваться до алхимической плиты подошел к одному из шкафчиков с пряностями и начал в нем рыться лежи тихо и не мешай нам спать мы же скала и галда не ревем извините меня проговорил жан таким голосом словно вот-вот опять расплачется извините просто у меня мама и папа я сирота и что с того лог достал с полки стеклянную бутылку с маринованным редисом плотно закрытую каменной пробкой как алхимическое зелье я тоже сирота мы все здесь сироты хоть изрывись весь родичи твои не оживут он повернулся и направился к плите а потому не увидел как жан срывается с места и бросается за ним зато уже через пару мгновений почувствовал как рука жана обхватывает его шею сзади рука может и мягкая но чертовски тяжелая для десятилетнего мальчишки от неожиданности лог выронил бутылку а жан рывком поднял его тряхнул в воздухе и силой швырнул ноги лока оторвались от пола в тот самый миг когда бутылка с редисом разбилась в дребезги секундой позже лог треснулся затылком о стол ведьми на дерево и грохнулся на пол больно ударившись костлявым задом заткнись сейчас же не осталось ничего от прежнего тихого и подавленного мальчика он яростно орал весь красный и в слезах захлопни свою поганую пасть не смей говорить о моих родителях лог опёрся на руки и попытался встать но кулак жана полетел ему прямо в лицо и заслонил собой пол мира от удара лог свалился на бок и свернулся кренделем когда к нему вернулась слабое подобие сознания он обнимал ножку стола а комната кружилась вокруг него в плавном минуэйте в рук пробулькал он пуская кровавые пузыри ну ладно жан сказал отец цепи оттаскивая сбешенного крепыша от лока думаю ты вполне доходчиво все объяснил ох больно промычал лог так тебе и надо цепи отпустил жана который стоял со стиснутыми кулаками сверкая глазами и дрожа всем телом ты это заслужил что конечно все мы здесь сироты мои родители умерли задолго до того как ты вообще на свет появился твои умерли много лет назад но жан потерял отца и мать всего пять дней назад ох простонал лог с трудом садясь я я не знал ну что ж священнику наконец удалось скрыть горшок с медом восковая закупорка с треском раскололась когда не знаешь всего что мог бы знать имеет смысл заткнуть свое чертово брехало и держаться повежливее случился пожар жан несколько раз глубоко вздохнул по-прежнему неотрывно глядя на локко они сгорели вся лавка дотла одни угольки остались он повернулся и побрел обратно в спальню опустив голову и вытирая глаза цепи встал спиной к локку и принялся старательно перемешивать мед растирая засахаренные комочки а стенки горшка гулка хлопнула потайная дверь ведущая из храма в подземелье и через минуту в кухне появились каллас галда оба в белых послушнических балахонах оба несли на голове по свежей ковриги хлеба вот и мы сообщил кала с хлебом добавил галда все и без тебя видит дурень от дурня слышу тут братья наконец заметили локко с разбитыми в кровь губами который пытался подняться с пола держать за край стола и остановились как вкопанные мы что-то пропустили поинтересовался галда когда я вчера знакомил вас жаном ребятки вздохнул цепи я забыл сказать одну важную вещь ваш прежний хозяин сумеречного холма предупредил что вообще-то жан мальчик тихий и вежливый да вот только чертовски спыльчивый покачав головой священник подошел к локку и помог встать на ноги когда окончательно очухаешься не забудь убрать с пола осколки и редис вечером пока собирали на стол лок и жан держались на почтительном расстоянии друг от друга и не произносили ни слова кала и галда раздраженно переглядывались примерно 200 раз в минуту но сами тоже не пытались разговаривать цепи с видимым удовольствием следовал примеру своих угрюмых подопечных и приготовления к ужину проходили почти в полном молчании как только лог и жан уселись за стол священник поставил перед ними по резному костяному ящичку около фута в длину и ширину с откидной крышкой лог тот час узнал вычислительные шкатулки хитроумные верарские устройства со сложным шестереночным механизмом передвижными костяшками и деревянными поворотными ручками позволявшие быстро выполнять различные математические действия полгода назад он обучился а зам работы с вычислительными шкатулками но с тех пор ни разу этими устройствами не пользовался лог и жан будьте так добры промолвил отец цепи у меня есть девятьсот девяносто пять коморских салонов и я отплываю в талверар мне бы очень хотелось по прибытии перевести деньги в салары а в настоящее время стоимость одного салара составляет четыре пятых от полной коморской кроны сколько саларов будут должны мне менялы прежде чем вычтут плату за свои услуги жан незамедлительно откинул крышку своей шкатулки и начал деловито крутить деревянные ручки щелкать костяшками и передвигать туда-сюда тонкие деревянные рейки охваченный волнением лог тоже торопливо принялся за работу но суетливые попытки угнаться за соперником успехом не увенчались уже через полминуты жан объявил тридцать один полный салар и примерно девять сотых от усердия высунув кончик языка он вычислял еще несколько секунд четыре серебряных валана и два медика превосходно улыбнулся цепи ты жан сегодня заслужил ужин а тебе лог боюсь не повезло но все равно спасибо за попытку можешь посидеть своей спальне пока мы ужинаем что кровь прихлынула к щекам мальчика но раньше было по-другому выдавали каждому отдельное задание и вообще я уже сто лет не пользовался чертовой шкатулкой в таком случае может еще одну задачу да хорошо жан сделай милость вычисли и ты ответ значит так по железному морю идет жиростийский галеон капитан судна человек весьма богобоязненный каждый час он приказывает матросу бросить в воду пресную лепешку как приношение иона каждая лепешка весит 14 унций следует заметить наш капитан человек не только богобоязненный а еще и на редкость педантичный лепешки хранятся в сундуках весом по четверти тонны каждый корабль находится в плавании ровно неделю сколько сундуков открыл капитан и каков общий вес лепешек принесенных дар повелителю алчных вод мальчики снова взялись за свои шкатулки и снова жан управился первым лог с выступившими бисеринками пота на лбу все еще лихорадочно возился со своим счетным устройством когда жан поднял глаза на священника и сказал он открыл только один сундук и израсходовал 147 фунтов лепешек отец цепи тихонько похлопал в ладоши молодец жан ты по-прежнему ужинаешь с нами ну а ты лог я тебя кликну когда нужно будет убрать со стола и помыть посуду смешно честное слово растердился лог он лучше меня умеет обращаться с вычислительной шкатулкой вы нарочно подстроили чтоб я проиграл и верно смешно в последнее время ты совсем зазнался дружок ты достиг трудного возраста когда многие мальчики засовывают свой здравый смысл куда подальше на несколько лет и наша собета тоже такое же проделала черт возьми отчасти поэтому я и отправил ее туда где она сейчас находится в любом случае мне кажется для человека носящего на шее метку смерти ты слишком уж задираешь нос лог покраснел пуще прежнего жан украдкой бросил на него взгляд каллас галда знавшие про акулий зуб пристально изучали свои пустые тарелки жизнь полна трудностей для решения которых требуются самые разные навыки уже ли ты полагаешь что всегда сможешь выбирать для себя лишь посильные задачи к примеру если мне понадобится для дела мальчик изображающий ученика менялы как по твоему кому из вас двоих я поручу работу тебе или жану да тут и выбирать не приходится ну да я думаю слишком много о себе ты думаешь ты высмеиваешь своего нового товарища из-за того что его телосложения напоминают мою внушительную стать цепи похлопал себя по животу и усмехнулся без тени веселости а тебе не пришло в голову что благодаря такой своей фигуре жан для многих дел подходит гораздо лучше чем ты он выглядит как сын купца как упитанный аристократ как полнотелый юный школяр его комплекция дает ему не меньше преимуществ чем тебе твоя пожалуй а если тебе нужны еще какие-то доказательства что в иных отношениях жан намного превосходит тебя я могу велеть ему еще разок задать тебе хорошую трепку лог непроизвольно съежился и попытался раствориться в воздухе потерпев неудачу он удрученно опустил голову ты меня извини подал голос жан надеюсь тебе было не очень больно не стоит извинений промямлил лог мне впрямь по делом досталось голодный желудок живо вразумляет неразумных ухмыльнулся цепи жизненные трудности случайны и непредсказуемые лог никогда не знаешь заранее какое именно твое качество или какое свойство твоего товарища поможет тебе преодолеть ту или иную из них к примеру поднимите руки те чья фамилия санса колос галда подчинились несколько нерешительно все чья фамилия санса могут сегодня от ужинать с нашим новым братом жаном танэном возгласил священник ой мне нравятся такие примеры обрадовался галда всем чья фамилия ламора тоже дозволяется поесть продолжал цепи но сначала они должны подать на стол все блюда и обслужить жана танэна лог принялся сновать взад вперед красный от смущения но с облегченным сердцем на ужин был жареный каплун фаршированный чесноком и луком с гарниром из винограда и инжира в горячем винном соусе отец цепи произнес все положенные молитвенные тосты посвятив последний жану танэну который потеряв одну семью скорости обрел другую при этих словах на глазах ужина выступили слезы и мальчик повеселевший было при виде роскошных яств снова поник духом заметив это калла и галда приняли меры к тому чтобы поправить ему настроение а ты здорово управляешься с вычислительной шкатулкой сказал калла у нас так быстро не получается подхватил галда хотя мы порядочно знаем арифметику во всяком случае мы так считали до знакомства с тобой добавил галда да ничего особенного откликнулся жан я и быстрее могу просто мне ну он нерешительно взглянул на отца цепи прежде чем продолжить мне нужны очки для чтения для разной работы вблизи без них я плоховато вижу я бы и быстрее управился если бы в очках был но я свои потерял один мальчик на сумичном холме будут тебе новые очки пообещал священник завтра или послезавтра только на людях их не носи это не вяжется с нашим нищенским обличием но здесь носи на здоровье значит ты еще и ни черта не видел когда меня победил удивился лог видел но плохо все такое расплывчатое вот почему я так далеко назад откидывался математический монстр задумчиво проговорил отец цепи и лихой драчун сколь необычное сочетание дарований послал нам благодетель в лице юного господина тонена ведь теперь он один из нас благородных каналей верно лог да ответил лог конечно следующим вечером погода была все такая же ясная и сухая луны стояли высоко в черном небе блистательные царицы ночи в окружении свиты из звезд жан-тонен сидел у парапета на крыше и читал держа книгу вытянутой руке подальше от глаз две масляные лампы в стеклянных кожухах озаряли его теплым желтым светом не помешаю спросил лог жан вздрогнув поднял взгляд боги да ты тише мыши не всегда лог остановился в нескольких футах от крепыша порой я бываю очень шумным когда на меня дурь находит я можно присесть жан кимнул лог плюхнулся рядом с ним и обхватил коленки руками извини меня сказал он иногда я веду себя как последнее дерьмо и ты извини что я тебя ударил я не хотел просто теряю всякое соображение когда злюсь ты правильно мне врезал я не знал про твоих родителей очень тебе сочувствую я мне не следовало болтать лишнее сам я тоже долго не мог привыкнуть с минуту мальчики молчали жан закрыл книгу и задумчиво смотрел в небо а знаешь может даже я и не сирота вовсе нарушил молчание лог то есть не совсем сирота как это ну моя мама умерла я точно знаю сам видел а вот отец он от нас ушел когда я был совсем крохой я его вообще не помню собственно и не знал никогда сочувствую да нам обоим можно посочувствовать верно думаю мой отец был моряком или кем-то вроде может торговцем каким мама ничего о нем не рассказывала не знаю могу и ошибаться конечно а мой отец был хороший человек сказал жан он они с мама держали лавку на северной заставе привозили в комор кожу шелка драгоценные камни плавали по всему железному морю иногда и суши по торговым делам путешествовали я родителям помогал не товары перевозить конечно а записи вести учет приходов и расходов еще я приглядывал за кошками у нас их 9 было мама она все смеялась мол я у нее единственный не четвероногий ребенок он шмыгнул носом и вытер глаза кажется я уже все слезы выплакал и вообще не знаю как быть и что делать родители учили меня честности говорили что воровство противно человеческим законам и воле богов а теперь выясняется что воров есть свой бог и мне остается либо помирать с голоду на улице либо благополучно жить здесь не такое уж это плохое дело сказал лог я вот сколько себя помню ничем другим и не занимался воровство вполне честное ремесло если посмотреть на него так как мы смотрим и совсем совсем непростое уж поверь лог вытащил из-за пазухи небольшой тряпичный мешочек на держи что что это ты же сказал тебе нужны очки улыбнулся лог виденция есть один полировщик линз древний старикан старше самих богов наверное он не следит за прилавком как надлежало бы вот я истощил для тебя несколько штук жан открыл мешочек и обнаружил там три пары очков две в круглой золотой оправе и одна в квадратной серебряной о спасибо лог жан по очереди поднес все три пары очков глазам и слегка нахмурился я даже не знаю не хочу показаться неблагодарным но ни одни из них мне не подходят он указал на свои глаза и неуверенно улыбнулся линзы надо подбирать по зрению оно ведь у всех разное некоторые люди плохо видят вдаль эти очки для них а я что называется близко слепый недальнослепый ох черт лог поскреб затылок и смущенно ухмыльнулся я же не ношу очки вот и не знал но я и болван вовсе нет оправы мне очень даже пригодятся они часто ломаются я просто вставлю у них подходящие стекла будут запасные очки еще раз спасибо мальчики еще немного посидели в молчании теперь дружелюбным жан прислонился спиной к парапету и закрыл глаза лог пристально смотрел на луны силясь разглядеть крохотные синие и зеленые пятнышки леса богов как говорил отец цепи наконец жан кашлянул значит ты хорошо умеешь воровать должен же я хоть что-то хорошо делать а в драке и в математике я похоже не особо силен а ты мне тут отец цепи рассказал про один обряд который совершают почитатели великого благодетеля посмертное приношение кажется ты про него знаешь о прекрасно знаю клянусь всеми тринадцатью помереть мне на месте я хотел бы сделать это для мамы с папой но я никогда не крал ты не мог бы мне помочь научить тебя воровать чтобы ты правильно совершил приношение да жан вздохнул полагаю раз уж боги привели меня сюда мне придется подчиниться здешним обычаям а ты научишь меня пользоваться счетной шкатулкой чтобы следующий раз я не выглядел таким придурком почему бы и нет значит договорились лог вскочил на ноги и широко раскинул руки завтра каллас галда могут плющить задницы на ступени храма а мы с тобой отправимся на дело звучит угрожающе для всех остальных возможно а для нас благородных каналей это просто работа для нас именно глава шестая ограничение алое солнце уже показалось над темными зданиями зольника когда лог в сопровождении красноруких зашагал по длинному деревянному мосту ведущему к плавучей могиле в лучах восходящего светила вся дровяная свалка окрасилась кровавый багрянец и когда лог жмурился в черноте перед глазами все равно плавали красные круги лог изо всех сил старался сохранять ясность мыслей нервическое возбуждение в сочетании с усталостью всегда вызывало в нем странное ощущение невесомости вот и сейчас ему казалось будто он скользит в дюйме другом над дощатым настилом не дотягиваясь до него ногами часовые на берегу часовые у дверей часовые в переднем зале в значительно большем количестве чем прежде все они хранили угрюмое молчание пока краснорукие вели лог как глубже в недра плавучей крепости капы внутренние двери со сложным шестеренчатым замком оказались незапертыми капа барсави стоял посреди огромного приемного зала спиной к локку с опущенной головой и сцепленными сзади руками занавеси на высоких окнах с восточного борта галеона были раздвинуты и красные пальцы света тянулись к барсави его сыновьям большой деревянной бочке и накрытому темной тканью продолговатому предмету на похоронных носилках отец произнес аньяис ламора пришел капа барсави глухо рыкнул и повернулся несколько секунд он смотрел на локка пустыми безжизненными глазами потом махнул левой рукой оставьте нас сейчас же аньяис и пакера понурив головы поспешно вышли вон краснорукие последовали за ними мгновением позже гулка грохнула дверь и залязгали механические засовы ваша честь что происходит спросил лог этот ублюдок этот ублюдок убил ее лог что он убил наску сегодня ночью мы обнаружили тело всего пару часов назад лог с отвисшей челюстью уставился на капу ошеломленный до потери соображения но но она же находилась здесь да наконец проговорил он нет барсави судорожно сжимал и разжимал кулаки она незаметно улизнула или ее похитили во втором или третьем часу по полуночи ее вернули в половине пятого утра вернули кто иди сюда смотри вин карла барсави откинул покрывало на носилках там лежала нас к с восковым лицом сомкнутыми веками мокрыми волосами на шее слева темнели два синевато багровых синяка чувствуя жгучую резь в глазах лог до боли закусил палец смотри что сотворил этот ублюдок прошептал барсави она была живой памятью о своей матери моя единственная дочь лучше бы мне умереть чем видеть такое по щекам старика потекли слезы носку уже вымыли вымыли что вы имеете в виду ее вернули в этом копа указал рукой на бочку стоявшую в нескольких футах от носилок в бочке загляни внутрь лог отодвинул крышку и тот час отшатнулся ибо в ноздри ударила тошнотворная вонь бочка была наполнена мочой лошадиной мочой темной и мутной лог резко отвернулся и обеими руками зажал рот подавляя рвотные позывы не просто убили а утопили сдавлено проговорил барсави утопили в лошадиной ссаки лог хрипло застонал борясь со слезами не могу поверить просто в голове не укладывается зачем черт подери какой смысл он снова подошел к носилкам и внимательно разглядел шею наски багровые кровоподтеки при ближайшем рассмотрении оказались опухолями и спереди от каждой виднелись три глубокие и прямые царапины лог живо вспомнил жгучую боль от соколиных когтей проткнувших кожу пораненная птицей рука по-прежнему горела ваша честь медленно произнес он хотя наску вернули в бочке я уверен что умерла она не от утопления в ней как тебя понимать видите эти вздутости и царапины с ними рядом лог импровизировал стараясь говорить ровным голосом и сохранять безучастное выражение лица какая ложь прозвучит достаточно правдоподобно однажды я уже видел такие несколько лет назад в талишеме на теле человека убитого скорпионе соколом вам доводилось слышать о таких птицах да кивнул капа чудовищный гибрид измышленный картенскими чародеями так следы у нее на шее оставлены этой тварью ты уверен наску ужалил скорпионий сокол твердо сказал лог рядом с отечными ранками видны царапины от когтей она умерла почти мгновенно значит он просто замариновал ее потом прошептал барсаве чтобы усугубить оскорбление чтобы еще глубже ранить меня мне очень жаль сказал лог я понимаю это слабое утешение если ты прав значит смерть была быстрой барсаве провел рукой по влажным волосам наски и снова накрыл ее голову покрывалом и мне остается благодарить богов хотя бы за такую милость дарованную моей бедной дочери но серый мерзавец на быструю смерть может не рассчитывать когда я доберусь до него клянусь всем святым но зачем зачем он ее убил в совершенном смятении лог обеими руками взъерошил волосы это же не имеет никакого смысла почему наску почему сейчас вот пусть он сам тебе и объяснит что я вас не понимаю капа достал из внутреннего кармана камзола сложенный лист пергамента и протянул локку барсаве гласила записка написанная ровным четким почерком мы приносим извинения за вынужденные меры нами приняты но мы пошли на такой шаг добытый яснее осознал наше могущество а следовательно необходимость сотрудничества с нами мы настоятельно желаем встретиться с тобой для прямого взаимоуважительного разговора чтобы раз и навсегда решить вопрос о разделе власти в коморре мы будем ждать тебя в гулкой норе в одиннадцатом часу вечера в герцога в день через три ночи от нынешней мы будем одни и без оружия однако ты со своей стороны можешь привести с собой столько советчиков сколько пожелаешь и вооружить он их как сочтешь нужным мы со всей прямотой обсудим положение дел и возможно с милостивой помощью богов избавим тебя от дальнейшей необходимости терять верных слуг или кровных чад просто невероятно выдохнул лок встретиться для прямого взаимоуважительного разговора после такого он явно не коморрец сказал барсаве за годы здесь прожитые я сам стал настоящим коморцем по духу я больше коморец чем многие уроженцы нашего города но этот человек старик яростно потряс головой он не понимает сколь чудовищное злодеяние совершил чтобы привлечь мое внимание и сколь жестокое оскорбление я нанесу своим сыновьям если вступлю в переговоры с ним он только зря потратил время на письмо и это царственное мы какая театральность ваша честь а что если он все прекрасно понимает крайне маловероятно лок как поневесело усмехнулся иначе он не сотворил бы такого но если предположить что на самом деле он собирается устроить засаду в глухой норе и предлагает встретиться единственно чтобы выманить вас из плавучей могилы вместо где намерен расправиться с вами опять твоя рассудительная осторожность барсаве скривил рот в подобии улыбки такая мысль приходила мне в голову лок но если он хочет меня устранить почему не напал врасплох еще два месяца назад прежде чем начал убивать мои горист нет похоже он действительно полагает что если достаточно запугает меня я соглашусь на любые условия конечно же я пойду в глухую нору наша с ним встреча обязательно состоится что же до моих советчиков я возьму с собой сыновей сестер беранжа и сотню своих самых опытных и свирепых солдат а также тебя и твоего друга жана сердце улока отчаянно забилось как птица в западне он с трудом подавил желание закричать до сказал он разумеется мы с жаном выполним любой ваш приказ я очень благодарен вам за предоставленную возможность хорошо потому что вести переговоры мы будем арбалетными стрелами ножами и кулаками если этот серый кусок дерьма воображает что может диктовать мне условия над телом моей единственной дочери то он глубоко заблуждается лок стиснул зубы уж поверь я сумею выманить капу из его сырой крепости прозвучали у него в голове слова серого короля прошу прощения капа барсави снова заговорил он но принимаете ли вы в расчет слухи про серого короля будто он убивает одним прикосновением умеет проходить сквозь стены неуязвим для клинков и стрел пьяные застольные россказни он делает ровно то что делал я когда устанавливал свою власть в городе надежно прячется и правильно выбирает жертв старик тяжело вздохнул надо признать у него хорошо получается не хуже чем у меня в свое время но он не призрак есть и другая вероятность лок нервно облизал губы сколько и сказанного здесь дойдет до серого короля узнал же он каким-то образом все секреты благородных каналей ладно черт с ним а если в деле замешан вольнонаемный маг который помогает серому королю до серый король возмущает спокойствие в моем городе уже не первый месяц лок да это многое объяснила бы но цена даже я не смог бы платить картинскому магу столько времени картинские маги не просто создали скорпионих соколов сказал лок насколько мне известно только они одни и держат этих тварей разве возьмется обычный сокольник обучать птицу способную убить его одним случайным уколом жала ври убедительно подумал лок ври очень очень убедительно и серому королю не было нужды пользоваться услугами картинского мага все это время может маг только что прибыл в город может его наняли всего на несколько ближайших дней когда серый король собирается перейти к решающим действиям в чем бы они не заключались а слухи о сверхъестественных способностях серого короля он и сам мог распустить заранее чтобы подготовить почву фантастическое предположение промолвил каппа хотя она многое объяснила бы она объяснила бы почему серый король готов встретиться с вами один и без оружия под защитой вольно наемного мага негодяя нечего опасаться в таком случае мое решение остается прежним барсави обхватил левый кулак правой ладонью если один макс умеет одолеть сотни человек включая нас с тобой моих сыновей сестер беранжа и твоего друга жана с его смертоносными ножами значит серый король подготовился к схватке лучше чем я но я лично так не думаю но вы все-таки не сбрасывайте со счетов такую вероятность хорошо настойчиво попросил лог хорошо барсави положил руку логку на плечо ты прости меня мой мальчик что не уберег наску вам не за что просить прощения ваша честь если капа меняет тему подумал лог значит тема закрыта вы ни в чем не виноваты это моя вина серому королю нужен я вы оказали мне великую честь капа барсави лог снова облизал губы внезапно пересохшие я буду счастлив помочь вам убить гнусного скота и у нас все получится в герцогов день в девятом часу вечера мы начнем собираться аньяис зайдет в последнюю ошибку за тобой и тоненом а братья санса они ловко управляются с ножами и с картами я слышал я ничего против них не имею лог но они скоромохи шуты гороховые а я беру с собой серьезных людей на серьезное дело воля ваша капа а теперь старик достал из кармана шелковый носовой платок и медленно промокнул им лоб и щеки оставь меня одного пожалуйста приходи завтра вечером в качестве священника я созову и всех остальных священников служащих великому благодетелю мы проводим ее в последний путь со всеми ритуальными почестями лог невольно почувствовал себя польщенным капа всегда знал что все подопечные отца цепи посвященные служители великого благодетеля а сам лог полноправный священник но еще ни разу не обращался к нему с просьбой исполнить священнические обязанности конечно тихо сказал лог затем он удалился оставив капу стоять в кроваво красных лучах раннего солнца оставив скорбящего старика одного в самом сердце плавучей крепости наедине с бездыханным телом дочери господа шумно отдуваясь лог закрыл за собой дверь комнаты на седьмом этаже расколотой башни на этой неделе видимость нашего проживания здесь мы создали теперь возвращаемся в храм и остаемся там вплоть до особого распоряжения жан сидел в кресле с потрепанным томиком корешийских баллад в руках оба его ножа лежали у него на коленях клоп посапывал на спальных нарах в одной из немыслимых поз от которых мигом начинает ломить кости у всех кроме самых юных и глупых братья санса сидели у дальней стены вяло перекидываясь в карты при появлении локко они одновременно повернули к нему головы мы избавились от одного затруднения но тот час возникло другое сообщил лог из огня до вполымя одним словом и какие же новости поинтересовался жан самые ужасные лог бессильно рухнул в кресло откинул назад голову и закрыл глаза нас к мертва как кала вскочил на ноги галда тоже что случилось серый король случился должно быть это и были другие дела не терпящие отлагательств о которых он упомянул прощаясь со мной он вернул тело нас ки в бочке лошадиной мочи о боги выдохнул жан очень тебе сочувствую лог и теперь продолжал лог нам с тобой предстоит сопровождать одержимого жаждой мести капу когда он отправится на тайную встречу которая кстати состоится через три дня в гулкой норе под словом тайная барсави разумеет сотню головорезов врывающихся в помещение чтобы покромсать серого короля на мелкие кусочки ты имеешь ввиду покромсать тебя на мелкие кусочки уточнил галда спасибо конечно но я и без тебя прекрасно помню кто должен расхаживать перед капой в сером наряде я просто размышляю не стоит ли мне повесить на грудь мишень для пущего удобства арбалетчиков ах да еще гадаю успели я герцоговому дню научиться раздваиваться с ума сойти жан в сердцах захлопнул книгу это раньше было с ума сойти а сейчас хоть в петлю лезь но зачем серому королю понадобилось убивать наску чтобы привлечь внимание капы вздохнул лог либо нагнать на него страху что не получилось либо привести в лютое бешенство что получилось все теперь о мире можно забыть кала в волнении мерил шагами комнату капа или убьет серого короля или погибнет сам разумеется серый король это понимает он хотел не ускорить переговоры а исключить самую их возможность навсегда сдается мне серый король далеко не все рассказал нам об этом своем плане мрачно проговорил лог в таком случае вперед квиконтовым воротам воскликнул галда до вечера раздобудем повозку и все необходимое в дорогу сложим деньги в мешки и поминай как звали черт да если мы имея на руках 40 с лишним тысяч полных крон не найдем где начать новую жизнь значит мы вообще не достойны жить можно купить аристократические титулы влашения сделаем клопа графом а сами представимся его слугами или сами станем графами а клопа сделаем нашим слугой подхватил кала будем гонять малого в хвост и в гриву это чрезвычайно полезно для его нравственного воспитания ничего не выйдет осадил товарищей лог надо исходить из предположения что от серого короля нам не скрыться от картенского мага если точнее покуда сокольник состоит у него на службе бежать не имеет смысла во всяком случае пока остается хоть какой-то выбор а когда выбора не останется ну тогда почему бы и не попытаться терять то нам уже будет нечего нужно все подготовить бегству и если возникнет крайняя необходимость дать дёру мы сами впряжемся в повозку вместе с лошадьми коли понадобится и помчимся со всех ног теперь нужно лишь решить от какого из двух обязательств тебе отвертеться вечер встречи в гулкой норе сказал жан тут и решать нечего серого короля не проведешь при всем старании а одурачить барсаве мы в силах поэтому я выступлю в роли серого короля и придумаю как бы освободиться от обязательств перед капой не лишившись при этом жизни это будет ой как непросто заметил жан а может и не надо ничего придумывать калла указал на брата серого короля изобразит один из нас а вы с жаном будете сопровождать капу как приказано до поддержал брата галда великолепная мысль нет отрезал лог во первых я меняю обличие гораздо лучше чем любой из вас и вы сами это знаете вы оба парни слишком видны и вдруг вас кто признает во вторых пока я буду играть роль серого короля про вас двоих никто и не вспомнит и вы можете спокойно заниматься другими важными делами я бы предпочел чтобы вы ждали нас в условленном месте с повозкой и всем прочим на случай если события примут дурной оборот и нам придется спешно бежать из города оклоп оклоп уже давно храпит притворно подал голос мальчишка и я хорошо знаю гулкую нору не раз прятался там когда еще состоял шайки сумеречного холма я буду сидеть под полом около водопада и держать ухо востро клоп ты не начал лог если ты против перебил клоп тебе придется запереть меня в сундуке чтобы удержать дома вам с жаном нужен сторонний наблюдатель и серый король не говорил что никакие твои друзья не должны прятаться поблизости а прячусь я лучше любого из вас потому что вы все слишком большие неповоротливые неуклюжие и о боги воскликнул лог недолго мне осталось ходить в гористах герцог клоп ставит мне условия на которых так уж и быть согласен служить хорошо ваша милость вы получите роль которая позволит вам находиться рядом с местом действия но только спрячетесь там где я укажу ясно яснее не бывает значит договорились а теперь если никому больше не требуется чтобы я тут изображал великого и ужасного повелителя или нашего друга которого всем хочется прикончить я бы немного поспал с вашего позволения да чего наску жаль слов нет сказал галда вот же сукин сын да уж вздохнул лог кстати я собираюсь сегодня же вечером поговорить с ним об этом с ним или его ручным колдуном смотря кто из них изволит явиться свеча понимающий кивнул жан ага когда мы управимся со всеми делами в час лжесвета вы подождете меня в последние ошибки а я сяду здесь зажгу свечу и подожду гостей лог ухмыльнулся пусть эти гады прогуляются вверх вниз по нашей лестнице день выдался ясным и теплым а вечер на редкость прохладным для каморро лог сидел в комнате на седьмом этаже и призрачные щупальца лжесвета уже тянулись к пурпурному небу за распахнутыми окнами с опущенными сетками свеча сокольника теплилась на столе рядом с остатками скромного ужина и на половину пустой бутылки вина другая половина бутылки согревала желудок лог к сидевшего в кресле лицом к двери и осторожно потиравшего руку в свежей повязке которую жан наложил перед тем как спуститься в таверну умно хитрый страж проговорил лог обращаясь в пустоту если я тебя чем-то прогневал право слово не стоит прибегать таким ухищрением чтобы наказать меня а если я тебя ничем не прогневал мне остается лишь уповать что ты находишь мои злосчастья забавными морщась от боли он несколько раз согнул и разогнул пальцы раненой руки потом взял со стола бутылку и бокал этот бокал наполнен для нашего отсутствующего друга произнес лог наливая в бокал темно-красного вина превосходной рицины сорта накотца из виноградников дона сальвары расположенных выше по реке бутылка была преподнесена в подарок лукасу фирвайту когда он покидал прогулочную барку дона много-много дней назад или не так уж и много казалось с тех пор прошла целая жизнь мы уже тоскуем по наске барсави и желаем ей покоя в мире ином продолжал лог она была хорошей гористой и старалась помочь своему пизону в обстоятельствах неприятных для них обоих она заслуживала лучшей участи наказывай меня сколь угодно сурово о многохитрый страж но для нее сделай все что в твоих силах об этом молит тебя твой верный слуга хочешь узнать истинную меру набожности человека сказал сокольник понаблюдай за ним во время его одинокой трапезы дверь за картенским магом затворилась но как она открывалась лог не видел и не слышал да и вообще он заложил на ней засов прежде чем сесть за ужин сокольник явился без птицы в уже знакомом логку сером камзоле с расходящимися полами и алыми обшлагами украшенными серебряными пуговицами на голове у него был серый бархатный берет с приколотым серебряной булавкой пером явно принадлежащим вестриссе сам я никогда особой набожностью не отличался продолжал маг как и особой любовью к лестницам мое сердце исполнено сострадание к тяготам выпавшим на твою долю сухо ответил лог где твой сокол летает поблизости лог с тревогой подумал об открытых окнах всего минуту назад казавшимися неприступными если вдруг вестриса решит ворваться в комнату сетка не остановит сокола я надеялся твой хозяин придет с тобой мой клиент занят другими делами я говорю от его имени и передам ему все твои слова если ты сообщишь что-нибудь достойное внимание разумеется слова для него у меня всегда найдутся например кровожадный безумец или тупой выродок тебе или твоему клиенту вообще приходило в голову что единственный верный способ превратить коморца в заклятого врага который никогда не пойдет ни на какие переговоры с вами это убить его кровного родственника о боги воскликнул сокольник вот беда то а ведь серый король искренне полагал что барсави воспримет убийство своей дочери как дружественный жест он вопросительно поднял брови так ты хочешь самолично доложить об этом моему клиенту или мне прямо сейчас бежать к нему с твоим поразительным откровением очень смешно гнусный ты червь я же согласился нарядиться твоим хозяином но вы с ним мать вашу здорово осложнили мне дело приславка петела его единственной дочери в бочке лошадиной мочи сожалею пожал плечами вольно наемный маг но договоренность остается в силе как и угрозы заставившие тебя пойти на нее барсави хочет чтобы я отправился с ним на встречу о чем и сообщил мне сегодня утром в других обстоятельствах я бы сумел отвертеться но теперь убийство наски поставила меня в безвыходное положение ты у нас все-таки коморский шип я лично буду очень разочарован если ты не изыщешь способа преодолеть это затруднение в случае с барсави речь идет о просьбе а в случае с моим клиентом о безоговорочном требовании твой чертов клиент не все мне рассказывает можно с уверенностью предположить что он лучше тебя знает как ему поступать сокольник лениво перебирал пальцами правой руки тонкую нить со странным серебряным отливом черт подери прошипел лог возможно мне плевать на капу но нас к была моим другом принуждение угрозами я могу понять но бессмысленное злодейство нет вам сволочи не было решительно никакой необходимости убивать девушку сокольник растопырил пальцы и натянутая между ними крест-накрест нить заблестела он медленно зашевелил пальцами сплетая из нее узор за узором с такой же ловкостью с какой братья санса гоняли монетку по костяшкам не выразить словами сколь тяжело мне осознавать что мы можем лишиться твоего милостивого расположения сказал колдун затем он коротко прошипел какое-то слово единственный слог на незнакомом локку наречии неприятный резкий звук отдался в комнате слабым словно прилетевшим издалека эхом деревянные ставни позади локка с грохотом закрылись и он испуганно вскочил с кресла одно за другим захлопнули все остальные окна и незримая рука слязгом задвинула защелки на них сокольник снова пошевелил пальцами блеснул сплетенный между ними паутинный узор и лок сдавленно охнул колени его внезапно обожгла боль как от сокрушительного пинка ты опять держишься со мной непочтительно холодно произнес вольнонаемный маг меня это нисколько не забавляет посему я выполню распоряжение своего клиента с сугубым усердием с толком и расстановкой локс заскрипел зубами и на глазах выступили слезы когда боль начала усиливаться остро пульсировать растекаться по ногам теперь у него было ощущение будто в коленных чашечках пылает холодный огонь он бессильно пошатнулся вперед одной рукой схватился за колено другой вцепился в край стола и устремил на мага яростный взгляд попытался заговорить но горло сдавило судорогой ты собственность ламора ты принадлежишь серому королю ему нет ни малейшего дела до твоей дружбы с наской барсави девушке просто не повезло с отцом которого ей дали боги судорога поползла вниз по спине по рукам и по ногам где соединилась в чудовищном сплаве с болью грызущей колени задыхаясь лок рухнул навзничь застывшим в гримасе ужаса лицом и скинутыми руками со скрюченными как когти пальцами сейчас ты похож на брошенную в огонь букашку а ведь я показал тебе лишь малую долю своих способностей ты даже не представляешь что я могу сотворить с тобой вышив твое имя на ткани или написав на пергаменте фамилию ламора ты явно получил не при рождении на старотеринском ламора означает тень но для того чтобы полностью подчинить тебя своей власти мне хватит и одного имени пальцы сокольника засновали замелькали расплываясь в нечеткое пятно серебряные нити засверкали растягиваясь и сплетаясь все в новые и новые фигуры и чем быстрее чередовали сияющие узоры тем страшнее становились мучения локко пятки его бешено колотили по полу зубы дробно лязгали казалось будто кто-то вспарывает его бедра ледяными кинжалами пытаясь вытащить кости раз за разом он силился набрать в грудь воздуха чтобы завопить но легкие не слушались в горле стоял тугой колючий ком и по краям зрения сгущалась кроваво-черная пелена избавление от дикой боли несказанно ошеломило локко он вдруг разом обмяк и теперь валялся на полу как старая тропичная кукла чувствуя затухающие болевые волны во всем теле по щекам катились горячие слезы ты не особо умен ламора умный человек не стал бы попусту тратить мое время умный человек сразу понял бы все тонкости своего положения не вынуждая меня объяснять еще раз на самом краю зрения локко снова забегали расплывчатые серебряные блики и новая вспышка боли полыхнула в груди распускаясь огненным цветком вокруг сердца он явственно ощущал как яростное пламя пожирает легкие и казалось даже слышал запах горелой плоти воздух в горле раскалился точно в хлебной печи лок застонал корчась в невыносимых муках запрокинул голову и наконец испустил душераздирающий вопль ты мне еще нужен сказал сокольник но я требую от тебя покорности кротости и благодарности за мое терпение другое дело твои друзья следует ли мне проделать то же самое с клопом на твоих глазах или с братьями санца нет умоляю не надо выкрикнул лок скрючившись пополам и схватившись обеими руками за грудь хрипло рыча словно обезумевшие от боли животное он принялся рвать на себе рубашку только не они почему же для моего клиента они никакой ценности не представляют от них вполне можно избавиться жгучая боль отступила опять с поразительной быстротой лок лежал на полу сжавшись в комок и тяжело прерывисто дышал не в силах поверить что столь лютый жар мог исчезнуть всего за секунду еще одна грубость еще одна дерзость еще одно требование еще хоть что-нибудь кроме рабской покорности и твои друзья дорого заплатят за твою гордыню вольно наемный маг взял со стола бокал рицины и отпил глоток потом щелкнул пальцами и вино в бокале бурно вскипело и бесследно пропало испарившись за долю секунды без всякого огня ну что мы достигли взаимопонимания до полного прохрипел лог да прошу вас не трогайте их я сделаю все что скажете конечно сделаешь куда ты денешься теперь так я принес тебе костюм для встречи в гулкой норе найдешь за дверью он в должной мере театрален объяснять тебе про грим и прочие маскарадные ухищрения я не стану без меня все знаешь в назначенный день приходи к гулкой норе в половине одиннадцатого вечера а дальше я буду подсказывать тебе что делать и говорить барсави с трудом выдавил лог барсави меня убьет разве ты сомневаешься в том что я могу мучить тебя здесь сколько моей душе угодно пока ты не сойдешь с ума от боли нет нет так не сомневайся и в том что я в силах защитить тебя от любых глупых выходок которые взбредут капи в голову но как как вы собираетесь мне подсказывать чтобы быть услышанным мне не обязательно волновать воздух звуками раздался в голове локко голос мага до жути громкий и ясный когда во время разговора с барсави тебе понадобится подсказка ты ее получишь когда тебе нужно будет выдвинуть требования или согласиться с требованием я дам знать как это сделать все понятно да понятно спасибо ты должен быть благодарен мне и моему клиенту за оказанную тебе услугу многие годами ждут случая снискать доверия капы а тебе такая возможность была поднесена на золотом блюде но разве не щедро с нашей стороны да конечно вот именно советую сейчас же придумать как уклониться от обязательства перед барсави тогда ты сможешь всецело сосредоточиться на своем обязательстве перед нами нам совсем ни к чему чтобы в решающую минуту твое внимание раздваивалось народу в последние ошибки было на удивление мало такого лог еще ни разу не видел разговоры велись приглушенными голосами глаза смотрели холодно и настороженно целые шайки блистали своим отсутствием все посетители и мужчины и женщины были одеты не по погоде тепло полуплащи толстые куртки стеганые камзолы под такой одеждой легче прятать оружие что с тобой стряслось черт возьми жан помог локу сесть он выбрал для них маленький стол в боковой нише откуда была хорошо видна входная дверь лог осторожно поерзал на стуле устраиваясь поудобнее мышцы шеи и суставы все еще ныли от остаточной боли сокольник сообщил мне свое мнение по ряду вопросов сообщил он приглушенным голосом и похоже я не такой обаятельный малый как воображал он непроизвольно потрогал разорванный ворот рубашки и вздохнул сначала пиво нытье потом жан пододвинул к нему глиняную кружку с тепловатым каморским пивом и логов два глотка выпил половину ну ладно выдохнул он утерев рот зато я высказал все что о нем думаю вряд ли картенские маги часто слышат оскорбление свой адрес ты чего нибудь выяснил нет лог залпом допил пиво и поставил кружку на стол вверх дном ни черта правда подвергся зверским истязаниям что тоже в известном смысле познавательно вот скотина жан сжал кулаки руки чешутся и сбить мерзавца если не до смерти то хотя бы до полусмерти очень надеюсь что такая возможность мне представиться прибереги это для серого короля тихо проговорил лог думается мне если намеченная встреча пройдет гладко он не станет долго держать сокольника на службе слишком уж это затратно а когда маг покинет город мы еще раз побеседуем серым королем на языке ножей золотые твои слова последуем за ним хоть на край света коли понадобится мы не знали на что потратить наши деньги теперь знаем как только этот ублюдок по издержится и не сможет больше платить вольно наемного магу мы ему покажем нравится ли нам когда нас подбирают под ноготь даже если придется гнаться за ним через все железное море за мыс нессек и до самого балинеля на другом краю медного моря отличный план а сегодня ты что собираешься делать сегодня хмыкнул лог а пожалуй что последую совету кала прогуляюсь до гильдейских лилий и наковыркаюсь там в постели до потери мозгов а по утру пускай милые девицы поставят мне мозги на место за это придется приплатить конечно но на такое дело денег не жалко не иначе я умом тронулся изумился жан уже четыре года прошло а ты еще ни разу я расстроен подавлен и мне нужно отвлечься а она за тысячу миль отсюда в конце концов я человек черт побери и ничто человеческое мне не чуждо в общем не ждите меня сегодня тогда я с тобой сказал жан нынче ночью опасно одному разгуливать по улицам слухи о нас ки разнеслись по всему городу и народ на взводе опасно уж кому кому а мне никакая опасность не грозит старина я единственный во всем коморье человек которого никто убивать не собирается во всяком случае пока я нужен нашим друзьям кукловодам ничего не выйдет сказал лог два часа спустя извини тут нет твоей вины в комнате стоял приятный теплый полумрак деревянная опахала скрытая стеной полости с мерным шорохом двигалась взад вперед нагнетая свежий воздух под окнами с плеском вращались водяные колеса соединенные приводными ремнями и цепями с многочисленными бытовыми механизмами и устройствами дома гильдейских лилий что на северной окраине западни лог голый лежал на широкой кровати с периной и шелковыми простынями под шелковым пологом раскинувшись на спине в мягком красном свете алхимического шара сиявшего чуть ярче пунцовой луны он любовался роскошным телом женщины ласкавший ладонями его бедра от нее пьяняще пахло яблочным вином корицей и мускусом изгибы ее тела восхищали взор однако лог не испытывал ни малейшего возбуждения не надо фелиса попросил он зря я вообще пришел ты чем-то расстроен прошептала фелиса у тебя мысли заняты другим и это рано на руки отнюдь не способствует делу позволь мне прибегнуть к иным средством для меня это так сказать вопрос профессиональной чести даже не представляю чем тут можно помочь в голосе женщины лог уловил легкое недовольство но выражение ее лица погруженного в тень разглядеть не смог есть особые вина алхимические и стал верара возбуждающего свойства не из дешевых но очень действенные она погладила живот логка пробежала пальцами по тонкой полоске волос тянущиеся от пупка к паху они творят настоящие чудеса мне не нужно никакого вина рассеянно пробормотал лог отводя руку фелисы в сторону я сам не знаю что мне нужно в таком случае у меня есть еще одно предложение переместившись чуть выше женщина встала над ним на коленях и одним уверенным движением ибо при всех своих соблазнительных изгибах она обладала порядочной силой перевернула его на живот после чего принялась разминать логку мышцы шеи и спины чередуя мягкие поглаживания сильными надавливаниями предложение ох принимается ты же знаешь лог чуть погодя снова заговорила фелиса уже обычным голосом бестрепетного придыхания призванного создать у мужчин впечатление подлинной страсти что служительницы в приемном зале всегда сообщают нам об особых пожеланиях клиента ну да так вот мне известно что ты попросил рыжеволосую девушку и что ох пониже пожалуйста и что с того в лилиях нас таких двое и время от времени мужчины нас заказывают именно из-за цвета волос но дело в том что одни хотят любую рыжеволосую а другие определенную ох с теми которым нужна любая рыжеволосая все понятно развлеклись и пошли своим путем но ты попросил определенную девушку не меня извини я же сказал твоей вины тут нет очень любезно с твоей стороны я в любом случае заплачу и это тоже очень мило хихикнула фелиса правда если бы ты отказался платить тебе бы пришлось не только беспокоиться о моих уязвленных чувствах но еще и объясняться с целой толпой вооруженных охранников а знаешь такой ты мне больше нравишься сказал лог без всяких этих подобострастных чего изволите господин ну иные мужчины любят прямодушных шлюх а другие не желая слышать ничего кроме восхищенных ахов охов и вздохов фелиса мяла шею лог основанием ладоней наша задача угодить любому клиенту но ты похоже сохнешь по одной особе и сейчас подумал хорошенько и осознал что я тебе ее не заменю извини да перестань ты извиняться ну что ж поделать если твоя возлюбленная сбежала от тебя за пол континента о боги простонал лог найди мне хотя бы одного человека в коморре не посвященная в мои сердечные дела и я дам тебе сотню крон клянусь мне просто один из братьев санса рассказал один из санса который понятия не имею в темноте их не различишь я у них болтунов чертовых языки вырежу ну ну фелиса шутливо взъерошила лог у волосы пожалуйста не надо нам девушкам их языки еще очень пригодятся бедный ты наш дурачок совсем потерял голову из-за нее ну что тут скажешь лог тебя хорошо от имели фелиса тихо рассмеялась жаль только что не